Бодхи Раджакумара сутта, ко принцу Бодхи. МН 85. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Саваттхе в стране Бхага в Сунцумарагире в роще Бхисокалы в Олейним парке. И в то время для принца Бодхи был построен дворец Канада, в котором еще не проживал ни один отшельник или жрец, или какое-либо человеческое существо вообще. И тогда принц Бодхи обратился к брахманскому ученику Санджикапутти так, ну же, дорогой Санджикапутта, отправляясь к Благословенному, поклонясь ему от моего имени, упав ему в ноги, и поинтересуйся, свободен ли он от болезни и недуга, здоров ли, силен ли, и пребывает ли в умиротворении. Скажи, господин, принц Бодхи выражает почтение, припадая к ногам Благословенного. Он интересуется, свободен ли Благословенный от болезни и недуга, здоров ли, силен ли, и пребывает ли в умиротворении. И затем скажи следующее, господин, пусть Благословенный Сангха и монахов согласится принять от принца Бодхи приглашение на завтрашний обед. Да, Ваше Величество, ответил Сан-Джикапута, отправился к Благословенному, и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал, мастер Гатама, принц Бодхи выражает почтение, припадая к ногам Благословенного. Он интересуется, свободен ли Благословенный от болезни и недуга, здоров ли, силен ли, и пребывает ли в умиротворении. И он говорит, пусть Благословенный Санха и монахов согласится принять от принца Бодхи приглашение на завтрашний обед. Благословенный молча согласился. И тогда, осознав, что Благословенный согласился, Сан-Джикапута встал со своего сиденья, отправился к принцу Бодхи, и рассказал ему обо всем, что произошло, добавив, отшельник Гатама согласился. И тогда, как минула ночь, в собственном доме принца Бодхи приготовили различные виды превосходной еды, а во дворце Коканады была постелена белая ткань вплоть до последней ступени, входной, лестницы. Тогда он обратился к брахманскому ученику Сан-Джикапуте, ну же, дорога Сан-Джикапута, отправляйся к Благословенному и объяви, что время пришло, время пришло, господин, кушанье готово. Да, господин ответил Сан-Джикапута, отправился к Благословенному, и объявил о том, что время пришло, время пришло, господин, кушанье готово. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял свою чашу и верхние одеяния, и отправился к резиденции принца Бодхи. И в то время принц Бодхи стоял на веранде, ожидая Благословенного. Когда он увидел Благословенного издали, он вышел, чтобы встретить его, и поклонился ему. Затем, позволив Благословенному идти впереди, он отправился во дворец Коконады. Но Благословенный встал у нижней ступени лестницы. Принц Бодхи сказал ему, «Господин, пусть Благословенный наступит на ткань, пусть Счастливый наступит на ткань, чтобы это привело к моему благополучию и счастью на долгое время». Когда так было сказано, Благословенный ничего не ответил, один. И во второй раз, и в третий раз принц Бодхи сказал ему, «Господин, пусть Благословенный наступит». Благословенный посмотрел на Достопочтенного Ананду. Достопочтенный Ананда сказал принцу Бодхи, «Принц, пусть ткань уберут». Благословенный не наступит на, эту, полоску ткани. Татхагата заботится о будущих поколениях, два. Поэтому принц Бодхи приказал убрать ткань и подготовить сиденья в верхних апартаментах дворца Коконады. Благословенный и Сангха монахов зашли во дворец Коконады и сели на подготовленные сиденья. И тогда принц Бодхи собственноручно обслужил Сангху монахов во главе с Буддой различными видами превосходной еды. Когда Благословенный поел и убрал чашу в сторону, принц Бодхи выбрал более низкое сиденье, сел рядом, и сказал Благословенному, «Господин, у нас была такая мысль, удовольствие не добыть удовольствием. Удовольствие добывается через боль». Принц, до своего просветления, когда я все еще был только лишь непросветленным Бодхисаттой, я также думал так, удовольствие не добыть удовольствием. Удовольствие добывается через боль. Позже, принц, будучи все еще юным, черноволосым молодым человеком, наделенным благословением молодости на первом этапе жизни, я обрил волосы и бороду, надел желтые одежды. Четыре, и я сел там, думая, это послужит старанию. Затем эти три образа, спонтанные и никогда прежде не слышанные, возникли во мне. Пять, это было третьим знанием, которое я получил в третьей страже ночи. Невежество было уничтожено, знание появилось, тьма уничтожена, возник свет, так происходит с тем, кто прилежен, старателен и решителен. Я подумал, это Дхама, которую я достиг, глубоко. Шесть, иногда я наставлял трех монахов, пока другие двое ходили за подаяниями, и мы шестеро жили на то, что те двое монахов принесут схождение за подаяниями. И затем монахи группы из пяти, вскоре после того, как они были обучены и наставлены мной, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошли и пребывали в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Когда так было сказано, принц Бодхи сказал благословенному, господин, когда монах находит Татхагату, который тренировал бы его, то сколько времени нужно на то, чтобы он, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел бы пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. В этом случае, принц, я задам тебе встречный вопрос. Отвечая так, как сочтешь нужным. Как ты думаешь, принц, умела ли ты в искусстве владения прутом для подгонки во время езды на слоне? Так оно, господин. Как ты думаешь, принц, представь, как если бы сюда пришел человек и подумал, принц Бодхи знает искусство владения прутом для подгонки во время езды на слоне. Я буду обучаться у него этому искусству. Если бы у него не было веры, то он бы не достиг того, что может быть достигнуто тем, у кого есть вера. Если бы у него было много болезней, он бы не достиг того, что может быть достигнуто тем, кто свободен от болезней. Если бы он был неискренним и лживым, то он бы не достиг того, что может быть достигнуто тем, кто честный и искренний. Если бы он был ленив, то он бы не достиг того, что может быть достигнуто тем, кто усерден. Если бы он не был мудрым, то он бы не достиг того, что может быть достигнуто тем, кто мудр. Как ты думаешь, принц, мог бы этот человек обучаться у тебя искусству владения прутом для подгонки во время езды на слоне? Господин, даже если бы у него был бы один такой недостаток, он не смог бы обучаться у меня, так что уж говорить о пяти? Как ты думаешь, принц, представь, как если бы сюда пришел человек и подумал, принц Бодхи знает искусство владения прутом для подгонки во время езды на слоне. Я буду обучаться у него этому искусству. Если бы у него была вера, был бы свободен от болезней, был бы честным и искренним, был бы усердным, был бы мудрым, то он бы достиг того, что может быть достигнуто тем, кто мудр. Как ты думаешь, принц, мог бы этот человек обучаться у тебя искусству владения прутом для подгонки во время езды на слоне? Господин, даже если бы у него было хотя бы одно из этих качеств, он смог бы обучаться у меня, так что уж говорить о пяти. Пять факторов старания. Точно так же, принц, есть эти пять факторов старания. Какие пять? Вот монах наделен верой, он верит в просветление Татхагаты так, благословенный, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Далее, он свободен от болезней и недугов, обладает хорошим пищеварением, который не слишком холодный, не слишком горячий, но средний, а также способен выдержать нагрузку от старания. Семь. Далее, он честный и искренний, он в соответствии с действительностью раскрывает себя учителю и своим товарищам по святой жизни. Далее, он усерден в отбрасывании неблагих состояний и осуществлении благих состояний, решителен, упорен в своем старании, настойчив во взращивании благих состояний. Далее, он мудр. Он обладает мудростью, которая различает возникновение угасаний, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Таковы пять факторов старания. Принц. Когда монах, который наделен этими пятью факторами старания, находит Татхагату, чтобы тренировать его, он может пребывать, тренируясь, семь лет, после чего, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас он войдет и будет пребывать в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. Но отставим в сторону эти семь лет, принц. Когда монах, который наделен этими пятью факторами старания находит Татхагату, чтобы тренировать его, он может пребывать, тренируясь, шесть лет, пять лет, четыре года, три года, два года, год. Но отставим в сторону этот год, принц, он может пребывать семь месяцев, шесть, пять, четыре, три, два, один месяц, полмесяца. Но отставим в сторону эти полмесяца, принц, может пребывать семь дней и ночей, шесть, пять, четыре, три, две, одну день и ночь. Но отставим в сторону эту одну день и ночь, принц. Когда монах, который наделен этими пятью факторами старания находит Татхагату, чтобы тренировать его, то тогда, получив наставление вечером, он может прийти к отличию, уже, утром. Получив наставление утром, он может прийти к отличию, уже, вечером. Когда так было сказано, принц Бодхи сказал благословенному, о, Будда! О, Дхамма! О, как прекрасно провозглашена Дхамма! Ведь тот, кто получил наставление вечером, может прийти к отличию, уже, утром, а тот, кто получил наставление утром, может прийти к отличию, уже, вечером. Когда так было сказано, брахманский ученик Санджикапутта сказал принцу Бодхе, мастер Бодхе говорит, о, Будда! О, Дхамма! О, как прекрасно провозглашена Дхамма! Но он не говорит, я принимаю прибежище в мастере Гатами, а также в Дхамме и в Сангхе монахов. Я не говорю так, дорогой Санджикапутта, я не говорю так. Я слышал и выучил это из уст своей матери, однажды благословенный проживал в Касамбе в парке Кхаситы. И тогда моя мать, будучи беременной, отправилась к благословенному, поклонилась ему, села рядом, и сказала ему, господин, принц или принцесса в моей утробе, неважно кто, принимает прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть благословенный помнит, ребенка, как мирского последователя, принявшего у него прибежище с этого дня и на всю жизнь. А также однажды благословенный проживал здесь, в стране Бхага в Сунцумарагере в роще Бхисакалы в оленем парке. И тогда моя нянька, носившая меня на бедре, отправилась к благословенному, поклонилась ему, встала рядом, и сказала ему, господин, этот принц Бодхи принимает прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть благословенный помнит его как мирского последователя, принявшего у него прибежище с этого дня и на всю жизнь. И теперь, дорогой Санджи Капута, в третий раз я принимаю прибежище в благословенном, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть благословенный помнит меня как мирского последователя, принявшего у него прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, комментарий объясняет, что принц Бодхи был бездетным, но слышал, что если сделать Будде особое подношение, то мечта может сбыться. Поэтому он расстелил белую ткань с мыслью, если у меня будет сын, Будда наступит на ткань. Если у меня не будет сына, Будда не наступит на ткань. Будда знал, что из-за плохой камы принца у него не будет детей. Поэтому он не наступил на ткань. Позже он установил правило, запрещающее монахам наступать на белую ткань, но впоследствии изменил его, и монахам было позволено наступать на ткань в знак благословения мирян. Два, комментарий опять-таки поясняет, что подобным образом в будущем люди станут выражать почтение Сангхи, и если их желания не будут исполняться, их вера в Сангху уменьшится. Три, такова была доктрина древних джайнов, не гандхов. Смотри. МН 14. Четыре, здесь идет длинный фрагмент из Суты МН 26. Смотри раздел «Поиск просветления». Пять, здесь идет длинный фрагмент из Суты МН 36. Смотри раздел «Три образа» и далее. Однако в данной Суте отсутствует предложение, но болезненное чувство, которое возникло благодаря этому, не наводнило му и у меня осталось в нем, но приятное чувство, которое возникло благодаря этому, не наводнило му и у меня осталось в нем. Шесть, здесь идет длинный фрагмент из Суты МН 26. Смотри раздел «Просветление» и далее. 7. Примечаний переводчика С.В. В.А.Н. 5.53 Достопочтенный Бойтхи переводить чуть иначе, не слишком холодным, не слишком горячим, но умеренным и годным для старания, в практике. Ангулимала сутта, Ангулимала. М.Н. 86. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Саваттхи в роще Джеты в монастыре Анадхай Пиндики. И в то время в царстве царя по Синаде Косальского жил разбойник по имени Ангулимала, который был кровожадным убийцей, предавался насилию и побоям, был беспощаден живым существам. Деревня, поселения и округа разорялись им. Он постоянно убивал людей и носил их пальцы, сделав из них гирлянду. Тогда, утром, благословенный оделся, взял чашу и верхние одеяния, и отправился в Саваттхи за подаяниями. Походив за подаяниями по Саваттхи, вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи он привел жилище в порядок, взял чашу и верхние одеяния, и отправился по дороге в сторону Ангулималы. Пастухи, чабаны, пахаря и путники видели, что благословенный идет по дороге в сторону Ангулималы, и говорили ему, не ходи этой дорогой, отшельник. На этой дороге, зверствует, разбойник Ангулимала, который кровожадный убийца, предается насилию и побоям, беспощаден живым существам. Деревня, поселения и округа были разорены им. Он постоянно убивает людей и носит их пальцы, сделав из них, гирлянду. Мужчины группами в десять, двадцать, тридцать, и даже в сорок человек шли этой дорогой, но все равно попали в руки Ангулималы. Когда так было сказано, благословенный ничего не ответил и продолжил идти. И во второй раз. И в третий раз пастухи, чабаны, пахаря и путники сказали так благословенному, но все равно благословенный ничего не отвечал и продолжал идти. Обращение Ангулималы. Разбойник Ангулималы увидел благословенного издаля. Когда он увидел его, он подумал, как удивительно, как поразительно. Мужчины группами в десять, двадцать, тридцать, и даже в сорок человек шли этой дорогой, но все равно попали в мои руки. А теперь этот отшельник идет один, без сопровождения, будто вторгаясь, в мои владения. Почему бы мне не забрать жизнь этого отшельника? Так Ангулимала взял меч и щит, пристегнул лук и колчан, и стал следовать за благословенным. Тогда благословенный совершил такое чудо посредством сверхъестественных сил, что разбойник Ангулимала, хоть и бежал со всей мочи, не мог догнать благословенного, который шел обычным шагом. И вот разбойник Ангулимала подумал, удивительно, поразительно. Прежде я мог догнать даже быстрого слона и схватить его. Я мог догнать даже быстрого коня и схватить его. Я мог догнать даже быструю колесницу и схватить ее. Я мог догнать даже быстрого оленя и схватить его. Но теперь я бегу, что есть мочи, но не могу поймать этого отшельника, который идет обычным шагом. Он остановился и закричал благословенному, «Стой, отшельник! Стой, отшельник! Я остановился, Ангулимала! Остановись и ты!» И тогда разбойник Ангулимала подумал, «Эти отшельники, сыны Сакьев, говорят правду, утверждают истину». Но хотя этот отшельник все еще идет, он говорит, «Я остановился, Ангулимала! Остановись и ты! Что если я задам вопрос этому отшельнику?» И тогда разбойник Ангулимала обратился к благословенному с Трофами, «Отшельник, ты идешь, но говоришь, что встал. Теперь, когда я встал, ты говоришь, что нет. Отшельник, сей вопрос тебе тогда задам, как так, что это ты остановился, но не я?» Благословенный, Ангулимала, я остановился навсегда, нет у меня жестокости к живущим существам. В тебе же сдержанности этой не найти, вот почему остановился я, никак не ты. Ангулимала, «О, наконец отшельник, почитаемый мудрец ради меня пришел в этот великий лес. Тхама учение, услышав лишь Строфу, воистину, отброшу злодеяния навсегда». И сказав так, разбойник взял оружие и меч и вышвырнул в глубокую расщелину, разлом. И к высочайшего ногам разбойник тогда пал, на этом самом месте посвящения попросив. И просветленный, сострадательный мудрец, учитель всего мира, как и всех его божеств, сказал тогда ему, ну же, монах, идем. Вот таким образом монахом он и стал. Встреча царя по Синаде с Ангулималой. И затем благословенный отправился обратно в Саваттхе вместе с Ангулималой как прислужником. Странствуя переходами, со временем он прибыл в Саваттхе, где проживал в Саваттхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. И тогда огромные толпы людей собрались у ворот внутреннего дворца царя по Синаде. Они громко шумели и кричали, «Ваше Величество! Разбойник Ангулимал в вашем царстве! Он кровожадный убийца, предается насилию и побоям, беспощаден к живым существам. Деревня, поселения и округа разоряются им. Он постоянно убивает людей и носит их пальцы, сделав из них гирлянду. Царь должен усмирить его. И тогда средь бела дня царь по Синаде Касальский выехал из Саваттхе с отрядом конницы в пятьсот человек и направился к парку. Он ехал, пока дорога была проходимой для экипажей, затем спешился и пошел пешком к Благословенному. Поклонившись Благословенному, он сел рядом, и Благословенный сказал ему, что случилось, великий царь? Неужто Синья Бенбисара из Магадхи напал на тебя, или Личхави извисали, или другие враждебные цари? Господин, царь Синья Бенбисара из Магадхи не нападает на меня, как Личхави извисали, или другие враждебные цари. Но есть в моем царстве разбойник по имени Ангулимала, который кровожадный убийца, предается насилию и побоям, беспощаден живым существам. Деревня, поселения и округа были разорены им. Он постоянно убивает людей и носит их пальцы, сделав из них гирлянду. Я его усмирю, господин. Великий царь, что было бы, если бы ты увидел этого Ангулимала с обритыми волосами и бородой, надевшего желтые одежды, оставившего жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной? Он бы воздерживался от убийства живых существ, от взятия того, что не было дано, от лжи. Он бы ел только один раз в день, соблюдал бы целомудрие, был бы нравственным, с хорошим характером. Если бы ты увидел его таким, как бы ты с ним поступил? Господин, мы бы кланились ему, или же мы бы вставали перед ним, или же приглашали его присесть, или же мы бы предлагали ему принять одеяние, еду, жилище, необходимые для лечения вещи, или же мы бы организовали для него законную охрану, защиту, покровительство. Но, господин, как может такой безнравственный человек, с таким злобным характером, когда-либо вообще иметь такую нравственность и сдержанность? И в тот момент Достопочтенный Ангулимола сидел неподалеку от Благословенного. Тогда Благословенный распрямил свою правую руку и сказал царю по Синаде Касальскому, «Великий царь, это Ангулимола». Тогда царь по Синаде испугался, ужаснулся, встревожился. Увидев это, Благословенный сказал ему, «Не бойся, Великий царь, не бойся. Тебе нечего бояться в отношении него». И тогда испуг, ужас, тревожность царя утихли. Он подошел к Достопочтенному Ангулимоле и сказал, «Достопочтенный, благородный господин действительно Ангулимола?» «Да, Великий царь». «Достопочтенный, из какой семьи отец благородного господина?» «Из какой семьи его мать?» «Мой отец Гадга, Великий царь». «Моя мать Монтани». «Пусть благородный господин Гагамонтанипута будет спокон». «Я буду снабжать благородного господина Гагамонтанипута одеяниями, едой, жилищем, необходимыми для лечения вещами». И в то время достопочтенный Ангулимула был тем, кто проживает в лесу, ест, только, собранную схождение за подаяниями еду, носит обноски, ограничивает себя, только, тремя одеждами, один. Он ответил, довольно, великий царь, у меня, уже, есть три полных одеяния. Тогда царь по сенаде Касальский вернулся к благословенному, поклонившись ему, сел рядом и сказал, удивительно, господин, поразительно как благословенный укращает неукротимого, приносит покой неуспокоенному, ведет к неббане тех, кто не достиг неббаны. Господин, мы сами не могли укротить его силой и оружием, а благословенный укротил его без силы и оружия. А теперь, господин, нам нужно идти. Мы очень заняты, у нас много дел. Можешь идти, великий царь, когда сочтешь нужным. И тогда царь по сенаде Касальский поднялся со своего сиденья и, поклонившись благословенному, ушел, обойдя его с правой стороны. Ангулимыла и роженица. И затем, утром, достопочтенный Ангулимыла оделся, взял чашу и верхние одеяния, и отправился в Саваттхе за подаяниями. По мере того, как он ходил от дома к дому в Саваттхе, собирая подаяния, он увидел некую женщину в родовых муках, с болезненными родами. Увидев это, он подумал, как же страдают существа. Воистину, как же страдают существа, два. Походив по Саваттхе в поисках подаяний, вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи он отправился к благословенному и, поклонившись ему, сел рядом и сказал, «Учитель, утром я оделся, увидел некую женщину в родовых муках, с болезненными родами». Увидев это, он подумал, как же страдают существа. Воистину, как же страдают существа. В таком случае, Ангулимала, отправляйся в Саваттхе и скажи этой женщине, «Сестра, с момента моего рождения я не припоминаю, чтобы когда-либо намеренно лишил бы жизни живое существо. Посредством этой истины пусть будет так, что с тобой и с твоим младенцем все будет хорошо. Господин, но не будет ли это намеренной ложью, ведь я намеренно лишил жизни многих живых существ? Что же, Ангулимала, отправляйся в Саваттхе и скажи этой женщине, «Так, сестра, с момента моего благородного рождения я не припоминаю, чтобы когда-либо намеренно лишил бы жизни живое существо. Посредством этой истины пусть будет так, что с тобой и с твоим младенцем все будет хорошо. Да, учитель ответил достопочтенный Ангулимала, отправился в Саваттхе, и сказал той женщине, сестра, с момента моего благородного рождения я не припоминаю, чтобы когда-либо намеренно лишил бы жизни живое существо. Посредством этой истины пусть будет так, что с тобой и с твоим младенцем все будет хорошо. И все, завершилось, благополучно для женщины и для младенца. Ангулимала становится арахантом. И вскоре, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, достопочтенный Ангулимала, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет более возвращения в какое-либо состояние существования. И достопочтенный Ангулимала стал одним из арахантов. И затем, утром, достопочтенный Ангулимала оделся, взял чашу и верхние одеяния, и отправился в Саваттхи за подаяниями. В то время кто-то бросил комком глины, ударив тело в достопочтенного Ангулимала, кто-то другой бросил палку, ударив тело в достопочтенного Ангулимала, еще кто-то бросил глиняный черепок, ударив тело в достопочтенного Ангулимала. И тогда, с истекающей кровью головой, с разбитой чашей, с порванным верхним одеянием, достопочтенный Ангулимала отправился к Благословенному. Благословенный увидел его издаля сказал, терпи, Брахман. Терпи, Брахман. Здесь и сейчас ты переживаешь результаты поступков, из-за которых ты мог бы мучиться в аду много лет, много сотен лет, много тысяч лет, три. И затем, по мере того, как достопочтенный Ангулимила пребывал в затворничестве, переживая блаженство освобождения, он произнес это изречение, четыре, тот, кто в беспечности однажды жил, потом же быть беспечным перестал, тот освещать собою будет этот мир, точно луна, что вышла из-за облаков. Не допускает прежних кто своих злодейств, и кто благое только делает взамен, юный монах, себя всего он посвятит усилию, по практике, учения будд, он освещает собою будет этот мир, и пусть враги мои услышат Дхаммы речь, пусть будут преданы они учению будд, враги мои пусть навестят благих людей, всех к соглашению Дхаммы кто ведет. Ухо под час пускай враги мои склонят, услышат Дхамму тех, терпению учит кто, а также хвалит, восхваляет доброту, добрым поступком пусть за ними вслед идут. И ведь тогда вредить они не стали бы мне, как и не стали бы вредить тогда другим. Кто слабого и сильного бы защищал, непревзойденного покоя пусть достиг. Канал кто строит, воду тот ведет, кто стрелы делает, ровняет тот древко, плотник выравнивает деревянный брус, а мудро ищет укращение себя. Есть те, кто укращают кулаком, другие – палками, а третьи – кнутом. Но сам я укращен был тем, кто безоружен был и палки не имел. Безвредный это имя я ношу, хоть в прошлом очень я опасен был. Имя мое правдивое теперь, ведь я вреда живому не чиню. Хоть и разбойником однажды в прошлом жил гирлянды пальцев звали все меня, и я был тем, кто наводнением был смыт во будде прибежище, я, все же, смог принять. Хоть кровожадным я однажды в прошлом был, гирлянды пальцев называли все меня, узри прибежище, что смог ведь я найти, существование и оковы все разбив. Хоть совершил я очень много разных дел, ведут которые в ужасные миры, их результат уже сейчас меня достиг, и потому бездолго пищу свою ем. Они глупцы, рассудка нет у них, тех, кто беспечности решил себя отдать, мудрец же прилежание бережет, своим великим благом чтит всегда. Не позволяя беспечности прийти, и наслаждения не ищи в усладе чувств, но с прилежанием же медитируй ты, чтобы блаженства совершенного достичь. Мой выбор тоже можешь разделить, пусть будет так, ведь неплохой он был. Из всех учений, кое можно прибегать, пришел я к тем, что лучше остальных. Тройного знания сумел ведь я достичь, учений Будды все я завершил. 1. Перечислены четыре аскетические практики, которые предпринимаются монахом по своему усмотрению, если он хочет усилить личную практику. 2. Комментарий поясняет, что Ангулимила убил множество людей, и у него ни разу при этом не возникало даже мысли о сострадании. Но теперь, после получения монашеского посвящения, такая мысль впервые возникла, когда он увидел эту женщину. 3. Примечание переводчика СВ. В СН-42-8 объясняется, что развитие Брахма-Вихар приводит к преодолению плохой прошлой каммы. В Ан-3-100 говорится о том, что человек, развитый в теле, нравственности, уме, и мудрости является неизмеримым, и любая плохая камма будет пережита в его этой самой жизни, и не останется остатка, который может быть пережит в следующий. В Ан-10-219 Будда произносит фразу о том, что нельзя положить конец страданиям, пока человек не пережил плодов накопленной им, негативной, каммы. Другими словами, при достижении уровня, близкого к однажды возвращающегося или не возвращающегося, или более высокого, то есть араханства, ум человека становится неизмеримым, безмерным, при котором его прошлое негативное камма разрушается без остатка, о чем сказано в Ан-3-100, в том смысле, что будет пережита им вся целиком до момента смерти. Эту идею подтверждают и слова Будды Ван-10-219, «Какой бы плохой поступок я ни сделал в прошлом этим рожденным поступками телом, все это будет пережито здесь». Оно не последует дальше. В Ан-3-74 также говорится о бараханте, он не создает какой-либо новой каммы, и он прекращает старую камму, соприкасаясь с ней вновь и вновь. Очевидно, и сутта об Ан-Гулемале также указывает именно на это, то есть до момента окончательной ниббаны Ан-Гулемала должен изжить все плоды негативной каммы, но, так как его ум араханта является безмерным, то все его ужасные злодеяния переживаются незначительно. В конце сутты в стихе Ан-Гулемала также утверждает, что не имеет долгов, потому что изжил в этой самой жизни все негативные плоды. 4. Некоторые из этих стров есть также в Тхаммападе. В Тхирагадхе 866 содержится полный стих. Пиджатика сутта, рождено теми, кто дорог. МН 87. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Савайт-Тхироще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И в то время дорога и любимый сын некоего домохозяина скончался. После смерти его сына у него не было желания ни работать, ни есть. Он продолжал приходить на кладбище и рыдал, «Мой единственный сын, где же ты? Мой единственный сын, где же ты?» И тогда тот домохозяин отправился к благословенному, поклонившись ему, сел рядом. Благословенный сказал ему, «Домохозяин, твои качества, ума, не такие, как у тех, кто владеет своим умом. Твои качества нарушены. Господин, как мои качества могли бы быть не нарушенными? Ведь мой единственный дорогой и любимый сын скончался. После того, как он умер, у меня нет желания ни работать, ни есть. Я продолжаю приходить на кладбище и рыдаю, «Мой единственный сын, где же ты?» «Мой единственный сын, где же ты?» «Так оно, домохозяин, так оно». Печаль, стенание, боль, горе и отчаяние рождены теми, кто дорог, возникают от тех, кто дорог. Господин, разве стал бы кто считать, что печаль, стенание, боль, горе и отчаяние рождены теми, кто дорог, возникают от тех, кто дорог. Господин, счастье и радость рождены теми, кто дорог, возникают от тех, кто дорог. И тогда, недовольный словами Благословенного, не одобрив их, домохозяин встал со своего сидения и ушёл. И в то время игроки играли в кости неподалёку от Благословенного. И тогда домохозяин подошёл к тем игрокам и сказал, только что, почтенный, я подошёл к отшельнику Гатами, поклонившись ему, сел рядом. Когда я так сделал, отшельник Гатама сказал мне, домохозяин, твои качества, ума, не такие. Недовольный словами благословенного, не одобрив их, я встал со своего сиденья и ушел. Так оно, домохозяин, так оно. Счастье и радость рождены теми, кто дорог, возникают от тех, кто дорог. И тогда домохозяин ушел, думая, я согласен с игроками. Со временем эта история дошла до царского дворца. И тогда царь по сенаде косальски сказал царице Маллики, Маллика, вот как было сказано отшельником Гатамой, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние рождены теми, кто дорог, возникают от тех, кто дорог. Ваше Величество, если так было сказано благословенным, значит это правда. Чего бы отшельник Гатама не говорил, Маллика одобряет это, если так было сказано благословенным, значит это правда. Точно ученик, который одобряет все, что говорит ему учитель, когда говорит, так оно, учитель, так оно. То так и ты, «Маляка, чего бы отшельник Гатама не говорил, ты одобряешь, если так было сказано благословенным, значит это правда. Иди, Маляка, ну тебя». И тогда царица Маляка обратилась к Брахману на Лиджангхе, «Ну же, Брахман, отправляйся к благословенному, поклонясь ему от моего имени, упав ему в ноги, и спроси, свободен ли он от болезни и недуга, здоров ли, силен ли, и пребывает ли в умиротворении? Скажи, господин, царица Маляка выражает почтение, припадая к ногам благословенного. Она интересуется, свободен ли благословенный от болезни и недуга, здоров ли, силен ли, и пребывает ли в умиротворении? И затем скажи следующее, господин, были ли эти слова произнесены благословенным, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние рождены теми, кто дорог, возникают от тех, кто дорог? Заучи то, что ответит благословенный, и сообщи это мне. Ведь татхагаты не говорят неправды». «Да», госпожа ответил он, отправился к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал, «Мастер Гатама, царица Маляка выражает почтение благословенному». «Господин, были ли эти слова произнесены благословенным, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние рождены теми, кто дорог, возникают от тех, кто дорог? Так оно, Брахман, так оно. Печаль, стенание, боль, горе и отчаяние рождены теми, кто дорог, возникают от тех, кто дорог. Вот как можно понять, Брахман, то, как печаль, стенание, боль, горе и отчаяние рождены теми, кто дорог, возникают от тех, кто дорог? Однажды в этом самом городе, Савадхи жила некая женщина, чья мать умерла. Из-за смерти её матери она сошла с ума, потеряла рассудок, блуждала от улицы к улице, от перекрёстка к перекрестку, говоря, видели ли вы мою маму? Видели ли вы мою маму? И вот как еще можно понять то, как печаль, стенание, боль, горе и отчаяние рождены теми, кто дорог, возникают от тех, кто дорог. Однажды в этом самом городе, Савайтхи жила некая женщина, чей отец умер, чей брат умер, чья сестра умерла, чей сын умер, чья дочь умерла, чей муж умер. Из-за смерти ее мужа она сошла с ума, потеряла рассудок, блуждала от улицы к улице, от перекрестка к перекрестку, говоря, видели ли вы моего мужа? Видели ли вы моего мужа? И вот как еще можно понять то, как печаль, стенание, боль, горе и отчаяние рождены теми, кто дорог, возникают от тех, кто дорог. Однажды в этом самом городе, Савайтхи жил некий мужчина, чья мать умерла. Жена умерла. Из-за смерти его жены он сошел с ума, потерял рассудок, блуждал от улицы к улице, от перекрестка к перекрестку, говоря, видели ли вы мою жену? Видели ли вы мою жену? И вот как еще можно понять. Однажды в этом самом городе, Савайтхи жила некая женщина, которая стала жить с семьей родственников, ее мужа. Родственники захотели разлучить ее с мужем и выдать ее за другого, за которого она не хотела. И тогда женщина сказала своему мужу, господин, эти мои родственники хотят разлучить меня с тобой и выдать меня за другого, за которого я не хочу. И тогда, тот, мужчина разрубил женщину надвое и выпотрошил себе, живот, думая, мы будем вместе в следующей жизни. И так тоже можно понять, почему печаль, стенание, боль, горе и отчаяние рождены теми, кто дорог, возникают от тех, кто дорог. И тогда, восхитившись и возродовавшись словам Благословенного, Брахман Налиджангхов встал со своего сиденья, отправился к царице Малике и рассказал ей обо всей беседе с Благословенным. Тогда царица Малика пошла к царю по Синаде Касальскому и спросила его, Ваше Величество, как вы думаете, дорога ли вам принцесса Ваджири? Да, Малика, принцесса Ваджири дорога мне. Как вы думаете, Ваше Величество? Если какие-то неблагоприятные изменения и перемены произошли бы в принцессе Ваджири, возникли бы в вас печаль, стенание, боль, горе и отчаяние? Изменения и перемены в принцессе Ваджири означали бы перемены в моей жизни. Как могли бы не возникнуть тогда печаль, стенание, боль, горе и отчаяние во мне. В отношении этого, Ваше Величество, Благословенный, который знает и видит, совершенный и полностью просветленный, сказал, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние рождены теми, кто дорог, возникают от тех, кто дорог. Как вы думаете, Ваше Величество? Дорога ли вам царица Васабха, генерал Ведудабха, дорога ли вам я? Косицы и касальцы дороги ли вам? Один. Да, Маллика, косицы и касальцы дороги мне. Благодаря косицам и касальцам мы пользуемся сандаловым деревом из касси, носим гирлянды, благовония, мази. Как вы думаете, Ваше Величество? Если бы изменения и перемены произошли бы в косицах и касальцах, возникли бы в вас печаль, стенание, боль, горе и отчаяние? Изменения и перемены в косицах и касальцах означали бы перемены в моей жизни. Как могли бы не возникнуть тогда печаль, стенание, боль, горе и отчаяние во мне? В отношении этого, Ваше Величество, Благословенный, который знает и видит, совершенный и полностью просветленный, сказал, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние рождены теми, кто дорог, возникают от тех, кто дорог. Удивительно, Малико, поразительно, насколько далеко проникает мудростью благословенный, который знает и видит мудростью. Ну же, Малико, дай-ка мне воду для омовения, два. И тогда царь по синадии искасал и встал со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо, сложил ладони в почтительном приветствии благословенного и произнес это изречение трижды, слава благословенному, совершенному и полностью просветленному. Слава благословенному, совершенному и полностью просветленному. Слава благословенному, совершенному и полностью просветленному. 1. Царь правил этими двумя областями под названием Касси и Касала. 2. Согласно комментарию, царь мыл руки, ноги, и полоскал рот перед тем, как совершить восхваление Будды. Бахитика сутта, Плащ. МН 88. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндике. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял чашу и верхние одеяния, и отправился в Саваттхе за подаяниями. Походив за подаяниями по Саваттхе, вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи он привел жилище в порядок, взял чашу и верхние одеяния, и отправился в Восточный парк во дворец Матери Мегары, чтобы провести там остаток дня. И в то время царь Пасинаде Касальский взобрался на слона и Капундарику и выехал из Саваттхи средь бела дня. Издали он увидел Достопочтенного Ананду и спросил министра Сириваттху, это Достопочтенный Ананда, не так ли? Да, Ваше Величество, это Достопочтенный Ананда. Тогда царь Пасинаде Касальский сказал, некоему, человеку, ну же, почтенный, подойди к Достопочтенному Ананде, вырази ему почтение от моего имени, упав ему в ноги, и скажи, Достопочтенный, царь Пасинаде Касальский выражает почтение Достопочтенному Ананде, припадая к его ногам. И затем скажи, Достопочтенный, если у Достопочтенного Ананда нет срочных дел, то, быть может, Достопочтенный Ананда подождет немного из сострадания? Да, Ваше Величество, ответил то человек, отправился к Достопочтенному Ананде. Достопочтенный, если у Достопочтенного Ананда нет срочных дел, то, быть может, Достопочтенный Ананда подождет немного из сострадания? Достопочтенный Ананда молча согласился. И тогда царь Пасинаде проехал на слоне дотуда, докуда слон мог пройти, затем спешился и пошел пешком к достопочтенному Ананде. Поклонившись ему, он встал рядом и сказал достопочтенному Ананде, «Достопочтенный, если у достопочтенного Ананды нет срочных дел, то было бы хорошо, если бы он отправился из сострадания на берег реки Очаравати». Достопочтенный Ананда молча согласился. Он отправился на берег реки Очаравати и сел у подножья дерева на подготовленное сидение. И тогда царь Пасинаде проехал на слоне дотуда, докуда слон мог пройти, затем спешился и пошел пешком к достопочтенному Ананде. Поклонившись ему, он встал рядом и сказал достопочтенному Ананде, «Вот, достопочтенный, коврик накидка на слона. Пусть достопочтенный Ананда сядет на него. Нет в этом необходимости, великий царь. Садись. Я сижу на своем собственном коврике». И тогда царь Пасинаде Касальский сел на подготовленное сидение и сказал, «Достопочтенный Ананда, стал бы благословенный вести себя телом так, что его могли бы порицать жрецы и отшельники». 1. Великий царь, благословенный не стал бы вести себя телом так, что его могли бы порицать жрецы и отшельники. Достопочтенный Ананда, стал бы благословенный вести себя речью так, что его могли бы порицать жрецы и отшельники. 2. Великий царь, благословенный не стал бы вести себя речью так, что его могли бы порицать жрецы и отшельники. Достопочтенный Ананда, стал бы благословенный вести себя умом так, что его могли бы порицать жрецы и отшельники. Великий царь, благословенный не стал бы вести себя умом так, что его могли бы порицать жрецы и отшельники. Удивительно, достопочтенный, поразительно. То, чего мы не могли завершить вопросом, было завершено достопочтенным Анандой ответом на вопрос. Мы не видим ничего ценного в похвале или порицании других, высказанных глупыми невежественными людьми, которые говорят, не рассмотрев и не изучив. Но мы видим ценными похвалу и порицание других, высказанные мудрыми, умными, проницательными людьми, которые говорят, рассмотрев и изучив. Серия вопросов и ответов. И какой вид телесного поведения, достопочтенная Ананда, порицается мудрыми жрецами и отшельниками? Любое неблагое телесное поведение, Великий царь. Достопочтенная Ананда, какой вид телесного поведения является неблагим? Любое телесное поведение, которое достоин порицания, Великий царь. Достопочтенная Ананда, какой вид телесного поведения достоин порицания? Любое телесное поведение, которое приносит болезненность, Великий Царь. Достопочтенная Нанда, какой вид телесного поведения приносит болезненность? Любое телесное поведение, которое имеет болезненные результаты, Великий Царь. Достопочтенная Нанда, какой вид телесного поведения имеет болезненные результаты? Любое телесное поведение, Великий Царь, которое ведет к собственной болезненности, болезненности других, или к болезненности обоих, из-за которого неблагие состояния, ума, увеличиваются, а благие состояния уменьшаются. Такое телесное поведение порицается мудрыми жрецами и отшельниками, Великий Царь. Достопочтенная Нанда, какой вид словесного поведения является неблагим? 2. Любое словесное поведение, Великий Царь, которое ведет к собственной болезненности, болезненности других, или к болезненности обоих, из-за которого неблагие состояния, ума, увеличиваются, а благие состояния уменьшаются. Такое словесное поведение порицается мудрыми жрецами и отшельниками, Великий Царь. Достопочтенный Ананда, какой вид умственного поведения является неблагим? 3. Любое умственное поведение, Великий Царь, которое ведет к собственной болезненности, болезненности других, или к болезненности обоих, из-за которого неблагие состояния, ума, увеличиваются, а благие состояния уменьшаются. Такое умственное поведение порицается мудрыми жрецами и отшельниками, Великий Царь. Достопочтенный Ананда, хвалит ли благословенный только лишь оставление всех неблагих состояний, ума? Татхагата, великий царь, отбросил все неблагие состояния и наделен благими состояниями, 4. И какое вид телесного поведения, достопочтенная нанда, не порицается мудрыми жрецами и отшельниками? Любое благое телесное поведение, великий царь. Достопочтенная нанда, какой вид телесного поведения является благим? Любое телесное поведение, которое безупречное, великий царь. Достопочтенная Нанда, какой вид телесного поведения является безупречным? Любое телесное поведение, которое не приносит болезненности, Великий Царь Достопочтенная Нанда, какой вид телесного поведения не приносит болезненности? Любое телесное поведение, которое имеет приятные результаты, Великий Царь Достопочтенная Нанда, какой вид телесного поведения имеет приятные результаты? Любое телесное поведение, Великий Царь, которое не ведет к собственной болезненности, болезненности других, или к болезненности обоих, из-за которого неблагие состояния, ума, уменьшаются, а благие состояния увеличиваются. Такое телесное поведение не порицается мудрыми жрецами и отшельниками, Великий Царь. Достопочтенный Ананда, какой вид словесного поведения является благим? Любое словесное поведение, Великий Царь, который не ведет к собственной болезненности, болезненности других, или к болезненности обоих, из-за которого неблагие состояния, ума, уменьшаются, а благие состояния увеличиваются. Такое словесное поведение не порицается мудрыми жрецами и отшельниками, Великий Царь. Достопочтенный Ананда, какой вид умственного поведения является благим? Любое умственное поведение, Великий Царь, который не ведет к собственной болезненности, болезненности других, или к болезненности обоих, из-за которого неблагие состояния, ума, уменьшаются, а благие состояния увеличиваются. Такое умственное поведение не порицается мудрыми жрецами и отшельниками, Великий Царь. Достопочтенный Ананда, хвалит ли благословенный только лишь осуществление всех благих состояний, ума? Татхагата, Великий Царь, отбросил все неблагие состояния и наделен благими состояниями. Удивительно, Достопочтенный, поразительно как хорошо это было сказано Достопочтенным Анандой. Мы удовлетворены и довольны тем, что было столь хорошо сказано им. Достопочтенный, мы настолько удовлетворены и довольны тем, что было столь хорошо сказано Достопочтенным Анандой, что если бы слон сокровища был бы позволителен ему, мы бы дали его и ему. Если бы конь сокровища был бы позволителен ему, мы бы дали его и ему. Если бы подарочная деревня была бы позволительна ему, мы бы дали ее и ему. Но мы знаем, Достопочтенный, что эти вещи, не позволительны Достопочтенному Ананде. Но есть вот этот мой плащ, Достопочтенный, который мне прислал упакованным в царский зонт царя Джатасату из Магадхи. Он шестнадцать ладоней в длину и восемь в ширину. Пусть Достопочтенный Ананда примет его из сострадания. В этом нет необходимости, великий царь. Мой комплект из трех одежд полон. Достопочтенный, и мы Достопочтенный Ананда видели эту реку Ачаравати, когда большое облако мощным дождем пролилось на горы. И тогда эта река Ачаравати вышла из обоих своих берегов. Достопочтенный, точно так же Достопочтенный Ананда мог бы сделать три одежды для себя из этого плаща, и он мог бы поделиться своими старыми тремя одеждами со своими товарищами по святой жизни. Таким образом, наше подношение выйдет из берегов. Достопочтенный, пусть Достопочтенный Ананда примет плащ. Достопочтенный Ананда принял плащ. И тогда царь по Синаде Касальски сказал, а теперь, Достопочтенный, нам нужно идти. Мы заняты, у нас много дел. Можешь идти, царь, когда сочтешь нужным. И тогда царь по Синаде Касальски, восхитившись и возродовавшись словам Достопочтенного Ананды, встал со своего сиденья и, поклонившись Достопочтенному Ананде, обойдя его с правой стороны, ушел. И вскоре после того, как он ушел, Достопочтенный Ананда отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом, и рассказал ему обо всей своей беседе с царем по Синаде Касальским, и подарил плащ Благословенному. Тогда Благословенный обратился к монахам, благо, монахи, для царя по Синаде Касальского, великое благо для царя по Синаде Касальского, что ему подвернулся случай увидеть Ананду и выразить ему почтение. Один, комментарий поясняет, что царь задал этот вопрос в связи со случаем странницы Сундари. Некоторые странствующие отшельники, желая дискредитировать Будду, убедили Сундари сделать так, чтобы все видели, что она входит в рощу Джетты вечером, а уходит оттуда утром. Спустя какое-то время они убили ее, закопав рядом с рощей Джетты, а в убийстве обвинили Будду. Спустя неделю шпионы царя смогли узнать, кто в действительности стоит за убийством Сундарики. Смотри. У 4.8.2. Серия вопросов и ответов повторяется так же, как в случае с телесным поведением. Серья вопросов и ответов повторяется так же, как в случае с телесным поведением. Комментарий. Ответ достопочтенного Ананда выходит за рамки вопроса и показывает, что Будда не только восхваляет оставление всех неблагих состояний, но также он действует в соответствии со своим словом, отбросив все неблагие состояния. Тхаммачетия Сутта. Монументы в честь Тхаммы. МН 89. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в стране Сакьев, где был город Сакьев под названием Медолумпа. И в то время царь по сенаде Касальский прибыл на Гораку по некоему делу. Он обратился к Дикхе Караяне, дорогой Караяна, подготовь царские экипажи. Поедем в парк удовольствия и насладиться видом приятной местности. Да, Ваше Величество, ответил Дикха Караяна. Когда царские экипажи были готовы, он информировал царя, Ваше Величество, для вас приготовлены царские экипажи. Вы можете отправляться, когда сочтете нужным. И тогда царь по сенаде Касальский взобрался на царские экипажи в сопровождении других экипажей и выехал из Нагораки со всем царским великолепием, направившись в парк. Он ехал, пока дорога была проходимой для экипажей, затем спешился и пошел в парк пешком. Прохаживаясь и прогуливаясь в парке, чтобы размяться, царь по сенаде увидел чудесные и восхитительные подножья деревьев, тихие и непобеспокоенные голосами, с атмосферой затворничества, уединенные от людей, подходящие для затвора. Вид этих деревьев напомнил ему о благословенном, и он подумал, эти подножья деревьев чудесные и восхитительные, тихие и непобеспокоенные голосами, с атмосферой затворничества, уединенные от людей, подходящие для затвора, точно, как те места, где мы обычно кланяемся благословенному, совершенному и полностью просветленному. И тогда он сказал Дикхе Караяне о том, что подумал, и спросил, где сейчас проживает благословенный, совершенный и полностью просветленный? Ваше Величество, есть у Сакьи в городе под названием Медалумпа. Благословенный, совершенный и полностью просветленный, проживает сейчас там. Как далеко от Нагораки до Медалумпы? Недалеко, Ваше Величество. Три лиги. Светлого времени еще достаточно, чтобы отправиться туда. В таком случае, дорогой Караяна, подготовь царские экипажи. Поедем навестить благословенного, совершенного и полностью просветленного. Да, Ваше Величество, ответил он. Когда царские экипажи были готовы, он информировал царя, Ваше Величество, для вас приготовлены царские экипажи. Вы можете отправляться, когда сочтете нужным. И тогда царь по сенаде Касальский взобрался на царские экипажи в сопровождении других экипажей и выехал из Нагораки, направившись к городу Сакьи в Медалумпе. Он прибыл еще за светло и отправился в парк. Он ехал, пока дорога была проходимой для экипажей, затем спешился и пошел в парк пешком. В то время группа монахов ходила под открытым небом вперед и назад, медитируя. Тогда царь по сенаде Касальский подошел к ним и спросил, Достопочтенный, где сейчас проживает Благословенный, совершенный и полностью просветленный. Мы бы хотели повидать Благословенного, совершенного и полностью просветленного. Вот его хижина с закрытой дверью. Подходи к ней тихо. Без спешки в зоиде на крыльцо, прокашляйся и постучи. Благословенный откроет себе дверь. И тогда царь по сенаде передал свой меч и тюрбан Дикхе Караяне. Дикха Караяна подумал, так царь отправляется на секретное совещание. А я должен ждать здесь один, один. Царь по сенаде тихонько подошел к хижине с закрытой дверью. Без спешки он вошел на крыльцо, прокашлялся и постучал. Благословенный открыл дверь. Царь по сенаде вошел в хижину, затем он упал в ноги Благословенному, расцеловал стопы и погладил их руками, произнося свое имя. Господин, я царь по сенаде Касальский. Господин, я царь по сенаде Касальский. Но, великий царь, по каким причинам ты выражаешь такое высочайшее почтение этому телу проявляешь такую дружелюбность? Господин, исходя из Тхаммы, я делаю в отношении Благословенного вывод, Благословенный, полностью просветленный. Тхамма хорошо провозглашена Благословенным. Сангха учеников Благословенного практикуют хороший путь. Господин, бывает так, что я вижу неких жрецов и отшельников, ведущих святую жизнь в течение десяти, двадцати, тридцати, или сорока лет, а потом я вижу их ухоженными, помазанными, с постриженными волосами и бородой, обеспеченных и наделенных пятью нитями чувственных удовольствий, наслаждающихся ими. Но здесь я вижу монахов, которые ведут совершенную чистую святую жизнь в течение всей жизни до последнего вздоха. Воистину, я не вижу где-либо какой-либо другой святой жизни, которая была бы такой совершенной и чистой, как эта. Вот почему, господин, я делаю в отношении Благословенного вывод, Благословенный, полностью просветленный. Тхамма хорошо провозглашена Благословенным. Сангха учеников Благословенного практикуют хороший путь. Далее, господин, царь ссорится с терями, знать со знатью, брахманы с брахманами, домохозяева с домохозяевами. Мать ссорится с сыном, сын с матерью, отец с сыном, сын с отцом. Брат ссорится с братом, брат с сестрой, сестра с братом, друг с другом. Но здесь я вижу монахов, которые живут в согласии, в гармонии, не ссорятся, подобно смешанному с водой молоку, смотрят друг на друга дружескими взорами. Я не вижу какого-либо другого собрания где-либо с таким согласием. И поэтому также, господин, я делаю в отношении Благословенного вывод, благословенный, полностью просветленный. Тхамма хорошо провозглашена Благословенным. Сангха учеников Благословенного практикуют хороший путь. Далее, господин, я ходил и блуждал от парка к парку, от сада к саду. Там я видел неких жрецов и отшельников, которые тощи, жалкие, неприглядные, болезненные на вид, с выпирающими венами на членах тела, таких, что люди не захотят смотреть на них вновь. Я подумал, вне сомнений, эти достопочтенные ведут святую жизнь без удовлетворения, или же они совершили некий порочный проступок и скрывают его, поэтому они такие тощи, жалкие. Я подходил к ним и спрашивал, почему вы, достопочтенные, такие тощи, жалкие, не захотят смотреть на вас вновь? Их ответ был таким, «Это наша семейная болезнь, великий царь». Но здесь я вижу улыбающихся и приветливых монахов, искренне и радостных, открыто довольных, их качество свежи, они живут в успокоении, невозмутимы, живут на то, что другие им дают, пребывают с очужденными умами, как у диких оленей. Я подумал, вне сомнений, эти достопочтенные воспринимают последовательные состояния высших отличий, два, в учении благословенного, ведь они пребывают улыбающимися умами, как у диких оленей. И поэтому также, господин, я делаю в отношении благословенного вывод, благословенный, полностью просветленный. Дхамма хорошо провозглашена благословенным. Сангха учеников благословенного практикуют хороший путь. Далее, господин, будучи помазанным на царство царем, происходящим из Варны, знайте, я могу казнить тех, кого следует казнить, штрафовать тех, кого следует штрафовать, ссылать тех, кого следует сослать. И все же, когда я сижу на совещании, они вклиниваются и перебивают меня. Хоть я и говорю, господа, не вклинивайтесь и не перебивайте меня, когда я сижу на совещании. Подождите, пока я закончу говорить и все равно они вклиниваются и перебивают меня. Но здесь я вижу монахов во время того, как благословенные учат их Дхамме, собрание из нескольких сотен последователей, и ни от одного из учеников благословенного не услышат звука даже покашливания или прочистки горла. Однажды благословенный обучал Дхамме собрание из нескольких сотен последователей, и один его ученик прочистил свое горло. Тогда один из его товарищей по святой жизни толкнул его коленом, тише, достопочтенный, не шуми. Благословенный, учитель, учит нас Дхамме. Я подумал, удивительно, поразительно, насколько собрание может быть таким дисциплинированным без применения к нему силы или оружия. И поэтому также, господин, я делаю в отношении благословенного вывод, благословенный, полностью просветленный. Дхамма хорошо провозглашена благословенным. Сангха учеников благословенного практикуют хороший путь. Далее, господин, я видел ученых знатных людей, умных, знающих доктрины других, умелых в ведении дебатов, что подобны метким стрелкам из лука. Они скитаются тут и там и разрушают воззрение других людей своим острым умом. И вот они слышат, отшельник Гатамма посетит нашу деревню или город. Они подбирают вопрос таким образом, встретившись с отшельником Гатамой, мы зададим ему этот наш вопрос. Если, когда его так спросим, он ответит так-то, то мы покажем несостоятельность его доктрины и так. А если, когда его так спросим, он ответит и так, то мы покажем несостоятельность его доктрины и так-то. И вот они слышат, отшельник Гатамма сейчас посещает эту деревню или город. Они отправляются к Благословенному, а Благословенный наставляет, побуждает, воодушевляет и радует их беседами о Дхамме. Будучи наставленными, побужденными, воодушевленными и порадованными беседой по Дхамме, они даже не задают ему свой, ранее подготовленный, вопрос, так что уж говорить о том, чтобы опровергнуть его доктрину, в споре, и оборачивается все так, что они становятся его учениками. И поэтому также, господин, я делаю в отношении Благословенного вывод, Благословенный, полностью просветленный, Дхамма хорошо провозглашена Благословенным. Сангха учеников Благословенного практикуют хороший путь. Затем, я вижу у неких ученых брахманов. Затем, я вижу у неких ученых домохозяев. Затем, я вижу у неких ученых отшельников. И оборачивается все так, что они просят его о разрешении, посвятить их в монахи, и оставить жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. И он дает им посвящение. И вскоре после того, как они ушли в бездомную жизнь, под его учительством, они проживают в уединении, в затворничестве, прилежные, старательные, решительные, и вскоре достигают и пребывают в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, зная и проявляя это для себя самостоятельно здесь и сейчас. И они говорят, как близки мы были к погибели. Как близки мы были к погибели. Прежде, хотя мы не были отшельниками, мы заявляли, что были отшельниками. Хотя мы не были жрецами, мы заявляли, что были жрецами. Хотя мы не были арахантами, мы заявляли, что были арахантами. Но теперь мы отшельники, теперь мы жрецы, теперь мы араханты. И поэтому также, господин, я делаю в отношении благословенного вывод, благословенный, полностью просветленный. Дхамма хорошо провозглашена благословенным. Сангха учеников благословенного практикуют хороший путь. Далее, господин, Иседатты Пурана, три, два моих ревизора, едят мою еду и пользуются моими экипажами. Я обеспечиваю их средствами к жизни и приношу им славу. И несмотря на это, они не выражают мне такого почтения, которое выражают благословенному. Однажды, когда я выехал со своей армией и проверял этих ревизоров Иседатты Пурану, случилось так, что я построил очень тесные казармы. И тогда эти двое ревизоров, Иседатты Пурана, проведя большую часть ночи в обсуждении Дхаммы, легли своими головами в том направлении, в котором, как они слышали, в то время находился благословенный, а своими ногами, ко мне. Я подумал, удивительно, поразительно. Эти двое ревизоров, Иседатты Пурана, едят мою еду и пользуются моими экипажами. Я обеспечиваю их средствами к жизни и приношу им славу. И несмотря на это, по отношению ко мне они менее почтительны, нежели к благословенному. Я подумал, вне сомнений, эти достопочтенные воспринимают последовательные состояния высших отличий в учении благословенного. И поэтому также, господин, я делаю в отношении благословенного вывод, благословенный, полностью просветленный. Дхамма хорошо провозглашена благословенным. Сангха учеников благословенного практикуют хороший путь. Далее, господин, я отношусь к знатным людям, принадлежу к знати. Благословенный, касалец, я касалец. Благословенному восемьдесят лет, и мне восемьдесят лет. Поскольку это так, то я думаю, будет подобающе для меня выразить такое высочайшее почтение благословенному, проявить такую дружелюбность. А теперь, господин, нам нужно идти. Мы заняты и у нас очень много дел. В таком случае, великий царь, можешь идти, когда сочтешь нужным». И тогда царь по Синаде Касальски поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному, обошел его с правой стороны и ушел. И вскоре после того, как он ушел, благословенный обратился к монахам так, монахи, перед тем, как встать со своего сиденья и уйти, этот царь по Синаде произнес монументы в честь Дхаммы. Монументы в честь Дхаммы полезны, монахи, и они относятся к основам святой жизни. 4. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. 1. Комментарий приводит длинную историю об измене военачальника Дикхи Караяны. Ранее царь по Синаде казнил дядю Дикхи Караяны, а также 32 сыновей дяди из-за заговора против него. 2. Царь по Синаде сделал это как раз после очередного посещения Будды. 3. Теперь же Дикхи Караяна подумал, что раз царь опять идет к Будде один, значит вскоре он казнит и самого Дикху Караяну, так как тот тоже замышлял переворот против царя, желая поставить на трон сына по Синаде, принца Виду Дабху. 4. Собираясь войти в хижину Будды, царь отдал Дикхи Караяне не только меч и царский тюрбан, как сказано в тексте суты, но и другие царские регалии, балдахин, веер, сандалии. Поэтому Дикху Караяна, пользуясь случаем исходя из сложившейся ситуации, поспешил обратно в столицу, взяв с собой всю свиту царя, и оставив по Синаде лишь одну служанку и коня. В столице он незамедлительно короновал Виду Дабху. Когда аудиенция по Синаде с Буддой была закончена, царь узнал от служанки дурные вести об измене, и тут же поспешил в Раджагаху, чтобы заручиться поддержкой царя Аджатасепту. Однако, он прибыл к Раджагахе слишком поздно, ворота города были заперты на ночь. Он лег спать снаружи городских стен и той же ночью скончался от этой изнурительной поездки. 2. Примечание переводчика СВ. Очевидно, речь идет о медитативных достижениях, путях, плодах, неббане. 3. После их смерти Будда объявил их однажды возвращающимися, переродившимися в мире туситы. Смотри. Ан 6.44. 4. Примечание переводчика СВ. Очевидно, речь идет о том, что подобные факты укрепляют веру в три драгоценности, а таковая вера является одним из фундаментальных аспектов, на которых выстраивается буддийская святая жизнь. Каннакаттхала сутта, в Каннакаттхале. МН 90. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Уджунии в Оленьем парке Каннакаттхалы. И тогда царь по Синаде Касальски прибыл в Уджунию по некоему делу. Он сказал, своему, человеку, ну же, почтенный, отправляйся к Благословенному, поклонясь ему от моего имени, упав ему в ноги, и поинтересуйся, свободен ли он от болезни и недуга, здоров ли, силен ли, и пребывает ли в умиротворении? Скажи, господин, царь по Синаде Касальски выражает почтение, припадая к ногам Благословенного. Он интересуется, свободен ли Благословенный от болезни и недуга, здоров ли, силен ли, и пребывает ли в умиротворении? И затем скажи следующее, господин, сегодня царь по Синаде Касальски придет повидать Благословенного после завтрака. Да, Ваше Величество, ответил-то человек, отправился к Благословенному, поклонившись ему, сел рядом и донес свое послание. Сестры Сома и Сакула, один, услышали, сегодня царь по Синаде Касальский отправится повидать Благословенного после завтрака. И затем, когда подавали кушанье, две сестры отправились к царю и сказали, Ваше Величество, поклонитесь от нашего имени Благословенному, упав ему в ноги, и поинтересуйтесь, свободен ли он от болезни и недуга, здоров ли, силен ли, и пребывает ли в умиротворении, сказав, Господин, сестры Сома и Сакула выражают почтение, припадая к ногам Благословенного. Они интересуются, свободен ли Благословенный от болезни и недуга, здоров ли, силен ли, и пребывает ли в умиротворении. И тогда после завтрака царь по сенаде Касальский отправился к благословенному, поклонившись ему, сел рядом и донес послание сестер Сомы и Сакулы. Благословенный ответил, но, великий царь, неужели сестры Сома и Сакула не нашли другого посыльного? Господин, сестры Сома и Сакула услышали, сегодня царь по сенаде Касальский отправится повидать благословенного после завтрака. И затем, когда подавали кушанье, сестры Сома и Сакула подошли ко мне и сказали, «Ваше Величество, поклонитесь от нашего имени. Пусть сестры Сома и Сакула будут счастливы, великий царь». Вопрос о всеведении. Тогда царь по сенаде Касальский сказал благословенному, «Господин, я слышал так, отшельник Гатама говорит, нет какого-либо отшельника или жреца, который был бы всеведущим и всевидящим, кто заявлял бы о том, что обладает полным знанием и видением, такого не может быть». «Господин, те, кто говорят так, говорят ли именно о том, как это было сказано благословенным, и не говорят ли того, что было бы противоположным действительности? Объясняют ли они в соответствии с Дхамой, так что их утверждение не влечет за собой уместной почвы для критики? «Великий царь, те, кто говорят так, говорят то, что не было сказано мной, но искажают мои слова неправдой тем, что не соответствует действительности». Тогда царь по сенаде Касальский обратился к военачальнику Ведудабхи, военачальник, кто донес эту историю до дворца. «Это был Санджая, Ваше Величество, Брахман из клана Акасы». И тогда царь по сенаде Касальский сказал, некоему, человеку, ну же, почтенный, от моего имени скажи Санджая, Брахману из клана Акасы, господин, царь по сенаде Касальский зовет вас. «Да, Ваше Величество», ответил-то человек. Он отправился к Санджая, Брахману из клана Акасы, и сказал ему, господин, царь по сенаде Касальский зовет вас. А тем временем царь по сенаде Касальский сказал благословенному, господин, могло ли быть так, что благословенный говорил так о ком-то другом, а человек понял это неправильно? И если это так, то, как именно благословенный помнит то, как он делал такое утверждение? Великий царь, я помню, что в действительности делал такое утверждение и вот как, нет какого-либо отшельника или жреца, который знает все, видит все одновременно. Не может быть такого, два. То, что сказал благословенный, кажется разумным. То, что сказал благословенный, кажется, подтверждается здравым смыслом, нет какого-либо отшельника или жреца, который знает все, видит все одновременно. Не может быть такого. Вопрос о варнах. Господин, есть эти четыре варны, знать, брахманы, торговцы, рабочие. Есть ли какое-либо отличие между ними? Великий царь, есть эти четыре варны, знать, брахманы, торговцы, рабочие. Две из них, то есть знать и брахманы, считаются высшими, так как люди выражают им почтение, встают перед ними, приветствуют почтительным приветствием и вежливым услужением. Господин, я спрашивал не об этой нынешней жизни. Я спрашивал о жизни, которая наступит, после смерти. Господин, есть эти четыре варны, знать, брахманы, торговцы, рабочие. Есть ли какое-либо отличие между ними? Великий царь, есть эти пять факторов старания. Какие пять? Вот монах наделен верой, он верит в просветление Татхагаты так, благословенный, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Далее, он свободен от болезней и недугов, обладает хорошим пищеварением, который не слишком холодный, не слишком горячий, но средний, а также способен выдержать нагрузку от старания. Далее, он честный и искренний, он в соответствии с действительностью раскрывает себя учителю и своим товарищем по святой жизни. Далее, он усерден в отбросывании неблагих состояний и осуществлении благих состояний, решителен, упорен в своем старании, настойчив во взращивании благих состояний. Далее, он мудр. Он обладает мудростью, которая различает возникновение угасаний, благородной, проницательной, ведущей к полному уничтожению страданий. Таковы пять факторов старания. Великий царь, есть эти четыре варны, знать, брахманы, торговцы, рабочие. Если они обладают этими пятью факторами старания, то это приведет к их благополучию и счастью на долгое время. Господин, есть эти четыре варны, знать, брахманы, торговцы, рабочие. Если бы они обладали этими пятью факторами старания, было бы между ними какое-либо отличие в этом отношении? Великий царь, я утверждаю, что отличие между ними было бы в разницах стараний. Представь, как если бы два приручаемых слона, или две приручаемых лошади, или два приручаемых быка были бы хорошо приручены и обучены, а также два приручаемых слона, лошади, быка были бы не приручены и не обучены. Как ты думаешь, великий царь, могли бы два приручаемых слона, лошади, быка, хорошо прирученных и обученных, обрести поведение прирученных, могли бы они достичь уровня прирученных? Да, господин. И могли бы два приручаемых слона, лошади, быка, неприрученных и необученных, обрести поведение прирученных, могли бы они достичь уровня прирученных, как те два слона, лошади, быка? Нет, господин. Точно так же, великий царь не может быть такого, чтобы то, что может быть достигнуто тем, кто обладает верой, кто свободен от болезни, кто честный и искренний, кто усердный, кто мудрый, было бы достигнуто тем, кто не имеет веры, имеет много болезней, кто нечестен и лжив, кто ленив, кто не мудр. То, что сказал благословенный, кажется разумным. То, что сказал благословенный, кажется, подтверждается здравым смыслом. Господин, есть эти четыре варны, знать, брахманы, торговцы, рабочие. Если бы они обладали этими пятью факторами старания, и если бы их старание было бы правильным, было бы между ними какое-либо отличие в этом отношении? Великий царь, в этом случае, я утверждаю, между ними не было бы отличия, то есть, в освобождении одного и освобождении других. Представь, как если бы человек взял бы сухое соловое дерево, зажег огонь, породил тепло. И затем другой человек взял бы сухое соловое дерево, зажег огонь, породил тепло. И затем другой человек взял бы сухое манговое дерево, зажег огонь, породил тепло. И затем другой человек взял бы сухое фиговое дерево, зажег огонь, породил тепло. Как ты думаешь, Великий Царь, было бы какое-либо отличие в горении огня этих разных видов дерева, то есть отличие между пламенем, огня, одного и пламенем, огня, других, или между цветом, огня, одного и цветом, огня, других, или между сиянием, огня, одного и сиянием, огня, других? других? Точно так же, Великий Царь, когда, духовный, огонь зажжен усердием, зажжен старанием, то тогда, я говорю тебе, нет разницы между освобождением одного и освобождением других. Вопрос о божествах. То, что сказал Благословенный, кажется разумным. То, что сказал Благословенный, кажется, подтверждается здравым смыслом. Но, господин, так как оно, существуют ли божества? Почему ты спрашиваешь об этом, Великий Царь? Господин, я спрашивал о том, возвращаются ли эти божества обратно в это человеческое состояние или же нет? Великий Царь, те божества, которые все еще подвержены недоброжелательности, возвращаются в это человеческое состояние, а те божества, которые более не подвержены недоброжелательности, не возвращаются в это человеческое состояние. Когда так было сказано, военачальник Ведудабха спросил Благословенного, господин, могут ли те божества которые все еще подвержены недоброжелательности и которые возвращаются обратно в это, человеческое, состояние, напасть и изгнать с того места тех божеств, которые более не подвержены недоброжелательности, и которые не возвращаются в это, человеческое, состояние. Тогда достопочтенный Ананда подумал, этот военачальник Ведудабха, сын царя Пасинадика Сальского. А я, духовный, сын благословенного. Время поговорить одному сыну с другим. Он сказал военачальнику Ведудабхе, военачальник, я задам тебе встречный вопрос. Отвечай так, как посчитаешь нужным. Военачальник, как ты думаешь? Есть территория, где всюду простирается Касальское царство царя Пасинадика Сальского, где он осуществляет управление и владычество. Может ли царь Пасинадика Сальский напасть и изгнать с того места какого-либо отшельника или жреца, вне зависимости от того, есть ли у этого отшельника или жреца заслуги или же нет, ведет ли он святую жизнь, или же нет? Он может так сделать, достопочтенный. Как ты думаешь, военачальник? Есть территория, где всюду простирается земля, которая не является Касальским царством царя Пасинадика Сальского, где он не осуществляет управление и владычество. Может ли царь Пасинадика Сальский напасть и изгнать с того места какого-либо отшельника или жреца, вне зависимости от того, есть ли у этого отшельника или жреца заслуги или же нет, ведет ли он святую жизнь, или же нет? Он не может так сделать, достопочтенный. Военачальник, как ты думаешь? Слышал ли ты о богах, мира, 33, 4? Да, достопочтенный, я слышал о них. И царь Пасинадика Сальский также слышал о них. Военачальник, как ты думаешь? Может ли царь Пасинадика Сальский напасть и изгнать с того места богов, мира, 33-х? Достопочтенный, царь Пасинадика Сальский не может даже видеть богов, мира, 33-х, так как же он может напасть и изгнать с того места богов, мира, 33-х? Точно так же, военачальник, те божества, которые все еще подвержены недоброжелательности и которые возвращаются обратно в это, человеческое, состояние, не могут даже видеть тех божеств, которые более не подвержены недоброжелательности, и которые не возвращаются в это, человеческое, состояние. Так как же они могут напасть на них и изгнать их с того места? Тогда царь по Синаде Касальски спросил благословенного, «Господин, как зовут этого монаха? Его зовут Ананда, великий царь. В самом деле он Ананда, господин, и Ананда, и кажется, пять. То, что сказал достопочтенный Ананда, кажется разумным. То, что сказал достопочтенный Ананда, кажется, подтверждается здравым смыслом. Но, господин, существует ли Брахма? Господин, я спрашивал о том, возвращается ли этот Брахма обратно в это, человеческое, состояние или же нет? Великий царь, любой Брахма, который все еще подвержен недоброжелательности, возвращается в это, человеческое, состояние, а любой Брахма, который более не подвержен недоброжелательности, не возвращается в это, человеческое, состояние. И тогда человек объявил царю по Синаде Касальскому, великий царь, Санджая, Брахман из клана Акасы, прибыл. Царь по Синаде спросил Санджаю, Брахмана из клана Акасы, «Брахман, кто донес эту историю до дворца? Ваше Величество, это был военачальник Ведудабха». Военачальник Ведудабха сказал, «Ваше Величество, это был Санджая, Брахман из клана Акасы». И тогда человек объявил царю Пасинаде Касальскому, «Великий царь, пришло время ехать». Царь Пасинаде Касальский сказал благословенному, «Господин, мы спросили благословенного о всеведении, и благословенный ответил нам о всеведении. Мы одобрили и согласились с этим ответом, и потому мы довольны. Мы спросили благословенного об очищении в четырех варнах, и благословенный ответил нам об очищении в четырех варнах. Мы одобрили и согласились с этим ответом, и потому мы довольны. Мы спросили благословенного о божествах, и благословенный ответил нам о божествах. Мы одобрили и согласились с этим ответом, и потому мы довольны. Мы спросили благословенного о брахмах, и благословенный ответил нам о брахмах. Мы одобрили и согласились с этим ответом, и потому мы довольны. Все, о чем мы спросили Благословенного, на все это он ответил. Мы одобрили и согласились с этими ответами, и потому мы довольны. А теперь, господин, нам нужно идти. Мы очень заняты, у нас много дел. Можешь идти, царь, когда посчитаешь нужным. И тогда царь по Синаде Касальский, восхитившись и возродовавшись словам Благословенного, поднялся со своего сиденья и, поклонившись Благословенному и обойдя его с правой стороны, ушел. 1. Комментарий поясняет, что они были женами царя. 2. Комментарий поясняет, что невозможно знать и видеть все единым актом сознания. 3. Комментарий поясняет, что Будда может познать любую вещь или феномен в мире, но для этого ему нужно направить ум на познание этой конкретной вещи. 3. Комментарий поясняет, что речь идет о невозвращающихся, то есть брахмах чистых обителей. У них уничтожены окова чувственного желания и недоброжелательности. 4. Таватимса. 5. Ананда означает радость. Брахмаю сутта, Брахман Брахмаю. МН 91. Содержание, ученик Брахмана Брахмаю. Внешность и манера поведения Будды. Брахмаю отправляется к Будде. Беседа Брахмаю с Буддой. Так я слышал. Однажды Благословенный путешествовал по стране въехав в сопровождении Большой Санхи монахов, с пятью сотнями монахов в то время Брахман Брахмаю жил в Медхиле. Он был стар, отягощен годами, много прожил, дни его подходили к концу. Шел ему сто двадцатый год. Он был знатоком трех ведвих словарях, литургия, фонологии, этимологии, историями как пятые. Он хорошо знал филологию, грамматику, и был прекрасно сведущим натур философии в знаках великого человека. И Брахман Брахмаю услышал, отшельник-мастер Готама, сын Сакьев, ушедший из клана Сакьев в бездомную жизнь, путешествует по стране въехав с Большой Санхой в пятьсот монахов. И об этом мастере Готами распространилась славная молва, благословенный, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Реализовав для себя прямым знанием, он раскрывает, другим, этот мир с его богами, марами, брахмами, это поколение с его жрецами и отшельниками, князьями и людьми. Он обучает Дхамме, превосходной в начале, превосходной в середине, и превосходной в конце в правильных фразах значении. Он раскрывает святую жизнь, всецело совершенную и чистую. Хорошо было бы увидеть таких арахантов. И в то время у Брахмана Брахмая был молодой брахманский ученик по имени Уттара, который, также, был знатоком трех ведовых словарях и в знаках великого человека. Он сказал своему ученику, мой дорогой Уттара, отшельник Гатама, сын Сакиев, ушедший из клана Сакиев в бездомную жизнь, путешествует по стране ведехов. Хорошо было бы увидеть таких арахантов. Ну же, мой дорогой Уттара, пойди к отшельнику Гатами и выясни, правдиво ли идущая о нем молва или же нет, и действительно ли мастер Гатама таков или же нет. Так с твоей помощью мы узнаем о мастере Гатами. Но как же я узнаю, господин, правдиво ли идущая о нем молва или же нет, и действительно ли мастер Гатама таков или же нет? Мой дорогой Уттара, в наших гимнах дошли до нас тридцать два знака великого человека. У великого человека, который наделен ими, есть только две возможных участи, и нет других. Если он живет домохозяйской жизнью, он станет целым миродержцем, праведным царем, который правит Дхаммой, покорителем четырех сторон света, все победившим, утвердившим порядок в своей стране, владеющим семью сокровищами. У него есть эти семь сокровищ, сокровище-колесо, сокровище-слон, сокровище-конь, сокровище-самоцвет, сокровище-женщина, сокровище-домовладыка, сокровище-советник в качестве седьмого. У него более тысячи сыновей-героев, покорителей вражеских армий. Он правит, покорив эту охваченную морям землю, без палки и оружия, а только Дхаммой. Но если он оставляет жизнь домохозяйскую ради бездомной, то он станет совершенным, полностью просветленным, который вздернет завесу, невежество, с мира. Но я, мой дорогой Уттара, даритель гимнов. А ты их получатель? Да, господин ответил Уттара. Он встал со своего сиденья и, поклонившись Брахману Праймаю и обойдя его с правой стороны, отправился в страну Ведехов, где странствовал Благословенный. Совершив несколько переходов, он прибыл к Благословенному и, по прибытии, обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и стал рассматривать 32 знака великого человека на теле Благословенного. До той или иной степени ему удалось распознать 32 знака на теле Благословенного, кроме двух. Он сомневался и не был уверен по поводу двух знаков, не мог решить и сделать вывод, скрыт ли в оболочке половой орган и действительно ли язык большой. И тогда мысль пришла Благословенному, этот Брахманский ученик Уттара видит до той или иной степени 32 знака великого человека на мне кроме двух. Он сомневается и не уверен по поводу двух знаков, не может решить и сделать вывод, скрыт ли в оболочке половой орган и действительно ли язык большой. И тогда Благословенный совершил такое чудо посредством сверхъестественных сил, что Брахманский ученик Уттара увидел, что половой орган Благословенного скрыт в оболочке. Затем Благословенный вытянул язык и поочередно дотронулся им до обоих ушей и обеих ноздрей, а затем покрыл своим языком весь лоб. И тогда Брахманский ученик Уттара подумал, этот отшельник Гатама наделен 32 знаками великого человека. Что если я буду следовать за отшельником Гатама и наблюдать за его поведением? И тогда он словно тень следовал за Благословенным в течение семи месяцев, никогда не покидая его в конце седьмого месяца он отправился обратно из страны Ведеха в Медхилу, где жил Брахман Брахмаю. По прибытии он поклонился ему и сел рядом. Затем Брахман Брахмаю спросил его, ну что же, мой дорогой Уттара, правдива ли идущая о нем молва или же нет, и действительно ли мастер Гатама таков или же нет? Идущая о мастере Гатаме молва правдива, господин, не иначе. И мастер Гатаму таков, не иначе. Он наделен 32 знаками великого человека. Он ставит стопу, на землю, ровно, это знак великого человека у мастера Гатамы. На ступнях есть колеса с тысячами спиц, с полным ободом и ступицей. У него выступающие пятки. У него длинные пальцы на руках и ногах. У него мягкие и нежные руки и ноги. У него на ладонях и ступнях перепонки. Его ступни изогнуты. Его ноги как у антилопы. Когда он стоит, не сутулись, ладони обеих его рук касаются и трутся о его колене. Его половой орган укрыт в оболочке. Он золотистого цвета, у кожи золотистый блеск. Его кожа гладкая, и из-за гладкости кожи пыли грязь не липнет к его телу. Его волосы на теле растут по одному. И с каждой поры тела растет только один волосок. Кончики волос на теле завиваются кверху. Завитые кверху волосы на теле черные, цвета мази для глаз, завиваются вправо. Члены его тела ровные, как у Брахмы. У него семя круглостей. Его грудь как у льва. У него нет изгиба между лопатками. Его пропорции как у банинового дерева. Размах его рук равен высоте его тела, а высота его тела равна размаху его рук. У него ровные шеи и плечи. У него абсолютный вкус. Его челюсти как у льва. У него сорок зубов. Его зубы ровные. Между зубами у него нет пробелов. Его зубы полностью белые. У него большой язык. У него божественный голос, как пение птицы коровики. У него бездонно голубые глаза. Его ресницы как у коровы. У него волосы между бровями, которые белые и мягкие как хлопок. Его голова как тюрбан. Это знак великого человека у мастера Гатамы. Мастер Гатама наделен этими тридцатью двумя знаками великого человека. Когда он идет, то делает первый шаг с правой ноги. Он ставит ступню не слишком далеко, не слишком близко. Он идет не слишком быстро, не слишком медленно. Он идет так, что колени не касаются друг друга. Он идет, что лодыжки не касаются друг друга. Он идет так, что его бедра не поднимаются, не опускаются, не сходятся, не расходятся. Когда он идет, то только нижняя часть тела покачивается, и не видно усилий в ходьбе. Когда он поворачивается, чтобы посмотреть, то делает это всем своим телом. Он не смотрит прямо вперед, не смотрит прямо под ноги. Когда он идет, он не оглядывается по сторонам. Он смотрит вперед, на землю, на расстоянии длинных омута плуга, а за пределами этого он обладает беспрепятственным знанием и видением. Когда он входит в дверь, то не выпрямляется, не наклоняется, не сгибается, и не выгибается вперед или назад. Садясь, он поворачивается. Стоа, не слишком близко к сиденью, не слишком далеко от него. Садясь, он не опирается рукой на сиденье. Он не рушится на него всем своим телом. Когда он сидит внутри помещения, он не потирает в нетерпении своими руками. Он не потирает в нетерпении своими ногами. Не сидит, сложа ногу на ногу. Не сидит, сложа лодыжку на лодыжку. Не сидит, подперев рукой подбородок. Когда он сидит внутри помещения, он не спуган, не дрожит и не трясется, не нервничает. Поскольку он не спуган, не дрожит, не трясется, не нервничает, у него не встают дыбом волосы, и он настроен на уединение. Когда ему дают воду для чаша, он не поднимает чашу слишком высоко и не держит ее слишком низко, не наклоняет ее вперед или назад. Он принимает не слишком мало, но и не слишком много воды для чаши. Он моет чашу, не создавая шума от расплескивания. Он моет чашу, не вращая ее. Он не ставит чашу на пол, чтобы помыть руки, но когда он моет руки, он моет чашу, а когда моет чашу, моет руки. Он сливает воду из чаши не слишком далеко от себя, не слишком близко, не разбрызгивая ее. Когда ему дают рис, он не поднимает чашу слишком высоко и не держит ее слишком низко, не наклоняет ее вперед или назад. Он принимает не слишком мало, но и не слишком много риса. Он добавляет соус в правильной пропорции. Он не добавляет в комочек больше соуса, чем положено. Он переворачивает комочек два или три раза во рту, а затем проглатывает его, ни одно зернышко риса не проходит внутренне разжеванным, ни одного зернышка риса не остается во рту, когда он кладет в рот следующий комочек. Когда он принимает пищу, он ощущает вкус, но не испытывает жажды к вкусу. Его прием пищи восьмеричен, он принимает пищу не ради развлечения, не ради опьянения, не ради физической красоты и привлекательности, а просто для того, чтобы выжить и поддержать это тело, для того, чтобы устранить его недуги, ради поддержания святой жизни. Он думает так, я устраню возникшее чувство, голода, и не создам новых чувств, от переедания. Я буду здоров, не вызову порицаний, буду жить в успокоении. Когда он поел и принял воду для чаша, он не поднимает чашу слишком высоко и не держит ее слишком низко, не наклоняет ее вперед или назад. Он принимает не слишком мало, но и не слишком много воды для чаши. Он моет чашу, не создавая шума от расплескивания. Он моет чашу, не вращая ее. Он не ставит чашу на пол, чтобы помыть руки, но когда он моет руки, он моет чашу, а когда моет чашу, моет руки. Он сливает воду из чаши не слишком далеко, от себя, не слишком близко, не разбрызгивая ее. Когда он поел, он ставит чашу на пол не слишком далеко, не слишком близко. Он не слишком заботится о чаше, но и не проявляет небрежности по отношению к ней. Когда он поел, он некоторое время сидит молча, но не упускает времени, отведенного на произнесение благословений. Когда он поел и произносит благословения, он не критикует иду и не ожидает другой еды. Он оставляет, призывает, воодушевляет, и радует слушающих беседой исключительно по Дхамме. После этого он встает со своего сиденья и уходит. Он идет не слишком быстро, не слишком медленно, вовсе, не так как тот, кто хочет поскорее уйти. Он носит одеяние на своем теле не слишком высоко, не слишком низко, не слишком обтягивающе, не слишком свободно, и так, чтобы ветер не сдувало деяния из тела. Пыль и грязь не пачкают его тела. Когда он приходит в монастырь, он садится на подготовленное сиденье. Сев, он моет ноги, хотя не слишком заботится о том, чтобы сделать их идеально чистыми. Помыв ноги, он садится, скрестив их, держит спину прямо, устанавливает осознанность впереди. Он не сидит, заняв ум, мыслями, о причинении болезненности себе, или болезненности другим, или болезненность обоим. Он сидит, настроив свою ум на собственные благополучии, на благополучие других, на благополучие обоих, даже на благополучие всего мира. Когда он приходит в монастырь, он обучает слушающих Дхамме. Он не слишком хвалит, не слишком порицает слушающих. Он наставляет, призывает, воодушевляет, и радует слушающих беседой исключительно по Дхамме. Речь, что льется из его рта, имеет эти восемь качеств, она отчетлива, понятна, мелодична, внятна, звонка, благозвучна, глубока, жива. Но хотя его голос различим в пределах слушающей аудитории, за этот предел его речь не выходит. Когда он наставил, призвал, воодушевил, порадовал людей, они встают со своих сидений и уходят, смотрят только на него и не думают о чем-либо ином. Мы видели, как мастер молча сидит после принятия пищи, мы видели, как он произносит благословение после принятия пищи, мы видели, как он идет в монастырь, мы видели, как он сидит молча в монастыре, мы видели, как он в монастыре обучает слушающих Дхамме. Таков мастер Гатама. Он таков и даже более, чем таков. Когда так было сказано, Брахман Брахмай устал со своего сиденья и, закинув верхнее одеяние за плечо, простер руки в почтительном приветствии к благословенному и произнес три раза, слава благословенному, совершенному и полностью просветленному. Слава благословенному, совершенному и полностью просветленному. Слава благословенному, совершенному и полностью просветленному. Быть может, придет время, и мы встретимся с мастером Гатамой, быть может, удастся побеседовать с ним. И затем, по мере странствий, благословенный со временем прибыл в Медхилу. Там он остановился в манговой роще Макхадевы. Домохозяева Брахмана из Медхилы услышали, отшельник-мастер Готама, сын Сакьев, ушедший из клана Сакьев в бездомную жизнь, путешествует по стране Ведехов с Большой Сангхой в пятьсот монахов, и теперь он прибыл в Медхилу и остановился в Манговой роще Макхадевы. И об этом мастере Готаме распространилась славная молва, благословенный, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Реализовав для себя прямым знанием, он раскрывает другим, этот мир с его богами, марами, брахмами, это поколение с его жрецами и отшельниками, князьями и людьми. Он обучает Дхаме, превосходной в начале, превосходной в середине, и превосходной в конце в правильных фразах значении. Он раскрывает святую жизнь, всецело совершенную и чистую. Хорошо было бы увидеть таких арахантов. И тогда домохозяева брахмана из Медхилы отправились к благословенному, по прибытии, поклонившись ему. Сели рядом. Некоторые обменялись с ним вежливыми приветствиями и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями сели рядом. Некоторые сели рядом, поприветствовав его, в почтении, сложенными, у груди, ладонями. Некоторые сели рядом, объявив свое имя и имя клана в присутствии благословенного. Некоторые сели рядом, просто, молча. И Брахман Брахмай услышал, отшельник Гатама, сын Сакиев, ушедший из клана Сакиев в бездомную жизнь, прибыл в Медхилу и остановился в Манговой роще Макхадевы. И тогда Брахман Брахмай отправился в Манговую рощу Макхадевы в сопровождении нескольких брахманских учеников. Когда он пришел в Манговую рощу, то подумал, было бы неподобающе, если бы я подошел к отшельнику Гатами до того, как меня представит. И он обратился к одному брахманскому ученику. Ну же, брахманский ученик, иди к отшельнику Гатами и спроси от моего имени, свободен ли отшельник Гатама от болезни и недуга, здоров ли, силен ли и пребывает ли в благополучии? Сказав, мастер Гатама, Брахман Брахмай интересуется, свободен ли отшельник Гатама от болезни и недуга, здоров ли, силен ли и пребывает ли в благополучии? И далее скажи так, Брахман Брахмаю, мастер Гатама, стар, отягощен годами, много прожил, дни его подходят к концу. Идет ему 120 год. Он знаток трех ведовых словарях, литургии, фонологии, этимологии, историями как пятые. Он хорошо знает филологию, грамматику, и прекрасно сведущий в натуру философии в знаках великого человека. Из всех домохозяев брахманов, живущих в Медхиле, Брахман Брахмаю значится самым выдающимся среди них в богатстве, знании гимнов, возрасте, и славе. Он хочет увидеть мастера Агатаму. Да, господин ответил брахманский ученик. И он отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. Обменявшись вежливыми приветствиями и любезностями, он встал рядом и донес свое послание. Благословенный ответил, ученик, пусть Брахман Брахмаю приходит, когда сочтет нужным. И тогда брахманский ученик отправился к Брахману Брахмаю и сказал, разрешение было даровано отшельником Гатамой. Вы можете, господин, прийти, когда сочтете нужным. И Брахман Брахмаю отправился к Благословенному. Собравшиеся увидели его издали, и все разом расступились перед ним, как поступают перед тем, кто хорошо известен и знаменит. И тогда Брахман Брахмаю обратился к собравшимся, довольно почтенные. Пусть каждый займет свое место и сядет. Я сяду вот здесь, рядом с отшельником Гатамой. И тогда он подошел к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и стал рассматривать 32 знака великого человека на теле Благословенного. До той или иной степени ему удалось распознать 32 знака на теле Благословенного, кроме двух. Он сомневался и не был уверен по поводу двух знаков, не мог решить и сделать вывод, скрыт ли в оболочке половой орган и действительно ли язык большой. И тогда Брахман Брахмаю обратился к Благословенным устрофами. 32 знака изучил я, что признаки, отметины великого. Но двух не вижу я, Гатама, на теле на твоем. То, скрытое под одеянием, укрыто ли оно, великий? У слова хоть и женский род, но ведь язык твой как у мужа. И длинным должен быть язык, согласно нашему учению. Достань его хоть на чуть-чуть, утежь и наше любопытство. И ради блага в этой жизни и счастья жизни, что придут, даруй же это разрешение так, чтобы все мы могли знать. И тогда мысль пришла Благословенному, этот Брахман Брахмаю видит до той или иной степени 32 знака великого человека на мне, кроме двух. Он сомневается и не уверен по поводу двух знаков, не может решить и сделать вывод, скрыт ли в оболочке половой орган и действительно ли язык большой. И тогда Благословенный свершил такое чудо посредством сверхъестественных сил, что Брахман Брахмаю увидел, что половой орган Благословенного скрыт в оболочке. Затем Благословенный вытянул язык и поочередно дотронулся им до обоих ушей и обеих ноздрей, а затем покрыл своим языком весь лоб. И затем Благословенный ответил этими строфами Брахман и Брахмаю, 32 знака изучил ты и все их можно у меня найти, так что, Брахман, сомнения разве? Что было нужно, то познал я, что было нужно, то развил, что было нужно, то оставил, и потому, Брахман, я, Будда. Дарую я то разрешение, так спрашивай, что хочешь знать? И тогда Брахман Брахмаю подумал, разрешение было даровано мне отшельником Гатамой. О чем же мне его спросить, о благе в этой жизни или о благе в следующих? И далее он подумал, я обучен в отношении блага этой жизни, и другие спрашивают меня о благе в этой жизни. Почему бы мне не спросить его только о благе в следующих жизнях? И тогда он обратился к Благословенному строфами, как человек становится Брахманом? Как знания обретает он? Как тройственные знания обретает? Как может стать святым ученым он? Как он становится Архантом? Как достигает совершенства? Как, что безмолвный он мудрец? И в каком случае он будет зваться Буддой? И тогда Благословенный ответил ему строфами, кто знает прошлое рождение, кто видел небеса и ад, и кто достиг рождение и прекращение, тот напрямую видящий мудрец. Он знает, ум его очищен, всецело вычистив всю страсть, отброшено перерождение, и прожита святая жизнь, преодоливши все и вся, зовется Будда он. И когда так было сказано, Брахман Брахмаю поднялся со своего сиденья, закинул в свое верхнее одеяние за плечо, припал к ногам Благословенного, расцеловал стопы, и погладил их руками, произнося свое имя. Я Брахман Брахмаю, мастер Гатама. Я Брахман Брахмаю, мастер Гатама. И собрание удивилось и восхитилось, сказав, почтенный, как чудесно, как удивительно, таким могуществом и такой силой обладает отшельник Гатама, что известный и знаменитый Брахман Брахмаю проявил такое смирение. И тогда Благословенный обратился к Брахману Брахмаю, довольно, Брахман, поднимайся. Возвращайся на свое сиденье, раз ты столь уверен во мне. И Брахман Брахмаю тогда поднялся и вернулся на свое сиденье. И затем Благословенный дал ему последовательное наставление, о щедрости, о нравственности, о небесных мирах, объяснил опасность, низость, и порочность чувственных удовольствий и благословения отречения. И когда он увидел, что ум Брахмана Брахмаю был готовым, восприимчивым, свободным от помех, вдохновленным и уверенным, тогда он изложил ему учения, свойственные, только, Буддам, то есть, учения, о страдании, причине, страданий, прекращении, и пути. И подобно тому, как на чистую ткань, с которой были смыты все пятна, краска легла бы равномерно, то точно так же, когда Брахман Брахмаю сидел на том самом месте, в нем возникло чистое и незапятненное видение Дхаммы, то есть, понимание, что, все, что возникает, подвержено распаду. Так Брахман Брахмаю увидел Дхамму, постиг Дхамму, понял Дхамму, и проник в Дхамму, вышел за пределы сомнений, избавился от замешательства, стал уверенным в себе и независимым от других, в отношении, учении учителя. И он обратился к благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатамме, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. И пусть благословенный вместе с Сангхой Монахов примет мое приглашение на завтрашний обед. Благословенный молча согласился. И когда Брахман Брахмаю понял, что приглашение принято, он поднялся со своего сиденья, поклонился благословенному, и, обойдя его с правой стороны, ушел. И тогда Брахман Брахмаю, когда ночь уже подходила к концу, подготовил в своем доме разные виды превосходной еды и объявил благословенному, мастер Гатама, время пришло, кушание готово. И тогда, утром, благословенный оделся, взял чашу и верхние одеяния, и отправился с Сангхой Монахов к дому Брахмана Брахмаю, где сел на подготовленное сиденье. И затем в течение недели Брахман Брахмаю собственноручно обслуживал Сангху Монахов во главе с Буддой разными видами превосходной еды. В конце той недели благословенный отправился в путешествие по стране видехов. И вскоре после его ухода Брахман Брахмаю скончался. И тогда несколько монахов отправились к благословенному и, поклонившись ему, сели рядом и сказали, «Учитель, Брахман Брахмаю скончался. Какова его участь? Каков его будущий удел? Монахи, Брахман Брахмаю был мудр, он вступил на путь Дхаммы и не беспокоил меня истолкованием Дхаммы. С уничтожением пяти нижних оков он спонтанно переродился, в чистых обителях, и там обретет окончательную Нигбану, никогда более не возвращаясь из того мира, обратно в этот». Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. Села сутта, к селе. МН-92. Так я слышал. Однажды благословенный странствовал по стране ангутарапанов вместе с большой сангхой монахов, с 1250 монахами, и со временем прибыл в город ангутарапанов под названием Апана. Отшельник со спутанными волосами, по имени, Кейни услышал, отшельник мастер Гатама, сын Сакьев, ушедший из клана Сакьев бездомную жизнь, странствовал по стране ангутарапанов с большой сангхой монахов, с 1250 монахами, и прибыл в Апану. И об этом мастере Гатаме распространилась славная молва, благословенный, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Реализовав для себя прямым знанием, он раскрывает, другим, этот мир с его богами, марами, брахмами, с этим поколением с его жрецами и отшельниками, князьями, простыми, людьми. Он обучает Тхаме, превосходный в начале, превосходный в середине, и превосходный в конце в правильных фразах значении. Он раскрывает святую жизнь, всецело совершенную чистую. Хорошо было бы увидеть таких арахантов. И тогда отшельник со спутанными волосами, по имени, Кейни отправился к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями, а после обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. Благословенный наставлял, призывал, воодушевлял, и радовал его беседой по Тхамме. И затем, наставленный, призванный, воодушевленный, и порадованный беседой по Тхамме, отшельник со спутанными волосами, по имени, Кейния сказал благословенному, пусть мастер Гатама вместе с Сангхой и монахов согласится принять от меня приглашение на завтрашний обед. Когда так было сказано, благословенный ответил, Сангха монахов огромно, Кейния, состоит из 1250 монахов, а ты выражаешь полное доверие брахманам. И во второй раз отшельник со спутанными волосами, по имени, Кейния сказал благословенному, хоть Сангха монахов огромно, мастер Гатама, и состоит из 1250 монахов, и хотя я выражаю полное доверие брахманам, все равно пусть мастер Гатама вместе с Сангхой и монахов согласится принять от меня приглашение на завтрашний обед. И во второй раз, и в третий раз благословенный сказал ему, Сангха монахов огромно, Кения, состоит из 1250 монахов, а ты выражаешь полное доверие брахманам. И в третий раз отшельник со спутанными волосами, по имени, Кения сказал благословенному, хоть Сангха монахов огромно, мастер Гатама, и состоит из 1250 монахов, и хотя я выражаю полное доверие брахманам, все равно пусть мастер Гатама вместе с Сангхой монахов согласится принять от меня приглашение на завтрашний обед. Благословенный молча согласился. И тогда, осознав, что благословенный согласился, отшельник со спутанными волосами, по имени, Кения поднялся со своего сиденья и отправился в свою собственную хижину отшельника, где обратился к своим друзьям и товарищам, родственникам и родным, услышьте меня, почтенные, мои друзья и товарищи, родственники и родные. Отшельник Гатама вместе с Сангхой монахов был приглашен мной на завтрашний обед. «Сделайте для меня необходимые закупки и приготовления». Да, почтенные ответили они, и кто-то стал выкапывать духовки, кто-то рубить деревья, кто-то мыть посуду, кто-то выставлять кувшины с водой, кто-то готовил сиденья, тогда как сам отшельник со спутанными волосами, по имени, Кения устанавливал шатер. И в то время брахман села пребывал в Апане. Он был знатоком трех ведвих словарях, литургии, фонологии, этимологии, историями как пятые. Он хорошо знал филологию, грамматику, и был прекрасно сведущ в натур философии в знаках великого человека, и обучал декламации гимнов три сотни брахманских учеников. И в то время отшельник со спутанными волосами, по имени, Кения выражал полное доверие брахману Сюле. И тогда брахман села, ходивший и бродивший, тут и там, ради того, чтобы размяться, обслуживаемый тремя сотнями брахманских учеников, пришел к отшельнической хижине отшельника со спутанными волосами, по имени, Кения. Там он увидел как кто-то выкапывает духовки, кто-то рубит деревья, кто-то моет посуду, кто-то выставляет кувшины с водой, кто-то готовит сиденья, тогда как сам отшельник со спутанными волосами, по имени, Кения готовят шатер. Когда он увидел это, он спросил отшельника со спутанными волосами, по имени, Кене, мастер Кене женится, или выдает замуж. Или, готовится, великое жертвование? Или царь Синия Бенбисара из Магадхи был приглашен со своей большой свитой на завтрашний обед? Я не женюсь, не выдаю замуж, мастер села, и царь Синия Бенбисара из Магадхи не был приглашен со своей большой свитой на завтрашний обед. Но я планирую великое жертвование. Отшельник мастер Гатама, сын Сакьев, ушедший из клана Сакью в бездомную жизнь, странствовал по стране ангутарапанов с большой сангхой монахов, с 1250 монахами, и прибыл в Апану. И об этом мастере Гатами распространилась славная молва, благословенный, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, один, благословенный. Он был приглашен мной на завтрашний обед вместе с сангхой монахов. «Ты сказал Будда, Кения? Я сказал Будда, Села». И тогда мысль пришла к Брахману Селе, даже звучание этого слова. Будда редко встречается в мире. А в наших гимнах дошли до нас 32 знака великого человека. У великого человека, который наделен ими, есть только две возможных участи, и нет других. Если он живет домохозяйской жизнью, он станет царем миродержцем, праведным царем, который правит Дхаммой, покорителем четырех сторон света, все победившим, утвердившим порядок в своей стране, владеющем семью сокровищами. У него есть эти семь сокровищ – сокровище-колесо, сокровище-слон, сокровище-конь, сокровище-самоцвет, сокровище-женщина, сокровище-домовладыка, сокровище-советник в качестве седьмого. У него более тысячи сыновей-героев, покорителей вражеских армий. Он правит, покорив эту охваченную морями землю, без палки и оружия, а только Дхаммой. Но если он оставляет жизнь домохозяйскую ради бездомной, то он станет совершенным, полностью просветленным, который вздернет завесу, невежество, с мира. И тогда он сказал, мой дорогой Кения, где сейчас проживает мастер Гатама, совершенный и полностью просветленный? Когда так было сказано, отшельник со спутанными волосами, по имени, Кения вытянул свою правую руку и сказал, вон там, где та зеленая полоса рощи, мастер села. И тогда Брахман села вместе с тремя сотнями брахманских учеников отправился к благословенному. Он обратился к брахманским ученикам, подходите тише, почтенные, вступайте аккуратнее. Ведь к этим благословенным трудно подступиться, они, как лев, который бродит в одиночку. Когда я буду говорить с отшельником Гатамой, не встревайте и не перебивайте меня, но ждите, пока разговор закончится. И тогда Брахман села отправился к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и стал рассматривать 32 знака великого человека на теле благословенного. До той или иной степени ему удалось распознать 32 знака на теле благословенного кроме двух. Он сомневался и не был уверен по поводу двух знаков, не мог решить и сделать вывод, скрыт ли в оболочке половой орган, и действительно ли язык большой. И тогда мысль пришла благословенному, этот брахман села видя до той или иной степени 32 знака великого человека на мне кроме двух. Он сомневается и не уверен по поводу двух знаков, не может решить и сделать вывод, скрыт ли в оболочке половой орган, и действительно ли язык большой. И тогда благословенный совершил такое чудо посредством сверхъестественных сил, что брахман села увидел, что половой орган благословенного скрыт в оболочке. Затем благословенный вытянул язык и поочередно дотронулся им до обоих ушей и обеих ноздрей, а затем покрыл своим языком весь лоб. И тогда брахман села подумал, отшельник Гатама наделен 32 знаками великого человека. Они полные, они неполные. Но я не знаю, Будда ли он, или же нет. Однако, я слышал от пожилых старейшин брахманов, которые говорят в соответствии с линией наследия учителей, что те, кто являются совершенными и полностью просветленными, раскрывают себя, когда им возносится похвала. Что если я вознесу похвалу прямо в лицо отшельнику Гатами уместными строфами? И тогда он восхвалил благословенного прямо в лицо уместными строфами. О, совершенный в теле, тот, кому благовлят, кто славно сложен, тот, кого приятно лицезреть, благословенный, цветом золота, блестишь, зубы белые твои, а также ты силен. И каждая видна твоя черта, на хорошо рожденного указывает, что можно найти их все на теле над твоем, все эти знаки человека, что велик. Глаза чисты, сияет выражение лица, величественный, прям под стать огню, средь группы этой всех отшельников других, сверкаешь ты, как солнце, что сияет. Монах, на коего приятно так смотреть, кожа которого имеет златоцвет. С редчайшей красотой такой зачем довольным быть отшельнической жизнью? Ты годен быть царем и властелином колесниц, монархом, непрестанно кто вращает колесо, и покорителем всех четырех сторон, властителем на дрожь и дерево джамбу, два. И воины, как и все великие князья все будут преданы, мы, услужливый тебе. Готама, должен править ты, как царь людей, который выше всех царей. Благословенный, но села, я ведь уже царь благословенный, вот как отвечал. Я величайший Идхама царь, Идхама это я вращаю колесо, ничто не может ведь его остановить. Села, ты говоришь, что просветлен ты целиком, вот как Брахман тот села отвечал. Скажи мне, Агатама, Идхама это я вращаю колесо. Кто твой военачальник, этот ученик, который следует учительским путем. Кто помогает колесо тебе вращать, которое в движении приведено тобой? То колесо в движении привел я сам вот что благословенный, селе, отвечал. Непревзойденное тот хам и колесо вращать тот хагат и мне помогает сын, и с репутой, сына этого зовут. Что было нужно, то познал я, что было нужно, то развил, что было нужно, то оставил, и потому, Брахман, я, Будда. Так что сомнения во мне разве решимость места их пускай займет, ведь очень трудно в мире обрести возможность просветленных лицезреть. Я тот, присутствие чье в мире случается отнюдь нечасто. Я, просветленный полностью, и, Абрахман, я лучший врач. И я, святой, и нет здесь равных мне, я тот, кто орды войска Мары сокрушил. И когда всех своих врагов я одолел, возрадовался я, лишившись страха. Почтенный, услышьте сказанное им, того, кто видит, и является врачом, могучего героя, львиным, рыком что рычит как будто лев в лесу. И даже если кто в неварны был рожден, неужто б не поверил бы ему, когда б узнал, что он – святой, и равных нет ему, кто орды войска Мары сокрушил. Кто хочет, пусть тогда последует за мной, а кто не хочет, пусть тогда уйдет. Ведь посвящение у него я получу, у человека с мудростью великой. Ученики, о, господин, ты одобряешь ведь учение того, кто просветлен. Мы также посвящение получим у него. Вот здесь, Брахманов 300, молит, руки все сложив, можем ли мы вести святую жизнь благословенной, под учительством твоим? И провозглашена святая жизнь вся хорошо. О, села вот благословенный, что сказал. Плоды, увидит здесь, не нужно будет ждать, кто с прилежанием тренироваться будет. И плодотворным будет посвящение его. И тогда Брахман села, а также его свита, получили младшее посвящение под учительством благословенного, и они получили высшее посвящение. И потом, когда минула ночь, отшельник со спутанными волосами, по имени, Кения приготовил разные виды превосходной еды в своей отшельнической хижине. И когда пришло время, объявил благословенному, время пришло, мастер Гатама, кушанье готово. И тогда, утром, благословенный оделся, взял чашу и верхние одеяния, и отправился с Сангхой монахов к отшельнической хижине отшельника со спутанными волосами, по имени, Кения, где сел на подготовленное сидение. Тогда отшельник со спутанными волосами, по имени, Кения собственноручно обслужил Сангху монахов во главе с Буддой различными видами превосходной еды. Когда благословенный поел и убрал чашу в сторону, отшельник со спутанными волосами, по имени, Кения выбрал более низкое сидение и сел рядом. Тогда Благословенный произнес для него эти строфы как благословение, сожженные даяния, слава костров. Савитри же, гимнов ведических то слава. Царь, вот что слава для людей. А море, слава для текущих рек. Луна, вот будет славой что для звезд, солнце, слава всего, что лучезарно. Заслуга, слава тех, кто устремлен. Санха, вот слава всех, кто, что-то, дарит. Когда Благословенный дал благословение этими строфами, он поднялся со своего сидения и ушел. И вскоре после получения полного посвящения, пребывая в уединении, в затворничестве, прилежными, старательными, решительными, достопочтенной силой его свита, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошли и пребывали в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Они напрямую познали, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращение в какое-либо состояние существования. И достопочтенный села со своей свитой стали арахантами. И затем достопочтенный села вместе со своей свитой и отправился к Благословенному. Закинув верхнее одеяние за плечо, сложив руки в почтительном приветствии Благословенного, он обратился к нему этими строфами, Всевидящий, прошло уж восемь дней и как приняли в тебе прибежище все мы. Благословенный, эти семь ночей себя мы укращали в Дхаме во твоей. Ты, Будда, ты, учитель, мудрец, что Мару победил. Плохие склонности срубив, ты переплыл, и человечество ты за собой ведешь. Все обретения ты смог преодолеть, все пятна устранить сумел. Ты, лев, свободный от цеплянии. Отбросил ты ужас и боязнь. Вот здесь, монахов триста. Все чтят тебя, руки свои сложив. Герой, так распрями же ноги, чтобы великие все эти существа смогли б к учителю почтений проявить. Один, на пале здесь идет слово Буддха, то есть буквально Будда. Два, речь идет о континенте Джамбуддипа. Ас-Салайна сутта, к Ас-Салайне. МН 93. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндике. И в то время пятьсот брахманов из разных областей пребывали в Саваттхе по неким делам. И тогда те брахманы подумали, этот отшельник Гатама предписывает очищений для всех четырех варн. Кто смог бы поспорить с ним насчет этого утверждения? И в то время брахманский ученик по имени Ас-Салайна пребывал в Саваттхе. Юный, с обритой головой, шестнадцатилетний, он был знатоком трех ведвих словарях, литургии, фонологии, этимологии, историями как пятые. Он хорошо знал филологию, грамматику, и был прекрасно сведущий в натуру философии в знаках великого человека. Тогда брахманы подумали, есть этот юный брахманский ученик по имени Ас-Салайна, который пребывает в Саваттхе. Он юный, и в знаках великого человека. Он смог бы поспорить с отшельником Гатамой насчет этого утверждения. И тогда брахманы отправились к брахманскому ученику Ас-Салайне и сказали ему, мастер Ас-Салайна, этот отшельник Гатама предписывает очищений для всех четырех варн. Пусть мастер Ас-Салайна поспорит с отшельником Гатамой насчет этого утверждения. Когда так было сказано, брахманский ученик Ассалайна ответил, «Почтенный, отшельник Гатама, это тот, кто говорит Дхамму. Трудно спорить с теми, кто говорит Дхамму. Я не смогу поспорить с отшельником Гатамой насчет этого утверждения». И во второй раз брахманы сказали ему, «Мастер Ассалайна, этот отшельник Гатама предписывает очищение для всех четырех варн». Пусть мастер Ассалайна поспорит с отшельником Гатамой насчет этого утверждения. Ведь мастер Ассалайна окончил тренировку странника. И во второй раз брахманский ученик Ас-Салайна ответил, «Почтенный, отшельник Гатама, это тот, кто говорит Дхамму. Трудно спорить с теми, кто говорит Дхамму. Я не смогу поспорить с отшельником Гатамой насчет этого утверждения». И в третий раз брахманы сказали ему, «Мастер Ас-Салайна, этот отшельник Гатама предписывает очищение для всех четырех варн». Пусть мастер Ас-Салайна поспорит с отшельником Гатамой насчет этого утверждения. Ведь мастер Ассалайна окончил тренировку странника. Пусть не произойдет так, что мастер Ассалайна потерпел поражение, даже не вступив в битву. Когда так было сказано, брахманский ученик Ассалайна ответил, «Вне сомнений, почтенный, я не могу достучаться до вас, когда говорю, почтенный, отшельник Гатама, это тот, кто говорит Дхаму. Трудно спорить с теми, кто говорит Дхаму. Я не смогу поспорить с отшельником Гатамой насчет этого утверждения. Но все же, почтенный, по вашему приказанию я пойду». И тогда брахманский ученик Ассалайна отправился к благословенному вместе с большой группой брахманов и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал благословенному, «Мастер Гатама, брахманы говорят так, брахманы – высшая варна, а те, кто из других варн, те ниже. Брахманы – светлейшая варна, а те, кто из других варн, те темные. Только брахманы чисты, они не брахманы. Только брахманы – сыновья брахмы, отпрыски брахмы, рожденные из его рта, рожденные из брахмы, созданные брахмой, наследники брахмы». Что мастер Гатама скажет на это? Ассалайна – можно увидеть, как у брахманских женщин идут месячные, они становятся беременными, рожают, кормят молоком. И все же, те брахманы, рожденные из утробы, говорят так, брахманы – высшая варна, рожденные из его рта, рожденные из брахмы, созданные брахмой, наследники брахмы. Хоть мастер Гатама говорит так, все равно брахманы считают вот как, брахманы – высшая варна, наследники брахмы. Как ты думаешь, Ас-Салайна? Слышал ли ты, что в Йоне и Камбодже и других внешних странах существуют только две варны, господа и рабы, и что господа становятся рабами, а рабы, господами, один? Я слышал, господин. В таком случае силы какого аргумента, или опираясь на, что, брахманы говорят в таком случае так, брахманы, высшая варна, наследники брахмы? Как ты думаешь, Ас-Салайна? Представь, как если бы человек из варны, знать и убивал бы живых существ, брал то, что не дано, пускался в неблагое поведение и в чувственных удовольствиях, лгал, говорил злонамеренно, говорил грубо, пустословил, был бы алчным, имел недоброжелательный ум, придерживался неправильных воззрений. С распадом тела, после смерти, только лишь он переродился бы в состоянии лишений, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду, а не брахман? Представь, как если бы торговец, рабочий убивал бы живых существ, только лишь он переродился бы в состоянии лишений, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду, а не брахман? Нет, мастер Гатама. Будь то человек из варны, знати, или брахман, или торговец, или рабочий, каждый из этих четырех варн, кто убивает живых существ, придерживается неправильных воззрений с распадом тела, после смерти, переродился бы в состоянии лишений, в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду. Как ты думаешь, Ас-Салайна? Представь, как если бы брахман воздерживался бы от убийства живых существ, от взятия того, что не было дано, от неблагого поведения в чувственных удовольствиях, от лжи, от злонамеренной речи, от грубой речи, от пустословия, был бы не алчным, имел бы ум без недоброжелательности, придерживался бы правильных воззрений. С распадом тела, после смерти, только лишь он бы переродился в счастливом уделе, даже в небесном мире, а не знатный, торговец, или рабочий? Нет, мастер Гатама. Будь то человек из варны, знати, или брахман, или торговец, или рабочий, каждый из этих четырех варн, кто воздерживается от убийства живых существ, придерживается правильных воззрений с распадом тела, после смерти, переродился бы в счастливом уделе, даже в небесном мире. Как ты думаешь, Ас-Салайна? Только брахман способен развивать доброжелательный ум к этой области, без враждебности, без недоброжелательности, а не знатный, или торговец, или рабочий? Нет, мастер Гатама. Будь то человек из варны, знати, или брахман, или торговец, или рабочий, каждый из этих четырех варн способен развивать доброжелательный ум к этой области, без враждебности, без недоброжелательности. Как ты думаешь, Ассалайна, только брахман способен взять люфу и банный порошок, пойти к реке, смыть пыль и грязь, а не знатный, или торговец, или рабочий? Нет, мастер Гатама. Будь то человек из варны, знати, или брахман, или торговец, или рабочий, каждый из этих четырех варн способен взять люфу и банный порошок, пойти к реке, смыть пыль и грязь. Как ты думаешь, Ассалайна? Представь, как если бы помазанный на царствовании царь из знатного рода собрал бы сотню человек разного рождения и сказал бы им, ну же, почтенный, пусть тот, кто родился в знатном клане, или брахманском клане, или царском клане, возьмет верхнюю палку для розжига из солового дерева, солового дерева, сандалового дерева, дерево-подумаки, и зажжет огонь, породит тепло. И пусть также тот, кто рожден в клане презренных, в клане охотников, в клане рабочих по плетению, в клане изготовителей повозок, в клане мусорщиков, возьмет верхнюю палку для розжига, сделанную из собачьей миски, из свиной миски, из мусорного ящика, из кастрового дерева, и зажжет огонь, породит тепло. Как ты думаешь, Ассалайна? Когда огонь зажжен, и тепло порождено кем-то из первой группы, будет ли этот огонь иметь пламя, свет, сияние, и можно ли будет использовать его для целей, ради которых разведен огонь? Тогда как когда огонь зажжен, и тепло порождено кем-то из второй группы, у этого огня не будет пламени, света, сияния, и его нельзя будет использовать для целей, ради которых разведен огонь? Нет, мастер Гатама. Когда огонь зажженный тепло порождено кем-то из первой группы, у этого огня будет пламя. Когда огонь зажженный тепло порождено кем-то из второй группы, у него также будет пламя, можно будет использовать его для целей, ради которых разведен огонь. Ведь у всякого огня есть пламя, свет и сияние, и его можно использовать для целей, ради которых разведен огонь. Как ты думаешь, Ас-Салайна? Представь, как если бы молодой человек из Варны, знати сожительствовал бы с брахманской девушкой, и от их сожительства родился бы сын. Сына, рожденного от молодого человека из Варны, знати и брахманской девушки, нужно было бы называть знатным по отцу или же брахманом по матери? Его можно было бы называть и так и так, мастер Гатама. Как ты думаешь, Ас-Салайна? Представь, как если бы молодой брахман сожительствовал бы девушкой из Варны, знати, и от их сожительства родился бы сын. Сына, рожденного от молодого брахмана и девушки из Варны, знати, нужно было бы называть брахманом по отцу или же знатным по матери? Как ты думаешь, Ас-Салайна? Представь, как если бы кобылу спарили с ослом, и в результате родился бы жеребенок. Жеребенка нужно было бы называть лошадью по матери или же ослом по отцу? Этому, мастер Гатама, ведь он не принадлежит ни к одному из видов. Я вижу разницу в этом последнем случае, но не вижу разницы в предыдущих случаях. Как ты думаешь, Ас-Салайна? Представь двух брахманских учеников, которые были бы братьями, рожденными от одной матери. Один был бы старательным, сообразительным, а другой не был бы не старательным, не сообразительным. Кого бы из них брахманы кормили первым на похоронном пиршестве, или церемониальном подношении молочного риса, или на жертвенном пиршестве, или на пиршестве для гостей? По таким случаям брахманы вначале кормили бы того, кто старательный и сообразительный, мастер Гатама. Ведь как может принести великий плод дар, который дан тому, кто не старателен, не сообразителен? Как ты думаешь, Ас-Салайна? Представь двух брахманских учеников, которые были бы братьями, рожденными от одной матери. Один был бы старательным, сообразительным, но безнравственным, с плохим характером, а другой не был бы не старательным, не сообразительным, но был бы нравственным, с хорошим характером. Кого бы из них брахманы кормили первым на похоронном пиршестве, или церемониальном подношении молочного риса, или на жертвенном пиршестве, или на пиршестве для гостей? По таким случаям брахманы вначале кормили бы того, кто не старательный, не сообразительный, но нравственный, с хорошим характером, мастер Гатама. Ведь как может принести великий плод дар, который дан тому, кто безнравственным и обладает плохим характером? В начале, Асалайна, ты придал значение рождению, а после ты придал значение изучению, а, еще, потом ты придал значение основанию о том, что очищение, возможно, для всех четырех варн, как я это описываю. Когда так было сказано, брахманский ученик Асалайна замолк, смутился, сидел с опущенными плечами и поникший головой, ушел в себя и не мог что-либо ответить. Осознав это, Благословенный сказал ему, однажды, Асалайна, когда семь брахманских провидцев совещались вместе в хижинах из листьев в лесу, такое пагубное воззрение возникло в них, брахманы, высшая варна, а те, кто из других варн, те ниже. Брахманы, светлейшая варна, а те, кто из других варн, те темные. Только брахманы чисты, они не брахманы. Только брахманы, сыновья брахмы, отпрыски брахмы, рожденные из его рта, рожденные из брахмы, созданные брахмой, наследники брахмы. И тогда провидец Дивала Тёмный услышал об этом. Тогда он привел в порядок волосы и бороду, надел желтые одежды, надел прочные сандалии, взял золотой посох, и появился во дворе семи брахманских провидцев. И тогда, прохаживаясь вперед и назад по двору семи брахманских провидцев, провидец Дивала Тёмный сказал так, куда ушли эти почтенные брахманские провидцы? Куда ушли эти почтенные брахманские провидцы? И тогда те семь брахманских провидцев подумали, кто ходит вперед и назад по двору семи брахманских провидцев, точно не отёсанная деревенщина, и говорит так, куда ушли эти почтенные брахманские провидцы? Куда ушли эти почтенные брахманские провидцы? Что если мы нашлем на него проклятие? И семь брахманских правидцев наслали проклятие на Девалу Темного, стань пеплом, подлый. Стань пеплом, подлый. Но чем больше семь брахманских правидцев проклинали его, тем более миловидным, красивым, привлекательным становился правидец Девала Темный, два. Тогда семь брахманских правидцев подумали, тщетна наша Аскеза, бесплодна наша святая жизнь. Ведь прежде, когда мы проклинали кого-либо так, стань пеплом, подлый. Стань пеплом, подлый. Он всегда становился пеплом. Но чем больше мы проклинаем этого, тем более миловидным, красивым, привлекательным он становится. Ваши аскезы нет тщетно, почтенные, ваша святая жизнь небесплодна. Но, почтенные, устраните свою злобу по отношению ко мне. Мы устранили свою злобу к тебе, почтенный. Кто ты? Слышали ли вы о провинце Девале Темном? Почтенные? Да, почтенный. Я, это он, почтенный. И тогда семь брахманских провидцев подошли к провидцу Девале Темному и поклонились ему. Тогда он сказал им, почтенные, я слышал, что когда семь брахманских провидцев совещались вместе в хижинах из листьев в лесу, такое пагубное воззрение возникло в них, брахманы, высшая варна, наследники Брахмы. Это так, почтенный. Но, почтенные, уверены ли вы в том, что мать, которая выносила вас, общалась только с брахманом и никогда не общалась с небрахманом? Нет, почтенный. Но, почтенные, уверены ли вы в том, что матери ваши матери до седьмого колена общались только с брахманами и никогда не общались с небрахманами? Но, почтенные, уверены ли вы в том, что отец, который изучал вас, общался только с брахманкой и никогда не общался с небрахманкой? Но, почтенные, уверены ли вы в том, что отцы вашего отца до седьмого колена общались только с брахманками, и никогда не общались с небрахманками. Но, почтенные, знаете ли вы как происходит нисхождение эмбриона? Почтенные, мы знаем как происходит нисхождение эмбриона. Вот есть единение отца и матери, мать находится в подходящем периоде, для зачатия, и присутствует ганхабба. Так, нисхождение эмбриона происходит посредством единения этих трех вещей. Но, почтенные, уверены ли вы в том, что этот ганхабба является знатным, брахманом, торговцем, или рабочим? Почтенный, мы не уверены в том, является ли этот Гандхабба знатным, брахманом, торговцем, или рабочим? Если это так, почтенный, то тогда кто вы? Если это так, почтенный, то мы не знаем кто мы. Так, Асалайна, даже эти семь брахманских провидцев не смогли это обосновать, когда на них надавил, раз спросил, да просил разными путями провидец Девала Тёмный насчёт их утверждения о рождении. Так как можешь ты, когда я на тебя надавил, раз спросил, да просил разными путями насчёт твоего утверждения о рождении, обосновать это? Ты, тот, кто опирается на доктрины, этих семи, учителей, не годишься, будь даже их держателем ложки пунной, 3. Когда так было сказано, брахманский ученик Асалайна сказал благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевёрнуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внёс бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего в нём прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, примечание переводчика СВ, Йона в Индии называлась Древняя Греция, а Камбоджей, страна, территория которой по большей части ныне относится к Пакистану. Два, аналогичная сцена происходит с Яггхой и царём богов с Аггхой в СН 11-22. Три, комментарий поясняет, что Пунна был прислужником тех семерых брахманских правидцев, который готовил для них еду и обслуживал их. Кхатамукха сутта, Кхатамукхи. МН 94. Так я слышал. Однажды достопочтенный Удена проживал в Варанасе в манговой роще Кхимии. И в то время брахмангхатамукха прибыл в Варанасе по некоему делу. По мере того, как он ходил и бродил, тут и там, ради того, чтобы размяться, он подошёл к манговой роще Кхимии. И в то время достопочтенный Удена ходил, медитируя, вперёд и назад под открытым небом. И тогда брахмангхатамукха подошёл к достопочтенному Удене и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями, всё ещё прохаживаясь вместе с достопочтенным Уденой вперёд и назад, он сказал, уважаемый отшельник, нет страннической жизни, которая бы соответствовала Дхамме. Мне так кажется, потому что я не встречал таких достопочтенных, как вы или же, потому что я не встречал, здесь Дхаммы. Когда так было сказано, достопочтенный Удена сошёл с дорожки и вошёл в свою хижину, где сел на подготовленное сидение. Тогда Кхатамукха также сошёл с дорожки и вошёл в хижину и встал рядом. Тогда достопочтенный Удена сказал ему, вот здесь есть сиденье, Брахман, присаживайся, если желаешь. Мы не присаживались, потому что ждали, пока мастер Удена заговорит. Ведь как может такой как я сесть без предварительного приглашения? И тогда Брахман Кхатамукха выбрал более низкое сиденье, сел рядом и сказал достопочтенному Удене, «Уважаемый отшельник, нет страннической жизни, которая бы соответствовала Дхамме. Мне так кажется, потому что я не встречал таких достопочтенных, как вы или же, потому что я не встречал, здесь Дхаммы. Брахман, если посчитаешь, что с каким-либо моим утверждением должно согласиться, то соглашайся. Если посчитаешь, что с каким-либо моим утверждением должно поспорить, то поспорь. Если не понимаешь смысла моего утверждения, попроси меня прояснить его, как это понимать, мастер Удена? Каково значение этого? Вот таким образом мы можем обсудить сей вопрос. Мастер Удена, если я посчитаю, что с каким-либо вашим утверждением должно согласиться, я соглашусь, попрошу мастера Удену прояснить его, как это понимать, мастер Удена? Каково значение этого? Вот таким образом давайте обсудим сей вопрос. Брахман, есть четыре типа личностей, существующих в мире. Какие четыре? Бывает так, когда некий человек мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя. Бывает так, когда некий человек мучает других и осуществляет практику мучения других. Бывает так, когда некий человек мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя, а также мучает других и осуществляет практику мучения других. Бывает так, когда некий человек не мучает себя и не осуществляет практику мучения самого себя, и не мучает других и не осуществляет практику мучения других. Поскольку он не мучает ни себя, ни других, то в этой самой жизни он пребывает без потребности, угасшим и потухшим, он пребывает, переживая блаженство, сам став святым. Какой из этих четырех типов личности подходит себе, Брахман? Первые три не подходят мне, мастеру Дена, но последний подходит. Но почему, Брахман, первые три типа личности не подходят тебе? Мастер Дена, тот тип личности, который мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя, мучает и пытает себя, хотя на самом деле желает удовольствия и избегает боли. Вот почему первый тип личности не подходит мне. А тот тип личности, который мучает других и осуществляет практику мучения других, мучает и пытает других, кто желает удовольствия и избегает боли. Вот почему второй тип личности не подходит мне. А тот тип личности, который мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя, а также мучает других и осуществляет практику мучения других, мучает и пытает и себя и других, хотя оба желают удовольствия и избегают боли. Вот почему третий тип личности не подходит мне. Но тот тип личности, который не мучает себя, других, сам став святым, он не мучает и не пытает ни себя, ни других, ведь, оба желают удовольствия и избегают боли. Вот почему четвертый тип личности подходит мне. Брахман, есть два вида собраний. Какие два? Бывает собраний, которые жаждут драгоценностей золотых, серег, ищет, для себя, жены детей, рабов и рабынь, ищет, поля и земли, золото и серебро. Но бывает собрание, которое не жаждет драгоценностей золотых, серег, но оставив жены детей, рабов и рабынь, поля и земли, золото и серебро, оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной. И есть этот тип личности, который не мучает себя, других, сам став святым в каком из двух видов собраний ты обычно видишь такого человека, Брахман, в собрании, который жаждет, или в собрании, который не жаждет, оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной? Обычно я вижу у этого человека, мастер Удена, в собрании, который не жаждет. Но только что, Брахман, как мы это поняли, ты говорил так, уважаемый отшельник, нет страннической жизни, которая бы соответствовала Дхамме. Мне так кажется, потому что я не встречал таких достопочтенных как вы или же, потому что я не встречал здесь Дхаммы. Ну, разумеется, мастер Удена, я произнес эти слова, чтобы разузнать. Есть странническая жизнь, которая бы соответствовала Дхамме. Так мне кажется, и пусть мастер Удена запомнит, что я сказал так. Было бы хорошо, если бы из сострадания мастер Удена разъяснил бы мне в подробностях те четыре типа личностей, о которых он упомянул вкратце. В таком случае, Брахман, слушай внимательно то, о чем я буду говорить. Да, почтенный ответил Брахман Кхатамукха. Достопочтенный Удена сказал следующий, Брахман, и какой тип личности мучает себя и осуществляет практику мучения самого себя? Один, сам став святым. Когда так было сказано, Брахман Кхатамукха сказал достопочтенному Удене, великолепно, мастер Удена. Великолепно, мастер Удена. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, и показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Удена различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в мастере Удене, прибежище в Дхаме, и прибежище в Санкт-Химонахов. Пусть мастер Удена помнит меня как мирского последователя, принявшего в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь. Не принимай прибежище во мне, Брахман. Принимай прибежище в том самом благословенном, в котором принял прибежище я. Но где он сейчас проживает, мастер Удена, этот благословенный, совершенный и полностью просветленный? Этот благословенный, совершенный и полностью просветленный, достиг окончательной нигбаны, Брахман. Если бы мы услышали, что этот мастер Гатама находится на расстоянии 10 лик, мы бы отправились за 10 лик, чтобы повидать этого мастера Гатаму, совершенного и полностью просветленного. Если бы мы услышали, что мастер Гатама находится на расстоянии двадцати, тридцати, сорока, пятидесяти, столик, мы бы отправились за столик, чтобы повидать этого мастера Гатаму, совершенного и полностью просветленного. Но поскольку этот мастер Гатаму достиг окончательной Ниббаны, мы принимаем прибежище в этом мастере Гатами, прибежище в Дхаме, прибежище в Сангхи Монахов. Пусть мастер Удена помнит меня как мирского последователя, который принял прибежище с этого дня и на всю жизнь. Мастер Удена, царь Анги дает мне ежедневное пожертвование. Позвольте дать мастеру Удене одно такое пожертвование. И какое же ежедневное пожертвование дает царянка тебе, Брахман? Пиццолька Хапан, мастер Удена. Брахман, нам не позволительно принимать золото и серебро. Если для мастера Удена не позволительно принимать золото и серебро, то тогда я построю монастырь для мастера Удены. Если желаешь построить для меня монастырь, Брахман, то построй, лучше, зал для собраний для Сангхи в Паталипуте, 2. Я доволен еще больше тем, что мастер Удена предлагает мне сделать дар Сангхи. Тогда с этим пожертвованием и с другим таким же я построю зал для собраний для Сангхи в Паталипутте. И тогда с этим пожертвованием и с другим таким же, добавленным к нему, Брахман Кхатамукха построил зал для собраний для Сангхи в Паталипутте. И ныне он известен как «Зал Кхатамуки» 3.1. Здесь идет длинный фрагмент с разъяснением четырех типов личностей в точности как в МН 51.2. В последние дни жизни Будда это место было небольшой деревней под названием Паталигама. Однако Будда сделал пророчество, ДН 16, что эта деревня станет великим городом. Со временем так оно и случилось, эта деревня стала городом Паталипуттой, столицей царства Магатхи в наши дни здесь находится индийский город Патна, штат Дхар. 3. Примечание переводчика СВ, судя по тексту, Паталипутта к этому времени была уже достаточно развитым городом в момент смерти Будды на этом месте была деревушка, и в то время здесь начал возводиться военный форт по приказу царя Аджатасату из Магатхи. Позже, когда поселение превратилось в большой процветающий город, сын царя Аджатасату Дайн во время своего царствования перенес сюда столицу, где она впоследствии находилась вплоть до времен царя Ишоги Великого. Это говорит о том, что данная сутта была включена в канон спустя как минимум несколько десятков, возможно даже сотню или более, лет после первого буддийского собора, на котором все буддийские тексты были собраны и канонизированы. Также любопытно, что сутты не содержат каких-либо особых доктринальных сведений, но по сути акцентируют лишь внимание на обращении в буддизм очередного брахмана и его щедром пожертвовании Сангхи. Чанки сутта, Кчанки. МН 95. Содержание, Восхваление Будды. Вопрос об истине. Открытие истины. Окончательное прибытие к истине. Так я слышал. Однажды Благословенный путешествовал по стране Касал вместе с Большой Сангхой монахов и со временем прибыл в Касальскую Брахманскую деревню под названием Опасада. Там Благословенный остановился в Роще Божеств, в Саловой Роще к северу от Опасады. И в то время брахман Чанки правила Опасадой, царским имуществом, царским даром, священным даром, что был подарен ему царем по Синаде Касальским, с живыми существами, лугами, лесами, водоканалами, зерном. И домохозяева брахмана из Опасады услышали, отшельник мастер Гатама, сын Сакьев, ушедший из клана Сакьев в бездомную жизнь, странствовал по стране Касал с Большой Сангхой монахов, и прибыл в Опасаду. И об этом мастере Гатаме распространилась славная молва, благословенный, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Реализовав для себя прямым знанием, он раскрывает, другим, этот мир с его богами, марами, брахмами, с его поколением жрецов и отшельников, князия, простых, людей. Он обучает Дхаме, превосходной в начале, превосходной в середине, и превосходной в конце в правильных фразах значении. Он раскрывает святую жизнь, всецело совершенную чистую. Хорошо было бы увидеть таких арахантов. И тогда домохозяева брахмана и опасады вышли из опасады группами и толпами и отправились на север в рощу божеств, в соловую рощу. И в то время брахман Чанки отправился на верхний этаж своего дворца для полуденного отдыха. И тогда он увидел, как домохозяева брахмана и опасады выходят из опасады группами и толпами и направляются к северу в рощу божеств, в соловую рощу. Когда он увидел их, он спросил своего министра, дорогой министр, почему эти домохозяева брахмана и опасады вышли из опасады группами и толпами и отправились на север в рощу божеств, в соловую рощу. Господин, отшельник мастер Гатама, сын Сакьев, ушедший из клана Сакьев бездомную жизнь, странствовал по стране Касао. Хорошо было бы увидеть таких арахантов. Поэтому, они идут повидать мастера Гатаму. Тогда, дорогой министр, отправляйся к домохозяевам брахманам и опасады и скажи им, почтенные, брахман Чанки говорит, пожалуйста, подождите, почтенные. Брахман Чанки также идет повидать отшельника Гатаму. Да, господин, ответил министр, отправился к домохозяевам брахманам и опасады и донес им послание. И в то время пять сотен брахманов из различных стран пребывали в опасаде по неким делам. Они услышали, брахман Чанки, как говорят, собирается повидать отшельника Гатаму. Тогда они пошли к брахману Чанки и спросили его, господин, правда ли, что вы собираетесь повидать отшельника Гатаму? Так оно, почтенные. Я собираюсь повидать отшельника Гатаму. Господин, не ходите к отшельнику Гатами. Не подобает вам, мастер Чанки, видеться с отшельником Гатамой. Наоборот, это отшельнику Гатами подобает приходить, чтобы увидеться с вами. Ведь вы, господин, хорошо рождены с обеих сторон, как с материнской, так и с отцовской. У вас чистейшая родословная, неопровержимая и безупречная в отношении происхождения до седьмого колена. Поскольку это так, мастер Чанки, то не подобает вам, мастер Чанки, видеться с отшельником Гатамой. Наоборот, это отшельнику Гатами подобает приходить, чтобы увидеться с вами. Ведь вы, господин, богаты, с большим богатством и имуществом. Вы, господин, знаток трех ведвих словарях, литургии, фонологии, этимологии, историями как пятые. Вы хорошо знаете филологию, грамматику, и прекрасно сведущий в натуру философии в знаках великого человека. Вы, господин, изящный, красивый, привлекательный, обладаете высочайшей красотой своего облика, утонченной красотой и внешним видом, который приятно лицезреть. Вы, господин, нравственный, зрелый в нравственности, обладаете зрелой нравственностью. Вы, господин, хороший оратор с прекрасной манерой подачи. Вы говорите слова, которые изысканные, чисты, отчетливы, хорошо выражают суть. Вы, господин, учитель многих, вы обучаете триста брахманских учеников декламации гимнов. Вы, господин, чтитесь, уважаетесь, ценитесь и почитаетесь, держитесь в почете царем по Синаде Касальским. Вы, господин, чтитесь, уважаетесь, ценитесь и почитаетесь, держитесь в почете брахманам по Кхарасате. Вы, господин, правите посадой, царским имуществом, царским даром, священным даром, что был подарен вам царем по Синаде Касальским, с живыми существами, лугами, лесами, водоканалами, зерном. Поскольку это так, мастер Чанки, не подобает вам видеться с отшельником Гатамой. Наоборот, это отшельнику Гатами подобает приходить, чтобы увидеться с вами. Когда так было сказано, Брахман Чанки сказал тем Брахманам, а теперь, почтенные, услышьте от меня то, почему мне подобает повидаться с мастером Гатамой, и почему мастер Гатами не подобает приходить, чтобы видеться со мной. Почтенный, отшельник Гатама хорошо рожден с обеих сторон, как с материнской, так и с отцовской. У него чистейшая родословная, неопровержимая и безупречная в отношении происхождения до седьмого колена. Поскольку это так, почтенный, не подобает мастеру Гатами приходить, чтобы видеться со мной. Но мне подобает идти, чтобы повидаться с мастером Гатамой. Почтенный, отшельник Гатама оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, отбросив много золота и слитков, что хранятся на чердаках и в погребах. Почтенный, отшельник Гатама оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной еще юным, черноволосым молодым человеком, наделенным благословением молодости на первом этапе жизни. Почтенный, отшельник Гатама обрил свои волосы и бороду, надел желтые одежды, и оставил жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, хотя его отец и мать желали иного и рыдали с лицами, полными слез. Почтенный, отшельник Гатама изящен, красив, привлекателен, обладает высочайшей красотой своего облика, утонченной красотой и внешним видом, который приятно лицезреть. Почтенный, отшельник Гатама нравственный, обладает благородной нравственностью, благой нравственностью, наделен благой нравственностью. Почтенный, отшельник Гатама хороший оратор с прекрасной манерой подачи. Он говорит слова, которые изысканы, чисты, отчетливы, хорошо выражают суть. Почтенный, отшельник Гатама, учитель многих. Почтенный, отшельник Гатама свободен от чувственной жажды и тщеславия. Почтенный, отшельник Гатама придерживается доктрин нравственной действенности поступка, доктрин нравственной действенности деяний. Он не ищет вреда линий брахманов. Почтенный, отшельник Гатама ушел в бездомную жизнь из аристократической семьи, одной из первоначальных знатных семей. Почтенный, отшельник Гатама ушел в бездомную жизнь из богатой семьи, из семьи с большим богатством и имуществом. Почтенные, люди из других далеких царств и удаленных областей приезжают, чтобы задать вопросы отшельнику Гатами. Почтенные, многие тысячи божеств приняли прибежище в отшельнике Гатами. Почтенные, об отшельнике Гатами распространилась славная молва, благословенный, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Почтенные, отшельник Гатама обладает тридцатью двумя знаками великого человека. Почтенные, царь Синия Бенбисара из Магадхи, его жена и дети приняли прибежище на всю свою жизнь в отшельнике Гатами. Почтенные, царь Пасинаде Касальский, его жена и дети приняли прибежище на всю свою жизнь в отшельнике Гатами. Почтенные, Брахман Пакхарасати, его жена и дети приняли прибежище на всю свою жизнь в отшельнике Гатами. Почтенный, отшельник Гатама прибыл в Аппосаду и проживает в роще божества Аппосады, в Саловой роще к северу Аппосады. А любые жрецы и отшельники, которые пришли в наш город, являются нашими гостями, а гостей мы должны чтить, уважать, ценить и почитать. Так как отшельник Гатама прибыл в Аппосаду, он – наш гость, и мы должны чтить, уважать, ценить и почитать его как гостя. Поскольку это так, почтенные, не подобает мастеру Гатаме приходить, чтобы видеться со мной. Но мне подобает идти, чтобы повидаться с мастером Гатамой. Почтенные, все это восхваление мастера Гатамы, это то, что узнал я, но похвала мастера Гатамы не ограничивается только лишь этим, ведь похвала мастера Гатамы безмерна. Поскольку мастер Гатамы обладает каждым из этих факторов, не подобает мастеру Гатаме приходить, чтобы видеться со мной. Но мне подобает идти, чтобы повидаться с мастером Гатамой. Поэтому, почтенные, пойдемте все вместе повидать отшельника Гатаму». И тогда Брахман Чанки вместе с большой группой брахманов отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом. И в то время Благословенный сидел, завершая дружескую беседу с некими старейшими брахманами. И в то время брахманский ученик по имени Капатхика сидел в том собрании. Юный, с обритой головой, шестнадцатилетний, он был знатоком трех ведовых словарях, литургия, фонологии, этимологии, историями как пятые. Он хорошо знал филологию, грамматику, и был прекрасно сведущим натур философии в знаках великого человека. Хотя старейшие брахманы беседовали с Благословенным, он постоянно встревал и перебивал их разговор. И тогда Благословенный сделал замечание брахманскому ученику Капатхике, пусть почтенный Бхарадваджи не встревает и не перебивает разговор старейших брахманов, когда они беседуют. Пусть почтенный Бхарадваджи подождет, пока разговор закончится. Когда так было сказано, брахман Чанки обратился к Благословенному, пусть мастер Гатама не делает замечание брахманскому ученику Капатхике. Брахманский ученик Капатхика, представитель клана, он ученый, с хорошей манерой подачи, он мудрый. Он способен принять участие в беседе с мастером Гатамой. Тогда Благословенный подумал, вне сомнений, поскольку брахманы так уважают его, брахманский ученик Капатхика должен быть совершенным, в знании, трех вет. А брахманский ученик Капатхика подумал, когда отшельник Гатама поймает мой взгляд, я задам ему вопрос. И тогда, познав своим умом мысль брахманского ученика Капатхики, Благословенный направил свой взор к нему. Тогда брахманский ученик Капатхика подумал, отшельник Гатама повернулся ко мне. Что если я задам ему вопрос? И тогда он сказал Благословенному, мастер Гатама, что касается древних брахманских гимнов, которые дошли до нас посредством устной передачи, сохранились в виде собраний, то брахманы пришли к такому однозначному заключению, только это правда, а все остальное ошибочно. Что мастер Гатама скажет на это? Так как оно, в Харадвадже? Есть ли среди брахманов хоть один брахман, который знает так, я знаю так, я вижу так, только это правда, а все остальное ошибочно? Нет, мастер Гатама. Так как оно, в Харадвадже? Есть ли среди брахманов хоть один учитель, или учитель учителя до седьмого колена в линии учителей, который говорит так, я знаю так, я вижу так, только это правда, а все остальное ошибочно? Так как оно, в Харадвадже? Древние брахманские провидцы, создатели гимнов, сочинители гимнов, чьи древние гимны, которые прежде декламировались вслух, произносились, составлялись, теперь, нынешние, брахманы все еще декламируют вслух и повторяют, повторяя то, что говорилось, и декламируя то, что декламировалось, то есть, Атхака, Вамака, Вамадева, Виссамитта, Яматаги, Ангираса, Харадваджи, Васетха, Кассапа, и Бхагу, говорили даже эти древние брахманские провидцы так, мы знаем так, мы видим так, только это правда, а все остальное ошибочно? Выходит, в Харадваджи, что среди брахманов нет даже и одного брахмана, который говорит так, я знаю так, я вижу так, только это правда, а все остальное ошибочно. И среди брахманов нет даже и одного учителя или учителя-учителя до седьмого колена в линии учителей, который говорит так, я знаю так, я вижу так, только это правда, а все остальное ошибочно. И древние брахманы брахманские провидцы, создатели гимнов, даже эти брахманские провидцы не говорили так, мы знаем так, мы видим так, только это правда, а всё остальное ошибочно. Представь колонну из слепцов, каждый из которых держался бы за следующего – первый не видит, средний не видит, последний не видит. Точно так же, в Харадваджи, так оно и в отношении их утверждения. Брахманы похожи на колонну из слепцов – первый не видит, средний не видит, последний не видит. Как ты думаешь, в Харадваджи, если это так, не выходит ли, что вера брахманов беспочвенна? Брахманы чтят это не только из-за веры, мастер Гатама. Они также чтят это как устную традицию, передачи. В Харадваджи, вначале ты сделал ударение на вере, а затем говоришь об устной традиции. В Харадваджи, есть пять вещей, которые могут двояко обернуться здесь и сейчас. Какие пять? Вера, одобрение, устная традиция, умозаключение посредством обдумывания, согласие с воззрением после рассмотрения, один. Эти пять вещей могут двояко обернуться здесь и сейчас. Что-то может быть полностью принятым на веру, но это будет пустым, ложным, ошибочным. Но что-то иное может не быть полностью принятым на веру, но оно будет действительным, истинным, безошибочным. Далее, что-то может быть полностью одобренным, но это будет пустым, ложным, ошибочным. Но что-то иное может не быть полностью одобренным, но оно будет действительным, истинным, безошибочным. Далее, что-то может быть хорошо переданным устной традицией, но это будет пустым, ложным, ошибочным. Но что-то иное может не быть хорошо переданным устной традицией, но оно будет действительным, истинным, безошибочным. Далее, что-то может быть хорошо обдуманным, но это будет пустым, ложным, ошибочным. Но что-то иное может не быть хорошо обдуманным, но оно будет действительным, истинным, безошибочным. Далее, в отношении чего-то можно прийти к согласию с воззрением после тщательного рассмотрения, но это будет пустым, ложным, ошибочным. Но в отношении чего-то иного можно не прийти к согласию с воззрением после тщательного рассмотрения, но оно будет действительным, истинным, безошибочным. В этой ситуации мудрому человеку, который держится истины, не подобает приходить к однозначному заключению, только это правда, а все остальное ошибочно. Но, мастер Гатама, каким образом имеет место приверженность истине? Как держаться за истину? Мы спрашиваем мастера Гатаму о приверженности к истине. Если у человека есть вера, в харадваджи, он держится истины, когда говорит, моя вера такова. Но он еще не пришел к однозначному заключению, только это правда, а все остальное ошибочно – два. Вот каким образом, в Харадваджи, имеет место приверженность к истине. Вот каким образом кто-либо держится истины. И вот каким образом мы описываем приверженность к истине, 3. Но в этом случае еще нет открытия истины. Если человек что-то одобряет. Если человек получает, передачу посредством, устной традиции. Если человек, приходит к заключению, посредством обдумывания. Если человек соглашается с воззрением после рассмотрения, то он держится истины, когда говорит, мое согласие с воззрением после рассмотрения таково. Но он еще не пришел к однозначному заключению, только это правда, а все остальное ошибочно. И таким образом тоже, в Харадваджи, имеет место приверженность к истине. Вот каким образом кто-либо держится истины. И вот каким образом мы описываем приверженность к истине. Но в этом случае еще нет открытия истины. Таким образом, мастер Гатама, имеет место приверженность к истине. Вот каким образом кто-либо держится истины. И таким образом мы признаем приверженность к истине. Но каким образом, мастер Гатама, имеет место открытия истины? Каким образом кто-либо открывает истину? Мы спрашиваем мастера Гатаму об открытии истины. В Харадваджи, монах может жить в зависимости от некой деревни или города. И тогда домохозяин или сын домохозяина приходит к нему, изучает его в отношении трех видов состояний, в отношении состояний, основанных на жажде, в отношении состояний, основанных на злобе, в отношении состояний, основанных на заблуждении. Есть ли в этом достопочтенном какие-либо состояния, основанные на жажде, из-за которых он, с умом, охваченным этими состояниями, не зная, мог бы сказать «я знаю» или «не видя», он мог бы сказать «я вижу», или он мог бы побуждать других поступать так, что это привело бы к их длительному вреду и страданию. Когда он изучает его, он знает, в этом достопочтенном нет таких состояний, основанных на жажде. Телесное поведение и словесное поведение этого достопочтенного не такое, как у тех, кто подвержен жажде. А Дхама, которая обучает этот достопочтенный, глубока, ее трудно увидеть и трудно понять, она умиротворена и возвышена, не познается простым лишь рассуждением, утонченная, переживается мудрыми. Такой Дхамме трудно научить тому, кто подвержен жажде. Когда он изучил его и увидел, что он очищен от этих состояний, основанных на жажде, далее он изучает его в отношении состояний, основанных на злобе, есть ли в этом достопочтенном какие-либо состояния, основанные на злобе, из-за которых он, с умом, охваченным этими состояниями, не зная, мог бы сказать «я знаю» или «не видя», он мог бы сказать «я вижу», или он мог бы побуждать других поступать так, что это привело бы к их длительному вреду и страданию. Когда он изучает его, он знает, в этом достопочтенном нет таких состояний, основанных на злобе. Телесное поведение и словесное поведение этого достопочтенного не такое, как у тех, кто подвержен злобе. А Дхама, которая обучает этот достопочтенный, глубока, ее трудно увидеть и трудно понять, она умиротворена и возвышена, не познается простым лишь рассуждением, утонченная, переживается мудрыми. Такой Дхамме трудно учить тому, кто подвержен злобе. Когда он изучил его и увидел, что он утищен от этих состояний, основанных на злобе, далее он изучает его в отношении состояний, основанных на заблуждении, есть ли в этом достопочтенном какие-либо состояния, основанные на заблуждении. Такой Дхамме трудно учить тому, кто подвержен заблуждению. Когда он изучил его и увидел, что он утищен от этих состояний, основанных на заблуждении, он утверждает веру в него. При исполненной веры, он посещает его, выказывает ему уважение. Когда он выказывает ему уважение, он склоняет ухо. Тот, кто склоняет ухо, слышит Дхамму. Услышав Дхамму, он запоминает ее. Он изучает смысл учений, которые он запомнил. Когда он изучает их смысл, он обретает согласие с этими учениями посредством раздумий. Когда он обрел согласие с этими учениями посредством раздумий, в нем возникает рвение. Когда возникло взорвений, он изъявляет желание. Изъявив желание, он исследует. Тщательно исследовав, он старается. Решительно стараясь, он реализует телом высочайшую истину и видит ее, проникнув в нее мудростью. Вот каким образом, Харадваджи, имеет место открытия истины. Вот каким образом кто-либо открывает истину. И таким образом мы описываем открытие истины. Но в этом случае еще нет окончательного прибытия к истине. Таким образом, Мастер Гатама, имеет место открытия истины. Вот каким образом кто-либо открывает истину. И таким образом мы признаем открытие истины. Но каким образом, Мастер Гатама, имеет место окончательное прибытие к истине? Каким образом кто-либо окончательно прибывает к истине? Мы спрашиваем Мастера Гатаму об окончательном прибытии к истине. Окончательное прибытие к истине, Харадваджи, лежит в повторении, развитии, взращивании этих же самых вещей. Вот каким образом, Харадваджи, имеет место окончательное прибытие к истине. Вот каким образом кто-либо окончательно прибывает к истине. И таким образом мы описываем окончательное прибытие к истине. Таким образом, мастер Гатама, имеет место окончательное прибытие к истине. Вот каким образом кто-либо окончательно прибывает к истине. И таким образом мы признаем окончательное прибытие к истине. Но что, мастер Гатама, является наиболее полезным для окончательного прибытия к истине? Мы спрашиваем мастера Гатаму о той вещи, которая наиболее полезна для окончательного прибытия к истине. Старание наиболее полезно для окончательного прибытия к истине, Пхарадваджа. Ведь если человек не старается, он не прибудет в конечном счете к истине. Вот почему старание наиболее полезно для окончательного прибытия к истине, 5. Но, мастер Готама, что наиболее полезно для старания? Мы спрашиваем мастера Готаму о вещи, которая наиболее полезна для старания. Исследование наиболее полезно для старания, – Пхарадваджа. Ведь если человек не следует, он не станет стараться. Но поскольку он исследует, он старается. Вот почему исследование наиболее полезно для старания. Но, мастер Гатама, что наиболее полезно для исследования? Мы спрашиваем мастера Гатаму о вещи, которая наиболее полезна для исследования. Изъявление и желание наиболее полезно для исследования – Пхарадваджа. Ведь если человек не желает, он не следует. Но поскольку он желает, он исследует. Вот почему изъявление желания наиболее полезно для исследования. Но, мастер Гатама, что наиболее полезно для изъявления желания? Мы спрашиваем мастера Гатаму о вещи, которые наиболее полезны для изъявления желания. Рвение наиболее полезно для изъявления желания, Пхарадваджа. Ведь если человек не зарождает вене, он не изъявляет желания. Но поскольку он зарождает вене, он изъявляет желаний. Вот почему рвение наиболее полезно для изъявления желания. Но, мастер Готама, что наиболее полезно для рвения? Мы спрашиваем мастера Готаму о вещи, которые наиболее полезны для рвения. Согласие с учениями посредством размышления наиболее полезно для рвения, в Харадваджа. Ведь если человек не приходит к согласию с учениями посредством размышления, то рвение не возникает в нем. Но поскольку он приходит к согласию с учениями посредством размышления, возникает рвение. Вот почему согласие с учениями посредством размышления наиболее полезно для рвения. Но, мастер Гатама, что наиболее полезно для согласия с учениями посредством размышления? Мы спрашиваем мастера Гатаму о вещи, которая наиболее полезна для согласия с учениями посредством размышления. Изучение смысла наиболее полезно для согласия с учениями посредством размышления, в Харадваджа. Ведь если человек не изучает их смысл, он не приходит к согласию с учениями посредством размышления. Но поскольку он изучает их смысл, он приходит к согласию с учениями посредством размышления. Вот почему изучение смысла наиболее полезно для согласия с учениями посредством размышления. Но, мастер Гатама, что наиболее полезно для изучения смысла? Мы спрашиваем мастера Гатаму о вещи, которая наиболее полезна для изучения смысла. Запоминание учений наиболее полезно для изучения смысла, в Харадваджа. Ведь если человек не запоминает учений, он не изучит его смысл. Но поскольку он запоминает учение, он изучает его смысл. Вот почему запоминание учения наиболее полезно для изучения смысла. Но, мастер Гатама, что наиболее полезно для запоминания учений? Мы спрашиваем мастера Гатаму о вещи, которая наиболее полезна для запоминания учений. Слушание Дхаммы наиболее полезно для запоминания учений, в Харадваджа. Ведь если человек не слушает Дхамму, он не запоминает учения. Но поскольку он слушает Дхамму, он запоминает учения. Вот почему слушание Дхамы наиболее полезно для запоминания учений. Но, мастер Гатама, что наиболее полезно для слушания Дхамы? Мы спрашиваем мастера Гатаму о вещи, которая наиболее полезна для слушания Дхамы. Склонение уха наиболее полезно для слушания Дхамы, Пхарадваджа. Ведь если человек не склоняет уха, он не услышит Дхаму. Но поскольку он склоняет уха, он услышит Дхаму. Вот почему склонение уха наиболее полезна для слушания Дхаммы. Но, мастер Готама, что наиболее полезно для склонения уха? Мы спрашиваем мастера Готаму о вещи, которая наиболее полезна для склонения уха. Выказывание и уважение наиболее полезно для склонения уха, Дхарадваджа. Ведь если человек не выказывает уважения, он не станет склонять уха. Но поскольку он выказывает уважение, он склоняет уха. Вот почему выказывание и уважение наиболее полезно для склонения уха. Но, мастер Готама, что наиболее полезно для выказывания уважения? Мы спрашиваем мастера Готаму о вещи, которая наиболее полезна для выказывания уважения. Посещение наиболее полезно для выказывания уважения, в Харадваджа. Ведь если человек не посещает, учителя, он не выказывает ему уважения. Но поскольку он посещает, он выказывает ему уважение. Вот почему посещение наиболее полезно для выказывания уважения. Но, мастер Готама, что наиболее полезно для посещения? Мы спрашиваем мастера Гатаму о вещи, которая наиболее полезна для посещения. Вера наиболее полезна для посещения, в Харадваджа. Ведь если вера, в учителя, не возникает, он не станет посещать его. Но поскольку вера возникает, он посещает его. Вот почему вера наиболее полезна для посещения. 6. Мы спросили мастера Гатаму о приверженности к истине, и мастер Гатама ответил о приверженности к истине. Мы одобрили и согласились с ответом, и потому мы довольны. Мы спросили мастера Гатаму об открытии истины. Мы спросили мастера Гатаму об окончательном прибытии к истине. Мы спросили мастера Гатаму о вещи, которая наиболее полезна для окончательного прибытия к истине. Все, о чем мы спрашивали мастера Гатаму, он нам ответил. Мы одобрили и согласились с ответом, и потому мы довольны. Прежде, мастер Гатама, мы привыкли думать так, кто такие эти бриттоголовые отшельники, эти смуглые прислужники, смуглые отпрыски ступни и владыки, чтобы понимать Дхамму. Но мастер Гатама воистину пробудил во мне любовь к отшельникам, доверие к отшельникам, почтение к отшельникам. Великолепно, мастер Гатама! Великолепно, мастер Гатама! Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежищ в мастере Гатамме, прибежище в Дхамме, и прибежище в сангхе монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, первые два, очевидно, эмоциональные подходы, а последние три основаны на логике, рассуждении, обдумывании. Двояко обернуться речь идет о том, что это может оказаться истинной или же неправдой. Два, примечание переводчика СВ, другими словами, речь идет о том, что такой человек признает тот сам факт, что он во что-то верит, но при этом он не делает безапелляционного утверждения о том, что сам предмет его веры является истиной, поскольку в действительности он еще не имеет прямого знания, а любая вера может оказаться ошибочной. Три, примечание переводчика СВ, другими словами, истиной в его случае является не предмет его веры, а признанием самого факта своей веры. Поскольку он не делает безапелляционных утверждений в отношении предмета веры, но делает утверждение «Моя вера заключается в этом», то таким образом он придерживается истинного положения вещей, то есть, подтверждает, что не имеет прямого знания, но просто верит. Аналогично рассматриваются и остальные четыре случая ниже по тексту сутты. 4. Примечание переводчика СВ – заблуждение, моха, аножень вежества, а вид же – одно из трех коренных загрязнений у сознания. Негативные качества, произрастающие напрямую из заблуждения, а не из жажды или злобы – это, как правило, те, что связаны с самомнением и эгоизмом. Сюда же можно отнести эту паумии. 5. Примечание переводчика СВ – под первоначальным постижением истины, скорее всего, подразумевается обретение буддийских путей и плодов, вступление в поток и т.д., тогда как под окончательным постижением истины подразумевается араханство, то есть, полное просветление. Это подтверждается, во-первых, тем, что речь идет о развитии и взращивании благих качеств, требуемых для реализации полного просветления, а во-вторых, и тем, что для окончательного постижения истины требуются приложения и старания в СН-55-40. Будда описывает вступившего в поток – это тот, кто постиг истину лишь до определенной степени, и говорит, что ему следует прилагать дальнейшие усилия и в практике, в противном же случае он будет считаться тем, кто живет в беспечности. 6. Примечание переводчика СВ – таким образом, можно подвести итог. Движущей силой буддийской практики является комбинация веры и мудрости, куда входит изучение личности учителя, а затем и анализ, запоминание и повторение теоретической Дхаммы, которую он излагает. Ясукари сутта, к Ясукаре. МН-96. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в Рощаджете в монастыре Анадхайпиндике. И тогда Брахман Ясукари отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал, «Четыре услужения». Мастер Гатама, Брахманы предписывают четыре уровня услужения. Они предписывают уровень услужения Брахману, уровень услужения человеку из варны, знати, уровень услужения торговцу, уровень услужения рабочему. В этом отношении, мастер Гатама, Брахманы предписывают это как уровень услужения Брахману. Брахман может служить Брахману, знатный может служить Брахману, торговец может служить Брахману, рабочий может служить Брахману. Таков уровень услужения Брахману, как-то предписывают Брахманы. Мастер Гатама, Брахманы предписывают, это как уровень услужения знатному. Знатный может служить знатному, торговец может служить знатному, рабочий может служить знатному. Таков уровень услужения знатному, как то предписывают брахманы. Мастер Гатама, брахманы предписывают это как уровень услужения торговцу, торговец может служить торговцу, рабочий может служить торговцу. Таков уровень услужения торговцу, как то предписывают брахманы. Мастер Гатама, брахманы предписывают это как уровень услужения рабочему, только рабочий может служить рабочему, ведь кто еще стал бы служить рабочему? Таков уровень услужения рабочему, как-то предписывают брахманы. Что мастер Гатама скажет на это? Неужто, брахман, весь мир дал брахманам право предписывать эти четыре уровня услужения? Нет, мастер Гатама. Представь, брахман, как если бы нищему без гроша, лишенному человеку насильно, впихнули бы в руки кусок мяса и сказали, почтенный, ты обязан съесть это мясо и заплатить за него. Точно так же без согласия тех, других, жрецов и отшельников брахманы предписывают эти четыре вида услужения. Я не говорю, брахман, что прислуживать нужно всякому, но не говорю, что никому не нужно прислуживать. Ведь если когда человек прислуживает кому-либо и становится хуже, они лучше от этого услужения, то тогда я утверждаю, что ему не следует прислуживать. А если, когда человек прислуживает кому-либо, он становится лучше, они хуже из-за этого услужения, то тогда я утверждаю, что ему следует прислуживать. Если бы у знатного человека спросили, кому из них ты бы прислуживал, тем, из-за служения которым ты бы стал хуже, а не лучше, или же тем, из-за служения которым ты бы стал лучше, а не хуже, то, отвечая правильно, знатный человек ответил бы так, мне не стоит прислуживать тому, из-за служения которому я бы стал хуже, а не лучше, когда бы служил ему. Мне стоит прислуживать тому, из-за служения которому я бы стал лучше, а не хуже, когда бы служил ему. Если бы у Брахмана спросили, у торговца спросили, у рабочего спросили, отвечая правильно, рабочий ответил бы так, мне не стоит прислуживать тому, из-за служения которому я бы стал хуже, а не лучше, когда бы служил ему. Мне стоит прислуживать тому, из-за служения которому я бы стал лучше, а не хуже, когда бы служил ему. Я не утверждаю, Брахман, что человек является лучшим, потому что он из аристократической семьи, как и не утверждаю, что человек является худшим, потому что он из аристократической семьи. Я не утверждаю, что человек является лучшим, потому что он наделен величайшей красотой, но и не утверждаю, что он является худшим, потому что наделен величайшей красотой. Я не утверждаю, что человек является лучшим, потому что он очень богат, но и не утверждаю, что он является худшим, потому что он очень богат. Ведь, Брахман, человек из аристократической семьи может убивать живых существ, брать то, что не дано, пускаться в неблагое поведение и в чувственных удовольствиях, лгать, говорить злонамеренно, говорить грубо, пустословить, быть алчным, иметь недоброжелательный ум, придерживаться неправильных воззрений. Поэтому я не утверждаю, что человек является лучшим, потому что он из аристократической семьи. Но также, Брахман, человек из аристократической семьи может воздерживаться от убийства живых существ, от взятия того, что не было дано, от неблагого поведения в чувственных удовольствиях, от лжи, от злонамеренной речи, от грубой речи, от пустословия, быть не алчным, иметь он без недоброжелательности, придерживаться правильных воззрений. Поэтому я не утверждаю, что человек является худшим, потому что он из аристократической семьи. Брахман, человек, наделенный величайшей красотой, очень богатый, придерживаться неправильных воззрений. Поэтому я не утверждаю, что человек является лучшим, потому что он очень богатый. Но также, Брахман, человек, наделенный величайшей красотой, очень богатый, придерживаться правильных воззрений. Поэтому я не утверждаю, что человек является худшим, потому что он очень богатый. Я не утверждаю, брахман, что прислуживать нужно всякому, но не говорю, что никому не нужно прислуживать. Ведь если когда кто-либо прислуживает кому-либо, и его вера, нравственность, ученость, щедрость и мудрость возрастают в нем, то тогда, я утверждаю, ему следует ему прислуживать. Четыре богатства. Когда так было сказано, Брахман Ясукари сказал благословенному, мастер Гатама, брахманы предписывают четыре типа богатства. Они предписывают богатство брахмана, богатство знатного, богатство торговца, богатство рабочего. В этом отношении, мастер Гатама, брахманы предписывают это как богатство брахмана, хождение за подаяниями, один. Брахман, который с презрением отвергает свое собственное богатство, хождение за подаяниями, позорит свой долг, как охранник, который берет то, что не было дано. Таково богатство брахмана, которое предписывают брахманы. Мастер Гатама, брахманы предписывают это как богатство знатного, лук и стрелы. Знатный, который с презрением отвергает свое собственное богатство, лук и стрелы, позорит свой долг, как охранник, который берет то, что не было дано. Таково богатство знатного, которое предписывают брахманы. Мастер Гатама, брахманы предписывают это как богатство торговца, сельское хозяйство и животноводство, 2. Торговец, который с презрением отвергает свое собственное богатство, сельское хозяйство и животноводство, позорит свой долг, как охранник, который берет то, что не было дано. Таково богатство торговца, которое предписывают брахманы. Мастер Гатама, брахманы предписывают это как богатство рабочего, серп и коромысла. Рабочий, который с презрением отвергает свое собственное богатство, серп и коромысла, позорит свой долг, как охранник, который берет то, что не было дано. Таково богатство рабочего, которое предписывают брахманы. Что мастер Гатама скажет на это? Неужто, брахман, весь мир дал брахманам право предписывать эти четыре богатства? Представь, брахман, как если бы нищему без гроша, лишенному человеку насильно, впихнули бы в руки кусок мяса и сказали, «Почтенный, ты обязан съесть это мясо и заплатить за него». Точно так же без согласия тех, других, жрецов и отшельников брахманы предписывают эти четыре вида богатства. Я, брахман, провозглашаю благородную сверхмирскую тхаму как собственное богатство человека. Но если припоминать его древнюю семейную линию по отцу и по матери, то человек определяется в зависимости от того, где он переродился. Если он переродился в клане знати, то он считается знатным. Если он переродился в клане брахманов, он считается брахманом. Если он переродился в клане торговцев, он считается торговцем. Если он переродился в клане рабочих, он считается рабочим. Подобно огню, который считается таковым в зависимости от тех определенных условий, из-за которых он горит, если огонь горит в зависимости от поленьев, он считается огнем поленьев. Если огонь горит в зависимости от вязанки хвороста, он считается огнем вязанки хвороста. если огонь горит в зависимости от трофы, он считается огнем трофы, если огонь горит в зависимости от навоза, он считается огнем навоза, то точно так же, Брахман, я провозглашаю благородную сверхмирскую Дхамму. Переродился в клане рабочих, он считается рабочим. Если, Брахман, кто-либо из клана знати оставляет жизнь домохозяйскую ради жизни бездомной, и, после встречи с Дхаммой и Винаей, что были провозглашены Татхагатой, он воздерживается от убийства живых существ, придерживается правильных воззрений, то он является тем, кто завершает истинный путь, благую Дхамму. Если, Брахман, кто-либо из клана Брахманов, торговцев, рабочих оставляет жизнь домохозяйскую, придерживается правильных воззрений, то он является тем, кто завершает истинный путь, благую Дхамму. Как ты думаешь, Брахман? Только Брахман способен развивать доброжелательный ум к некой области, без враждебности, без недоброжелательности, а не знатный, или торговец, или рабочий? Нет, мастер Гатама. Будь то человек из варны, знати, или брахман, или торговец, или рабочий, все люди из этих четырех варн способны развивать доброжелательный ум к некой области, без враждебности, без недоброжелательности. Точно так же, брахман, если кто-либо из клана знати оставляет жизнь домохозяйскую, является тем, кто завершает истинный путь, благую Дхамму. Как ты думаешь, брахман? Только брахман способен взять люфу и банный порошок, пойти к реке, смыть пыль и грязь, а не знатный, или торговец, или рабочий? Нет, мастер Гатама. Будь то человек из варны, знати, или брахман, или торговец, или рабочий, все люди из этих четырех варн способны взять люфу и банный порошок, пойти к реке, смыть пыль и грязь. Как ты думаешь, брахман? Представь, как если бы помазанный на царствовании царь из знатного рода собрал бы сотню человек разного рождения и сказал бы им, «Ну же, почтенный, пусть тот, кто родился в знатном клане, или брахманском клане, или царском клане, возьмет верхнюю палку для розжига из солового дерева, солового дерева, сандалового дерева, дерево-подумаки, и зажжет огонь, породит тепло. И пусть также тот, кто рожден в клане презренных, в клане охотников, в клане работников по плетению, в клане изготовителей повозок, в клане мусорщиков, возьмет верхнюю палку для розжига, сделанную из собачьей миски, из свиной миски, из мусорного ящика, из касторового дерева, и зажжет огонь, породит тепло. Как ты думаешь, Брахман, когда огонь зажжен, и тепло порождено кем-то из первой группы, будет ли этот огонь иметь пламя, свет, сияние, и можно ли будет использовать его для целей, ради которых разведен огонь, тогда как когда огонь зажжен, и тепло порождено кем-то из второй группы, у этого огня не будет пламени, цвета, сияния, и его нельзя будет использовать для целей, ради которых разведен огонь. Нет, мастер Гатама, когда огонь зажжен и тепло порождено кем-то из первой группы, у этого огня будет пламя, порождено кем-то из первой группы, у него также будет пламя, можно будет использовать его для целей, ради которых разведен огонь. Ведь у всякого огня есть пламя, свет, и сияние, и его можно использовать для целей, ради которых разведен огонь. Точно так же, Брахман, если кто-либо из клана знать и оставляет жизнь домохозяйскую. Является тем, кто завершает истинный путь, благую Дхамму. Когда так было сказано, Брахман Иисукари сказал благословенному, «Великолепно, мастер Гатама!» «Великолепно, мастер Гатама!» Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. «Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь». Один, комментарий поясняет, что согласно древнему брахманскому обычаю брахманы ходили за подаяниями, даже если были очень богаты. Два, варновесов, торговцев, занималась не только одной лишь торговлей, но и сельским хозяйством. Тхананджане и сутта, к Тхананджане. МН 97. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И в то время Достопочтенный Сарипутта странствовал по южным холмам вместе с Большой Сангхой и монахов. И тогда некий монах, который провел сезон дождей в Раджагахе, отправился к Достопочтенному Сарипутте в южные холмы и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом, и Достопочтенный Сарипутта спросил его, силен ли, здоров ли благословенный, друг? Благословенный и силен и здоров, друг. Сильна ли, здорова ли Сангха монахов, друг? Сангха монахов тоже сильна и здорова, друг. Друг, у ворот Тандулапалы проживает Брахман по имени Тхананджане. Силен ли, здоров ли Брахман Тхананджане? Этот Брахман Тхананджане тоже силен и здоров, друг. Прилежен ли он, друг? Как он может быть прилежным, друг? Он разоряет домохозяев Брахман от имени царя и разоряет царя от имени домохозяев Брахман. Его жена, которая обладала верой и происходила из клана, которая обладала верой, скончалась, а он взял другую жену, женщину без веры, которая происходит из клана, в котором нет веры. Плохие новости мы услышали, друг. Воистину, плохие новости, услышать, что этот Брахман Тхананджани стал беспечным. Быть может, придет время, и мы встретимся с Брахманом Тхананджани и побеседуем с ним. И тогда, побыв в южных холмах столько, сколько он считал нужным, Достопочтенный Сарипутта направился в сторону Раджагахи. Странствуя переходами, со временем он прибыл в Раджагаху и остановился в бамбуковой роще в Беличим свертилище. И тогда, утром, Достопочтенный Сарипутта оделся, взял чашу и верхние одеяния, и отправился в Раджагаху за подаяниями. И в то время Брахман Тхананджани доил своих коров-коровники за пределами города. И тогда Достопочтенный Сарипутта, походив по Раджагахе за подаяниями, вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи отправился к Брахману Тхананджани. Брахман Тхананджани увидел Достопочтенного Сарипутту издали, подошел к нему, и сказал, попейте свежего молока, мастер Сарипутта, пока еще, позволительное, время для принятия пищи. Довольно, Брахман, сегодня я уже поел. Я проведу остаток дня вон под тем деревом. Ты можешь прийти туда? Да, почтенный ответил он. И тогда, позавтракав, Брахман Тхананджани отправился к Достопочтенному Сарипутте и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом, и Достопочтенный Сарипутта спросил его, прилежен ли ты, Тхананджани? Как мы можем быть прилежными, мастер Сарипутта, когда нам нужно содержать наших родителей, жену и детей, наших рабов, слуг, рабочих? Нам нужно исполнять свой долг по отношению к друзьям и товарищам, родственникам и родне, нашим гостям, нашим умершим предкам, божествам, царю, и к тому же, еще и когда это тело тоже нужно освежать и питать. Как ты думаешь, Тхананджани? Представь, как если бы человек вел бы себя так, что это было бы противоположно Тхаме, вел себя неправедно ради своих родителей, и тогда из-за такого поведения и стражаны утащили бы его в ад. Смог бы он освободиться, умоляю, это ведь ради моих родителей я вел себя так, что это было противоположно Тхаме, вел себя неправедно. Пусть стражи ада не утаскивают меня в ад. Или смогли бы его родители освободить его мольбой, это ведь ради нас он вел себя так, что это было противоположно Тхаме, вел себя неправедно. Пусть стражи ада не утаскивают его в ад. Нет, мастер Сарипутта. Даже если бы он так кричал, все равно стражи ада утащили бы его в ад. Как ты думаешь, Тхананджане? Представь, как если бы человек вел бы себя так, что это было бы противоположно Тхамме, вел себя неправедно ради своей жены и детей, рабов, слуг, рабочих, друзей и товарищей, родственников и родни, своих гостей, умерших предков, божеств, царя, ради освежения и питания этого тела, из-за такого поведения и стражана утащили бы его в ад. Смог бы он освободиться, умоляю, это ведь ради освежения и питания этого тела я вел себя так, что это было противоположно Тхамме, вел себя неправедно. Пусть стражи ада не утаскивают меня в ад. Или могли бы другие освободить его мольбой, это ведь ради освежения и питания этого тела он вел себя так, что это было противоположно Тхамме, вел себя неправедно. Пусть стражи ада не утаскивают его в ад. Как ты думаешь, Тхананджане? Кто лучше, тот, кто ради своих родителей ведет себя так, что это противоположно Тхамме, ведет себя неправедно, или же тот, кто ради своих родителей ведет себя в соответствии с Дхаммой, ведет себя праведно. Мастер Сарипута, тот, кто ради своих родителей ведет себя так, что это противоположно Дхамме, ведет себя неправедно, не является лучшим. Тот, кто ради своих родителей ведет себя в соответствии с Дхаммой, ведет себя праведно, является лучшим. Поведение в соответствии с Дхаммой, праведное поведение, лучше, чем поведение, противоположное Дхамме, неправедное поведение. В Хананджане, есть другие виды работы, доходные и соответствующие Дхамме, посредством которых человек может поддерживать своих родителей и в то же самое время избегать совершения плохого и практиковать, накопление, заслуг. Как ты думаешь, Дхананджане? Кто лучше, тот, кто ради своей жены и детей? Царя. Ради освежения и питания этого тела ведет себя так, что это противоположно Дхамме, ведет себя неправедно, или же тот, кто ради освежения и питания этого тела ведет себя в соответствии с Дхаммой, ведет себя праведно. Мастер Саряпута, тот, кто ради освежения и питания этого тела ведет себя так, что это противоположно Дхамме, ведет себя неправедно, не является лучшим. Тот, кто ради освежения и питания этого тела ведет себя в соответствии с Дхаммой, ведет себя праведно, является лучшим. Поведение в соответствии с Дхаммой, праведное поведение, лучше, чем поведение, противоположное Дхамме, неправедное поведение. В Дхананджане, есть другие виды работы, доходные и соответствующие дхами, посредством которых человек может освежать и питать это тело и в то же самое время избегать совершения плохого и практиковать накопление, заслуг. И тогда Брахман Тхананджани, восхитившись и возродовавшись словам достопочтенного Сарипуты, поднялся со своего сиденья и ушел. И спустя какое-то время Брахман Тхананджани стал нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Тогда он сказал некоему человеку, ну же, почтенный, отправляйся к благословенному, поклонясь ему от моего имени, упав ему в ноги, и скажи, господин Брахман Тхананджани нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Он кланяется благословенному, припадая к его ногам. И затем отправляйся к достопочтенному Сарипуте, поклонясь ему от моего имени, упав ему в ноги, и скажи, господин Брахман Тхананджани нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Он кланяется достопочтенному Сарипуте, припадая к его ногам. И затем скажи, было бы хорошо, если бы Достопочтенный Сарипутта пришел бы домой к Брахману Тхананджане из сострадания. Да, господин ответил то человек, отправился к Благословенному, поклонился Благословенному, сел рядом, и донес свое послание. Затем он отправился к Достопочтенному Сарипутте, поклонился Достопочтенному Сарипутте, и донес свое послание, сказав, было бы хорошо, господин, если бы Достопочтенный Сарипутта пришел бы домой к Брахману Тхананджане из сострадания. Достопочтенный Сарипутта молча согласился. И тогда Достопочтенный Сарипутта оделся, взял чашу и верхнее одеяние, и отправился в дом Брахмана Тхананджани, где сел на подготовленное сидение и сказал Брахману Тхананджани, «Я надеюсь, ты поправляешься, Брахман, я надеюсь, тебе становится лучше. Я надеюсь, твои болезненные ощущения спадают, они возрастают, и что можно увидеть их спад, а не увеличение. Мастер Сарипутта, я не поправляюсь, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад. Подобно тому, как если бы сильный человек раскроил бы мою голову острым мечом, вот какие жестокие ведра прорезают мою голову. Я не поправляюсь, мне не становится лучше. Подобно тому, как если бы сильный человек стянул бы прочным кожаным ободом мою голову, вот какие жестокие боли у меня в голове. Я не поправляюсь, мне не становится лучше. Подобно тому, как как если бы умелый мясник или его ученик вскрыл бы брюхо быкоострыми с нитким ножом, вот какие жестокие ветра прорезают мой живот. Я не поправляюсь, мне не становится лучше. Как если бы два сильных человека схватили бы слабого за обе руки и поджаривали бы его над ямой с горячими углями, вот какое жестокое жжение в моем теле. Я не поправляюсь, мне не становится лучше. Сильные болезненные ощущения возрастают во мне, они спадают, и можно увидеть их увеличение, а не спад. Как ты думаешь, Тхананджане? Что лучше, от или мир животных? Мир животных, мастер Сарипутта. Что лучше, мир животных или мир, страдающих, духов? Мир, страдающих, духов, мастер Сарипутта. Что лучше, мир, страдающих, духов или мир людей? Людей, мастер Сарипутта. Что лучше, люди или божества небесного мира четырех великих царей? Божества небесного мира четырех великих царей, мастер Сарипутта. Что лучше, божества небесного мира четырех великих царей или божества небесного мира тридцати трех? Божества небесного мира тридцати трех, мастер Сурипутта. Что лучше, божества небесного мира тридцати трех или божества ямы? Божества ямы, мастер Сурипутта. Что лучше, божества ямы или божества небесного мира Туситы? Божества небесного мира Туситы, мастер Сурипутта. Что лучше, божества небесного мира Туситы или божества, наслаждающиеся творением? Божества, наслаждающиеся творением, мастер Сарипутта. Что лучше, божества, наслаждающиеся творением, или божества, имеющие власть над творениями других? Божества, имеющие власть над творениями других, мастер Сарипутта. Как ты думаешь, Тхананджане? Что лучше, божества, имеющие власть над творениями других, или же мир Брахмы? Мастер Сарипутта сказал мир Брахмы. Мастер Сарипутта сказал мир Брахмы. И тогда достопочтенный Сарипутта подумал, эти брахманы преданы миру Брахмы. Что если я научу Брахмана Тхананджани пути к свите Брахмы?» И он сказал, «Тхананджани, я научу тебя пути к свите Брахмы. Слушай внимательно то, о чем я буду говорить». «Да, почтенный» ответил он. Достопочтенный Сарипутта сказал следующий, «И каков путь к свите Брахмы?» «Вот, в Тхананджани, монах пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным доброжелательностью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, он наполняет весь мир умом, наполненным доброжелательностью, обильным, возвышенным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Таков путь к свите Брахмы». Далее, в Тхананджани, он пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным состраданием, сорадованием, невозмутимостью, наполняет весь мир умом, наполненным невозмутимостью, обильным, возвышенным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. И это тоже путь к свите Брахмы. Тогда, мастер Сарипута, поклонитесь от моего имени, упав в ноги Благословенному, и скажите, господин, Брахман Тхананджани нездоров, поражен болезнью, серьезно болен. Он кланяется Благословенному, припадая к его ногам. И тогда достопочтенный Сарипута, утвердив Брахмана Тхананджани в низшем мире Брахмы, поднялся со своего сидения и ушел, хотя еще было то, что нужно было сделать, один. И вскоре после того, как достопочтенный Сарипута ушел Брахман Тхананджани скончался и переродился в мире Брахмы. И тогда Благословенный обратился к монахам так, монахи, Сарипута, утвердив Брахмана Тхананджани в низшем мире Брахмы, поднялся со своего сидения и ушел, хотя еще было то, что нужно было сделать. И тогда достопочтенный Сарипута отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал, «Учитель, Брахман Тхананджани нездоров, поражен болезнью, серьезно болен». Он кланяется благословенному, припадая к его ногам. «Сарипутта, почему ты, утвердив Брахмана Тхананджани в низшем мире Брахмы, поднялся со своего сиденья и ушел, хотя еще было то, что нужно было сделать? Учитель, я подумал так, эти Брахманы преданы миру Брахмы. Что если я научу Брахмана Тхананджани пути к свите Брахмы?» «Сарипутта, Брахман Тхананджани скончался и переродился в мире Брахмы». «Один, речь идет о том, что он не объяснил ему практику достижения буддийских путей и плодов, по сравнению с которыми достижение мира Брахмы считается низшим. Два, эта фраза Будды похожа на легкий упрек. Вероятно, Будда видел, что у Брахмана был потенциал достичь сверхмирского пути, потому что в других суттах, например, в МН-99, Будда сам учит только лишь пути к миру Брахмы, когда у слушающего нет потенциала достичь сверхмирского пути. Примечание переводчика С.В. С одной стороны может показаться странным, что достопочтенный Сарипутта, будучи самым мудрым из монахов, не догадался изложить Брахману эксклюзивное буддийское учение о четырех истинах, которое, как правило, и приводит слушающего к достижению вступления в поток. Однако, можно выделить три причины этому. Один, как прокомментировал достопочтенный Бодхе, сам Будда в МН-99 поступал аналогичным образом, то есть, учил Брахмана только лишь пути к Брахме, но не большему. Сарипутта мог последовать этому примеру Учителя-2. Сарипутта, хоть и был арахантом, не обладал сверхспособностями и поэтому не мог точно знать о состоянии ума собеседника-3. Согласно МН-58, полезное учение нужно стараться говорить в подходящий момент, а не во всех случаях и кому попало. Возможно, Сарипутта посчитал, что если бы он дал Брахману более глубокое наставление, то это не только не принесло бы пользы, но могло бы даже привести к определенным нежелательным последствиям. Еще один момент, который также может показаться странным, это то, что безнравственный человек смог так и попасть в один из самых высших небесных миров. Однако МН-136 допускает подобные, а сам текст данной сутты, МН-97, раскрывает как минимум один из механизмов для этого. В момент смерти ум человека должен быть настроен на соответствующую тему. Достопочтенный Сарипутта своей беседой поэтапно переводил внимание умирающего Брахмана с нижних миров, в одном из которых он, будучи безнравственным, скорее всего бы и переродился, на высшее, вплоть до мира Брахмы, к которому Брахман имел особое и благоговейное отношение, то есть мог легко закрепить сознание на этой теме. Вероятно, в момент смерти Брахман смог удержать в уме мысли о мире Брахмы и какие-то более старые благие заслуги, а может и текущие мысли о признательности к Будде или Араханту Сарипутте, привели его к благоприятному перерождению. Это, однако, не означает, что негативная кама от плохих поступков исчезла, она обязательно созреет позже, когда для этого сойдутся условия. Тем не менее, тяжесть ее результатов можно облегчить, Ан-3-100, так что ее отсрочка может стать эффективной. ВАСЕДТХА СУТТА, КВАСЕДТХА МН 98 Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Ичханангале, в лесу, что рядом с Ичханангалой. И в то время группа известных зажиточных брахманов пребывала в Ичханангале, а именно, Брахман Чанки, Брахман Тарукха, Брахман Пакхарасути, Брахман Джануссони, Брахман Тадея, и другие известные зажиточные брахманы. И тогда, по мере того, как брахманские ученики ВАСЕДТХА и Бхарадваджи ходили и бродили, тут и там, ради того, чтобы размяться, между ними случилась следующая беседа. В каком случае человек является брахманом? Брахманский ученик Бхарадваджи сказал, когда человек хорошо рожден с обеих сторон, как с материнской, так и с отцовской, у него чистейшее родословное, неопровержимое и безупречное в отношении происхождения до седьмого колена, то тогда он брахман. Брахманский ученик ВАСЕДТХА сказал, когда человек нравственный соблюдает предписание, то тогда он брахман. Не брахманский ученик Бхарадваджи не мог убедить брахманского ученика ВАСЕДТХУ, не брахманский ученик ВАСЕДТХА не мог убедить брахманского ученика Бхарадваджу. И тогда брахманский ученик ВАСЕДТХА сказал брахманскому ученику Бхарадваджи, почтенный, отшельник Готама, сын Сакьев, который ушел в бездомную жизнь из клана Сакьев, проживает в Ачханангале, в лесу, что рядом с Ачханангалой. славная молва, благословенный, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Ну же, Пхарадваджи, пойдем к отшельнику Гатами и спросим его об этом. Как он ответит, так мы это и запомним. Хорошо, почтенный ответил брахманский ученик Пхарадваджа. И тогда двое брахманских учеников, Васетха и Пхарадваджи, отправились к благословенному и обменялись с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями они сели рядом, и тогда брахманский ученик Васетха обратился к благословенному с трофами, другие признают, что мы владеем знанием трех вет. Ведь ученик Пхарадзи я, а он, Тарукхи ученик. Чему ведические учат знатоки в этом смогли достичь мы мастерства? Мы в филологии, грамматики сильны, и в декламации мы как учителя. Но, он, Гатама, спор возник у нас касается вопрос рождения класса, ведь Пхарадваджи говорит, что человек рождением брахман. А как-то мне, брахманом стать поступком лишь возможно. Провидец, знай, что в этом спор наш состоит. И коль никто из нас не может убедить другого, или заставить его точку зрения принять, пришли спросить себя мы, а почтенные и широко известны всем как Будда. И как ладони поднимают люди к Луне, как в фазу роста она входит, так в этом мире, а Гатама, все чтят тебя, почтение выражают. И потому, Гатама, взор, возникший в мире, пришли тебя мы вот о чем спросить, как стать брахманом, по рождению или поступкам? Нам, кто не понимает, объясни, как следует брахманы распознать? Благословенный, я научу вас так, как есть на самом деле, Васетха, так благословенный отвечал. Существ живы уделением родовым, и ведь рождение много видов разных. Во-первых, есть трава, деревья. Хоть нет самосознания у них, рождение, их особая черта, затем есть бабочки, есть мотыльки, иные, насекомые, термиты, муравьи. И также зная четвероногих виды кое больших и малых есть размеров. Есть те, чьи ноги, это животы, и это змей с длинными телами. Зная также о рыбах, что в воде живут, которые пасутся в мире водяном. И также зная о птицах, путь проложен чей крылом, которые скитаются в бескрайних небесах. И хоть у всех этих родившихся существ рождений, их особая черта. Среди людей рождений же их черты особо уж никак не создает. Ни в волосах, ни в голове, как ни в ушах и ни в глазах, как ни в носу, как ни в рту, и ни в губах, и ни в бровях. Как и ни в шее, ни в плечах, ни в животе, и ни в спине, ни в ягодицах, ни в груди, ни в гениталиях или образе сайте. И ни в руках, и ни в ногах, ни в пальцах, как и ни в ногтях, и ни в коленях, ни в бедре, ни в цвете, и ни в голосе рождения не создают черты особо уж какой, как то с другими видами рождений. Ведь в теле человеческом как таковом нет ничего, что было бы особым. Различие средь человеческих существ всего лишь устных слов обозначения. Те средь людей, на жизнь кто добывает сельским хозяйством, ты должен знать, что их крестьянами зовут, Васиэтха. И человек такой никак уж не Брахман. Различным ремеслом, ты должен знать, Васиэтха, их ремесленник зовут. Торговли тем или иным, ты должен знать, что их торговцами зовут, Васиэтха. Различным услужением другим, ты должен знать, Васиэтха, что их слугами зовут. Ворой то и сё, ты должен знать, Васиэтха, что их вором всё зовут. Стрельбой из лука, должен ты бы знать, Васиэтха, их солдатами зовут. Умением жреческим, ты должен знать, зовут жрецам таких, Васиэтха. А тот, среди людей, кто управляет царством или городом, ты должен знать, его зовут правителем, Васиэтха. Не называю я брахманом потому лишь, что таково его рождение в родословной. Но коль изъяны в нем еще блуждают, то он лишь тот, кто говорит почтенный, один. Ну а того, в ком нет цепляния изъянов, того брахманом называю я. И тот, кто путы все отрезал и от мучений не страдает, кто все узлы, объединенный, смог преодолеть, кто все привязки и ремни отрезал, а также и по воде и узду, тот, кто засов смог это двинуть, пробужденный, кто терпит даже без малейшей злобы обиды и жестокости, неволю, силой терпения, кто снаряжен, кто раздражением не полыхает, прилежный, нравственный и скромный, кто укращен, с телом последним ходит, кто точно дождь на лотосовых листьях или горчичное зерно на острие иголке, к усладам чувств, кто не привязан вовсе, тот, кто в себе познал уж в этой самой жизни уничтожение всяких загрязнений, кто, отсоединенный, тяжкий груз оставил, кто в понимании глубок, кто мудр, сказать, кто может, что есть путь, а что не он и тот, наивысшие цели, кто достичь сумел, и кто домохозяев сторонится, и тех, ведет, кто жизнь без дома, кто, сам, скитается без дома и мечтаний, того, кто дубину откинул, сильных и слабых существ, не колотит, не убивает сам, и убивать не заставляет, того, кто не перечит среди тех, кто спорит, мир любивый среди тех, жесток кто, среди цепляющихся не цепляет кто, кто сбросил жажду все раздражение, презрение, самомнение оставил, точно горчичное зерно на острие иголке, без грубости кто речи произносит, которые осмысленны, правдивы, которые не оскорбляют остальных, кто в мире взять уж никогда не сможет все то, что ему не было дано, короткое или длинное, большое или малое, чистое или противное, хотенье внутренних кто больше не имеет к этому миру, или миру, что наступит, живет кто без хотений, очужденный, тот, кто лишился всяких потаканий, лишился замешательства, поскольку знает, тот, прочно утвердился кто в бессмертном, преодолеть все узы кто сумел здесь узы заслуг, а также злодеяние кто беспечален, чист и незапятен, кто, чист и ясен, как луна без пятен, в ком уничтожено как наслаждение, так и существование, тот, кто болото пересечь сумел все, все заблуждение, сансару всю, трясину, и этим самым перешел на берег дальний, кто медитирует и пребывает в джханах, смущений, колебаний не имеет, достиг ниббаны, так как нет цепляний, тот, кто отбросил все услады чувств, скитается теперь бездомным, существование, чувственные страсти одолев, и кто оставил, и другую, жажду также, существование и жажду одолев, оставил кто оковы все людские позади, отринул также и небесные оковы, отъединился всюду кто от всех оков, неудовольствие и наслаждение кто оставил, угасший без обретений, герой, преодолевший целый мир, кто знает то, как умирают существа, и в разных видах появляются потом, два, тот не зажат, высок и пробужден, тот, чей удел не ясен и для богов, и духов, и людей, архат, лишенный пятен загрязнений, тот, у кого препятствий нет и вовсе, ни впереди, ни позади, ни между ними, он беспрепятственный и больше не цепляет, герой он совершенный, и вожак он стада. Провидец величайший, кто победы смог достичь, не колебим кто, чист и пробужден, кто знает свои прошлые рождения, кто видел небеса и ад, и кто достиг рождения прекращения, когда приписан кто-то к имени и клану, то это просто лишь обозначение в мире. Возникли из условностей они, предписывают людям их везде. Тот, кто не знает данности вот этой, в том прочно взгляды ложные засели. Не зная, они объявляют нам, брахманом можно только лишь родиться. Брахманом по рождению стать нельзя, как по рождению не стать и не брахманом. Но совершив поступок, ты брахман, поступком же будешь не брахманом. Поступками покажешь, если ты крестьянин, поступками покажешь, коль ремесленник ты есть. Поступками покажешь, если ты торговец, поступками покажешь также, если ты слуга. Поступками покажешь, если ты разбойник, поступками покажешь также, если ты солдат. Поступками покажешь, если ты священник, как по поступкам будет видно, коль правитель ты. Вот таким образом мудрейший правдиво видит все поступки, возникновение зависимое видит таковой, умелый как в поступках, так и в их плодах. Поступок, вот что вертит этот целый мир, поступок, это то, что чередует поколения. Живые существа все скованы поступком, три, как сковано четкой повозке колесо. Аскеза и святая жизнь, самоконтроль и само тренировка вот из-за этого становится брахманом, и в этом, величайший брахманизм. Кто обладает знанием троичным, спокойный, загрязнение уничтожил все, ты знай его, Васетха, Брахма или Сакай, коли другие могут это осознать. Когда так было сказано, четыре, брахманские ученики Васетха и Бхарадваджа сказали благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть. Точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Мы принимаем прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть мастер Гатама помнит нас как мирских последователей, принявших в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь. 1. Дхо. Так друг к другу обращались брахманы. 2. Примечание переводчика СВ. Речь идет о сверхспособности Божественного Глаза, смотри. 3. МН 6. 3. Напали Камма. 4. Все строфы этой сутты содержатся в том числе и в сутте Непати. Некоторые также есть и в Дхаммападе. Субха-сутта, к Субхи. МН 99. Содержание, сравнение практики домохозяина и монаха. О прямом знании и видении. Пять предписаний брахманов. Путь к Брахме. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайт-Тхе в роще Джеты в монастыре Анатхай-Пиндике. И в то время брахманский ученик Субха, сын Тадея, пребывал в Савайт-Тхе по некоему делу, проживая, в доме некоего домохозяина. И тогда брахманский ученик Субха, сын Тадея, спросил домохозяина, в доме которого он проживал, «Домохозяин, я слышал, что Савайт-Тхе не пусто тарахантов. Какому жрецу или отшельнику мы могли бы сегодня пойти и выразить свое почтение? Почтенный, этот Благословенный живет в Савайт-Тхе в роще Джеты в монастыре Анатхай-Пиндике. Ты можешь пойти и выразить свое почтение этому Благословенному, почтенный». И тогда, согласившись с домохозяином, брахманский ученик Субха, сын Тадея, отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и спросил Благословенного, «Мастер Гатама, брахмана говорят так, домохозяин исполняет истинный путь, Тхамму, которая благая. Ушедший в бездомную жизнь не исполняет истинного пути, Тхаммы, которая благая. Что Мастер Гатама скажет на это? Ученик, я говорю об этом после рассмотрения, один. Я не говорю об этом однобоко. Я не восхваляю ошибочного пути практики ни у домохозяина, ни у ушедшего в бездомную жизнь. Ведь будь то домохозяин или же ушедший в бездомную жизнь, если он вступил на ошибочный путь практики, то из-за этого ошибочного пути практики он не исполняет истинного пути, Тхаммы, которая благая. Я восхваляю правильный путь практики и у домохозяина, и у ушедшего в бездомную жизнь. Ведь будь то домохозяин или же ушедший в бездомную жизнь, если он вступил на правильный путь практики, то из-за этого правильного пути практики он исполняет истинный путь, Тхамму, которая благая. Мастер Гатама, брахмана говорят так, поскольку работа в домохозяйской жизни подразумевает бурную активность, бурную деятельность, множество вовлечений, множество существлений, то это приносит великий плод. Поскольку работа тех, кто ушел в бездомную жизнь, подразумевает слабую активность, слабую деятельность, малые вовлечения, малые осуществления, то это приносит малый плод. Что мастер Гатама скажет на это? Ученик, опять-таки я говорю об этом после рассмотрения. Я не говорю об этом однобоко. Бывает работа, которая подразумевает бурную активность, бурную деятельность, множество вовлечений, множество существлений, но которая в случае провала приносит малый плод. Бывает работа, которая подразумевает бурную активность, бурную деятельность, множество вовлечений, множество осуществлений, и которая в случае успеха приносит великий плод. Бывает работа, которая подразумевает слабую активность, слабую деятельность, малые вовлечения, малые осуществления, и которая в случае провала приносит малый плод. Бывает работа, которая подразумевает слабую активность, слабую деятельность, малые вовлечения, малые осуществления, но которые в случае успеха приносят великий плод. Ученик, и какая работа подразумевает бурную активность, в случае провала приносит малый плод? Земледелие, это работа, которая подразумевает бурную активность, в случае провала приносит малый плод. И какая работа подразумевает бурную активность, в случае успеха приносит великий плод? Земледелие, это, опять же, та работа, которая подразумевает бурную активность, в случае успеха приносит великий плод. И какая работа подразумевает слабую активность, в случае провала приносит малый плод? Торговля, это работа, которая подразумевает слабую активность, в случае провала приносит малый плод. И какая работа подразумевает слабую активность, в случае успеха приносит великий плод? Торговля, это, опять же, та работа, которая подразумевает слабую активность, в случае успеха приносит великий плод. Подобно тому, ученик, как земледелие, это та работа, которая подразумевает бурную активность, но в случае провала приносит малый плод, такова и работа в домохозяйской жизни, она подразумевает бурную активность, бурную деятельность, множество вовлечений, множество существлений, но в случае провала приносит малый плод. Подобно тому, как земледелие, это та работа, которая подразумевает бурную активность, но в случае успеха приносит великий плод, такова и работа домохозяйской жизни, она подразумевает бурную активность, но в случае успеха приносит великий плод. Подобно тому, ученик, как торговля, это та работа, которая подразумевает слабую активность, и в случае провала приносит малый плод, такова и работа тех, кто ушел в бездомную жизнь, она подразумевает слабую активность, и в случае провала приносит малый плод. Подобно тому, как торговля, это та работа, которая подразумевает слабую активность, но в случае успеха приносит великий плод, такова и работа тех, кто ушел в бездомную жизнь, она подразумевает слабую активность, но в случае успеха приносит великий плод. Мастер Гатама, брахманы предписывают пять вещей для совершения заслуг, для исполнения благого. Если тебе не трудно, ученик, будь добр, расскажи собранию об этих пяти вещах, которые брахманы предписывают для совершения заслуг, для исполнения благого. Мне не трудно рассказать об этом, мастер Гатама, когда такие достопочтенные, как вы и другие сидят, здесь в этом собрании. Тогда расскажи о них. Мастер Гатама, истина, это первая вещь, которую предписывают брахманы для совершения заслуг, для исполнения благого. Аскеза, это вторая. Целомудрие, это третье. Изучение, это четвертое. Щедрость, это пятая вещь, которую предписывают брахманы для совершения заслуг, для исполнения благого. Таковы пять вещей, которые брахманы предписывают для совершения заслуг, для исполнения благого. Что мастер Гатама скажет на это? Так как оно, ученик? Есть ли среди брахманов хоть один брахман, который говорит так, я заявляю, что таков результат этих пяти вещей, ведь я реализовал его сам посредством прямого знания? Нет, мастер Гатама. Так как оно, ученик? Есть ли среди брахманов хоть один учитель, или учитель учителя до седьмого колена в линии учителей, который говорит так, я заявляю, что таков результат этих пяти вещей, ведь я реализовал его сам посредством прямого знания? Так как оно, ученик? Древние брахманские провидцы, создатели гимнов, сочинители гимнов, чьи древние гимны, которые прежде декламировались вслух, произносились, составлялись, теперь, нынешние, брахманы все еще декламируют вслух и повторяют, повторяя то, что говорилось, и декламируя то, что декламировалось, то есть, от Тхака, Вамака, Вамадева, Виссамита, Яматаги, Ангираса, Пхарадваджи, Васетха, Касапа, и Пхагу, говорили ли даже эти древние брахманские провидцы так, мы заявляем, что таков результат этих пяти вещей, ведь мы реализовали его сами посредством прямого знания? Выходит, ученик, что среди брахманов нет даже и одного брахмана, который говорит так, я заявляю, что таков результат этих пяти вещей, ведь я реализовал его сам посредством прямого знания. И среди брахманов нет даже и одного учителя или учителя-учителя до седьмого колена в линии учителей, который говорит так, я заявляю, что таков результат этих пяти вещей, ведь я реализовал его сам посредством прямого знания. И древние брахманские провидцы, создатели гимнов, даже эти брахманские провидцы не говорили так, мы заявляем, что таков результат этих пяти вещей, ведь мы реализовали его сами посредством прямого знания. Представь колонну из слепцов, каждый из которых держался бы за следующего, первый не видит, средний не видит, последний не видит. Точно так же, ученик, так оно и в отношении их утверждения. Брахманы похожи на колонну из слепцов, первый не видит, средний не видит, последний не видит. Когда так было сказано, брахманский ученик Супха, сын Таддия, стал недовольным, раздраженным из-за сравнения с колонной из слепцов. Он оскорбил, унизил, осудил благословенного, сказав, отшельник Готама потерпит поражение. И далее он сказал благословенному, мастер Готама, Брахман Пакхарасати из клана Упаманье, владелец рощи Супхаги, говорит так, некоторые жрецы и отшельники заявляют о достижении сверхчеловеческих состояний, исключительности в знании и видении, что достойно благородных. Но то, что они говорят, является ерундой, является пустыми и лживыми словами. Ведь как человеческое существо может знать или видеть или реализовать сверхчеловеческое состояние, исключительно ли в знании и видении, что достойно благородных? Ведь это невозможно, два. Так как оно, ученик, познал ли Брахман Пакхарасати умы всех жрецов и отшельников, охватив их своим собственным умом? Мастер Готама, Брахман Пакхарасати не знает ума даже своей рабыни-пуники, охватив ее, ум, своим собственным умом. Так как он может так познать умы всех жрецов и отшельников? Ученик, представь слепого от рождения человека, который не мог бы видеть ни темных, ни светлых форм, ни голубых, ни желтых, ни красных, ни карминовых форм, который не мог бы видеть ровного и неравного, который не мог бы видеть ни звезд, ни солнца и луны. Он бы сказал, нет темных или светлых форм. Нет никого, кто видит темные и светлые формы. Нет голубых, желтых, красных, карминовых форм. Нет никого, кто видит голубые, желтые, красные, карминовые формы. Нет ничего ровного или неравного. Нет никого, кто видит ровный или неровный. Нет звезд и нет солнца и луны. Нет никого, кто видит звезды, солнце и луну. Я не знаю всего этого, я не вижу всего этого, и потому этого не существует. Говоря так, ученик, правильно бы он говорил? Нет, мастер Гатама. Есть темные и светлые формы, есть те, кто видит темные и светлые формы, солнце и луну. Если бы он говорил, я не знаю, и потому этого не существует, он бы не говорил правильно. Точно так же, ученик, брахман Пакхарасати слеп и незряч. Не может быть такого, чтобы он мог бы знать или видеть или реализовать сверхчеловеческое состояние, исключительно в знании и видении, что достойно благородных. Как ты думаешь, ученик, что лучше ли тех зажиточных брахманов из косалы, таких как брахман Чанки, брахман Тарукха, брахман Пакхарасати, брахман Джануссони, или твой отец, брахман Тадея, чтобы те утверждения, которые они делают, согласовывались бы с принятыми в мир условностями, или шли бы наперекор принятым в мир условностям. Лучше, так, чтобы они согласовывались бы с принятыми в мир условностями, мастер Гатама. Что для них лучше? Чтобы утверждения, которые они делают, были бы содержательными или необдуманными. Содержательными, мастер Гатама. Что для них лучше? Чтобы они делали свои утверждения после рассмотрения или без рассмотрения. После рассмотрения, мастер Гатама. Что для них лучше? Чтобы утверждения, которые они делают, были бы полезными или не полезными. Полезными, мастер Гатама. Как ты думаешь, ученик? Если это так, то утверждение, которое сделал Брахман Пакхарасати, согласуется с принятыми в мир условностями, или же идет наперекор принятым в мир условностям? Идет наперекор принятым в миру условностям, мастер Гатама. Было ли утверждение содержательным или необдуманным? Необдуманным, мастер Гатама. Было ли утверждение сделано после рассмотрения или без рассмотрения? Без рассмотрения, мастер Гатама. Было ли утверждение полезным или не полезным? Неполезным, мастер Гатама. Ученик, есть эти пять помех. Какие пять? Помеха чувственного желания, помеха недоброжелательности, помеха лени и апатии, помеха неугомонности и сожаления, помеха сомнения. Таковы пять помех. Брахман Пакхарасати ограничен, сдержан, блокирован, закрытый этими пятью помехами. Не может быть такого, что он мог бы знать или видеть или реализовать сверхчеловеческое состояние, исключительно в знании и видении, что достойно благородных. Есть эти пять нити чувственного удовольствия. Какие пять? Формы, познаваемые глазом, звуки, запахи, вкусы, осязаемые вещи, познаваемые телом, желанные, желаемые, приятные, привлекательные, связанные с чувственным желанием, вызывающие страсть. Таковы пять нити чувственного удовольствия. Брахман Пакхарасати привязан к этим пяти нитям чувственных удовольствий, очарован ими, всецело преданным. Он наслаждается ими, не видя опасности в них и не понимая спасения от них. Не может быть такого, что он мог бы знать или видеть или реализовать сверхчеловеческое состояние, исключительно в знании и видении, что достойно благородных. Как ты думаешь, ученик, у какого из этих двух видов огня, лучшее, пламя, цвет, сияние, у огня, который горит в зависимости от топлива, например, такого, как трава и дерево, или у огня, который горит вне зависимости от топлива, например, такого, как трава и дерево? Мастер Готама, если бы было возможным, чтобы огонь горел бы вне зависимости от топлива, например, такого, как трава и дерево, то у такого огня было бы, лучшее, пламя, цвет, сияние. Ученик, не может быть такого, не может произойти так, чтобы огонь горел бы вне зависимости от топлива, например, такого, как трава и дерево, за исключением, горения, посредством, приложения, сверхъестественных сил. И подобен такому огню, который горит в зависимости от топлива, например, такого, как трава и дерево, я говорю тебе, и восторг, который зависит от пяти нити чувственного удовольствия. Подобен такому огню, который горит вне зависимости от топлива, например, такого, как трава и дерево, и восторг, который отделен от чувственных удовольствий, отделен от неблагих состояний. Ученик, и что это за восторг, который отделен от чувственных удовольствий, отделен от неблагих состояний? Вот, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой тшхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Это восторг, который отделен от чувственных удовольствий, отделен от неблагих состояний. Далее, с угасанием направления и удержания, ума на объекте, монах входит и пребывает во второй джихане, в которой наличествуют внутренние уверенности и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. Это также восторг, который отделен от чувственных удовольствий, отделен от неблагих состояний. Из этих пяти вещей, ученик, которые предписывают брахмана для совершения заслуг, для исполнения благого, какую из них они предписывают как наиболее плодотворную для совершения заслуг, для исполнения благого? Из этих пяти вещей, мастер Гатама, которые предписывают брахманы, они предписывают чедрость как наиболее плодотворную. Как ты думаешь, ученик? Брахман может совершать великое жертвование, и другие два брахмана отправятся туда, думая о том, чтобы принять участие в этом великом жертвовании. Один из этих брахманов подумает, ох, только бы мне досталось лучшее сидение, лучшая вода, лучшее еда как подаяние в трапезне. И чтобы никакому другому брахману не досталось бы лучшее сидение, лучшее вода, лучшее еда как подаяние в трапезне. И может статься так, что другой брахман, а не этот, получит лучшее сидение, лучшую воду, лучшую еду как подаяние в трапезни. Думая об этом, первый брахман станет злым и недовольным. Какой результат предписывают брахманы в этом случае? Мастер Гатама, брахманы не дают дары так, думая, пусть другие станут злыми и недовольными из-за этого. Но брахманы дают дары исходя из сострадания. Если это так, ученик, то не является ли это шестым основанием брахманов для совершения заслуг, для исполнения благого, то есть, сострадательная мотивация? Если это так, мастер Гатама, то это шестое основание брахманов для совершения заслуг, для исполнения благого, то есть, сострадательная мотивация. Ученик, что касается этих пяти вещей, которые брахманы предписывают для совершения заслуг, для исполнения благого, где ты чаще видишь эти пять вещей, среди домохозяев или среди тех, кто ушел в бездомную жизнь? Что касается этих пяти вещей, которые брахманы предписываю для совершения заслуг, для исполнения благого, то я чаще их вижу среди тех, кто ушел в бездомную жизнь, и реже среди домохозяев. Ведь у домохозяина бурная активность, бурная деятельность, множество вовлечений, множество осуществлений. Не так оно, что он постоянно и неизменно говорит, только правду, практикует аскезу, соблюдает целомудрие, занимается изучением, задействует щедрость. Но у того, кто ушел в бездомную жизнь, у него слабая активность, слабая деятельность, мало вовлечений, мало осуществлений. Он постоянно и неизменно говорит, только, правду, практикует аскезу, соблюдает целомудрие, занимается изучением, задействует щедрость. Что касается этих пяти вещей, я чаще их вижу среди тех, кто ушел в бездомную жизнь, и реже среди домохозяев. Эти пять вещей, ученик, которые брахманы предписывают для совершения заслуг, для исполнения благого, их я называю оснащением ума для развития ума, который не имеет враждебности и недоброжелательности. Ученик, вот монах говорит правду. Думая, я говорю правду, он обретает вдохновение в значении, обретает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Именно эту радость, связанную с благим, я называю оснащением ума. Ученик, вот монах является аскетом, тем, кто соблюдает целомудрие, тем, кто изучает, тем, кто задействует щедрость. Думая, я тот, кто задействует щедрость, он обретает вдохновение в значении, обретает вдохновение в Дхамме, обретает радость, связанную с Дхаммой. Именно эту радость, связанную с благим, я называю оснащением ума. Поэтому эти пять вещей, которые брахманы предписывают для совершения заслуг, для исполнения благого, их я называю оснащением ума для развития ума, который не имеет враждебности и недоброжелательности. Когда так было сказано, брахманский ученик Супха, сын Тадея, сказал благословенному, «Мастер Гатама, я слышал, что отшельник Гатама знает путь к свите Брахмы». «Как ты думаешь, ученик, далеко ли отсюда деревня Налакара, неподалеку ли она? Так оно, господин, деревня Налакара недалеко отсюда, неподалеку». «Как ты думаешь, ученик, представь человека, родившегося и ворожшего в деревне Налакары?» «Вскоре после того, как он ушел из Налакары, его бы спросили о пути к деревне. Медлил бы он, колебался бы с ответом? Нет, Мастер Гатама». «И почему?» «Потому что этот человек родился и вырос в Налакаре, хорошо знаком со всеми путями к деревне». «И несмотря на это, человек, родившийся и выросший в Налакаре, мог бы медлить, колебаться с ответом, когда его спросили бы о пути к деревне». «Но когда Тадхагату спрашивают о мире Брахмы или о пути, ведущем в мир Брахмы, он никогда не станет медлить, колебаться с ответом. Я знаю Брахму, ученик, я знаю мир Брахмы, и я знаю путь, ведущий в мир Брахмы, и я знаю как следует практиковать, чтобы переродиться в мире Брахмы». «Мастер Гатама, я слышал, что Отшельник Гатама знает путь к свите Брахмы. Было бы хорошо, если бы Мастер Гатама научил бы меня пути к свите Брахмы». «В таком случае, ученик, слушай внимательно то, о чем я буду говорить». «Да, господин ответил он. Благословенный сказал следующий, и каков, ученик, путь к свите Брахмы?» «Вот, ученик, монах пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным доброжелательностью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, он наполняет весь мир умом, наполненным доброжелательностью, обильным, возвышенным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Когда освобождение ума доброжелательностью развито таким образом, то не остается ограничивающего поступка, три, ни один, таковой, не продолжает наличествовать здесь. Подобно тому, как сильный гарнист мог бы без труда сделать так, что его услышали бы во всех четырех сторонах света, то точно так же, когда освобождение ума доброжелательностью развито таким образом, то не остается ограничивающего поступка, ни один, таковой, не продолжает наличествовать здесь. Таков путь к свите Брахмы. Далее, монах пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным состраданием, сорадованием, невозмутимостью, наполняет весь мир умом, наполненным невозмутимостью, обильным, возвышенным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Подобно тому, как сильный гарнист мог бы без труда сделать так, что его услышали бы во всех четырех сторонах света, то точно так же, когда освобождение ума невозмутимостью развита таким образом, то не остается ограничивающего поступка, ни один, таковой, не продолжает наличествовать здесь. И это тоже путь к свите Брахмы. Когда так было сказано, брахманский ученик Супха, сын Тадея, сказал благословенному, «Великолепно, мастер Гатама!» «Великолепно, мастер Гатама!» «Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Тхаму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Тхаме, и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь. А теперь, мастер Гатама, нам нужно идти. Мы очень заняты, у нас много дел. Ты можешь отправляться, ученик, когда сочтешь нужным. И тогда брахманский ученик Супха, сын Тадея, восхитившись и возродовавшись словам Благословенного, встал со своего сиденья, поклонился Благословенному, и ушел, обойдя его с правой стороны. И в то время брахман Джанусони выехал днем из Савадхи на своей белоснежной колеснице, запряженной белыми лошадьми. Издали он увидел брахманского ученика Супху, сына Тадея, и спросил его, откуда же это средь белого огня идет мастер Бхарадваджа? Почтенный, я иду от отшельника Гатамы. И что же мастер Бхарадваджи думает о чистоте мудрости отшельника Гатамы? Мудрый ли он или нет? Почтенный, кто я такой, чтобы знать чистоту мудрости отшельника Гатамы? Вне сомнений, нужно быть равным ему, чтобы знать чистоту его мудрости. Воистину, мастер Бхарадваджи восхваляет отшельника Гатаму наивысшей похвалой. Почтенный, кто я такой, чтобы восхвалять отшельника Гатаму? Отшельника Гатаму восхваляют те, кого, все остальные, восхваляют как наилучших существ среди людей и божеств. Почтены, те пять вещей, которые брахманы предписывают для совершения заслуг, для исполнения благого. Их отшельник Гатама называет оснащением ума для развития ума, который не имеет враждебности и недоброжелательности. Когда так было сказано, брахман Дженуссони спустился со своей белоснежной колесницы, запряженной белыми лошадьми, и, закинув верхнее одеяние за плечо, сложил руки в почтительном приветствии благословенного и произнес это изречение, «Какое благо для царя по Синаде Касальского! Какое великое благо для царя по Синаде Касальского, что Татхагата, совершенный и полностью просветленный, проживает в его царстве!» Один, Вибхаджавада Кхуахамьетха. Подобное слово Вибхаджавада, доктрина анализа рассмотрения, использовалось более поздними буддистами для обозначения буддизма. Распространено мнение, что под этим словом подразумевается рассмотрение чего-либо посредством разбиения рассматриваемого на части, то есть рассмотрение и анализ составных частей. Однако, как видно из контекста сутты, Будда, говоря так, имеет в виду совсем другое. Он говорит о том, что рассматривает вещи не однобоко, но исходя из контекста. Именно такое рассмотрение означает Твибхаджавада. Два, судя по всему, он говорил об этом до того, как стал последователем Будды, о чем утверждается в МН 95. Три, то есть ограничивающей Каммы. Примечание переводчика СВ, очевидно, речь идет о негативной Камме, которая в развитом Брахмавихараме уме становится очень слабой и приносит этот слабый результат в этой же самой жизни, не давая ему сказаться на последующем перерождении, смотри. Антри 100, а также СН 42 8. Сангарава сутта, Ксангараве. МН 100. Так я слышал. Однажды благословенный путешествовал по стране Касал вместе с Большой Сангхой монахов. И в то время брахманка по имени Тхананджани проживала в Чандалакапе, наделенная полной уверенностью по отношению к Будде, Тхаме и Сангхе. Однажды она споткнулась и произнесла три раза, «Слава благословенному, совершенному и полностью просветленному». Слава благословенному, совершенному и полностью просветленному. Слава благословенному, совершенному и полностью просветленному. В то время брахманский ученик по имени Сынгарава проживал в Чингалакопе. Он был знатоком трех ведовых словарях, литургии, фонологии, этимологии, и историями как пятые. Он хорошо знал филологию, грамматику, и был прекрасно сведущий в натуру философии в знаках великого человека. Услышав, что брахманка Тхананджани произнесла эти слова, он сказал ей, как низко и постыдно это брахманка Тхананджани, ведь когда вокруг брахманы, она восхваляет этого бриттоголового отшельника. Дорогой мой, ты не знаешь нравственности и мудрости благословенного. Если бы ты знал нравственность и мудрость благословенного, мудорогой, ты бы никогда не подумал ругать и оскорблять его. В таком случае, почтенная, извести меня, когда отшельник Гатама прибудет в Чингалакопу. Хорошо, мой дорогой ответила брахманка Тхананджани. И тогда, совершив несколько переходов по стране Касал, благословенный со временем прибыл в Чингалакопу. Там, в Чингалакопе, благословенный остановился в Манговой роще, принадлежащей клану Таддильи. Брахманка Тхананджани услышала, что благословенный прибыл, а потому она отправилась к брахманскому ученику Сынгарави и сказала ему, «Мудорогой, благословенный прибыл в Чингалакопу и остановился здесь, в Чингалакопе, в Манговой роще, принадлежащей клану Таддильи. И теперь, мудорогой, ты можешь отправляться, когда сочтешь нужным». Хорошо, почтенная, ответил он. Виды жрецов и отшельников. Затем он отправился к благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал, «Мастер Гатама, есть некие жрецы и отшельники, которые заявляют о том, что учат основам святой жизни после достижения завершения и совершенства прямого знания здесь и сейчас, один. Где среди этих жрецов и отшельников находится мастер Гатама? В Харадваджи, я утверждаю, что есть различия среди этих жрецов и отшельников, которые заявляют о том, что учат основам святой жизни после достижения завершения и совершенства прямого знания здесь и сейчас. Есть некие жрецы и отшельники, которые традиционалисты, которые на основании устной традиции заявляют о том, что учат основам святой жизни после достижения. Таковыми, например, являются брахманы трех вет. Далее, есть некие жрецы и отшельники, которые всецело на основании простой лишь веры заявляют о том, что учат основам святой жизни после достижения. Таковыми, например, являются рассуждающие и изучающие, два. Далее, есть некие жрецы и отшельники, которые, напрямую познав Дхамму самостоятельно среди вещей, не слышанных прежде, заявляют о том, что учат основам святой жизни после достижения завершения и совершенства прямого знания здесь и сейчас. Я, Пхарадваджи, один из этих жрецов и отшельников, которые, напрямую познав Дхамму самостоятельно среди вещей, не слышанных прежде, заявляют, о том, что учат, основам святой жизни после достижения завершения и совершенства прямого знания здесь и сейчас. И то, почему я один из этих жрецов и отшельников, можно понять следующим образом. Борьба за просветление. Пхарадваджи, до своего просветления, когда я все еще был только лишь непросветленным Бодхисаттой, я думал так, домохозяйская жизнь перенасыщенная и пыльная. Бездомная жизнь подобна бескрайним просторам. Не просто, проживая дома, вести святую жизнь в идеальном совершенстве, всецело чистую, словно блестящий перламутр. Что если я, обрив волосы и бороду и надев желтые одежды, оставлю домохозяйскую жизнь ради жизни бездомной? Позже, принц, будучи все еще юным, черноволосым молодым человеком, наделенным благословением молодости на первом этапе жизни, я обрил волосы и бороду, надел желтые одежды. Три, и я сел там, думая, это послужит старанию. Затем эти три образа, спонтанные и никогда прежде не слышанные, возникли во мне. Четыре, это было третьим знанием, которое я получил в третьей страже ночи. Невежество было уничтожено, знание появилось, тьма уничтожена, возник свет, так происходит с тем, кто прилежен, старателен и решителен. Вопрос о божествах, когда так было сказано, брахманский ученик Сангарава сказал благословенному, старание мастера Гатамы было недрогнувшим, старание мастера Гатамы было как у того, кто является чистым человеком, как оно и должно быть с тем, кто совершенный и полностью просветленный. Но, мастер Гатама, существуют ли божества? Мне известно, что ситуация такова, в Харадваджи, что божества существуют. Но как же так, мастер Гатама? Будучи спрошенным, существуют ли божества, вы говорите, мне известно, что ситуация такова, в Харадваджи, что божества существуют? Если так, то не является ли то, что вы говорите, неправдой и пустыми словами? 5. В Харадваджи, когда кого-либо спрашивают, существуют ли божества, то отвечает ли он божества существуют или же мне известно, что ситуация такова. Мудрый человек должен сделать однозначный вывод, что божества существуют. 6. Но почему мастер Гатама не ответил мне первым способом, семь. Потому что, в мире, и так, широко принято считать, в Харадваджи, что божества существуют. Когда так было сказано, брахманский ученик Сангарава сказал благословенному, великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий да мог увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхаму. Я принимаю прибежище в мастере Гатаме, прибежище в Дхаме, и прибежище в Сангхе монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего в нем прибежище с этого дня и на всю жизнь. Один, комментарий поясняет, они заявляют о том, что являются основателями, создателями, творцами святой жизни, говоря, напрямую познав здесь и сейчас в этом самом существовании и достигнув завершения, мы достигли нигбаны, которая зовется совершенством, поскольку она является преодолением всего. Два, довольно странно, что о рассуждающих и изучающих пали, таки, вимамся, говорится, будто они полагаются только лишь на веру, садхама такина в других суттах сказано, что вера и рассуждение являются двумя разными основаниями для убежденности в чем-либо, смотри. МН 95, а просто лишь вера, очевидно, более близка к опоре на устную традицию, нежели к опоре на рассуждение и изучение. Три, здесь идет длинный фрагмент из сутта МН 26, смотри раздел «Поиск просветления». Четыре, здесь идет длинный фрагмент из сутта МН 36, смотри раздел «Три образа» и далее. Однако в данной сути отсутствует предложение, но болезненное чувство, которое возникло благодаря этому, не наводнило Муюмини осталось в нем, но приятное чувство, которое возникло благодаря этому, не наводнило Муюмини осталось в нем. 5. Комментарий поясняет, что сын Гарава посчитал, что Будда ответил, не имея прямого знания об этом. И потому обвинил его во лжи, относительно того, что он имеет прямое знание и во всем. По заметке достопочтенного Бодхи, несколько проблематично проследит связанность фраз в этом диалоге в данном фрагменте сутты, вероятно, текст здесь был искажен, в процессе древнерусной передачи. К. Норман предложил свой вариант реконструкции текста, но в частностях с ним трудно согласиться, смотри. Норман, Collected Papers, 2, 1, 8. 6. Примечание переводчика С.В. Будда здесь имеет в виду не то, что мудрый человек в принципе должен верить в Божеств, а то, что мудрый человек должен осознать, что оба варианта ответа равнозначны по смыслу. 7. Примечание переводчика С.В. То есть, прямым вариантом ответа так, Божества существуют. Дивадаха сутта, у Дивадахи. М.Н. 101. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал в стране Сакьев. У Сакьев был город под названием Дивадаха, и там Благословенный обратился к монахам, монахи. Да, учитель отвечали монахи. Воззрение не гангтхов. Благословенный сказал, монахи, есть некоторые жрецы и отшельники, у которых есть такое воззрение, которое учат так, чтобы человек не испытывал, удовольствие, боль, или неудовольствие, не боль, всё это обусловлено тем, что было, им, сделано в прошлом. Поэтому с уничтожением прошлых действий с помощью аскезы и посредством неделания новых действий нет последствий в будущем. Когда нет последствий в будущем, наступает окончание действия. С окончанием действия наступает окончание страдания. С окончанием страдания наступает окончание чувствования. С окончанием чувствования всякой горе и страдании будет исчерпано. Таково учение негандхов. Отправившись к негандхам, которые так учат, я спросил их, правда ли, друзья негандхи, что вы придерживаетесь такого взгляда, что учите так, чтобы человек не испытывал. С окончанием чувствования всякой горе и страдании будет исчерпано. Будучи спрошенными мной так, негандхи подтвердили это, да. Тогда я сказал им, но друзья, знаете ли вы о том, существовали вы в прошлом или же нет? Нет, друг. А знаете ли вы, делали вы в прошлом плохие деяния, или же не делали? А знаете ли вы, что вы делали такие-то и такие-то плохие деяния в прошлом? А знаете ли вы, что столько-то и столько-то страданий уже было исчерпано, или столько-то и столько-то страданий еще осталось исчерпать, или что с исчерпанием такого-то количества страданий все страдание будет исчерпано? А знаете ли вы, что такое отбрасывание неумелых умственных качеств развития умелых умственных качеств здесь и сейчас? Итак, друзья, выходит, что вы не знаете, существовали вы в прошлом, или же не существовали. Не знаете, что такое отбрасывание неумелых умственных качеств и развития умелых умственных качеств здесь и сейчас в таком случае вам не стоит утверждать, чтобы человек не испытывал удовольствие, боль, или неудовольствие и не боль, все это обусловлено тем, что было, им, сделано в прошлом. Поэтому с уничтожением прошлых действий с помощью эскезы и посредством неделания новых действий нет последствий в будущем. Когда нет последствий в будущем, наступает окончание действия. С окончанием действия наступает окончание страдания. С окончанием страдания наступает окончание чувствования. С окончанием чувствования всякое горе и страдание будет исчерпано. Однако, если бы вы знали, что вы существовали в прошлом, или что не существовали, если бы вы знали, что делали в прошлом плохие деяния, или же не делали, если бы вы знали, что делали такие-то и такие-то плохие деяния в прошлом, если бы вы знали, что столько-то и столько-то страданий уже было исчерпано, или столько-то и столько страданий еще осталось для исчерпания, или что с исчерпанием такого-то количества страданий все страдание будет исчерпано. Если бы вы знали, что такое отбрасывание неумелых умственных качеств развития умелых умственных качеств здесь и сейчас, то тогда, поскольку это так, вы могли бы утверждать, что бы человек не испытывал, страдание будет исчерпано. Пример с отравленной стрелой. Друзья Нигантхи, это как если бы человека подстрелили стрелой, густо смазанной ядом В результате этого он испытывал бы жестокие, острые, раздирающие боли Его друзья и товарищи, родственники и родня привели бы к нему хирурга Хирург бы сделал круговой надрез вокруг раны ножом В результате этого надрезания человек бы испытывал жестокие, острые, раздирающие боли Хирург бы прощупал стрелу зондом В результате этого прощупывания человек бы испытывал жестокие, острые, раздирающие боли Затем хирург извлек бы стрелу, в результате извлечения человек бы испытывал жестокие, острые, раздирающие боли. Затем хирург приложил бы крайне жгучие лекарства, в результате этого приложения человек бы испытывал жестокие, острые, раздирающие боли. Но затем, позже, когда рана бы зажила и кожа восстановилась, он был бы доволен и счастлив, освобожден, мог бы делать что захотел, мог бы пойти куда бы ему вздумалось. Мысль пришла бы к нему, прежде я был подстрелен стрелой, густо смазанной ядом. В результате этого я испытывал жестокие, острые, раздирающие боли. Мои друзья и товарищи, родственники и родня привели ко мне хирурга. Хирург сделал круговой надрез вокруг раны ножом, прощупал стрелу зондом, извлек стрелу, приложил жгучие лекарства к ране. В результате этого приложения я испытывал жестокие, острые, раздирающие боли. Но теперь она зажила и кожа восстановилась, я доволен и счастлив, освобожден, могу делать что захочу, могу пойти куда мне вздумается. Точно так же, друзья Нигантхи, если бы вы знали, что вы существовали в прошлом, если бы вы знали, что такое отбрасывание неумелых умственных качеств развития умелых умственных качеств здесь и сейчас, то тогда, поскольку это так, вы могли бы утверждать, чтобы человек не испытывал. С окончанием чувствования всякой горе и страдании будет исчерпано. Но поскольку вы не знаете, существовали ли вы в прошлом, не знаете, что такое отбрасывание неумелых умственных качеств развития умелых умственных качеств здесь и сейчас, то тогда, поскольку это так, вам не стоит утверждать, что бы человек не испытывал. С окончанием чувствования всякой горе и страданий будет исчерпано. Пять видов убежденности. Когда так было сказано, Нигантхи сказали мне, друг, наш учитель, Нигантха Натапутта, всезнающий, всевидящий, провозглашает абсолютное знание и видение так, иду я или стою, нахожусь во сне или в бодрствовании, знания и видения постоянно и непрерывно утверждены во мне. Он сказал нам, Нигантхи, есть плохие деяния, которые вы делали в прошлом. Исчерпывайте их этими болезненными аскезами. Когда вы настоящим воздержаны в теле, сдержаны в речи, сдержаны в уме, то это есть неделание и плохие деяния на будущее. Поэтому с уничтожением прошлых действий с помощью аскезы и посредством неделания новых действий нет последствий в будущем. Когда нет последствий в будущем, наступает окончание действия. С окончанием действия наступает окончание страдания. С окончанием страдания наступает окончание чувствования. С окончанием чувствования всякой горе и страдании будет исчерпано. Мы одобряем это, учение, предпочитаем его, довольным. Когда так было сказано, я сказал Нигантхам, друзья Нигантхи, есть пять вещей, которые могут двояко обернуться здесь и сейчас. Какие пять? Вера, предпочтение, непрерванная традиция, устной передачи учения, рассуждение посредством, проведение, аналогии, приход к согласию с воззрением посредством размышлений. Таковы пять вещей, которые могут двояко обернуться здесь и сейчас, один. Если это так, то какой вид веры у вас имеется к вашему учителю, когда он говорит, о прошлом? Какой вид предпочтений? Какой вид непрерванной традиции? Какой вид рассуждения посредством, проведения, аналогии? Какой вид согласия с воззрением посредством размышлений? Когда так было сказано, я не услышал от Нигантхов каких-либо стоящих доводов в защиту их учения. Исчерпание каммы болезненной аскезой. Поэтому я спросил их далее, друзья Нигантхи, как вы думаете? Во время жестокого старания, жестоких усилий, испытываете ли вы жестокие, острые, раздирающие боли из-за такого сурового излечения, аскезой? Да, друг. В таком случае вам не стоит утверждать, чтобы человек не испытывал. С окончанием чувствования всякой горе и страдании будет исчерпано. Если бы во время жестокого старания, жестоких усилий, вы бы испытывали жестокие, острые, раздирающие боли из-за такого сурового излечения, аскезой, и когда они осуществляли бы жестокого старания, не прилагали жестоких усилий, то все еще испытывали бы жестокие, острые, раздирающие боли из-за такого сурового излечения, то тогда, поскольку это так, вы могли бы утверждать, чтобы человек не испытывал. С окончанием чувствования всякой горе и страдании будет исчерпана. Но поскольку, когда вы осуществляете жестокое старание, прилагаете жестокие усилия, вы испытываете жестокие, острые, раздирающие боли из-за такого сурового излечения, аскезы, и когда вы не осуществляете жестокого старания, не прилагаете жестоких усилий, вы не испытываете жестоких, острых, мучительных болей из-за такого сурового излечения, то тогда, поскольку это так, не стоит вам утверждать, чтобы человек не испытывал удовольствие, боль, или ни удовольствие, ни боль, все это обусловлено тем, что было, им, сделано в прошлом. Поэтому с уничтожением прошлых действий с помощью аскезы и посредством неделания новых действий нет последствий в будущем. Когда нет последствий в будущем, наступает окончание действия. С окончанием действия наступает окончание страдания. С окончанием страдания наступает окончание чувствования. С окончанием чувствования всякое горе и страдание будет исчерпано. Но когда так было сказано, я не услышал от Нигантхов каких-либо стоящих доводов в защиту их учения. Вопросы о Камме. Поэтому я спросил их далее, друзья Нигантхи, как вы думаете, может ли действие, переживаемое здесь и сейчас, за счет старания и усилий быть превращено в действие, которое должно быть пережито в будущей жизни? Может ли действие, которое должно быть пережито в будущей жизни, за счет старания и усилий быть превращено в действие, переживаемое здесь и сейчас? Как вы думаете, Может ли действие, переживаемое как удовольствие, за счет стараний и усилий быть превращено в действие, переживаемое как боль? Может ли действие, переживаемое как боль, за счет стараний и усилий быть превращено в действие, переживаемое как удовольствие? Как вы думаете, может ли действие, что должно созреть для переживания, за счет стараний и усилий быть превращено в действие, что не созреет для переживания? Может ли действие, что не созреет для переживания, за счет стараний и усилий быть превращено в действие, что созреет для переживания? Как вы думаете, может ли действие, что должно созреть для сильного переживания, за счет старания и усилий быть превращено в действие, что созреет лишь для едва заметного переживания? Может ли действие, что должно созреть лишь для едва заметного переживания, за счет старания и усилий быть превращено в действие, что созреет для сильного переживания? Как вы думаете, может ли переживаемое действие за счет старания и усилий быть превращено в непереживаемое действие. Может ли непереживаемое действие за счет старания и усилий быть превращено в переживаемое действие? Итак, друзья, выходит так, что действие, переживаемое здесь и сейчас, за счет старания и усилий не может быть превращено в действие, испытываемое в будущей жизни. Действие, переживаемое в будущей жизни, за счет старания и усилий не может быть превращено в действие, переживаемое здесь и сейчас. Переживаемое действие за счет старания и усилий не может быть превращено в непереживаемое действие. Непереживаемое действие за счет старания и усилий не может быть превращено в переживаемое действие. В таком случае выходит, что старание нигантхов безрезультатно, их усилие безрезультатно. Таковы учения нигантхов. И поскольку учение нигантхов таково, можно сделать 10 разумных выводов, что дает почву для их критики. 10 поводов для критики нигантхов. Если существа переживают удовольствие и боль на основании того, что было сделано в прошлом, то в таком случае очевидно, что нигантхи совершали в прошлом плохие вещи, поскольку теперь они переживают такие жестокие, острые, раздирающие боли. Если существа переживают удовольствие и боль на основании творения Высочайшего Бога, то в таком случае очевидно, что нигантхи были созданы злым Высочайшим Богом, поскольку теперь они переживают такие жестокие, острые, раздирающие боли. Если существа переживают удовольствие и боль на основании простого везения, то, в таком случае, очевидно, что у нигантхов плохое везение, поскольку теперь они переживают такие жестокие, острые, раздирающие боли. Если существа переживают удовольствие и боль на основании рождения, то, в таком случае очевидно, что у нигантхов плохое рождение, поскольку теперь они переживают такие жестокие, острые, раздирающие боли. Если существа переживают удовольствие и боль на основании усилий, прилагаемых здесь и сейчас, то, в таком случае и очевидно, что у нигантхов плохие усилия здесь и сейчас, поскольку теперь они переживают такие жестокие, острые, раздирающие боли. Если существа переживают удовольствие и боль на основании того, что было сделано в прошлом, то нигантхи заслуживают порицания. Даже если нет, они всё равно заслуживают порицания. Если существа переживают удовольствие и боль на основании творения Высочайшего Бога, то нигантхи заслуживают порицания. Даже если нет, они всё равно заслуживают порицания. Если существа переживают удовольствие и боль на основании простого везения, то нигантхи заслуживают порицания. Даже если нет, они все равно заслуживают порицания. Если существа переживают удовольствие и боль на основании рождения, то нигантхи заслуживают порицания. Даже если нет, они все равно заслуживают порицания. Если существа переживают удовольствие и боль на основании усилий, прилагаемых здесь и сейчас, то нигантхи заслуживают порицания. Даже если нет, они все равно заслуживают порицания. Таковы учения нигантхов, монахи. И поскольку учения нигантхов таково, можно сделать эти десять разумных выводов, что дает почву для их критики. Вот так, их старание безрезультатно, так, их усилие безрезультатно. Плодотворные старания и усилие. И какое старание плодотворно, какое усилие плодотворно? Вот монах, будучи неугнетенным, страданием, не тяготит себя болью, как и не отвергает удовольствия, согласующие с Дхаммой, хотя и не ослеплен этим удовольствием. Он распознает, когда я прилагаю формирователь, старания, в отношении этого источника страданий, благодаря, этому, формирователю старания появляется безстрастии. Когда я с невозмутимостью смотрю на этот источник страданий, то из развития невозмутимости появляется безстрастии. Так он прилагает формирователь, старания, в отношении источника страданий, и тогда благодаря формирователю, старание, появляется без страсти. Он развивает невозмутимость по отношению к источнику страданий, и тогда из развития невозмутимости появляется без страсти. Так исчерпываются страдания, проистекающие из источника страдания, когда из-за формирователя старание приходит без страсти, и также когда из развития непоколебимости приходит без страсти. Представьте, что мужчина влюблен в женщину, его ум скован сильным желанием, сильной страстью. И он видит, как она стоит с другим мужчиной, болтает с ним, шутит и смеется. Как вы думаете, монахи, когда он видит ее с другим мужчиной, видит то, как она болтает с ним, шутит и смеется, возникнет ли в нем печаль, стенание, боль, уныние и отчаяние? Да, учитель. И почему? Потому что он влюблен в нее, его ум скован сильным желанием, сильной страстью. А теперь представьте, что мысль приходит к нему, я влюблен в эту женщину, мой ум скован сильным желанием, сильной страстью. Когда я вижу ее с другим мужчиной, вижу, как она болтает с ним, шутит и смеется, то печаль, стенание, боль, уныние и отчаяние возникают во мне. Почему бы мне не отбросить свою страсть и желание к этой женщине? И он отбрасывает свое желание и страсть к этой женщине, а потом видит ее с другим мужчиной, видит, как она болтает с ним, шутит и смеется. Как вы думаете, монахи, когда он видит ее с другим мужчиной, видит, как она болтает с ним, шутит и смеется, возникнет ли в нем печаль, стенание, боль, уныние и отчаяние. Нет, учитель. И почему? Он не имеет страсти по отношению к этой женщине. Точно так же, когда монах, будучи неугнетенным, страданием, не тяготит себя болью. И, так же когда, из развития непоколебимости приходят без страсти. Далее, монах замечает, когда я живу в соответствии с удовольствием, неумелые умственные качества увеличиваются во мне, а умелые качества уменьшаются. Однако, когда я с болью и страданием прилагаю усилий, то неумелые качества уменьшаются во мне, а умелые увеличиваются. Почему бы мне, и дальше, не прилагать усилий с болью и страданием? Так он прилагает усилий с болью и страданием. По мере того, как он так делает, неумелые качества уменьшаются в нем, а умелые увеличиваются. И тогда, спустя какое-то время, он более не прилагает усилий с болью и страданием. И почему? Потому что он достиг цели, ради которой который он прилагал усилия с болью и страданием. Вот почему после, спустя какое-то время, он более не прилагает усилия с болью и страданием. Представьте, если бы изготовитель стрел нагревал и высушивал древко стрелы между двумя огнями, делая его прямым и гибким. И затем, спустя какое-то время, он более не нагревал бы древко стрелы между двумя огнями, делая его прямым и гибким. И почему? Потому что он достиг цели, ради которой он нагревал и высушивал древко. Вот почему позже, спустя какое-то время, он более не нагревал бы и не высушивал древко стрелы между двумя огнями, делая его прямым и гибким. Точно так же, монах замечает, когда я живу в соответствии с моим удовольствием. Вот почему после, спустя какое-то время, он более не прилагает усилия с болью и страданием. Вот какое старание и плодотворно, какое усилие и плодотворно. Буддийский путь практики. Далее, в мире возникает Татхагата. 3. Оставив эти пять помех, изъянов осознанного ума, которые ослабляют мудрость, он, полностью оставив чувственное удовольствие, оставив неумелые качества ума, входит и пребывает в первой джхане. 4. Такое старание также плодотворно, такое усилие и плодотворно. Далее, входит и пребывает во второй джхане, третьей, четвертой джхане. Это так же, показывает, как старание и плодотворно, как усердие и продуктивно. Когда его ум является столь сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, лишенным изъянов, податливым, мягким, утвержденным, и достигшим непоколебимости, он направляет его на воспоминания прошлых жизней. 5. Это также, показывает, как старание и плодотворно, как усердие и продуктивно. Когда его ум является столь сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, лишенным изъянов, податливым, мягким, утвержденным, и достигшим непоколебимости, он направляет его на познание смерти и перерождение существ, счастливых и несчастных, в соответствии с их каммой. Это также, показывает, как старание и подотворно, как усердие и продуктивно. Когда его ум является столь сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, лишенным изъянов, податливым, мягким, утвержденным, и достигшим непоколебимости, он направляет его на познание окончания умственных загрязнений. Он распознает в соответствии с действительностью, то есть, это – страдание. Это – источник страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь, ведущий к прекращению страдания. Это – загрязнение ума. Это – источник загрязнений. Это – прекращение загрязнений. Это – путь, ведущий к прекращению загрязнений. Его ум, зная это, и видя это таким образом, освобождается от загрязнения чувственности, загрязнения становления, загрязнения неведения. С освобождением приходит знание, освобожден. Он распознает, рождение закончено, святая жизнь прожита, задача выполнена. Нет более ничего для этого мира. Это также показывает, как старание и подотворно, как усердие и продуктивно. Десять поводов для прославления Будды. Таково учение Тадхагаты. И поскольку учение Тадхагаты таково, можно сделать десять разумных выводов, что дает почву для его прославления. Если существа переживают удовольствие и боль на основании того, что было сделано в прошлом, то в таком случае очевидно, Тадхагата совершал в прошлом хорошие дела, поскольку теперь он испытывает такое удовольствие, свободное от загрязнений. Если существа переживают удовольствие и боль на основании творения высочайшего Бога, то в таком случае очевидно, что Тадхагата был создан отличным высочайшим Богом, поскольку теперь он испытывает такое удовольствие, свободное от загрязнений. Если существа переживают удовольствие и боль на основании простого везения, то, в таком случае очевидно, что у Тадхагаты поразительное везение, поскольку теперь он испытывает такое удовольствие, свободное от загрязнений. Если существа переживают удовольствие и боль на основание рождения, то, в таком случае очевидно, что у Тадхагаты восхитительное рождение, поскольку теперь он испытывает такое удовольствие, свободное от загрязнений. Если существа переживают удовольствие и боль на основание усилий, прилагаемых здесь и сейчас, то в таком случае очевидно, что у Татхагата замечательные усилия здесь и сейчас, поскольку теперь он испытывает такое удовольствие, свободное от загрязнений. Если существа переживают удовольствие и боль на основании того, что было сделано в прошлом, то Татхагата заслуживает похвалы. Даже если нет, он все равно заслуживает похвалы. Если существа переживают удовольствие и боль на основании творения могущественного Бога, то Татхагата заслуживает похвалы. Даже если нет, он все равно заслуживает похвалы. Если существа переживают удовольствие и боль на основании простого везения, то Татхагата заслуживает похвалы. Даже если нет, он все равно заслуживает похвалы. Если существа переживают удовольствие и боль на основание рождения, то Татхагата заслуживает похвалы. Даже если нет, он все равно заслуживает похвалы. Если существа переживают удовольствие и боль на основание усилий, прилагаемых здесь и сейчас, то Татхагата заслуживает похвалы. Даже если нет, он все равно заслуживает похвалы. Таково учение Татхагаты. И поскольку учение Татхагаты таково, можно сделать десять разумных выводов, что дает почву для его прославления. Так сказал благословенный. Довольные, монахи восхитились словами благословенного. 1. Примечание переводчика С.В. Смотри. М.Н. 95 насчет прояснения этого утверждения. Под фразой может обернуться двояко подразумевается, что тот или иной вид убежденности может оказаться либо убежденностью в правильном и действительном, либо убежденность в неправильном и ошибочном. 2. Критика тристов также содержится в Ан-3.61. 3. Здесь идет длинный однотипный фрагмент этапов буддийского пути практики, как, например, в М.Н. 51. 4. Формула первой и остальных трех джхан, чуть ниже по тексту, раскрываются как в М.Н. 8. 5. Это, как и остальные два знания, раскрываются по стандартной формуле, так же как, например, в М.Н. 4. Панчаттая сутта, 5.3. М.Н. 102. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там Благословенный обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующее, «Размышления о будущем монахи, есть некие жрецы и отшельники, которые размышляют о будущем, придерживаются воззрения о будущем, утверждают различные доктринальные суждения, касающиеся будущего. Некоторые утверждают так, я является воспринимающим и неповрежденным после смерти. Некоторые утверждают так, я является невоспринимающим и неповрежденным после смерти. Некоторые утверждают так, я является невоспринимающим, не невоспринимающим, и неповрежденным после смерти. Или же они предписывают истребление, разрушение, уничтожение существующего существа, в момент смерти. Некоторые утверждают Нигбану здесь и сейчас, один. Таким образом, они либо описывают существующее Я, которое является неповрежденным после смерти, либо они описывают истребление, разрушение, уничтожение существующего существа, в момент смерти, либо они утверждают Нигбану здесь и сейчас. Такова сводка Пяти и Трех. С восприятием. В этом отношении, монахи, те жрецы и отшельники, которые описывают я воспринимающим и неповрежденным после смерти, описывают такое я, воспринимающее и неповрежденное после смерти, что оно либо материальное, либо нематериальное, либо материальное и нематериальное, либо нематериальное, не нематериальное, либо воспринимающее единство, либо воспринимающее множественность, либо воспринимающее ограниченное, либо воспринимающее безмерное. Или же, среди тех немногих, кто выходит за пределы этого, некоторые делают утверждение о тотальности сознания, безмерной и непоколебимой. 2. Монахи, Татхагату понимает это так, эти почтенные жрецы и отшельники, которые описывают я воспринимающим и неповрежденным после смерти, описывают это я как материальные, воспринимающие и безмерные. Или же некоторые делают утверждение о сфере отсутствия всего, безмерной и непоколебимой. Для них восприятие, здесь ничего нет провозглашается чистейшим, высочайшим, лучшим, непревзойденным среди тех восприятий, будь то восприятие форм, бесформенного, единства, множественности, три. Это обусловленное и грубое, но ведь есть прекращение формации. Познав, здесь есть это, видя спасение от этого, Татхагата вышел за пределы этого. 4. Без восприятия. В этом отношении, монахи, те жрецы и отшельники, которые описывают я невоспринимающим и неповрежденным после смерти, описывают такое я, невоспринимающие и неповрежденные после смерти, что оно либо, либо нематериальное, не нематериальное. 5. В этом отношении, монахи, эти критикуют тех жрецов и отшельников, которые описывают я как воспринимающие и неповрежденные после смерти. И почему? Потому что они говорят, восприятие – это болезнь, восприятие – это опухоль. Восприятие – это отравленный, дротик. А это умиротворенные, это возвышенные, то есть, невосприятие. Татхагата, монахи, понимают это так, эти почтенные жрецы и отшельники, которые описывают я невоспринимающим и неповрежденным после смерти, описывают это я, как материальные, либо нематериальные, ни нематериальные. И не может быть такого, чтобы какой-либо отшельник или жрец мог бы, правдиво, сказать, отдельно от материальной формы, отдельно от чувства, отдельно от восприятия, отдельно от формации, я опишу приход и уход сознания, его угасание и новые возникновения, его разрастание, увеличение и созревание. 6. Это обусловленное и грубое, но ведь есть прекращение формации. Познав, здесь есть это, видя спасение от этого, Татхагата вышел за пределы этого. Ни с восприятием, ни без восприятия в этом отношении, монахи, те жрецы и отшельники, которые описывают я невоспринимающим, не невоспринимающим и неповрежденным после смерти, описывают такое я, невоспринимающий, не невоспринимающий и неповрежденное после смерти, что оно либо, либо нематериальное, не нематериальное. В этом отношении, монахи, эти критикуют тех почтенных жрецов и отшельников, которые описывают я как воспринимающие и неповрежденные после смерти, а также, они критикуют тех почтенных жрецов и отшельников, которые описывают я как невоспринимающие и неповрежденные после смерти. И почему? Потому что они говорят, восприятие – это болезнь, восприятие – это опухоль, восприятие – это отравленный, дротик. А невосприятие – это остолбенение. А это умиротворенные, это возвышенные, то есть, невосприятие, не невосприятие. Татхагата, монахи, понимают это так, эти почтенные жрецы и отшельники, которые описывают я невоспринимающим, не невоспринимающим, и неповрежденным после смерти, описывают это я, как материальные, либо нематериальные, не нематериальные. Если какие-либо жрецы или отшельники описывают, что вхождение в эту сферу происходит посредством, определенной, доли формации в отношении видимого, слышимого, ощущаемого, познаваемого, то это считается бедствием для вхождения в эту сферу. 7. Ведь, как утверждается, эта сфера не достигается как достижений с формациями. Эта сфера, как утверждается, достигается как достижений с остаточными формациями. 8. Это обусловленное и грубое, но ведь есть прекращение формации. Познав, здесь есть это, видя спасение от этого, Татхагата вышел за пределы этого уничтожения живого существа. В этом отношении, монахи, те жрецы и отшельники, которые описывают истребление, разрушение, уничтожение существующего существа, в момент смерти, критикуют тех почтенных жрецов и отшельников, которые описывают я как воспринимающие и неповрежденные после смерти, А также они критикуют тех почтенных жрецов и отшельников, которые описывают я как невоспринимающие и неповрежденные после смерти. а также они критикуют тех почтенных жрецов и отшельников, которые описывают я как невоспринимающий, не невоспринимающий и неповрежденный после смерти. И почему? Все эти почтенные жрецы и отшельники, устремляясь вперед, утверждают свою привязанность таким образом, мы будем такими после смерти. Мы будем такими после смерти. Подобно тому, как торговец, идя на рынок, думает, благодаря этому это будет моим. За счет этого я получу это. Точно так же эти почтенные жрецы и отшельники похожи на торговцев, когда они заявляют, мы будем такими после смерти. Мы будем такими после смерти. Татхагата, монахи, понимает это так, эти почтенные жрецы и отшельники, которые описывают истребление, разрушение, уничтожение существующего существа, в момент смерти, из-за боязни личности и из-за отвращения к личности продолжают кружить вокруг этой самой личности. 9. Точно собака, которая цепью привязана к прочному столбу или колонне, бегает вокруг, кружится вокруг этого самого столба или колонны. Такие же эти почтенные жрецы и отшельники, которые из-за боязни личности и из-за отвращения к личности продолжают кружить вокруг этой самой личности. Это обусловлено и грубое, но ведь есть прекращение формации. Познав, здесь есть это, видя спасение от этого, Татхагата вышел за пределы этого. Монахи, любые жрецы и отшельники, которые размышляют о будущем, придерживаются воззрения о будущем, утверждают различные доктринальные суждения, касающиеся будущего. Все они утверждают эти пять оснований или какое-то одно из них. 10. Размышления о прошлом. Монахи, есть некие жрецы и отшельники, которые размышляют о прошлом, придерживаются воззрения о прошлом, утверждают различные доктринальные суждения, касающийся прошлого. Вечный или не вечный. Некоторые утверждают так, я и мир являются вечными. Только это правда, а все остальное ошибочно. Некоторые утверждают так, я и мир не являются вечными. Только это правда, а все остальное ошибочно. Некоторые утверждают так, я и мир являются вечными или не вечными. Только это правда, а все остальное ошибочно. Некоторые утверждают так, я и мир являются не вечными, не невечными. Только это правда, а все остальное ошибочно, 13. Ограниченно и безграничны. Некоторые утверждают так, я и мир являются ограниченными. Только это правда, а все остальное ошибочно. Некоторые утверждают так, я и мир являются безграничными. Только это правда, а все остальное ошибочно. Некоторые утверждают так, я и мир являются и ограниченными и безграничными. Только это правда, а все остальное ошибочно. Некоторые утверждают так, я и мир являются неограниченными, не безграниченными. Только это правда, а все остальное ошибочно. 14. Восприятие. Некоторые утверждают так, я и мир являются воспринимающими единство. Только это правда, а все остальное ошибочно. Некоторые утверждают так, я и мир являются воспринимающими множественность. Только это правда, а все остальное ошибочно. Некоторые утверждают так, я и мир являются воспринимающими ограниченной. Только это правда, а все остальное ошибочно. Некоторые утверждают так, я и мир являются воспринимающими безмерный. Только это правда, а все остальное ошибочно. Чувства. Некоторые утверждают так, я и мир, переживают, только удовольствие. Только это правда, а все остальное ошибочно. Некоторые утверждают так, я и мир, переживают, только боль. Только это правда, а все остальное ошибочно. Некоторые утверждают так, я и мир, переживают, и удовольствие и боль. Только это правда, а все остальное ошибочно. Некоторые утверждают так, я и мир, переживают, ни удовольствие, ни боль. Только это правда, а все остальное ошибочно, 15. В этом отношении, монахи, что касается тех жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины и воззрения как это, я и мир являются вечными. Только это правда, а все остальное ошибочно-то не может быть такого, чтобы у них было бы какое-либо ясное и чистое личное знание, об этом, без опоры на веру, без опоры на одобрение, без опоры на устную традицию, без опоры на умозаключение посредством обдумывания, без опоры на согласие с воззрением после рассмотрения, 16. Поскольку у них нет ясного и чистого личного знания, то даже частичные знания, которые проясняют, своими воззрениями, эти почтенные жрецы и отшельники, являются у них цеплением, 17. Это обусловленное и грубое, но ведь есть прекращение информации. Познав, здесь есть это, видя спасение от этого, Татхагата вышел за пределы этого. В этом отношении, монахи, что касается тех жрецов и отшельников, которые придерживаются такой доктрины и воззрения как это, я и мир не являются вечными, я и мир, переживают ни удовольствие, ни боль. Только это правда, а все остальное ошибочно-то не может быть такого, чтобы у них было какое-либо ясное и чистое личное знание, об этом, без опоры, на веру, без опоры, на одобрение, без опоры, на устную традицию, без опоры, на умозаключение посредством обдумывания, без опоры, на согласие с воззрением после рассмотрения. Поскольку у них нет ясного и чистого личного знания, то даже частичные знания, которые проясняют, своими воззрениями, эти почтенные жрецы и отшельники, являются у них цеплением. Это обусловлено и грубое, но ведь есть прекращение информации. Познав, здесь есть это, видя спасение от этого, Татхагата вышел за пределы этого, восемнадцать. Нибаба она здесь и сейчас. Первая и вторая джханы. Монахи, бывает так, что некий отшельник или жрец с оставлением воззрения о прошлом и будущем, за счет полного отсутствия настроенности наакого чувственного удовольствия, входит и пребывает в восторге от речения, девятнадцать. Он думает, это умиротворенные, это возвышенные, что я вхожу и пребываю в восторге от речения. Этот восторг прекращается в нем. С прекращением восторга от речения возникает грусть, и с прекращением грусти возникает восторг от речения, двадцать. Подобно тому, как солнечный свет заполняет область, которую покидает тень, а тень заполняет область, которую покидает солнечный свет, то точно так же с прекращением восторга от речения возникает грусть, и с прекращением грусти возникает восторг от речения. Татхагата, монахи, понимает это так, этот почтенный отшельник или жрец с оставлением воззрений, и с прекращением грусти возникает восторг отречения. Это обусловлено и грубое, но ведь есть прекращение информации. Познав, здесь есть это, видя спасение от этого, Татхагата вышел за пределы этого. Третье Аджхана. Монахи, бывает так, что некий отшельник или жрец с оставлением воззрения о прошлом и будущем, за счет полного отсутствия настроенности наакого чувственного удовольствия, а также с преодолением восторга отречения входит и пребывает в немирском счастье. 21. Он думает, это умиротворенные, это возвышенные, что я вхожу и пребываю в немирском счастье. Это немирское счастье прекращается в нем. С прекращением немирского счастья возникает восторг отречения, а с прекращением восторга отречения возникает немирское счастье. Подобно тому, как солнечный свет заполняет область, которую покидает тень, а тень заполняет область, которую покидает солнечный свет, то точно так же – немирское счастье. Татхагата, монахи, понимают это так, этот почтенный отшельник или жрец с оставлением воззрений, с прекращением восторга отречения возникает немирское счастье. Это обусловлено и грубое, но ведь есть прекращение информации. Познав, здесь есть это, видя спасение от этого, Татхагата вышел за пределы этого. Четвертое отшельник или жрец с оставлением воззрения о прошлом и будущем, за счет полного отсутствия настроенности наокого чувственного удовольствия, а также с преодолением восторга отречения и немирского счастья, входит и пребывает в неприятном неболезненном чувстве. 22. Он думает, это умиротворенные, это возвышенные, что я вхожу и пребываю в неприятном неболезненном чувстве. Это неприятное неболезненное чувство прекращается в нем. С прекращением неприятного неболезненного чувства возникает немирское счастье, а с прекращением немирского счастья возникает неприятное неболезненное чувство. Подобно тому, как солнечный свет заполняет область, которую покидает тень, а тень заполняет область, которую покидает солнечный свет, то точно так же – неприятное и неболезненное чувство. Татхагата, монахи, понимают это так, этот почтенный отшельник или жрец с оставлением воззрений, с прекращением немирского счастья возникает неприятное и неболезненное чувство. Это обусловлено и грубое, но ведь есть прекращение формации. Познав, здесь есть это, видя спасение от этого, Татхагата вышел за пределы этого. Достижение нигбаны с цеплением. Монахи, бывает так, что некий отшельник или жрец с оставлением воззрения о прошлом и будущем, за счет полного отсутствия настроенности на около чувственного удовольствия, а также с преодолением восторга отречения, немирского счастья и неприятного и неболезненного чувства считает себя таковым – это, я умиротворен, это, я достиг нигбаны, это, я не имею цепляния, Татхагата, монахи, понимает это так, этот почтенный отшельник или жрец с оставлением воззрений, считает себя таковым – это, я умиротворен, это, я достиг нигбаны, это, я не имею цепляния. Вне сомнений, этот почтенный утверждает путь, направленный к неббане. Но, тем не менее, этот отшельник или жрец все еще цепляется, цепляется либо к воззрению о прошлом, либо к воззрению о будущем, либо к оковом чувственного наслаждения, либо к восторгу отречения, либо к немирскому счастью, либо к неприятному и неболезненному чувству. И когда этот достопочтенный считает себя таковым – это, я умиротворен, это, я достиг нигбаны, это, я не имею цепляния, то это также считается цеплянием этого почтенного жреца или отшельника. 24. Это обусловлено и грубое, но ведь есть прекращение формаций. Познав, здесь есть это, видя спасение от этого, Татхагата вышел за пределы этого. Монахи, это высочайшее состояние возвышенного покоя было открыто Татхагатой, то есть, освобождение посредством нецепления благодаря пониманию в соответствии с действительностью возникновения, исчезновения, привлекательности, опасности, и спасения в отношении шести сфер контакта. Монахи, таково, это, высочайшее состояние возвышенного покоя, открытое Татхагатой, то есть, освобождение посредством нецепления благодаря пониманию в соответствии с действительностью возникновения, исчезновения, привлекательности, опасности, и спасения в отношении шести сфер контакта. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. Один, аналог этой сутты сохранился в тибетском каноне. Санскритский текст принадлежал школе Мула Сарвасива да в этой версии Нигбана здесь и сейчас не включена в категорию спекуляции о будущем, но занимает отдельную категорию. Подобное деление более логично, чем в палийской сути, МН-102. 2. Очевидно, когда речь идет о единстве, множественности, ограниченном, безграничном, то подразумевается, что за я воспринимается сфера безграничного пространства. Под комментарий поясняет, что когда речь идет о тотальности, косина, сознания, то речь идет о сфере безграничного сознания, также воспринимаемой как я. 3. Восприятие в третьей Арупаджхане, сфере отсутствия всего, является наиболее утонченным и возвышенным среди всех мирских восприятий. Хотя в четвертой Арупаджхане также есть некий вид восприятия, все же, оно слишком утонченное, чтобы обозначаться как восприятие. 4. Комментарий перефразирует, все эти виды восприятий вместе с воззрением являются обусловленными. Поскольку они обусловлены, они являются грубыми. Но есть Ниббана, которая называется прекращением формации, то есть, прекращением всего, обусловленного. Познав здесь есть это, то есть, Ниббана, видя спасение от обусловленного, Татхагата вышел за пределы обусловленного. 5. Здесь не говорится о возможных видах восприятия, так как речь идет о я, который не обладает восприятием. 6. Комментарий поясняет, что речь здесь идет только о тех мирах, где присутствуют все пять совокупностей в бесформенных мирах сознания и существуют без материальной формы, а в мире невоспринимающих существ, асаньясата, есть только материальная форма, но нет сознания. Однако, сознание никогда не может существовать без трех других ментальных совокупностей, чувства, восприятия, формаций. 7. Комментарий поясняет, что выражение «дитхасутамутавиньятаба» означает то, что познается как видимое, слышимое, ощущаемое и относится к познанию через двери органов чувств. Однако, сюда также можно включить все грубые процессы познавания, которые происходят через дверь ума. Чтобы войти в четвертую бесформенную сферу, нужно чтобы все обыденные умственные формации, связанные с иными когнитивными процессами, были преодолены, так как их наличие является помехой для вхождения в это «медитативное» достижение. Поэтому оно называется невоспринимающим «ньевосанья». 8. В четвертой арупаджхане формации еще наличествуют, но в очень утонченном виде. Смотри также СН 14.11. 9. Страх и отвращение по отношению к личности – это аспект жажды несуществования, ведь бхаваттинха. О нигилиционистическое воззрение, из-за которого возникает такой вид жажды, все еще подразумевает вовлеченность в определении себя как «я», а та, то есть «я», которая уничтожается в момент смерти, и таким образом, несмотря на свое отрицание, такой человек, из-за цепления за воззрение «я», все еще привязан к круговерте существования, в сансаре. 10. Было рассмотрено всего четыре основания, а Будда в тексте говорит про пять. 10. Комментарий пытается это объяснить так, что Ниббана была рассмотрена, когда речь шла о восприятии единства и множественности, однако такая трактовка неубедительна. Более того, размещение в тексте воззрения о прошлом после воззрения о будущем также нарушает логичный порядок. Судя по всему, текст до какой-то степени был искажен в процессе древней устной передачи. По мнению Скилинга, этот отрывок может являться частью древнего комментария, который в какой-то момент был включен в текст субты. 11. 12. Судя по тому, что речь идет о прошлом, это воззрение, вероятно, означает, что мир и я возникли в далеком прошлом спонтанно из ничего. 12. Здесь речь идет о четырех видах частичного этернаализма, смотри. ДН1. 13. Вероятно, здесь речь идет о четырех видах избегания любых однозначных утверждений, смотри. ДН1. 14. Примечания переводчика СВ, первые три воззрения, согласно ДН1, возникают у медитирующих отшельников. Первый из них обретает такое медитативное сосредоточение, что видит мир как имеющий границы, вероятно, в связи с его ограниченным видением в Джхане. Насчет ограниченного сияния в Джхане смотри. МН-127. Второй из них обретает безграничное сосредоточение, и видит, что у мира нет границ, вероятно, из-за более развитого сосредоточения. Третий из них обретает сосредоточение, в результате которого его медитативное видение ограничено сверху и снизу, но безгранично по сторонам. В итоге он делает утверждение, что мир безграничен и ограничен. Четвертое же утверждение делает отшельник, который не имеет медитативных достижений, но который просто лишь размышляет над разногласиями в утверждениях предыдущих трех видов отшельников. 15. Примечании переводчика СВ Иногда встречаются утверждения, что под самостью Будда подразумевал только нечто такое, что является внутренне приятным, то есть переживает только приятные, а потому, если что-то является страдательным, то значит оно является и безличностным. Такая логическая цепочка действительно встречается в ряде сутт. Однако, судя по этому фрагменту, Будда допускает также и то, что кто-то может считать и оболезненным, переживающим болезненность. Очевидно, что для такого человека логический довод раз что-то является страдательным, то оно является и безличностным работать не будет. Вероятно, когда Будда приводит эту логическую цепочку в суттах, то он приводит ее только для тех, кто считает свое «я» исключительно приятным, переживающим только приятные, а не для всех подряд, как может показаться, если считать, что этот довод истинный абсолютно во всех случаях. 16. Другими словами, они опираются не на прямое знание, а на тот или иной другой вариант убежденности в МН-95 Будда говорит, что эти пять видов убежденности плохи тем, что могут быть правдивыми, но могут быть и ошибочными. 17. Комментарий поясняет, что в действительности у них это даже не знание, а просто неправильное понимание. Поэтому оно и называется цеплением. 18. Примечание переводчика СВ, хотя в сути сказано, что абсолютно все эти воззрения выстроены на одной из пяти видов убежденностей, то есть не на прямом знании, все же, в ДН-1 Будда говорит, что некоторые из этих воззрений, хоть и являются ошибочными, выстроены на прямом знании, а не на какой-то одной из этих пяти видов убежденностей. Смотри выше примечание номер 14. 19. Это первая или вторая джхана, где присутствует фактор восторга. 20. Комментарий объясняет, что это грусть от утраты состояния джханы. Она возникает не сразу после выхода из джханы, а потом, когда приходит понимание того, что джхана окончилась. 21. Примечание переводчика СВ, это приятное ощущение, сукха, возникающий за возмутимостью в три джхане. 22. Это четвертая джхана, а также все бесформенные сферы. 23. Палиское выражение Ахамасме, это «Я» означает, что он все еще связан с цеплением. Примечание переводчика СВ, преодоление неприятного, неболезненного чувства означает, что он преодолел не только четвертую джхану, но и четыре бесформенные сферы, так как в них также присутствует неприятное и неболезненное чувство. 24. Комментарий поясняет, что это воззрение «Я». Таким образом, это цепляние также относятся к цеплянию за воззрение. «Киньте сутта, что вы думаете обо мне?» МН-103. «Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Кусинари, один, в роще подношений. Там он обратился к монахам, монахе. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, что вы думаете обо мне, монахе? Этот отшельник Гатамы учит Тхаме ради одеяния? Или что этот отшельник Гатамы учит Тхаме ради еды с подаянией? Или что этот отшельник Гатамы учит Тхаме ради жилища? Или что этот отшельник Гатамы учит Тхаме ради некоего лучшего состояния существования? Мы не думаем о благословенном так, отшельник Гатамы учит Дхаме ради одеяний, состояние существования. Итак, монахи, вы не выдумаете обо мне так, отшельник Гатамы учит Дхаме ради одеяний, состояние существования. Тогда что вы думаете обо мне? Учитель, мы думаем о благословенном так, благословенный сострадателенный ищет нашего благополучия. Он обучает Дхаме сострадания. Итак, монахи, вы думаете обо мне так, благословенный сострадателен и ищет нашего благополучия. Он обучает Дхаме сострадания. Так, монахи, те вещи, которым я вас научил после того, как напрямую познал их, сам, то есть, четыре основы осознанности, четыре вида правильных стараний, четыре основы сверхъестественных сил, пять сил, пять качеств, семь факторов просветления, благородный восьмеричный путь во всех этих вещах вы должны тренироваться в согласии, с признательностью друг другу, без споров. Когда вы тренируетесь в согласии, без споров, то два монаха могут занять различные утверждения насчет высшей Дхаммы, два разногласий из Дхаммы. Если вы думаете так, эти достопочтенные, говорят, отличающиеся и по смыслу и по словесному выражению смысла, три, то тогда нужно подойти к тому монаху, который вам кажется наиболее благоразумным, и сказать ему, достопочтенные, говорят, отличающиеся и по смыслу и по словесному выражению смысла. Достопочтенным следует знать, что именно поэт Поэтому, Благословенный говорил, что, сказанное, бывает различающимся и по смыслу и по словесному, выражению, смысла. Пусть достопочтенные не пускаются в споры. И затем нужно подойти к тому монаху, который вам кажется наиболее благоразумным из тех, кто занимает противоположную сторону, и сказать ему, достопочтенные, говорят, отличающиеся и по смыслу и по словесному, выражению, смысла. Достопочтенным следует знать, что именно поэтому, Благословенный говорил, что, сказанное, бывает различающимся и по смыслу и по словесному, выражению, смысла. Пусть достопочтенные не пускаются в споры. То, что было плохо ухвачено, следует держать в уме как то, что плохо ухвачено. Держа то, что было плохо ухвачено как то, что плохо ухвачено, следует разъяснить, что является Дхаммой, и что является Винаей. Далее, если вы думаете так, эти достопочтенные, говорят, отличающиеся по смыслу, но одинаковые по словесному, выражению, смысла, то тогда нужно подойти к тому монаху, который вам кажется наиболее благоразумным, и сказать ему, достопочтенные, говорят, отличающиеся по смыслу, но одинаковые по словесному, выражению, смысла. Достопочтенным следует знать, что именно поэтому Благословенный говорил, что «сказанные» бывают различающимся по смыслу, но одинаковым по словесному выражению смысла Пусть достопочтенные не пускаются в споры И затем нужно подойти к тому монаху, который вам кажется наиболее благоразумным из тех, кто занимает противоположную сторону в беседе И сказать ему «достопочтенные» говорят, отличающиеся по смыслу, но одинаковые по словесному выражению Пусть достопочтенные не пускаются в споры То, что было плохо ухвачено, следует держать в уме как то, что плохо ухвачено А то, что было хорошо ухвачено, следует держать в уме как то, что хорошо ухвачено Держа в уме то, что было плохо ухвачено как то, что плохо ухвачено И держа в уме то, что было хорошо ухвачено как то, что хорошо ухвачено Следует разъяснить, что является Дхаммой, и что является Винаей Далее, если вы думаете так, эти достопочтенные говорят, одинаковые по смыслу, но отличающиеся по словесному выражению смысла, то тогда нужно подойти к тому монаху, который вам кажется наиболее благоразумным, и сказать ему, достопочтенные, говорят, одинаковые по смыслу, но отличающиеся по словесному выражению смысла. Достопочтенным следует знать, что именно поэтому Благословенный говорил, что сказанные, бывают одинаковые по смыслу, но отличающимся по словесному выражению смысла. Но словесное выражение смысла – это мелочь. Пусть достопочтенные не пускаются в споры из-за мелочи. 4. И затем нужно подойти к тому монаху, который вам кажется наиболее благоразумным из тех, кто занимает противоположную сторону, и сказать ему «Достопочтенные, говорят, одинаковые по смыслу». Пусть достопочтенные не пускаются в споры из-за мелочи. То, что было хорошо ухвачено, следует держать в уме как то, что хорошо ухвачено. А то, что было плохо ухвачено, следует держать в уме как то, что плохо ухвачено. Держа в уме то, что было хорошо ухвачено как то, что хорошо ухвачено, и то, что было плохо ухвачено как то, что плохо ухвачено, следует разъяснить, что является Дхаммой, и что является Винаей. Далее, если вы думаете так, эти достопочтенные, говорят, одинаковые по смыслу и по словесному выражению смысла, то тогда нужно подойти к тому монаху, который вам кажется наиболее благоразумным, и сказать ему, «Достопочтенные, говорят, одинаково и по смыслу и по словесному выражению смысла». Достопочтенным следует знать, что именно поэтому благословенный говорил, что сказанные, бывают одинаковым и по смыслу и по словесному выражению смысла. Пусть достопочтенные не пускаются в споры. И затем нужно подойти к тому монаху, который вам кажется наиболее благоразумным из тех, кто занимает противоположную сторону, и сказать ему, «Достопочтенные, говорят, одинаковые по смыслу. Пусть достопочтенные не пускаются в споры. То, что было хорошо ухвачено, следует держать в уме как то, что хорошо ухвачено». Держа в уме то, что было хорошо ухвачено как то, что хорошо ухвачено, следует разъяснить, что является Дхаммой, и что является Винаей. Порицание монаха. Когда вы тренируетесь в согласии, с признательностью друг к другу, без споров, то некий монах может совершить нарушение или проступок. И тогда, монахи, вам не следует торопиться упрекать его. Вместо этого его нужно изучить так, и я не буду обеспокоен, и другого человека это не заденет. Ведь другой человек не предается злобе и негодованию, он не привязан прочно к своему воззрению, оставляет его с легкостью. Я могу сделать так, что этот человек выйдет из неблагого, смогу утвердить его в благом. Если такая мысль приходит к вам, монахи, то тогда подобает говорить. Далее, монахи, мысль может прийти к вам, я не буду обеспокоен, но другого человека это заденет. Ведь другой человек предается злобе и негодованию. Однако, он не привязан прочно к своему воззрению, оставляет его с легкостью. Я могу сделать так, что этот человек выйдет из неблагого, смогу утвердить его в благом. Это мелочь, что его это заденет, но куда более важным является то, что я могу сделать так, что этот человек выйдет из неблагого, смогу утвердить его в благом. Если такая мысль приходит к вам, монахи, то тогда подобает говорить. Далее, монахи, мысль может прийти к вам, я буду обеспокоен, но другого человека это не заденет. Ведь другой человек не предается злобе и негодованию. Однако, он привязан прочно к своему воззрению, оставляет его с трудом. Но все же я могу сделать так, что этот человек выйдет из неблагого, смогу утвердить его в благом. Это мелочь, что я буду обеспокоен, но куда более важным является то, что я могу сделать так, что этот человек выйдет из неблагого, смогу утвердить его в благом. Если такая мысль приходит к вам, монахи, то тогда подобает говорить. Далее, монахи, мысль может прийти к вам, я буду обеспокоен, и другого человека это заденет. Ведь другой человек предается злобе и негодованию, а также он привязан прочно к своему воззрению, оставляет его с трудом. Но все же я могу сделать так, что этот человек выйдет из неблагого, смогу утвердить его в благом. Это мелочь, что я буду обеспокоен, и что другого человека это заденет. Куда более важным является то, что я могу сделать так, что этот человек выйдет из неблагого, смогу утвердить его в благом. Если такая мысль приходит к вам, монахи, то тогда подобает говорить. Далее, монахи, мысль может прийти к вам, я буду обеспокоен, и другого человека это заденет. Ведь другой человек предается злобе и негодованию, а также он привязан прочно к своему воззрению, оставляет его с трудом. Я не могу сделать так, что этот человек выйдет из неблагого, не смогу утвердить его в благом. В этом случае не стоит недооценивать проявление невозмутимости к такому человеку. Вариант разрешения разногласий. Когда вы тренируетесь в согласии с признательностью друг к другу, без споров, то может возникнуть взаимное словесное трение, наглость, выражение, воззрение, горечь, уныние. То тогда вам следует подойти к тому монаху, который вам кажется наиболее благоразумным из тех, кто занимает какую-либо сторону, и обратиться к нему так, по мере того как мы тренировались в согласии, возникло взаимное словесное трение, уныние. Если бы отшельник узнал об этом, упрекнул бы он за это? Отвеча правдиво, тот монах ответил бы так, по мере того как мы тренировались. Если бы отшельник узнал об этом, он бы упрекнул за это. Но, друг, не отбросив этой вещи, можно ли реализовать никбану? Отвеча правдиво, тот монах ответил бы так, друг, не отбросив этой вещи, невозможно реализовать никбану. Затем вам следует подойти к тому монаху, который вам кажется наиболее благоразумным из тех, кто занимает противоположную сторону, и обратиться к нему так, по мере того как мы тренировались в согласии, возникло взаимное словесное трение, уныние. Если бы отшельник узнал об этом, упрекнул бы он за это? Отвеча правдиво, тот монах ответил бы так, по мере того как мы тренировались. Если бы отшельник узнал об этом, он бы упрекнул за это. Но, друг, не отбросив этой вещи, можно ли реализовать никбану? Отвеча правдиво, тот монах ответил бы так, друг, не отбросив этой вещи, невозможно реализовать никбану. Если бы другие спросили того монаха так, тот ли это достопочтенный, который сделал так, что те монахи вышли из неблагого, который утвердил их в благом, то, отвечая правдиво, монах ответил бы так, «Вот, друзья, я отправился к благословенному». Благословенный научил меня Дхамме. Услышав эту Дхамму, я говорил с теми монахами. Монахи услышали эту Дхамму, и они вышли из неблагого и утвердились в благом. Отвечая так, монах не восхваляет себя, не принижает других. Он отвечает в соответствии с Дхаммой так, что нет ничего, что могло бы стать уместным основанием для критики из-за его утверждения. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. 1. Примечание переводчика СВ. Очевидно, событие происходит незадолго до смерти Будды, его уход произошел именно в Кусинаре в возрасте 80 лет, и данная сутта является наставлением монахов для разрешения конфликтных ситуаций, которые могут произойти уже именно после смерти учителя. 2. Высшая Дхама, Абхидхама. Комментарий к сутте объясняет, что речь идет о 37 средствах просветления, изложенных выше по пунктам, 4 основы осознанности и т.д. 2. Примечание переводчика СВ. Данный термин не означает здесь третьего раздела канона, Абхидхаммы, так как он сформировался значительно позже, только к третьему буддийскому собору. Термин подразумевает доктринальные тонкости Дхаммы, которые могут иметься в любом доктринальном вопросе в некоторых других суттах. Наряду со словом Абхидхаммы также встречается термин Абхивиное, что означает, очевидно, доктринальные тонкости Винаи. 3. Значение или смысл, Адха, а также используемые для описания смысла фразы и выражения, Бинджана, это два аспекта Дхаммы, которые учил Будда. Идущий ниже текст можно сравнить с похожим фрагментом в ДН-29, в котором также говорится об обеспокоенности в отношении сохранения правильного смысла используемых фраз Дхаммы. 4. Так сказано по той причине, что небольшие отклонения от правильного выражения смысла, не обязательно являются помехой правильному пониманию смысла. Однако в других суттах, например, в Ан-2.20, Будда говорит, что не только неправильное толкование смысла ведет к исчезновению подлинной Дхаммы, он также и неправильно используемые выражения и фразы, которые объясняют смысл. 5. Вещь Дхамма. Комментарий говорит о том, что под Дхаммой здесь подразумевается ссора. Самогама сутта, в Самогамме. МН-104. Содержание, шесть корней и разногласий. Разбирательство. Шесть принципов радушия. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в стране Сакьи в Самогамме. И в то время в Паве только что скончался Нигантха Натапутта. После его смерти Нигантхи раскололись, разделились на две группы. Они стали ссориться и скандалить, погрязли в дебатах, пронзая друг друга остриями своих языков, ты не понимаешь эту Дхамму и Винаю. Я понимаю эту Дхамму и Винаю. Что бы ты понимал в этой Дхамме и Винае? Твой путь неправильный. Мой путь правильный. Я последователен, а ты непоследователен. То, что нужно было сказать вначале, ты сказал потом. То, что нужно было сказать после, ты сказал вначале. То, на чем ты так долго размышлял, несостоятельно. Твоя доктрина опровергнута. Доказано, что ты неправ. Иди и получше поучись, или распутайся сам, если сможешь. Казалось, что происходит только лишь сплошная резня среди учеников Нигантхана Тапуты. А его одеты в белые мирские последователи испытывали отвращение, волнение, разочарование в отношении учеников Нигантхана Тапуты. Как и испытывали все это в отношении, плохо провозглашенные и плохо изложенные Дхаммой и Винае, которые были не освобождающими, не ведущими к покою, изложенные тем, кто не был полностью просветлен, и теперь со сломанным святилищем они остались без прибежища, один. И тогда младший монах Чунда, который провел сезон дождей в Паве, отправился к достопочтенному Ананде, поклонившись ему, сел рядом и рассказал ему обо всем, что произошло. Тогда достопочтенный Ананда сказал ему, друг Чунда, эти новости следует рассказать благословенному. Идем же, подойдем к благословенному и расскажем ему об этом. Да, достопочтенный ответил младший монах Чунда. И тогда достопочтенный Ананда и младший монах Чунда вместе отправились к благословенному. Поклонившись ему, они сели рядом, и достопочтенный Ананда сказал благословенному, этот младший монах Чунда, учитель, говорит так, достопочтенный Нигантхана Тапута только что скончался. После его смерти негандхи раскололись, и теперь со сломанным святилищем они остались без прибежища. Я подумал, учитель, пусть в Сангхи не возникнет разногласий, когда благословенный уйдет. Ведь такие разногласия привели бы к вреду и несчастью многих, к утрате, вреду, и страданию богов и людей. Как ты думаешь, Ананда? Те вещи, которым я научил вас после того, как напрямую познал их, то есть, четыре основы осознанности, четыре вида правильных стараний, четыре основы сверхъестественных сил, пять сил, пять качеств, семь факторов просветления, благородный восьмеричный путь видишь ли ты, Ананда, чтобы даже два монаха делали бы различающиеся утверждения в отношении этих вещей? Нет, учитель, я не вижу даже двух монахов, которые бы делали различающиеся утверждения в отношении этих вещей. Но, учитель, есть люди, которые живут с почтением к благословенному и которые могут, когда он уйдет, создать разногласия в Сангхи по поводу средств к жизни и по поводу Патимокхи, 2. Такие разногласия привели бы к вреду и несчастью многих, к утрате, вреду, и страданию богов и людей. Разногласия по поводу средств к жизни или насчет Патимокхи были бы мелочью, Ананда. Но если бы в Сангхи возникли бы разногласия по поводу пути или способа, то тогда такие разногласия привели бы к вреду и несчастью многих, к утрате, вреду, и страданию богов и людей. Ананда, есть эти шесть корней разногласий. Какие шесть? Вот, Ананда, монах злой и негодующий. Такой монах пребывает без почтения и уважения к Учителю, к Дхамме, к Санхе, и он не исполняет тренировки. Монах, который пребывает без уважения и почтения к Учителю, к Дхамме, к Санхе, и который не исполняет тренировки, создает разногласия в Санхе, что ведет к вреду и несчастью многих, к утрате, вреду, и страданию богов и людей. Если вы видите подобный корень разногласий либо в себе, либо внешне, то тогда вам следует стараться ради отбрасывания этого самого порочного корня разногласий. А если вы не видите в себе, либо внешне, подобного корня разногласий, то тогда вам следует практиковать так, чтобы этот самый порочный корень разногласий не пророс в будущем. Вот каким образом происходит отбрасывание подобного порочного корня разногласий. Вот каким образом происходит непрорастание подобного порочного корня разногласий в будущем. Далее, монах притворный и лживый, завистливый и скупой, имеет порочные желания и неправильные воззрения, придерживается своих собственных воззрений, прочно их удерживает, оставляет с трудом. Такой монах пребывает без почтения и уважения к учителю, не исполняет тренировки, создает разногласия в Санхе, что ведет к вреду и несчастью многих, к утрате, вреду, и страданию богов и людей, происходит непрорастание подобного порочного корня разногласий в будущем. Таковы шесть корней разногласий. Ананда, есть четыре вида разбирательств. Какие четыре? Разбирательство из-за разногласий, разбирательство из-за обвинения, разбирательство из-за проступка, разбирательство рассмотрения дела. Три. Ананда, есть эти семь видов разрешения и разбирательств. Ради урегулирования и разрешения возникших разбирательств может быть применено устранение разбирательства противостоянием, может быть применено устранение разбирательства памятью, может быть применено устранение разбирательства из-за прошлого безумия, может быть применено признание нарушения, может быть применено мнение большинства, может быть применено объявление о плохом характере у кого-либо, может быть применено покрытие травой. Один, и каким образом происходит устранение разбирательства противостоянием? Вот монахи спорят, это тхамма или это, не тхамма или это, вина или это, не вина. Тем монахам следует собраться всем вместе в согласии. Затем, собравшись вместе, следует очертить направление Дхаммы. 4. Как только направление Дхаммы очерчено, это разбирательство следует разрешить таким образом, чтобы это согласовывалось с ним. Таково устранение разбирательства противостоянием. Вот каким образом происходит разрешение некоторых разбирательств устранением разбирательства противостоянием. 2. И каким образом происходит устранение разбирательства мнением большинства? Если те монахи не могут разрешить это разбирательство в том обиталище, они отправляются в обиталище, где имеется большее количество монахов. Там тем монахам следует собраться всем вместе в согласии. Затем, собравшись вместе, следует очертить направление Дхаммы. Как только направление Дхаммы очерчено, это разбирательство следует разрешить таким образом, чтобы это согласовывалось с ним. Таково мнение большинства. Вот каким образом происходит разрешение некоторых разбирательств в устранении разбирательства мнением большинства. 3. И каким образом происходит устранение разбирательства памятью? 5. Вот один монах упрекает другого монаха за такое то и такое то серьезное нарушение, которое подразумевает поражение или граничит с поражением, введение монашеской жизни. 6. Помнит ли достопочтенный, что совершил такое то и такое то серьезное нарушение, которое подразумевает поражение или граничит с поражением? Он отвечает, нет, друзья, я не помню, чтобы совершил такое-то и такое-то серьезное нарушение, которое подразумевает поражение или граничит с поражением в его случае может быть объявлено об устранении разбирательства памятью. Таково устранение разбирательства памятью. Вот каким образом происходит разрешение некоторых разбирательств устранением разбирательства памятью. 4. И каким образом происходит устранение разбирательства из-за прошлого безумия. 7. Вот один монах упрекает другого монаха за такое-то и такое-то серьезное нарушение, которое подразумевает поражение или граничит с поражением, в ведении монашеской жизни, помнит ли достопочтенный, что совершил такое-то и такое-то серьезное нарушение, которое подразумевает поражение или граничит с поражением? Он отвечает, нет, друзья, я не помню, чтобы совершил такое-то и такое-то серьезное нарушение, которое подразумевает поражение или граничит с поражением. Несмотря на его отрицание, первый, монах, продолжает давить на последнего, вне сомнений, достопочтенный должен очень хорошо знать то, помнит ли он, что совершил, граничит с поражением. Он отвечает, я был безумен, друг, я был вне себя. Когда я был безумен, я сказал и сделал многие вещи, неподобающие для отшельника. Я не помню, я был безумен, когда сделал это в его случае может быть объявлено об устранении разбирательства из-за прошлого безумия. Таково устранение разбирательства из-за прошлого безумия. Вот каким образом происходит разрешение некоторых разбирательств устранением разбирательства из-за прошлого безумия. 5. И каким образом? Происходит устранение разбирательства, признанием нарушения. Вот монаха либо порицают, либо не порицают, но он помнит о нарушении, рассказывает о нем, раскрывает его. Ему следует пойти к старшему монаху и, закинув верхнее одеяние за плечо, поклониться ему в ноги. Затем, сидя на пятках, ему следует понять руки, сложив ладони вместе, и сказать, достопочтенный, я совершил такой-то и такой-то проступок. Я осознаюсь в этом. Другой говорит, видишь ли ты? Да, я вижу будешь ли практиковать сдержанность в будущем? Я буду практиковать сдержанность в будущем. Таково, устранение разбирательства, признанием нарушения. Вот каким образом происходит разрешение некоторых разбирательств признанием нарушения. Шесть, и каким образом, происходит устранение разбирательства, объявлением о плохом характере у кого-либо? Вот один монах упрекает другого монаха за такое-то и такое-то серьезное нарушение, которое подразумевает поражение или граничит с поражением, в ведении монашеской жизни, помнит ли Достопочтенный, что совершил такое-то и такое-то серьезное нарушение, которое подразумевает поражение или граничит с поражением? Он отвечает, нет, друзья, я не помню, чтобы совершил такое-то и такое-то серьезное нарушение, которое подразумевает поражение или граничит с поражением. Несмотря на его отрицание, первый, монах, продолжает давить на последнего, вне сомнений, Достопочтенный должен очень хорошо знать то, помнит ли он, что совершил, граничит с поражением. Он отвечает, я не помню, друзья, чтобы совершил такое-то и такое-то серьезное нарушение, которое подразумевает поражение или граничит с поражением. Но я помню, что совершил такое-то и такое-то незначительное нарушение. Несмотря на его отрицание, первый, монах, продолжает давить на последнего, вне сомнений, достопочтенный должен очень хорошо знать то, помнит ли он, что совершил, граничит с поражением. Он говорит, друзья, когда меня не спросили, я признал, что совершил это незначительное нарушение. Поэтому, когда меня спросили, почему я не должен признавать, что совершил такое-то и такое-то серьезное нарушение, которое подразумевает поражение или граничит с поражением. Другой говорит, друг, если бы тебя не спросили, ты бы не признал, что совершил это незначительное нарушение. Так с чего бы, если бы тебя не спросили, ты бы признал, что совершил такое-то и такое-то серьезное нарушение, которое подразумевает поражение или граничит с поражением? Вне сомнений, достопочтенный должен очень хорошо знать то, помнит ли он, что совершил, граничит с поражением. Он говорит, я помню, друзья, что совершил такое-то и такое-то серьезное нарушение. Я шутил, я бредил, когда сказал, что не помню, что совершил такое-то и такое-то серьезное нарушение. Таково объявление о плохом характере у кого-либо. Вот каким образом происходит разрешение некоторых разбирательств объявлением о плохом характере у кого-либо. 7. И каким образом происходит устранение разбирательства покрытием травой? 8. Вот, когда монахи стали ссориться и скандалить, погрязли в дебатах, они могут сказать многочисленные вещи, неподобающие для отшельника. Тем монахам следует собраться вместе в согласии. Когда они собрались вместе, мудрый монах среди монахов, которые занимают одну сторону, должен подняться со своего сидения, закинув верхнее одеяние за плечо, поднять руки, сложив ладони, и призвать к постановлению Сангхи так, пусть досточтимая Сангха услышит меня. Когда мы стали ссориться и скандалить, погрязли в дебатах, мы сказали многочисленные вещи, неподобающие для отшельника. Если Сангха одобряет, то ради блага тех достопочтенных, как и ради моего собственного блага, посреди Сангхи я признаю посредством метода покрывания травой любые проступки этих достопочтенных, как и свои собственные проступки, кроме тех, которые требуют серьезного осуждения, и тех, которые связаны с мирянами. 9. И затем мудрый монах среди монахов, которые занимают другую сторону, должен подняться со своего сидения, и закинув верхнее одеяние за плечо, поднять руки, сложив ладони, и призвать к постановлению Сангхи так, пусть досточтимая Сангха услышит меня. Когда мы стали ссориться и скандалить, погрязли в дебатах, мы сказали многочисленные вещи, неподобающие для отшельника. Если Сангха одобряет, то ради блага тех достопочтенных, как и ради моего собственного блага, посреди Сангхи я признаю посредством метода покрывания травой любые проступки этих достопочтенных, как и свои собственные проступки, кроме тех, которые требуют серьезного осуждения, и тех, которые связаны с мирянами. Таково покрытие травой. Вот каким образом происходит разрешение некоторых разбирательств покрытием травой. Ананда, есть эти шесть принципов радуши, которые создают любовь и уважение, ведут к сплоченности, к отсутствию раздоров, к согласию, к единству. Какие шесть? 1. Вот монах поддерживает доброжелательность, выраженную посредством действия тела, как в частном порядке, так и прилюдно, по отношению к своим товарищам по святой жизни. Это принцип радуши, который создает любовь и уважение, ведет к сплоченности, к отсутствию раздоров, к согласию, к единству. 2. Далее, монах поддерживает доброжелательность, выраженную посредством действия речи, как в частном порядке, так и прилюдно, по отношению к своим товарищам по святой жизни. Это тоже принцип радуши, к единству. 3. Далее, монах поддерживает доброжелательность, выраженную посредством действия ума, как в частном порядке, так и прилюдно, по отношению к своим товарищам по святой жизни. Это тоже принцип радуши, к единству. 4. Далее, монах пользуется общими со своими нравственными товарищами по святой жизни вещами, не оставляя, только, за собой право их использования. Он делится с ними любыми обретениями, что соответствует Дхаме, и которые были добыты путем, соответствующим Дхаме, включая даже содержимое его чаша, для сбора еды с подаянией. Это тоже принцип радуши, к единству. 5. Далее, монах пребывает, как в частном порядке, так и прилюдно, разделяя со своими товарищами по святой жизни те нравственные качества, что не разбиты, не разрушены, не запятнаны, освобождающие, восхваляемые мудрецами, непонятые ошибочно, ведущие к сосредоточению. Это тоже принцип радуши, к единству. 6. Далее, монах пребывает, как в частном порядке, так и прилюдно, разделяя со своими товарищами по святой жизни то воззрение, которое благородное и освобождающее, которое ведет того, кто практикует в соответствии с ним, к полному уничтожению страданий. Это тоже принцип радуши, который создает любовь и уважение, ведет к сплоченности, к отсутствию раздоров, к согласию, к единству. Таковы шесть принципов радуши, которые создают любовь и уважение, ведут к сплоченности, к отсутствию раздоров, к согласию, к единству. Если, Ананда, ты осуществляешь и поддерживаешь эти шесть принципов радуши, то видишь ли ты какое-либо проистечение речи, мелочной или серьезной, которое ты бы не смог вытерпеть? Нет, учитель. Поэтому, Ананда, осуществляйте и поддерживайте эти шесть принципов Радуши. Это приведет к вашему благополучию и счастью на долгое время. Так сказал благословенный. Достопочтенный Ананда был доволен и восхитился словами благословенного. 1. Под святилищем понимается сам предводитель и снова тильджайнов, няга Адхана Тапутта, ныне известный как Джина Махавира. 2. Такие раздоры уже возникали даже во время жизни Будды, смотри. МН 48. 3. Адхикарана. Эти виды разбирательства подробно разбираются в Винае. Если кратко, то разбирательство из-за разногласий, Вивададхикарана, возникает, когда монахи спорят насчет Дхаммы Винаи. 1. Разбирательство из-за обвинения, Анува Дхикарана, когда монахи обвиняют монаха, который совершил нарушение монашеских правил. 2. Разбирательство из-за проступка, Апаттадхикарана, когда монах, который совершил проступок, ищет для себя исправление проступка. 3. Разбирательство рассмотрения дела, Кичи Дхикарана, связано с постановлениями Сангхи. 4. Комментарий приводит в качестве примера 10 про истечение благих и неблагих деяний. 5. Винае сказано, что когда монах чистый не имеет проступков, но его обвиняют в проступке, то тогда он должен просить Сангху вынести вердикт о его невиновности, полагаясь на его полные и подробные воспоминания в отношении своего, незапятнанного, поведения. 6. Примечание переводчика С.В. Речь идет, соответственно, о Параджике и Сангхадисисе. Сангхадисисе. Нарушение Параджики, в сам момент совершения такого проступка, автоматически лишая человека статуса монаха, Пхикху, до конца его жизни и без какой-либо возможности реабилитации. 7. Это когда монах совершил проступок, находясь в состоянии эффекта. Критерием является то, помнит ли он то, что совершил, или же нет. 8. Комментарий поясняет, что это подобно тому, как для устранения плохого запаха фекалий покрывают травой. 9. Проступки, которые требуют серьезного осуждения, это Параджика и Сангхадисиса. Проступки, связанные с мирянами, это оскорбление, унижение в адрес буддистов мирян. Сунакхатта сутта, к Сунакхате. МН 105. Я слышал, что однажды Благословенный пребывал рядом с Весалей в Великом лесу в остроконечном павильоне. И в то время большая группа монахов объявила о достижении конечной цели в присутствии Благословенного. Мы видим так, рождение закончено, святая жизнь исполнена, задача выполнена. Ничего-либо еще ради этого мира. И Сунакхатта из клана Личхави услышал, большая группа монахов объявила о достижении конечной цели в присутствии Благословенного. Мы видим так, рождение закончено, святая жизнь исполнена, задача выполнена. Ничего-либо еще ради этого мира. И тогда Сунакхатта из клана Личхави отправился к Благословенному, по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Сидя там, он обратился к Благословенному, и я слышал, господин, что большая группа монахов объявила о достижении конечной цели в присутствии Благословенного, мы видим, ради этого мира. Правдиво ли они объявили о достижении конечной цели, или же кто-то из них объявил о достижении конечной цели из-за переоценки, собственных достижений? Сунакхатта, из тех монахов, что объявили о достижении конечной цели в моем присутствии, мы видим, ради этого мира некоторые правдиво объявили о достижении конечной цели, а некоторые – из-за переоценки. Что касается тех, кто правдиво объявил о достижении конечной цели, то такова их истина. Что касается тех, кто объявил о достижении конечной цели из-за переоценки, то, в этом случае, мысль приходит к Татхагате, я обучу их Дхамме. Но бывает и так, что когда к Татхагате пришла мысль «Я обучу их Дхамме», к нему приходят некоторые никчемные люди и задают вопрос за вопросом, в результате чего мысль Татхагаты «Я обучу их Дхамме» изменяется на какую-то иную. Сейчас подходящий момент, о благословенной. Сейчас подходящий момент, о всовершенстве ушедшей, для того, чтобы благословенный обучил Дхамме. Выслушав благословенного, монахи запомнят это. В таком случае, Сунакхата, слушай внимательно. Я буду говорить. Как скажете, господин ответил благословенному Сунакхата из клана Личхаве. Чувственные удовольствия. Благословенный сказал, Сунакхата, есть эти пять нити чувственности. Какие пять? Формы, воспринимаемые глазом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Звуки, воспринимаемые ухом. Запахи, воспринимаемые носом. Вкусы, воспринимаемые языком. Тактильные ощущения, воспринимаемые телом, милые, приятные, чарующие, привлекательные, воспаляющие желания, соблазнительные. Таковы пять нити чувственности. И бывает так, что какой-либо человек стремится к приманкам мира. Когда человек стремится к приманкам мира, то таковые разговоры, об этом, интересуют его, его мысли и оценивания идут в этом русле, он чувствует себя комфортно с такими же людьми, его ум ладит с такими же людьми. Но когда разговор касается непоколебимости, один, то он не слушает, не склоняет ухо, и не направляет ум на осмысление, предмета этого разговора. Он не чувствует себя комфортно с такими людьми, его ум не ладит с такими людьми. Представь себе человека, давным-давно ушедшего из родной деревни или города. И вот он встречает человека, который только что ушел из деревни или города. Он стал бы расспрашивать о том, не случилось ли чего в деревне или городе, не наступили ли голод или болезни, и второй человек отвечал бы ему, что там все благополучно, пищи достаточно, болезней нет. Как думаешь, Сунакхата, слушал бы первый человек второго, склонял бы ухо, направлял бы ум на осмысление, сказанного? Да, господин. Точно так же, может статься так, что какой-либо человек стремится к приманкам мира. Когда человек стремится к приманкам мира, то таковые разговоры, об этом, интересуют его, его мысли и оценивание идут в этом русле, он чувствует себя комфортно с такими же людьми, его ум ладит с такими же людьми. Но когда разговор касается непоколебимостей, то он не слушает, не склоняет ухо, и не направляет ум на осмысление, предмета этого разговора. Он не чувствует себя комфортно с такими людьми, его ум не ладит с такими людьми. Вот каким образом можно знать следующее, это человек стремится к приманкам мира. Непоколебимости. Далее, бывает так, что какой-либо человек стремится к непоколебимостям. Когда человек стремится к непоколебимостям, то таковые разговоры, об этом, интересуют его, его мысли и оценивания идут в этом русле, он чувствует себя комфортно с такими же людьми, его ум ладит с такими же людьми. Но когда разговор касается приманок мира, то он не слушает, не склоняет ухо, и не направляет ум на осмысление, предмета этого разговора. Он не чувствует себя комфортно с такими людьми, его ум не ладит с такими людьми. Подобно тому, как желтый лист, оторвавшийся от стебля, не может более стать вновь зеленым, то точно так же, когда человек стремится к непоколебимостям, он освобожден от таков приманок мира. Вот каким образом можно знать следующее, это человек отделен от таков приманок мира и стремится к непоколебимостям. Сфера отсутствия всего. Далее, бывает так, что какой-либо человек стремится к сфере отсутствия всего. Когда человек стремится к сфере отсутствия всего, то таковые разговоры, об этом, интересуют его, его мысли и оценивания идут в этом русле, он чувствует себя комфортно с такими же людьми, его ум ладит с такими же людьми. Но когда разговор касается непоколебимостей, то он не слушает, не склоняет ухо, и не направляет ум на осмысление, предмета этого разговора. Он не чувствует себя комфортно с такими людьми, его ум не ладит с такими людьми. Подобно тому, как прочный камень, расколотый на две части, не может соединиться, в единый, снова, то точно так же, когда человек стремится к сфере отсутствия всего, он расколол оковы непоколебимости. Вот каким образом можно знать следующее, это человек отделён от оков непоколебимости и стремится к сфере отсутствия всего. Сфера невосприятия, не невосприятия. Далее, бывает так, что какой-либо человек стремится к сфере невосприятия, не невосприятия. Когда человек стремится к сфере невосприятия, не невосприятия, то таковые разговоры, об этом, интересуют его, его мысли и оценивания идут в этом русле, он чувствует себя комфортно с такими же людьми, его ум ладит с такими же людьми. Но когда разговор касается сферы отсутствия чего бы то ни было, то он не слушает, не склоняет ух и не направляет ум на осмысление, предмета этого разговора. Он не чувствует себя комфортно с такими людьми, его ум не ладит с такими людьми. Сунакхатта, представь, что человека, который съел какую-либо восхитительную пищу, вырвало бы. Как ты думаешь, было бы у него хоть малейшее желание, отведать, эту еду? Нет, господин. И почему? Потому что он посчитал бы эту еду отвратительной. Точно так же, когда человек стремится к сфере невосприятия, не невосприятия, то его вытошнило аковами сферы отсутствия всего. Вот каким образом можно знать следующее, это человек отделен от аков сферы отсутствия всего и стремится к сфере невосприятия, не невосприятия. Неббана. Далее, бывает так, что какой-либо человек правильно стремится к неббане. Когда человек правильно стремится к неббане, то таковые разговоры, об этом, интересуют его, его мысли и оценивания идут в этом русле, он чувствует себя комфортно с такими же людьми, его ум ладит с такими же людьми. Но когда разговор касается сферы невосприятия, не невосприятия, то он не слушает, не склоняет ухо, и не направляет ум на осмысление, предмета этого разговора. Он не чувствует себя комфортно с такими людьми, его ум не ладит с такими людьми. Подобно тому, как пальма с обрубленной верхушкой не может дальше расти, то точно так же, когда человек правильно стремится к небании, он уничтожил оковы сферы невосприятия, не невосприятия, вырвал их с корнем, сделал подобными обрубку пальмы, лишил всяческих условий для развития будущего возникновения. Вот каким образом можно знать следующий, этот человек отделен от таков сферы невосприятия, не невосприятия правильно стремится к небании. 3. Пример с отравленной стрелой. Далее, бывает так, что некоторый монах думает, отшельник Готама сказал, что жажда – это стрела. Яд невежества распространяет свою отраву посредством желания, страсти, недоброжелательности. Я отбросил стрелу. Я выдворил яд невежества. Я правильно стремлюсь к небании. Но поскольку в его случае это неправда, он может, все еще, стремиться к тем вещам, которые являются неуместными для того, кто правильно стремится к небании. Он может стремиться к неуместным формам и видам посредством глаза. Он может стремиться к неуместным звукам посредством уха, к неуместным запахам посредством носа, к неуместным вкусам посредством языка, к неуместным тактильным ощущениям посредством тела. Он может стремиться к неуместным мыслям посредством ума. Когда он стремится к неуместным формам и видам посредством глаза, неуместным мыслям посредством ума, то жажда наводняет его ум. С умом, наводненным жаждой, он навлекает на себя смерть или смертельное мучение. Это как если бы человека подстрелили стрелой, густо смазанной ядом. Его друзья и товарищи, родственники и родня привели бы к нему хирурга. Хирург бы сделал круговой надрез вокруг раны ножом и прощупал бы стрелу зондом. Затем хирург выдернул бы стрелу и извлек бы яд, но некоторый остаток яда бы остался. Зная о том, что яд остался, он бы сказал, мудорогой, твоя стрела вытащена. Яд извлечен, некоторая его часть осталась, но это не причинит тебе вреда. Ешь подходящую пищу. Не ешь неподходящей пищи, в противном случае рана загниет. Часто промывай рану, часто смазывай ее мазью, так чтобы кровь и гной не заполнили рану. Не ходи под солнцем и ветром, в противном случае пыль или грязь могут запачкать рану. Следи за раной, мудорогой, трудись, чтобы ее вылечить. И мысль пришла бы человеку, мою стрелу вытащили. Яд извлекли, и хоть остаток и остался, он не причинит мне вреда. И он стал есть неподходящую яду, и рана загнилась. Он часто не промывал рану и не смазывал ее мазью, так что кровь и гной заполнили рану. Он ходил под солнцем и ветром, так что пыль и грязь запачкали рану. Он не следил за раной и не трудился, чтобы ее вылечить. И теперь, как по причине этих неуместных действий, так и из-за того, что часть яда осталась, рана опухла. С опухшей раны его ожидала бы смерть или смертельные мучения. Точно так же, бывает так, что некоторый монах думает, отшельник, Гатама, сказал, что жажда – это стрела. Я вырвал стрелу. Я выдворил яд. Он может стремиться к неуместным мыслям посредством ума. Когда он стремится к неуместным формам, к неуместным мыслям посредством ума, то жажда наводняет его ум. С умом, наводненным жаждой, он навлекает на себя смерть или смертельное мучение. Ведь такова смерть в учении благородных, когда кто-либо оставляет монашескую практику и возвращается к низшей жизни домохозяина. И таково смертельное мучение, когда кто-либо совершает порочный проступок. 4. Далее, бывает так, что некоторый монах думает, отшельник, Гатама, сказал, что жажда – это стрела. Яд невежества распространяет свою отраву посредством желания, страсти, недоброжелательности. Я вырвал стрелу. Я выдворил яд невежества. Я правильно стремлюсь к неббане. Поскольку он правильно стремится к неббане, он не станет стремиться к тем вещам, которые являются неуместными для того, кто правильно стремится к неббане. Он не станет стремиться к неуместным формам, к неуместным мыслям посредством ума. Когда он не стремится к неуместным формам, к неуместным мыслям посредством ума, то жажда не наводняет его ум. С умом, не наводненным жаждой, он не навлекает на себя смерть или смертельное мучение. И мысль пришла бы человеку, мою стрелу вытащили. Яд извлекли, и хоть остаток и остался, он не причинит мне вреда. И он стал есть подходящую еду, и рана не загноилась. Он часто промывал рану и смазывал ее мазью, так что кровь дной не заполнили рану. Он не ходил под солнцем и ветром, так что пыль и грязь не запачкали рану. Он следил за раной и трудился, чтобы ее вылечить. И теперь, как по причине этих уместных действий, так и из-за того, что остаток яда исчез, рана излечилась. С визлеченной раной, затянутой кожей, его не ожидало бы смерть или смертельное мучение. Точно так же, бывает так, что некоторый монах думает, отшельник Гатама, сказал, что жажда – это стрела. С умом, не наводненным жаждой, он не навлекает на себя смерть или смертельное мучение. Я привел этот пример, чтобы показать смысл. Смысл таков – рана означает шесть внутренних сфер, чувств. Яд означает невежество. Стрела означает жажду. Зонт означает осознанность. Нож означает благородную мудрость. Хирург означает Татхагату, достойного истинно самопробужденного. И теперь, когда монах поддерживает сдержанность в отношении шести сфер контакта, зная, обретение – это корень страданий, он освобожден от обретений, освобожден в полном окончании обретений, и не может быть такого, чтобы по отношению к обретениям он направлял бы свое тело или возбуждал бы свой ум. Представь, как если бы в бронзовой чаше был бы напиток, превосходный в цвете, запахи и вкусе, но смешанный с ядом. И представь, что мимо проходил бы человек, желающий жить и не желающий умирать, желающий удовольствия и не выносящий боли. Как ты думаешь, Сунакхата? Выпил бы он напиток из бронзовой чаши, зная, выпив это, я навлеку на себя смерть или смертельные муки? Нет, господин. Точно так же, когда монах поддерживает сдержанность в отношении шести сфер контакта, зная, обретение – это корень страданий, он освобожден от обретений, освобожден в полном окончании обретений, и не может быть такого, чтобы по отношению к обретениям он направлял бы свое тело или возбуждал бы свой ум. Представь себе смертоносную ядовитую змею. И представь, что мимо проходил бы человек, желающий жить и не желающий умирать, желающий удовольствия или не выносящий боли. Как ты думаешь, Сунакхата? Протянул бы он к змеи руку или палец, зная, если она меня укусят, я навлеку на себя смерть или смертельные муки? Точно так же, когда монах поддерживает сдержанность в отношении шести сфер контакта, зная, обретение – это корень страданий, он освобожден от обретений, освобожден в полном окончании обретений, и не может быть такого, чтобы по отношению к обретениям он направлял бы свое тело или возбуждал бы свой ум. Так сказал благословенный. Довольный, Сунакхата из клана Личхави восхитился словами благословенного. 1. Непоколебимости – это четвертая джхана, сфера безграничного пространства, сфера безграничного сознания. 2. В версии перевода достопочтенного Бодхи, полностью стремится к неббане, или, целиком устремлен к неббане. 3. Примечание переводчика СВ, небезынтересно, что во многих суттах после сферы невосприятия, не невосприятия, идет медитативное достижение, называемое прекращение чувствования и восприятия, санивида и таниратха. Здесь же на месте этого достижения говорится о неббане, что, особенно в свете общей структуры сутты, является аргументом равнозначности этих состояний. На этот счет смотри также Ан-9-34 и МН-59, где сказано, что нет более высокого счастья, чем прекращение и восприятие чувствования. 4. Речь идет о двух самых серьезных классах нарушений монашеского устава – параджики, смерть, или сингхадисиси, смертельной муки. Анинджасапэ сутта – путь к непоколебимому. МН-106. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в стране Куру, где был город Куру под названием Камасадхама. Там Благословенный обратился к монахам так – «Монахи! Учитель!» – ответили те монахи. Благословенный сказал следующий – «Монахи, чувственные удовольствия непостоянны, пустые, фальшивые, обманчивые. Они иллюзорны, болтовня дураков. Чувственные удовольствия здесь и сейчас, как и чувственные удовольствия в жизнях, что придут, потом, чувственные восприятия здесь и сейчас, как и чувственные восприятия в жизнях, что придут, потом, все это подобно царству Мары, владению Мары, приманке Мары, охотничьим угодим Мары. Из-за них эти плохие, неблагие умственные состояния, такие как алчность, недоброжелательность, нахальство, возникают, и они являются препятствием тренировки ученика благородных. Непоколебимости. В отношении этого, монахи, ученик благородных рассуждает так, чувственные удовольствия здесь и сейчас, являются препятствием тренировки ученика благородных. Что если я буду пребывать с умом, который обильный и возвышенный, преодолев мир, создав твердую решимость с помощью ума, один, если я буду делать так, то не будет во мне более плохих, неблагих умственных состояний, таких как алчность, недоброжелательность, нахальство. С их оставлением мой ум будет безграничным, безмерным, хорошо развитым. Когда он практикует так и часто пребывает так, его ум обретает уверенность в этой сфере. Как только есть полная уверенность, он либо достигает непоколебимости сейчас, либо настраивается на нее мудростью. С распадом тела, после смерти, есть возможность, что развертывающееся сознание перейдет к перерождению в непоколебимом. 2. Монахи, сказано, что таков первый путь, ведущий к непоколебимому. Далее, монахи, ученик благородных рассуждает так, есть, чувственные удовольствия здесь и сейчас и чувственные удовольствия в жизнях, что придут, потом, чувственные восприятия здесь и сейчас, как и чувственные восприятия в жизнях, что придут, потом. Какая бы материальная форма, не существовала, всякая материальная форма, это четыре великих элемента и материальная форма, составленная с четырех великих элементов, 3. Когда он практикует так и часто пребывает так, его ум обретает уверенность в этой сфере. Как только есть полная уверенность, он либо достигает непоколебимости сейчас, либо настраивается на нее мудростью. С распадом тела, после смерти, есть возможность, что развертывающееся сознание перейдет к перерождению в непоколебимом. Монахи, сказано, что таков второй путь, ведущий к непоколебимому. Далее, монахи, ученик благородных рассуждает так, есть, чувственные удовольствия здесь и сейчас и чувственные удовольствия в жизнях, что придут, потом, чувственные восприятия здесь и сейчас, как и чувственные восприятия в жизнях, что придут, потом, материальные формы здесь и сейчас и материальные формы в жизнях, что придут, потом, восприятие форм здесь и сейчас и восприятие форм в жизнях, что придут, потом, все это непостоянно. То, что является непостоянным, недостойно того, чтобы им наслаждаться, недостойно того, чтобы его приветствовать, недостойна того, чтобы за него держаться, 4. Когда он практикует так и часто пребывает так, его ум обретает уверенность в этой сфере. Как только есть полная уверенность, он либо достигает непоколебимости сейчас, либо настраивается на нее мудростью. С распадом тела после смерти, есть возможность, что развертывающееся сознание перейдет к перерождению в непоколебимом. Монахи, сказано, что таков третий путь, ведущий к непоколебимому. Сфера отсутствия всего. Далее, монахи, ученик благородных рассуждает так, есть чувственное удовольствие здесь и сейчас и чувственное удовольствие в жизнях, что придут, потом, чувственное восприятие здесь и сейчас, как и чувственное восприятие в жизнях, что придут, потом, материальные формы здесь и сейчас и материальные формы в жизнях, что придут, потом, восприятие форм здесь и сейчас и восприятие форм в жизнях, что придут, потом, а также, восприятие непоколебимого, все это восприятие. Там, где все эти восприятия прекращаются без остатка, это умиротворенные, это возвышенные, то есть, сфера отсутствия всего. Когда он практикует так и часто пребывает так, его ум обретает уверенность в этой сфере. Как только есть полная уверенность, он либо достигает сферы отсутствия всего сейчас, либо настраивается на нее мудростью. С распадом тела, после смерти, есть возможность, что развертывающееся сознание перейдет к перерождению в сфере отсутствия всего. Монахи, сказано, что таков первый путь, ведущий к сфере отсутствия всего. Далее, монахи, ученик благородных, уйдя в лес, или к подножию дерева, или в пустую хижину, рассуждают так, это пустот я и того, что принадлежит я, 5. Когда он практикует так и часто пребывает так, его ум обретает уверенность в этой сфере. Как только есть полная уверенность, он либо достигает сферы отсутствия всего сейчас, либо настраивается на нее мудростью. С распадом тела, после смерти, есть возможность, что развертывающееся сознание перейдет к перерождению в сфере отсутствия всего. Монахи, сказано, что таков второй путь, ведущий к сфере отсутствия всего. Далее, монахи, ученик благородных рассуждает так, я не есть что-то, принадлежащее кому-либо где-либо, как и ничего-то, принадлежащего мне в ком-либо где-либо, 6. Когда он практикует так и часто пребывает так, его ум обретает уверенность в этой сфере. Как только есть полная уверенность, он либо достигает сферы отсутствия всего сейчас, либо настраивается на нее мудростью. С распадом тела, после смерти, есть возможность, что развертывающееся сознание перейдет к перерождению в сфере отсутствия всего. Монахи, сказано, что таков второй путь, ведущий к сфере отсутствия всего. Сфера невосприятия, не невосприятия. Далее, монахи, ученик благородных рассуждает так, есть, чувственные удовольствия здесь и сейчас и чувственные удовольствия в жизнях, что придут, потом, чувственные восприятия здесь и сейчас, как и чувственные восприятия в жизнях, что придут, потом, материальные формы здесь и сейчас и материальные формы в жизнях, что придут, потом, восприятия форм здесь и сейчас. час и восприятие форм в жизнях, что придут, потом, восприятие непоколебимого, восприятие сферы отсутствия всего, все это восприятие. Там, где все эти восприятия прекращаются без остатка, это умиротворенные, это возвышенные, то есть, сфера невосприятия, не невосприятия. Когда он практикует так и часто пребывает так, его ум обретает уверенность в этой сфере. Как только есть полная уверенность, он либо достигает сферы невосприятия, не невосприятия сейчас, либо настраивается на нее, мудростью. С распадом тела, после смерти, есть возможность, что развертывающееся сознание перейдет к перерождению, в сфере невосприятия, не невосприятия. Монахи, сказано, что таков путь, ведущий к сфере невосприятия, не невосприятия. Ниббана. Когда так было сказано, достопочтенный Ананда обратился к благословенному, учитель, вот монах практикуют так, этого могло бы не быть, и этого могло бы не быть у меня. Этого не будет, и этого не будет у меня. Я отбрасываю то, что существует, то, что возникло. Так он обретает невозмутимость. 7. Учитель, достигает ли такой монах Ниббаны? Один монах, Ананда, может достичь, так, Ниббаны. Другой монах может, так, не достичь Ниббаны. Но в чем условии, в чем причина, учитель, почему один монах может достичь, так, Ниббаны, а другой монах может, так, не достичь Ниббаны. «Ананда, вот монах практикует так, этого могло бы не быть, и этого могло бы не быть у меня. Этого не будет, и этого не будет у меня. Я отбрасываю то, что существует, то, что возникло». Так он обретает невозмутимость. Он наслаждается этой невозмутимостью, приветствует ее, продолжает ее удерживать. По мере того, как он делает так, его сознание становится зависимым от этого и цепляется к этому. А монах с цеплением, Ананда, не достигает Неббаны. Но, учитель, когда этот монах цепляется, то он цепляется за что? За сферу невосприятия, не невосприятия, Ананда. Когда этот монах цепляется, учитель, то, похоже, он цепляется за наилучшие из предметов, цепляния. Когда этот монах цепляется, Ананда, он цепляется за наилучшие из предметов, цепляния. Ведь это наилучшие из предметов, цепляния, то есть, сфера невосприятия, не невосприятия, восемь. Ананда, вот монах практикуют так, этого могло бы не быть, и этого могло бы не быть у меня. Этого не будет, и этого не будет у меня. Я отбрасываю то, что существует, то, что возникло. Так он обретает невозмутимость. Он не наслаждается этой невозмутимостью, не приветствует ее, не продолжает ее удерживать. Поскольку он не делает так, его сознание не становится зависимым от этого и не цепляется к этому. Монах без цепляния, Ананда, достигает ниббаны. Удивительно, учитель, поразительно. Благословенный воистину разъяснил нам пересечение наводнения в зависимости от той или иной опоры. Но, учитель, что такое благородное освобождение? Ананда, ученик благородных рассуждает так, есть, чувственные удовольствия здесь и сейчас и чувственные удовольствия в жизнях, что придут, потом, чувственные восприятия здесь и сейчас, как и чувственные восприятия в жизнях, что придут, потом, материальные формы здесь и сейчас и материальные формы в жизнях, что придут, потом, восприятие форм здесь и сейчас и восприятие форм в жизнях, что придут, потом, восприятие непоколебимого, восприятие сферы отсутствия всего, восприятие сферы невосприятия, не невосприятия, это то, докуда простирается личность. Это является бессмертным, то есть, освобождение ума посредством нецепления. Таким образом, Ананда, я научил пути к непоколебимому. Я научил пути к сфере отсутствия всего. Я научил пути к сфере невосприятия, не невосприятия. Я научил пересечению наводнения в зависимости от той или иной опоры. Я научил благородному освобождению. То, что следует сделать учителю для своих учеников и сострадания к ним, желаем благополучия, имея к ним сострадание, все это я сделал для вас, Ананда. Вон там, подножья деревьев, там, пустые хижины. Медитируйте, Ананда, не откладывайте на потом, иначе будете позже сожалеть об этом. Таково наше наставление вам. Так сказал благословенный. Достопочтенный Ананда был доволен и восхитился словами благословенного. 1. Комментарий поясняет, что речь идет о преодолении Камалоки, мира чувств, и настройка ума над Шхану, аналог мира форм. 2. Комментарий поясняет, что фраза настраивается мудростью означает прозрение, ведущее к достижению араханства. Когда же говорится о развертывающемся сознании, то речь идет о том, кто не смог достичь араханства, и поэтому его сознание в момент смерти переходит к перерождению в соответствующем четвертой тшхане мире форм. Под непоколебимым понимаются последовательные медитативные достижения, четвертая тшхана, сфера безграничного пространства, сфера безграничного сознания. 3. Комментарий поясняет, что это рассмотрение того, кто уже достиг четвертой тшханы. Поскольку он видит материальную форму как то, что следует преодолеть помимо остального, то если он достигает непоколебимости, он достигает, тем самым, сферы безграничного пространства. Если не достигает араханства, то тогда перерождается в сфере безграничного пространства. 4. Комментарий поясняет, что это рассмотрение того, кто уже достиг сферы безграничного пространства. Если он достигает непоколебимости, он достигает, тем самым, сферы безграничного сознания. Если не достигает араханства, то тогда перерождается в этой самой сфере безграничного сознания. 5. Комментарий поясняет, что такое двоякое рассмотрение пустотности подразумевает больший упор на прозрении, ведь в Санаве МН 43 сказано, что это созерцание приводит к освобождению ума пустотностью. 6. Комментарий называет это четырехчастной пустотностью и объясняет. 1. Он не видит свое «я» где-либо. 2. Он не видит свое «я» как что-то такое, что можно было бы считать принадлежащим другому, например, брату, другу, помощнику и т.д. 3. Он не видит «я» у другого. 4. Он не видит «я» у другого, которое можно было бы считать принадлежащим ему. По мнению достопочтенного Нина Молли, подобная формула, возможно, использовалась не буддийскими аскетами для достижения сфер отсутствия всего и невосприятия, не невосприятия. 7. Это адаптированная Буддой формулировка общей идеи, которой придерживались аннигилиционисты. По заметке достопочтенного Бодхи, первая эта формула означает пять совокупностей, которые являются живым существом, а второе это означает внешний мир. Для обычного заурядного человека эта двойка неправильно осознается как двойственность собственной самости мира. А для благородного ученика это просто лишь двойственность внутренних и внешних безличностных феноменов. По этому формулу можно понимать так, пять совокупностей могут быть прекращены. Мир, ими представленный, также может быть прекращен. Я буду стараться так, чтобы пять совокупностей прекратились, и поэтому, мир, ими представленный, прекратится. Подробное пояснение к этой формуле смотри в примечании КСН 22-55. 8. Примечание переводчика СВ. Ван 10-29 Будда говорит, что эта сфера является высшим духовным очищением среди аскетов-небуддистов. Ганаке Макгаллана сутта, Ганаке Макгаллане. МН 107. Содержание, нравственность и средства к жизни. Охрана дверей и чувств. Умеренность в еде. Бодрствование. Осознанность и бдительность. Затворничество. Чханы. Вопросы достижения Неббаны. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Саваттхе в Восточном парке во дворце Матери Мегары. И тогда Брахман Ганаке Макгаллана отправился к Благословенному и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Благословенному, Мастер Гатама, в этом дворце Матери Мегары можно увидеть постепенную тренировку, постепенную практику, постепенное совершенствование, а именно, в строительстве, вплоть до последней ступени лестницы, один. И среди этих брахманов тоже можно увидеть постепенную тренировку, постепенную практику, постепенное совершенствование, а именно, в учебе. И среди лучников тоже можно увидеть постепенную тренировку. В стрельбе из лука. И среди счетоводов, таких как мы, два, тех, кто зарабатывает на жизнь подсчетами, можно увидеть постепенную тренировку, постепенную практику, постепенное совершенствование, а именно, в подсчете. Ведь когда у нас появляется ученик, то вначале мы заставляем его считать 1 плюс 1, 2 плюс 2, 3 плюс 3, 4 плюс 4, 5 плюс 5, 6 плюс 6, 7 плюс 7, 8 плюс 8, 9 плюс 9, 10 плюс 10. И мы заставляем его считать, таким образом, и до 100. Можно ли, мастер Гатама, также описать постепенную тренировку, постепенную практику, постепенные совершенствования в этой Дхаме и Винае? Нравственность. Можно, брахман, описать постепенную тренировку, постепенную практику, постепенные совершенствования в этой Дхаме и Винае. Брахман, подобно тому, как когда умный тренер лошадей заполучает превосходного чистокровного жеребенка, он вначале заставляет его привыкнуть к ношению дел, а затем тренирует его далее, то точно так же, когда Тадхагата заполучает человека, которого нужно обуздать, то он вначале тренирует его так, ну же, монах, будь нравственным, сдерживая себя сдерживанием по Тимокхе, будучи, совершенным в поведении и средствах, видя боязнь в мельчайшей оплошности, тренируйся, предпринимая правила тренировки. Когда, брахман, монах, стал, нравственным, и видит боязнь в мельчайшей оплошности, тренируется, предпринимая правила тренировки, то тогда Тадхагата обучает его далее, ну же, монах, охраняй двери своих органов чувств. Видя форму глазом, не цепляйся за ее черты и детали. Поскольку, если ты оставишь качество глаза неохраняемым, плохие неблагие состояния алчности и уныния могут наводнить тебя, практикуя сдержанность в отношении этого, охраняй качество глаза, предпринимай сдерживание качества глаза. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Различив языком вкус. Ощутив тактильные ощущения не телом. Познав умственный объект умом, не цепляйся за его черты и детали. Поскольку, если ты оставишь качество ума неохраняемым, плохие неблагие состояния алчности и уныния могут наводнить тебя, практикуя сдержанность в отношении этого, охраняй качество ума, предпринимай сдерживание качества ума. Когда, брахман, монах, умело охраняет двери своих органов чувств, то тогда Татхагата обучает его далее, ну же, монах, будь умерен в еде. Мудро осмыслив, употребляя пищу, собранную с подаяний, не ради развлечений, не ради упоения, не ради физической красоты и привлекательности, а просто для содержания и поддержания этого тела, чтобы устранить дискомфорт, тем самым, поддержать видение святой жизни, осознавая, так я устраню старые чувства голода, и не создам новых чувств от переедания. Я буду здоровым, не буду этим, порицаем, буду пребывать в утешении. Когда, брахман, монах, встал, в умеренном виде, то тогда Татхагата обучает его далее, ну же, монах, предавайся бодрствованию. Днем, во время хождения вперед и назад, очищай свой ум от тех состояний, что создают препятствия в первую стражу ночи, во время хождения вперед и назад, а также во время сидения, очищай свой ум от тех состояний, что создают препятствия в срединную стражу ночи ложись на правый бок в позе льва, положив одну ступню на другую, осознанным и бдительным, предварительно сделав в уме отметку, когда следует вставать. После подъема, в третью стражу ночи, по мере хождения вперед и назад, а также во время сидения, очищая свой ум от тех состояний, что создают препятствия, 3. Когда, брахман, монах предан бодрствованию, то тогда Тадхагата обучает его далее, ну же, монах, обладая осознанностью и бдительностью. Действуй с бдительностью, когда идешь вперед и возвращаешься, когда смотришь вперед и смотришь в сторону, когда сгибаешь и разгибаешь свои члены тела, когда несешь одежду и верхние одеяния в свою чашу, когда ешь, пьешь, жуешь, пробуешь на вкус, когда мочишься и испражняешься, когда идешь, стоишь, сидишь, засыпаешь, просыпаешься, разговариваешь и молчишь. Когда брахман, монах, стал обладать достаточной осознанностью и бдительностью, то тогда Тадхагата обучает его далее, ну же, монах, затворись в уединенном обиталище, в лесу, у подножья дерева, на горе, в узкой горной долине, в пещере на склоне холма, на кладбище, в лесной роще, на открытом пространстве, у стога соломы. Он затворяется в уединенном обиталище. Вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи, он садится со скрещенными ногами, выпрямив тело и установив осознанность впереди. Оставив жажду к миру, он пребывает с осознанным умом, лишенным жажды. Он очищает свой ум от жажды. Оставив недоброжелательность и злость, он пребывает с осознанным умом, лишенным недоброжелательности, желающий блага всем живым существам. Он очищает свой ум от недоброжелательности и злости. Оставив лень и апатию, он пребывает с осознанным умом, лишенным лень и апатии, осознанный, бдительный, воспринимая свет. Он очищает свой ум от лень и апатии. Оставив неугомонность и сожаление, он пребывает без взволнованности с внутренне умиротворенным умом. Он очищает свой ум от неугомонности и сожаления. Отбросив сомнений, он пребывает, выйдя за пределы сомнения, не имея неясности в отношении благих, умственных, качеств. Он очищает свой ум от сомнения. Отбросив эти пять помех, изъянов ума, которые ослабляют мудрость, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, он входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за, этой, отстраненности. С угасанием направления и удержания, ума на объекте, он входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествуют внутренние уверенности и единения ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствия, которые возникли посредством сосредоточения. С угасанием восторга он пребывает невозмутимым, осознанным, бдительным и ощущает приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. С оставлением удовольствия боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, он входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Таково мое наставление, Брахман, тем монахам, которые находятся в процессе, в высшей тренировке, чьи мы еще не достигли цели, которые пребывают в устремлении к высочайшей защите от подневольности. Но эти вещи ведут и к приятному пребыванию здесь и сейчас, и к осознанности и бдительности для тех монахов, которые араханты, чьи пятна, умственных загрязнений, уничтожены, которые прожили святую жизнь, сделали то, что следовало сделать, сбросили в тяжкий груз, достигли своей цели, уничтожили оковы существования, и полностью освободились посредством окончательного знания. Вопрос о достижении Нигбана учениками. Когда так было сказано, Брахман Ганакамат Галлана спросил благословенного, когда он дал такой совет и наставление ученикам мастера Гатамы, все ли они достигают Нигбаны, окончательной цели, или же некоторые не достигают ее. Брахман, когда я даю такой совет и наставлением, некоторые из моих учеников достигают Нигбаны, окончательной цели, а некоторые не достигают ее. Мастер Гатама, поскольку Нигбана существует, а также и путь, ведущий к Нигбане существует, есть мастер Гатама в качестве проводника, то в чем условие и причина, почему когда он дает такой совет и наставление ученикам мастера Гатамы, только, некоторые достигают нигбаны, окончательной цели, а некоторые не достигают ее? В этом отношении, Брахман, я задам тебе встречный вопрос. Отвечая так, как сочтешь нужным. Как ты думаешь, Брахман, знаком ли ты с дорогой, ведущей в Раджагаху? Да, мастер Гатама. Я знаком с дорогой, ведущей в Раджагаху. Как ты думаешь, Брахман, представь человека, который захотел бы отправиться в Раджагаху, и он подошел бы к тебе и сказал, почтенный, я хотел бы отправиться в Раджагаху. Покажи мне дорогу в Раджагаху. Тогда ты бы сказал ему, почтенный, вот эта дорога ведет в Раджагаху. Иди по ней какое-то время и увидишь некую деревню. Затем пройди немного дальше и увидишь некий город. Затем пройди немного дальше и увидишь Раджагаху с ее чудесными парками, рощами, полянами, и прудами. И тогда, получив от тебя такой совет и наставлений, он бы пошел не той дорогой, пошел бы на запад. Затем пришел бы второй человек, который захотел бы отправиться в Раджагаху, и он подошел бы к тебе и сказал, «Почтенный, я хотел бы отправиться в Раджагаху. Покажи мне дорогу в Раджагаху». Тогда ты бы сказал ему, «Почтенный, вот эта дорога ведет в Раджагаху». И тогда, получив от тебя такой совет и наставлений, он бы благополучно прибыл в Раджагаху. Брахман, поскольку Раджагаха существует, а также и путь, ведущий к Раджагахе существует, есть ты в качестве проводника, то в чем условие и причина, почему, хотя те люди получили от тебя такой совет и наставлений, один пошел не той дорогой, пошел на запад, а другой благополучно прибыл в Раджагаху? Ну что я могу с этим поделать, мастер Гатама? Я, лишь, тот, кто показывает дорогу. Точно так же, Брахман, Ниббана существует, а также и путь, ведущий к Ниббане существует, есть я в качестве проводника. Но все же, хотя мои ученики получили от меня такой совет и наставлений, некоторые из них достигают Ниббаны, окончательной цели, а некоторые не достигают ее. Что я могу с этим поделать, Брахман? Татхагата, лишь, тот, кто показывает дорогу. Когда так было сказано, Брахман Ганакамадгаллана сказал благословенному, бывают люди, не имеющие веры, которые ушли из жизни домохозяйской в жизнь бездомную не из-за веры, а ради того, чтобы добыть себе средства к жизни. Они жульнические, лживые, предательские, высокомерные, неискренние, самовлюбленные, грубые, беспорядочные в своих речах, не охраняют органы чувств, не умеренны в еде, не предаются бодрствованию, не интересуются затворничеством, не особо уважают тренировку, проживают в роскоши, беспечные, превосходят других в своем падении, пренебрегают затворничеством, ленивые, не имеющие усердия, неосознанные, не бдительные, не сосредоточенные, с блуждающими умами, лишенные мудрости, тупоумные. Мастер Гатама не пребывает с такими. Но есть представители клана, которые ушли из жизни домохозяйской в жизнь бездомную благодаря вере, которые не жульнические, не беспорядочные в своих речах, которые охраняют органы чувств, предаются бодрствованию, интересуются затворничеством, имеют великое уважение к тренировке, не проживают в роскоши и небеспечны, усердны в том, чтобы избежать падения, они превосходят других в затворничестве, усердные, решительные, утвержденные в осознанности, бдительные, сосредоточенные, с собранными умами, обладающие мудростью, не тупоумные. Мастер Гатама пребывает с такими. Подобно тому, как черный фиалковый корень считается наилучшим из благоуханных кореньев, и красное сандаловое дерево считается наилучшим из благоуханной древесины, и Жасмин считается наилучшим из благоуханных цветов, то точно так же совет мастера Гатамы, высочайшая из сегодняшних учений, 4. Великолепно, мастер Гатама. Великолепно, мастер Гатама. Как если бы он поставил на место то, что было перевернуто, раскрыл бы спрятанное, показал путь тому, кто потерялся, внес бы лампу во тьму, чтобы зрячий домок увидеть, точно так же мастер Гатама различными способами прояснил Дхамму. Я принимаю прибежище в мастере Гатами, прибежище в Дхамме, и прибежище в Сангхе Монахов. Пусть мастер Гатама помнит меня как мирского последователя, принявшего прибежище с этого дня и на всю жизнь. 1. Комментарий поясняет, что невозможно за один день построить этот семиэтажный особняк, и речь идет о постепенной и последовательной постройке дворца, начиная с закладки фундамента и заканчивая покраской всего здания. 2. Ганака, Щитоват. 3. Примечание переводчика СВ. На мой взгляд, именно на этом этапе Будда предписывает начало осуществления базовой медитации Сати-Паттханы, развитие осознанности, успокоения, прозрения, для устранения грубых помех, которые, однако, практикуются не в интенсивном режиме, а эпизодически. По мере регулярного осуществления этого этапа количество сна должно снизиться, и после этого Будда предписывает практику поддержания, вероятно, повышенной осознанности, и не только во время формальных медитаций, но и в течение всего дня и ночи в Будду. Когда удалось добиться устойчивости в поддержании такой осознанности, он предписывает ее усиление за счет более интенсивной практики в затворничестве, где отвлечений для медитативной практики будет минимальное количество. На этом этапе, согласно МН-39, устраняются утонченные помехи, возникают джхановые факторы восторга и счастья, что, в итоге, позволяет углубить медитацию Сати-Паттханы до уровня джханы. После этого практикуются и развиваются сами джханы, смотри. Ан-9-35, а уже после развития джханы существляется глубочайшая практика прозрения для достижения полного просветления. На предмет примера с поэтапной практикой всех этих ступеней пути смотри также МН-125, где приводится известная метафора с украшением слона. Смотри также мою эссе-модель буддийской практики, где все этапы разбираются более подробно. Четыре, комментарий поясняет, что учение Будды, высшее среди учений других шести известных духовных учителей-современников Будды. Гапака Макгалана сутта, Гапака Макгалане. МН-108. Так я слышал. Однажды достопочтенный Ананда проживал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище вскоре после того, как благословенный достиг окончательной небыбаны. И в то время царь Аджатасатто Ведихипута из Магадхи из-за подозрений в отношении царя Паджоты построил в Раджагахе укрепление один. И тогда, утром, достопочтенный Ананда оделся, взял чашу и верхние одеяния, и отправился в Раджагаху за подаяниями. И тогда мысль пришла к достопочтенному Ананде, слишком рано ходить по Раджагахе за подаяниями. Что если я отправлюсь туда, где работает Брахман Гапака Макгалана? И тогда достопочтенный Ананда отправился на работу к Брахману Гапака Макгалане. Брахман Гапака Макгалана увидел Достопочтенного Ананду из доли и сказал ему, пусть мастер Ананда подойдет. Добро пожаловать, мастер Ананда. Долгое время у мастера Ананды не было возможности прийти сюда. Пусть мастер Ананда присядет, вот здесь подготовлено сидение. Достопочтенный Ананда сел на подготовленное сидение. Брахман Гапака Макгаллана выбрал более низкое сидение, сел рядом, и спросил Достопочтенного Ананду, мастер Ананда, есть ли хоть один монах, который во всем и во всех отношениях обладает теми качествами, которыми обладал мастер Гатама, совершенный и полностью просветленный. Брахман, нет ни одного монаха, который во всем и во всех отношениях обладает теми качествами, которыми обладал благословенный, совершенный и полностью просветленный. Ведь благословенный зачинатель не возникшего прежде пути, прокладчик не проложенного прежде пути, объявитель не объявленного прежде пути. Он знаток пути, открыватель пути, мастер пути. И его ученики теперь пребывают в следовании по этому пути и овладевают им после. Но эта беседа между Достопочтенным Анандой и Брахманом Гопакой Макгалланой была прервана, так как Брахман Васакара, главный министр Магадхи, осматривая, проводящиеся, работы в Раджагахе, отправился к Достопочтенному Ананде и к тому месту, где работал Брахман Гопака Макгаллана. Он обменялся с Достопочтенным Анандой вежливыми приветствиями, и после обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и спросил Достопочтенного Ананду, ради какой беседы вы сидите сейчас здесь, мастер Ананда, в чем состояла незавершенная вами беседа? Брахман, Брахман Гопака Макгаллана спросил меня, мастер Ананда, есть ли хоть один монах? И его ученики теперь пребывают в следовании по этому пути и овладевают им после. Вот в чем состояла наша беседа, которая была прервана, когда ты прибыл. Тхама Ивиная как учитель. Мастер Ананда, есть ли хоть один монах, которого мастер Гатама назначил так, он будет вашим прибежищем после того, как я уйду, и к которому вы теперь идете за прибежищем? Брахман, нет ни одного монаха, который был бы назначен благословенным, который знает и видит, совершенным и полностью просветленным, так, он будет вашим прибежищем после того, как я уйду, и к которому мы теперь идем за прибежищем. Но, мастер Нанда, есть ли хоть один монах, который был избран Сангхой и назначен группой старших монахов так, он будет нашим прибежищем после того, как благословенный ушел, и к которому мы теперь идем за прибежищем? Брахман, нет ни одного монаха, который был избран с Ангхой и назначен группой старших монахов так, он будет нашим прибежищем после того, как Благословенный ушел, и к которому мы теперь идем за прибежищем. Но если у вас нет прибежища, мастер Нанда, то в чем причина вашего единодушия? Мы не без прибежища, Брахман. У нас есть прибежище. У нас есть Дхама в качестве прибежища. Но когда вы были спрошены так, мастер Нанда, если хоть один монах, назначенный мастером Гатама и так, он будет вашим прибежищем, когда я уйду, и к которому вы теперь идете за прибежищем, вы ответили, нет ни одного такого монаха. Когда вы были спрошены так, мастер Нанда, есть ли хоть один монах, избранный Сангхой? Вы ответили, нет ни одного такого монаха. Когда вы были спрошены, но если у вас нет прибежища? Вы ответили, мы не без прибежища, Брахман. У нас есть прибежище. У нас есть Дхама в качестве прибежища. Как понимать значение этих утверждений мастер Ананда. Брахман, благословенный, который знает и видит, совершенный и полностью просветленный, предписал путь тренировки для монахов и установил Патимокху в день Юпасадхи все те из нас, кто живет в зависимости от одного деревенского округа, собираются вместе в согласии, и когда мы собрались, мы просим того, кто знает Патимокху, продекламировать ее. Если монах вспоминает о нарушении или проступке по мере того, как Патимокху декламируется, мы заставляем его поступить в соответствии с Дхаммой, в соответствии с предписаниями. Недостопочтенные монахи заставляют нас поступать так. Дхамма заставляет нас поступать так, 2. Мастер Ананда, есть ли хоть один монах, которого вы цените, чтите, уважаете, почитаете, и в зависимости от которого вы бы жили, уважая и почитая его? Есть такой монах, Брахман, которого мы ценим, живем, уважая и почитая его. Но когда вы были спрошены, Мастер Ананда, есть ли хоть один монах, назначенный и мастером Гатама и так, он будет вашим прибежищем. Вы ответили, есть такой монах, Брахман, которого мы ценим, живем, уважая и почитая его. Как понимать значение этих утверждений, мастер Ананда? Десять качеств уважаемого монаха. Брахман, есть десять качеств, внушающих доверие, которые были провозглашены благословенным, которые знает и видит, совершенным и полностью просветленным. Когда эти качества есть в ком-либо из нас, то мы ценим, чтим, уважаем, почитаем его и живем в зависимости от него, уважая и почитая его. Какие десять? Один, вот монах нравственный, он пребывает, обуздывая себя потимокхой, обладая хорошими поведениями, подобающими средствами, видя опасность в мельчайших проступках. Возложив на себя правила тренировки, он тренируется в них. Два, он много изучал, помня то, что учил, накапливает в своем уме, то, что он изучил. Те учения, что прекрасны в начале, прекрасны в середине и прекрасны в конце, правильны в духе и в букве, провозглашающие идеально полную чистую святую жизнь, таких учений он много изучал, удерживал в уме, повторял вслух, по памяти, исследовал их уме и тщательно проникал в них воззрением. Три, он довольствуется любым видом одеяний, еды, жилищ, необходимых для лечения вещей. Четыре, он достигает по желанию без сложности и проблем четырех джхан, что составляют высший ум и являются приятными пребываниями здесь и сейчас. Пять, он владеет различными видами сверхъестественных сил, будучи одним, он становится многими. Три, шесть, за счет элемента божественного уха он слышит. Семь, он знает умы других существ. Восемь, он вспоминает многочисленные прошлые жизни. Девять, за счет божественного глаза, очищенного и превосходящего человеческий. Десять, за счет уничтожения пятен, умственных загрязнений, он здесь и сейчас входит и пребывает в незапятненном освобождении ума, освобождении мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Таковы, брахман, десять качеств, внушающих доверие, которые были провозглашены благословенным, которые знает и видит, совершенным и полностью просветленным. Когда эти качества есть в ком-либо из нас, то мы ценим, чтим, уважаем, почитаем его и живем в зависимости от него, уважая и почитая его. Когда так было сказано, брахман Вассакара, министр Магадхи, сказал военачальнику Ипананде, «Как ты думаешь, военачальник? Когда эти достопочтенные ценят того, кого следует ценить, уважают того, кого следует уважать, чтят того, кого следует чтить, почитают того, кого следует почитать, то вне сомнений, они ценят того, кого следует ценить, почитать». Ведь если бы эти достопочтенные не ценили, почитали такого человека, то кого бы они тогда могли ценить, почитать, и жить в зависимости от него, уважая и почитая его? Затем Брахман Васакара, министр Магадхи, сказал достопочтенному Ананде, где сейчас проживает мастер Ананда, «Я живу здесь, в бамбуковой роще, Брахман. Я надеюсь, мастер Ананда, что бамбуковая роща приятна, тихо, не тревожима голосами, с атмосферой затворничества, удаленная от людей, подходящая для уединения. В самом деле, Брахман, бамбуковая роща приятна, подходящая для уединения благодаря таким оберегающим охранителям, как ты». Вопросы медитации Воистину, мастер Ананда, бамбуковая роща приятна, подходящая для уединения из-за достопочтенных, которые медитируют и взращивают медитацию. Достопочтенные, медитируют и взращивают медитацию. Однажды, мастер Ананда, мастер Гатама проживал в Висали в зале с остроконечной крыши в Великом лесу. Тогда я отправился туда, подошел к мастеру Гатами и многими способами он беседовал со мной на тему медитации. Мастер Гатама был медитирующим и взращивал медитацию, и он восхвалял каждый вид медитации. Брахман, благословенный не восхвалял каждый вид медитации, но и не порицал каждый вид медитации. И какой вид медитации благословенный не восхвалял? Вот, Брахман, некий человек пребывает с умом, охваченным чувственной жаждой, он жертва чувственной жажды, и он не понимает в соответствии с действительностью спасения чувственной жажды. Когда он лелеет в себе чувственную жажду, он медитирует, перемедитирует, обмедитирует, недомедитирует. Он пребывает с умом, охваченным недоброжелательностью, ленью и апатией, неугомонностью и сожалением, сомнением, он жертва сомнения, и он не понимает в соответствии с действительностью спасения от сомнения. Когда он лелеет в себе сомнений, он медитирует, перемедитирует, обмедитирует, недомедитирует. Благословенный не восхвалял такой вид медитации. И какой вид медитации благословенный восхвалял? Вот, Брахман, монах входит и пребывает в первой, второй, третьей, четвертой джихане, четыре, благословенный восхвалял такой вид медитации. Похоже, мастер Нанда, что мастер Гатама порицал тот вид медитации, который следует порицать, и восхвалял тот вид медитации, который следует восхвалять. А теперь, мастер Нанда, нам нужно идти. Мы заняты и у нас много дел. Ты можешь идти, Брахман, когда сочтешь нужным. И тогда Брахман Васакара, министр Магадхи, восхитившись и возродовавшись словам достопочтенного Ананды, поднялся со своего сидения и ушел. И вскоре после того, как он ушел, Брахман Гапака Макгаллана сказал достопочтенному Ананде, мастер Ананда еще не ответил на то, о чем мы его спросили. Разве мы не сказали тебе, Брахман, Брахман, нет ни одного монаха, который во всем и во всех отношениях обладает теми качествами, которыми обладал благословенный, совершенный и полностью просветленный. Ведь благословенный зачинатель не возникшего прежде пути, прокладчик не проложенного прежде пути, объявитель не объявленного прежде пути. Он знаток пути, открыватель пути, мастер пути. И его ученики теперь пребывают в следовании по этому пути и овладевают им после. 1. Царь Падджота был другом царя Бенбисары из Магадхи. Сын Бенбисары, принц Джатасату, убил отца, чтобы заполучить трон, и после этого стал бояться мести со стороны царя Падджоты. 2. Речь идет о том, что Сангхой управляют не лично и суждение конкретных монахов, но Дхамма и Виная Будда в ДН-16 Будда говорит незадолго до окончательной Ниббаны, я научил и объяснил вам Дхамму и Винаю. Они будут вашим учителем, когда я уйду. 3. Это, а также остальные сверхспособности раскрываются по стандартной формуле как, например, ВМН-6. 4. Формулы Джхан раскрываются по стандартной схеме как ВМН-8. Махапунна Масутта, Большая лекция в ночь полной луны. МН-109. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Саваддхе в Восточном парке во дворце Матери Мегары. И тогда на пятнадцатый день, в ночь полной луны, в Упасадху, Благословенный сидел под открытым небом в окружении Сангхи-монахов. И тогда некий монах встал со своего сиденья, закинул верхнее одеяние за плечо, сложил ладони в почтительном приветствии Благословенного, и сказал ему, учитель, я хотел бы кое о чем спросить Благословенного, если Благословенный дарует мне ответ на мой вопрос. Садись на свое сиденье, монах, и спрашивай что хочешь. Пять совокупностей и цепляния. Тот монах сел на свое сиденье и сказал Благословенному, не являются ли они, учитель, пятью совокупностями, подверженными цеплянию, то есть, совокупность материальной формы, подверженная цеплянию, совокупность чувства, подверженная цеплянию, совокупность восприятия, подверженная цеплянию, совокупность формации, ума, подверженная цеплянию, совокупность сознания, подверженная цеплянию. Монах – это пять совокупностей, подверженных цеплянью, то есть, совокупность материальной формы, чувства, восприятия, формации, сознания, подверженное цеплянью. Сказав «Хорошо, учитель», монах восхитился и возродовался словам благословенного. Затем он задал ему следующий вопрос «Но, учитель, в чем укоренены эти пять совокупностей, подверженные цеплянью?» Эти пять совокупностей, подверженные цеплянью, укоренены в желании, монах. Учитель, это цепляние является тем же самым, что и пять совокупностей, подверженные желанию, или же цепляние – это нечто отдельное от пяти совокупностей, подверженных желанию. Монах, цепляние не является тем же самым, что и пять совокупностей, подверженные цеплянью, но это и не есть нечто отдельное от пяти совокупностей, подверженных цеплянью. Желание и страсть по отношению к пяти совокупностям, подверженным цеплянию, вот где здесь цепляние. Но, учитель, может ли быть разнообразие в желании и жажде по отношению к этим пяти совокупностям, подверженным цеплянию? Может, монах сказал благословенный. Вот, монах, некий человек думает так, пусть моя форма будет такой в будущем. Пусть мое чувство, восприятие, формации, сознание будет таким в будущем. Вот каким образом имеет место разнообразие в желании и жажде по отношению к этим пяти совокупностям, подверженным цеплянию. Но, учитель, в каком смысле термин совокупности применим к совокупностям? Монах, любой вид материальной формы, прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, является совокупностью материальной формы. Любовь и чувство, восприятие, формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, является совокупностью сознания. Вот каким образом термин совокупности применим к совокупностям. Учитель, в чем условие и причина проявления совокупности материальной формы? В чем условие и причина проявления совокупности чувства, восприятия, формации, сознания? Четыре великих элемента, монах, являются условием и причиной для проявления совокупности материальной формы. Контакт – это условие и причина для проявления совокупности чувства. Контакт – это условие и причина для проявления совокупности восприятия. Контакт – это условие и причина для проявления совокупности формаций. Ментальность и материя – это условие и причина для проявления совокупности сознания. Воззрение я. Учитель, как возникает воззрение личности? Вот, монах, не обученный заурядный человек, который не уважает благородных, который не умел и не обученный в их дхаме, который не уважает чистых людей, который не умел и не обученный в их дхаме, считает, что материальная форма – это я, или что я владеет материальной формой, или что материальная форма находится внутри я, или что я находится в материальной форме. Он считает, что чувство, восприятие, формации, ума, сознание – это я, или что я владеет сознанием, или что сознание находится внутри я, или что я находится в сознании. Вот как возникает воззрение личности. Но, учитель, как воззрение личности не возникает? Вот, монах, хорошо обученный ученик благородных, тот, кто уважает благородных и кто умелый и обученный в их дхаме, который уважает чистых людей, умелый и обученный в их дхаме, не считает, что материальная форма – это я, или что я находится в сознании. Вот как воззрение личности не возникает. Привлекательность, опасность, спасение Учитель, что такое привлекательность, что такое опасность, что такое спасение в отношении материальной формы? Что такое привлекательность, опасность, спасение в отношении чувства, восприятия, формации, сознания? Удовольствие и радость Монах, что возникают в зависимости от материальной формы, вот что является привлекательностью в отношении материальной формы. Материальная форма непостоянна, страдательна, подвержена изменению, вот что является опасностью в случае материальной формы Устранение желания и жажды, отбрасывание желания и жажды к материальной форме, вот что является спасением в отношении материальной формы Удовольствие и радость, что возникают в зависимости от чувства, восприятия, формации, сознания, вот что является привлекательностью Чувство, восприятие, формации, сознание непостоянно, страдательно, подвержено изменению, вот что является опасностью. Устранение желания и жажды к чувству, восприятию, формациям, сознанию, вот что является спасением. Сотворение я и моего. Учитель, как человек знает, как человек видит в отношении этого тела с его сознанием и в отношении всех внешних образов, так чтобы, более не было сотворения я и сотворения моего и скрытой склонности к самомнению. Любой вид материальной формы, монах, прошлый, настоящий, будущий, внутренний или внешний, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую материальную форму следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью, это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувство, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть правильной мудростью в соответствии с действительностью, это не мое, я не таков, это не мое я. Когда человек видит и знает так в отношении этого тела с его сознанием и в отношении всех внешних образов, то нет сотворения я и сотворения моего и скрытой склонности к самомнению. Заблуждение монаха И тогда в уме некоего монаха возникла такая мысль, так выходит, материальная форма, это не я, чувства, это не я, восприятие, это не я, формации, это не я, сознание, это не я. Так на какое я будут оказывать влияние действия, созданный не я, один, и тогда благословенный, познав своим умом мысль в уме того монаха, обратился к монахам так, бывает так, монахи, что некий пустоголовый, тупой, невежественный человек, с умом, охваченным жаждой, может думать, будто способен обойти учение учителя так, так выходит, материальная форма, это не я, чувства, это не я, восприятие, это не я, формации, это не я, сознание, это не я. Так на какое я будут оказывать влияние действия, созданное не я? Монахи, вы тренировались мною посредством тщательного расспроса в различных случаях в отношении различных вещей. Как вы думаете, монахи, постоянно ли материальная форма или непостоянно? Непостоянно, учитель. А то, что непостоянно, то является страданием или счастьем? Страданием, учитель. А то, что непостоянно и страдательно, подвержено изменению, может ли считаться таковым, это мое, я таков, это мое я? Нет, учитель. Чувства постоянно или непостоянно? Восприятие постоянно или непостоянно? Формации постоянно или непостоянны? Сознание постоянно или непостоянно? Непостоянно – учитель. Поэтому, монахи, любой вид материальной формы – прошлой, настоящей, будущей, внутренней или внешней, грубой или утонченной, низшей или возвышенной, далекой или близкой, всякую материальную форму следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Любой вид чувства, любой вид восприятия, любой вид формации, любой вид сознания, прошлого, настоящего, будущего, внутреннего или внешнего, грубого или утонченного, низшего или возвышенного, далекого или близкого, всякое сознание следует видеть в соответствии с действительностью правильной мудростью. Это не мое, я не таков, это не мое я. Видя так, обученный ученик благородных испытывает разочарование в отношении, материальной формы, чувства, восприятия, формации, сознания. Испытывая разочарование, он становится беспристрастным. Посредством беспристрастия, его ум, освобожден. Когда он освобожден, приходит знание, освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. И по мере того, как произносилась эта лекция, умы шестидесяти монахов освободились от пятен, загрязнения ума, посредством нецепления. Один, примечание переводчика С.В. Судя по всему, этот монах не преодолел воззрения я и продолжал считать, что я существует. Когда Будда объяснил, что все совокупности безлично сны, он пришел к воззрению у моего я нет я или я воспринимаю я своим не я. Эти воззрения об отрицании я с позиции я упомянуты в МН-2. Аналогичный нюанс разбирается также в СН-44-10. Чулапуннама сутта, малая лекция в ночь полной луны. МН-110. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Саваттхе в восточном парке во дворце Матери Мегары. И тогда на пятнадцатый день, в ночь полной луны, вупасадху, Благословенный сидел под открытым небом в окружении Сангхи монахов. Обозрев молчаливую Сангху монахов, он обратился к ним так, «Нечистый человек мог бы не чистый человек, один, знать о нечистом человеке так, это человек, нечистый человек?» Нет, учитель. Хорошо, монахи. Невозможно, не может быть такого, чтобы нечистый человек мог бы знать о нечистом человеке так, это человек, нечистый человек. Но мог бы нечистый человек знать о чистом человеке, это человек, чистый человек? Хорошо, монахи. Невозможно, не может быть такого, чтобы нечистый человек мог бы знать о чистом человеке так, это человек, чистый человек. Монахи, нечистый человек обладает плохими качествами. Он общается как нечистый человек, он намеревается делать что-либо, как нечистый человек, он советует как нечистый человек, он разговаривает как нечистый человек, он поступает как нечистый человек, он придерживается воззрений как нечистый человек, он дает дары как нечистый человек. И каким образом нечистый человек обладает плохими качествами? У нечистого человека нет веры, стыда, боязни совершить проступок. Он не ученый, ленивый, забывчивый, немудрый. Вот каким образом нечистый человек обладает плохими качествами. И каким образом нечистый человек общается как нечистый человек? У нечистого человека друзьями и товарищами являются те жрецы и отшельники, у которых нет веры, стыда, боязни совершить проступок, которые не ученые, ленивые, забывчивые, немудрые. Вот каким образом нечистый человек общается как нечистый человек. И каким образом нечистый человек намеревается делать что-либо, как нечистый человек? Нечистый человек намеревается делать что-либо ради собственной болезненности, ради болезненности других, ради болезненности обоих. Вот каким образом нечистый человек намеревается делать что-либо, как нечистый человек? И каким образом нечистый человек советует как нечистый человек? Вот нечистый человек советует ради собственной болезненности, ради болезненности других, ради болезненности обоих. Вот каким образом нечистый человек советует как нечистый человек. И каким образом нечистый человек разговаривает как нечистый человек. Вот нечистый человек произносит лживую речь, злонамеренную речь, грубую речь, пустословит. Вот каким образом нечистый человек разговаривает как нечистый человек. И каким образом нечистый человек поступает как нечистый человек. Вот нечистый человек убивает живых существ, берет то, что не дано, пускается в неблагое поведение и в чувственных удовольствиях. Вот каким образом нечистый человек поступает, как нечистый человек. И каким образом нечистый человек придерживается воззрений, как нечистый человек? Вот нечистый человек придерживается такого воззрения, как это, нет ничего, что дано, нет ничего, что предложено, нет ничего, что пожертвовано. Нет плода или результата хороших или плохих поступков. Нет этого мира, нет следующего мира, нет отца, нет матери, нет спонтанно рождающихся существ. Нет жрецов и отшельников, которые посредством правильной жизни и правильной практики, истинно, провозглашали бы другим, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Вот каким образом нечистый человек придерживается воззрений как нечистый человек. И каким образом нечистый человек дает дары как нечистый человек? Вот нечистый человек дает дар небрежно, не своими собственными руками, без проявления уважения, дает то, что будет выброшено, дает с воззрением, что от этого, акта дарения, ничего не будет. Вот каким образом нечистый человек дает дары как нечистый человек. Этот нечистый человек, который таким образом обладает плохими качествами, который таким образом общается как нечистый человек, намеревается, советует, разговаривает, поступает, придерживается воззрений, дает дары как нечистый человек, с распадом тела, после смерти, перерождается в уделе нечистых людей. людей. И каков удел нечистых людей? Это либо ад, либо мир животных. Чистый человек. Монахи, мог бы чистый человек знать о чистом человеке так, это человек, чистый человек? Да, учитель. Хорошо, монахи. Может быть так, что чистый человек мог бы знать о чистом человеке так, это человек, чистый человек. Но мог бы чистый человек знать о нечистом человеке, это человек, нечистый человек? Хорошо, монахи. Может быть так, что чистый человек мог бы знать о нечистом человеке. Так, это человек, нечистый человек. Монахи, чистый человек обладает хорошими качествами. Он общается как чистый человек, он намеревается, делает что-либо, как чистый человек, он советует как чистый человек, он разговаривает как чистый человек, он поступает как чистый человек, он придерживается во зрении как чистый человек, он дает дары как чистый человек. И каким образом чистый человек обладает хорошими качествами? У чистого человека есть вера, стыд, боязнь совершить проступок. Он ученый, усердный, осознанный, мудрый. Вот каким образом чистый человек обладает хорошими качествами. И каким образом чистый человек общается как чистый человек? У чистого человека друзьями и товарищами являются те жрецы и отшельники, у которых есть вера, стыд, боязнь совершить проступок, которые ученые, усердные, осознанные, мудрые. Вот каким образом чистый человек общается как чистый человек. И каким образом чистый человек намеревается делать что-либо, как чистый человек? Чистый человек не намеревается делать что-либо ради собственной болезненности, ради болезненности других, ради болезненности обоих. Вот каким образом чистый человек намеревается делать что-либо, как чистый человек? И каким образом чистый человек советует как чистый человек? Вот чистый человек не советует ради собственной болезненности, ради болезненности других, ради болезненности обоих. Вот каким образом чистый человек советует как чистый человек. И каким образом чистый человек разговаривает как чистый человек? Вот чистый человек воздерживается от лживой речи, злонамеренной речи, грубой речи, пустословия. Вот каким образом чистый человек разговаривает как чистый человек? И каким образом чистый человек поступает как чистый человек? Вот чистый человек воздерживается от убийства живых существ, взятия того, что не дано, ни благого поведения в чувственных удовольствиях. Вот каким образом чистый человек поступает как чистый человек. И каким образом чистый человек придерживается воззрений как чистый человек? Вот чистый человек придерживается такого воззрения как это, есть то, что дано, есть то, что предложено, есть то, что пожертвовано. Есть плод или результат хороших или плохих поступков. Есть этот мир, есть следующий мир, есть отец, есть мать, есть спонтанно рождающиеся существа. Есть жрецы и отшельники, которые посредством правильной жизни и правильной практики, истинно, провозглашают другим, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Вот каким образом чистый человек придерживается воззрений как чистый человек. И каким образом чистый человек дает дары как чистый человек? Вот чистый человек дает дар аккуратно, своими собственными руками, проявляя уважение, дает стоящий дар, дает с воззрением, что от этого, акта дарения, что-то будет. Вот каким образом чистый человек дает дары как чистый человек. Это чистый человек, который таким образом обладает хорошими качествами, который таким образом общается как чистый человек, намеревается, советует, разговаривает, поступает, придерживается воззрений, дает дары как чистый человек, с распадом тела, после смерти, перерождается в уделе чистых людей. И каков удел чистых людей? Это величие среди божеств, либо величие среди людей. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. 1. Асаппуриса. Комментарий поясняет, что это тот же, кто и именуется как Папапуриса, то есть плохой человек. Анатпада сутта, одно за другим по мере происхождения. МН 111. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, Сарипута мудр. Сарипута наделен великой мудростью. Сарипута наделен широкой мудростью. Сарипута наделен радостной мудростью. Сарипута наделен быстрой мудростью. Сарипута наделен острой мудростью. Сарипута наделен великой мудростью. Сарипута наделен проникающей мудростью в течение половины месяца, монахи. Сарипутта обрёл прозрение в состояние по мере того, как они происходили одно за другим. И прозрение Сарипутты в состояние, которые происходили одно за другим, было следующим 1. Первая Чхана Вот, монахи, будучи отстранённым от чувственных удовольствий, отстранённым от неблагих состояний ума, Сарипутта вошёл и пребывал в первой Чхане, которая сопровождается направлением и удержанием ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстранённости. И те состояния в первой джхане, направлении, ума на объект, удержании, ума на объекте, восторг, счастье, единение ума, контакт, чувство, восприятие, намерение, и ум, рвение, решимость, усердие, осознанность, невозмутимость, и внимание, эти состояния были определены им одно за другим по мере того, как они происходили. Он знал, как эти состояния возникли, знал, как они наличествовали, знал, как они исчезли. Он понял так, воистину, этих состояний не было, и они возникли. Побов, они исчезли в отношении этих состояний и он пребывал невовлеченным, без отторжения, независимым, отсоединенным, освобожденным, отделенным, с умом, лишенным преград. Он понял, есть спасение за пределами этого, и с развитием этого, медитативного достижения, он подтвердил, для себя, то, что оно есть, два. Вторая джхана. Далее, монахи, с угасанием направления и удержания ума на объекте, Сарепутта вошел и пребывал во второй джхане, в которой наличествуют внутренние уверенности и единение ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. И те состояния во второй джхане, внутренняя уверенность, восторг, счастье, единение ума, контакт, чувство, восприятие, намерение, и ум, рвение, решимость, усердие, осознанность, невозмутимость, и внимание, эти состояния были определены им одно за другим по мере того, как они происходили. Он знал, как эти состояния возникли, знал, как они наличествовали, знал, как они исчезли. Он понял так, воистину, этих состояний не было, и они возникли. Побов, они исчезли в отношении этих состояний, он пребывал невовлеченным, без отторжения, независимым, отсоединенным, освобождённым, отделённым, с умом, лишённым преград. Он понял, есть спасение за пределами, этого, и с развитием этого, медитативного достижения, он подтвердил, для себя, то, что оно есть. Третья джхана. Далее, монахи, с угасанием восторга Сарипутта пребывал невозмутимым, осознанным, бдительным, и ощущал приятное телом. Он вошёл и пребывал в третьей джхане, о которой благородные говорят так, он невозмутим, осознан, пребывает в удовольствии. И те состояния в третьей джхане, невозмутимость, счастье, осознанность, бдительность, единение ума, контакт, чувство, восприятие, намерение, и ум, рвение, решимость, усердие, осознанность, невозмутимость, и внимание, эти состояния были определены им одно за другим. И с развитием этого, медитативного достижения, он подтвердил, для себя, то, что оно есть. Четвёртое джхана. Далее, монахи, с оставлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, Сарипутта вошёл и пребывал в четвёртой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. И те состояния в четвёртой джхане, невозмутимость, неприятное и неболезненное чувство, умственная невзволнованность из-за безмятежности, чистота осознанности, и единение ума, контакт, чувство, восприятие, намерение, и ум, рвение, решимость, усердие, осознанность, невозмутимость, и внимание, эти состояния были определены им одно за другим. И с развитием этого, медитативного достижения, он подтвердил, для себя, то, что оно есть. Сфера безграничного пространства. Далее, монахи, с полным преодолением восприятия форм, с угасанием восприятий, вызываемых органами чувств, не обращающих внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранично, Сарипутта вошёл и пребывал в сфере безграничного пространства. И те состояния в сфере безграничного пространства, восприятие сферы безграничного пространства, и единение ума, контакт, чувство, восприятие, намерение, и ум, рвение, решимость, усердие, осознанность, невозмутимость, и внимание, эти состояния были определены им одно за другим. И с развитием этого, медитативного достижения, он подтвердил, для себя, то, что оно есть. Сфера безграничного сознания. Далее, монахи, с полным преодолением сферы безграничного пространства, воспринимая, сознание безгранично, царепутта вошел и пребывал в сфере безграничного сознания. И те состояния в сфере безграничного сознания, восприятие сферы безграничного сознания, и единение ума, контакт, чувство, восприятие, намерение, и ум, рвение, решимость, усердие, осознанность, невозмутимость, и внимание, эти состояния были определены им одно за другим. И с развитием этого, медитативного достижения, он подтвердил, для себя, то, что оно есть. Сфера отсутствия всего. Далее, монахи, с полным преодолением сферы безграничного сознания, воспринимая, здесь ничего нет, царепутта вошел и пребывал в сфере отсутствия всего. И те состояния в сфере безграничного сознания, восприятие сферы отсутствия всего, и единение ума, контакт, чувство, восприятие, намерение, и ум, рвение, решимость, усердие, осознанность, невозмутимость, и внимание, эти состояния были определены им одно за другим. И с развитием этого, медитативного достижения, он подтвердил, для себя, то, что оно есть. Сфера невосприятия, не невосприятия. Далее, монахи, с полным преодолением сферы отсутствия всего, царепутта вошел и пребывал в сфере невосприятия, не невосприятия. Он осознанно вышел из этого достижения. Сделав так, он созерцал состояния, которые прошли, прекратились, изменились, воистину, этих состояний не было, и они возникли. Побов, они исчезли в отношении этих состояний и он пребывал невовлеченным, без отторжения, независимым, отсоединенным, освобожденным, отделенным, с умом, лишенным преград. Он понял, есть спасение за пределами, этого, и с развитием этого, медитативного достижения, он подтвердил, для себя, то, что оно есть. Прекращение восприятия чувствования. Далее, монахи, с полным преодолением сферы невосприятия и невосприятия, сарепутта вошел и пребывал в прекращении восприятия чувствования. Его пятна, умственных загрязнений, были уничтожены его видением мудростью. Он осознанно вышел из этого достижения. Сделав так, он созерцал состояния, которые прошли, прекратились, изменились, воистину, этих состояний не было, и они возникли. Побов, они исчезли, три в отношении этих состояний он пребывал невовлеченным, без отторжения, независимым, отсоединенным, освобожденным, отделенным, с умом, лишенным преград. Он понял, нет спасения за пределами, этого, и с развитием этого, медитативного достижения, он подтвердил, для себя, то, что его нет, четыре. Монахи, если правильно говорящий стал бы говорить о ком-либо, он достиг мастерства и совершенства в благородной нравственности, достиг мастерства и совершенства в благородном сосредоточении, достиг мастерства и совершенства в благородной мудрости, достиг мастерства и совершенства в благородном освобождении, то именно о Сарепутте, воистину, правильно говорящий мог бы сказать так. Монахи, если правильно говорящий стал бы говорить о ком-либо, он, сын благословенного, рожден из его груди, рожден из его рта, рожден из Дхаммы, создан Дхаммой, наследник Дхаммы, а не наследник материальных вещей и то именно о Сарипутте, воистину, правильно говорящий мог бы сказать так. Монахи, несравненное колесо Дхаммы, приведенное в движении Татхагатой, продолжает праведно приводиться в движении Сарипуттой. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. Один, по мнению достопочтенного Бодхи эта сутта, вероятно, была составлена и добавлена в раздел субтапитоки позже по сравнению со всеми остальными в доказательство он приводит следующие факты. Во-первых, аналога этой сутты нет в китайской версии Матчхи Маникая, Матхья Магами, принадлежащей школе Сарвасти воды, где есть практически все сутты, которые есть и в палийском каноне. Аналога ей нет ни в одном из иных собраний текстов любых других буддийских школ. Во-вторых, в сутте используются терминологии, которая не используется в остальных суттах канона, и которая появилась уже в более поздний период развития буддизма. В-третьих, сама методология, содержащаяся в сутте, свойственно появившейся позже Абхидхамма Питаке, но не сутта Питаке. Два, речь идет о второй джхане, которая является спасением от первой. Три, комментарий поясняет, что так как в этом медитативном состоянии нет сознания, то речь либо идет о телесных процессах, которые происходили в его теле во время пребывания в этом состоянии, либо о ментальных процессах, которые предшествовали вхождению в это состояние. Четыре, примечание переводчика СВ, что, по сути, и означает, что достижение и прекращение восприятия чувствования есть не Ббана, так как в противном случае было бы сказано, что есть еще более высокое спасение, и этим спасением является не Ббана. Однако такого утверждения нет. Чхабисотхана сутта, чистота в шести аспектах. МН-112. Коджорх-Найтш, четыре вида выражений. Пять совокупностей. Шесть элементов. Шесть внутренних и внешних сфер. Буддийский путь практики. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам, монахи. Да, учитель отвечали они. Благословенный сказал следующее. Монахи, бывает, когда некий монах делает заявление об окончательном знании, «Я понимаю, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет больше перерождения в каком-либо состоянии существования». Слова этого монаха не следует ни принимать, ни отвергать. Не соглашаяся ни отвергая, следует задать вопрос, друг, существует четыре вида выражения, праведно провозглашенных благословенным, который знает и видит, совершенным и полностью просветленным. Какие четыре? Говорить о видимом так, как оно видится, говорить о слышимом так, как оно слышится, говорить об ощущаемом так, как оно ощущается, говорить о познаваемом так, как оно познается, один. Таковы, друг, четыре вида выражения, праведно провозглашенные благословенным, который знает и видит, совершенным и полностью просветленным. Как достопочтенный знает, как он видит, в отношении этих четырех видов выражения, так что посредством отсутствия цепляния его ума освободился от пятен, загрязнений ума. Монахи, когда монах, чьи загрязнения уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, сбросил тяжкий груз, достиг истинной цели, уничтожил оковы существования и полностью освободился посредством окончательного знания, то он естественным образом ответит так, друзья, в отношении видимого я пребываю без влечения, без отторжения, независимым, отсоединенным, свободным, отделенным, с умом, лишенным преград в отношении слышимого, ощущаемого, познаваемого. Я пребываю без влечения, без отторжения, независимым, отсоединенным, свободным, отделенным, с умом, лишенным преград. Зная так, видя так, в отношении этих четырех видов выражений, посредством отсутствия цепляния мой ума освободился от пятен. Сказав хорошо, можно восхититься и возрадовываться словам этого монаха. Сделав так, следует задать дальнейший вопрос, друг, существуют эти пять совокупностей, подверженные цеплянию, праведно провозглашенные благословенным, которые знает и видит, совершенным и полностью просветленным. Какие пять? Совокупность материальной формы, подверженная цеплянию, совокупность чувства, подверженная цеплянию, совокупность восприятия, подверженная цеплянию, совокупность формаций, ума, подверженная цеплянию, совокупность сознания, подверженная цеплянию. Таковы, друг, пять совокупностей, подверженные цеплянию, праведно провозглашенные благословенным, который знает и видит, совершенным и полностью просветленным. Как достопочтенный знает, как он видит, в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, так что посредством отсутствия цепляния его ум освободился от пятен. Друзья, познав материальную форму хилой, угасающей, некомфортной, с уничтожением, угасанием, прекращением, оставлением и отбрасыванием в лечении цепляния по отношению к материальной форме, а также умственных позиций, приверженностей, скрытых склонностей по отношению к материальной форме, я понял, что мой ум освобожден. Друзья, познав чувства, восприятие, формации, сознание хилым, угасающим, некомфортным, с уничтожением, угасанием, прекращением, оставлением и отбрасыванием в лечении цепляния по отношению к сознанию, а также умственных позиций, приверженностей, скрытых склонностей по отношению к сознанию, я понял, что мой ум освобожден. Зная так и видя так, в отношении этих пяти совокупностей, подверженных цеплянию, посредством отсутствия цепляния мой ум освободился от пятен. Сказав хорошо, можно восхититься и возродоваться словам этого монаха. Сделав так, следует задать дальнейший вопрос, друг, существуют эти шесть элементов, праведно провозглашенных благословенным, которые знает и видит, совершенным и полностью просветленным. Какие шесть? Элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент воздуха, элемент пространства, элемент сознания. Таковы, друг, шесть элементов, праведно провозглашенные благословенным, которые знает и видит, совершенным и полностью просветленным. Как достопочтенный знает, как он видит, в отношении этих шести элементов, так что посредством отсутствия цепляния его ум освободился от пятен. Друзья, я стал относиться к элементу земли как к безличностному, не имея, ощущения, я, выстроенного на основе элемента земли, 3. Си уничтожением, угасанием, прекращением, оставлением, и отбрасыванием в лечении цепляния по отношению к элементу земли, а также, умственных позиций, приверженностей, скрытых склонностей по отношению к элементу земли, я понял, что мой ум освобожден. Друзья, я стал относиться к элементу воды, огня, воздуха, пространства, сознания как к безличностному, не имея, ощущения, я, выстроенного на основе элемента сознания. С уничтожением, угасанием, прекращением, оставлением, и отбрасыванием в лечении цепляния по отношению к элементу сознания, а также, умственных позиций, приверженностей, скрытых склонностей по отношению к элементу сознания, я понял, что мой ум освобожден. Зная так и видя так, в отношении этих шести элементов, посредством отсутствия цепляния мой ум освободился от пятен. Сказав хорошо, можно восхититься и возрадоваться словам этого монаха. Сделав так, следует задать дальнейший вопрос, друг, существуют эти шесть внутренних и внешних сфер, правильно провозглашенных благословенным, который знает и видит, совершенным и полностью просветленным. Какие шесть? Глаз и формы, ухо и звуки, нос и запахи, язык и вкусы, тело и осязаемые вещи, ум и умственные объекты. Таковы, друг, шесть внутренних и внешних сфер, правильно провозглашенных благословенным, который знает и видит, совершенным и полностью просветленным. Как достопочтенный знает, как он видит, в отношении этих шести внутренних и внешних сфер, так что посредством отсутствия цепляния его ум освободился от пятен. Друзья, с уничтожением, угасанием. Прекращением, оставлением и отбрасыванием желания, страсти, наслаждения, жажды, влечения и цепляния, а также умственных позиций, приверженностей, скрытых склонностей по отношению к глазу, формам, сознанию глаза и к вещам, познаваемым умом, посредством сознания глаза, я понял, что мой ум освобожден. С уничтожением, угасанием, прекращением, оставлением и отбрасыванием желания, страсти, наслаждения, жажды, влечения и цепляния, а также умственных позиций, приверженностей, скрытых склонностей по отношению к уху, звукам, сознанию уха и к вещам, познаваемым умом, посредством сознания уха, я понял, что мой ум освобожден. По отношению к носу, запахам, сознанию носа, и к вещам, познаваемым умом, посредством сознания носа. По отношению к языку, вкусам, сознанию языка, и к вещам, познаваемым умом, посредством сознания языка. По отношению к телу, осязаемым вещам, сознанию тела, и к вещам, познаваемым умом, посредством сознания тела. По отношению к уму, объектам ума, сознанию ума, и к вещам, познаваемым, умом, посредством сознания ума, я понял, что мой ум освобожден. Зная так и видя так, в отношении этих шести внутренних и внешних сфер, посредством отсутствия цепляния мой ум освободился от пятен. Сказав «хорошо», можно восхититься и возрадоваться словам этого монаха. Сделав так, следует задать дальнейший вопрос, друг, как, сталось так, что теперь, достопочтенный знает, как, сталось, что теперь, он видит в отношении этого тела с его сознанием и всеми внешними признаками. Так что кутвор джина и чья, сотворение моего, скрытая склонность к самомнению были уничтожены в нем, пять, монахи, когда монах, чьи загрязнения уничтожены, который прожил святую жизнь, сделал то, что следовало сделать, сбросил тяжкий груз, достиг истинной цели. Если уничтожил оковы существования и полностью освободился посредством окончательного знания, то он естественным образом ответит так, «Друзья, прежде, когда я жил жизнью домохозяина, я был невежественен. Затем, Татхагата или его ученик обучил меня Дхамме. Услышав Дхамму, я обрел веру в Татхагату. Обладая этой верой, я подумал так, домохозяйская жизнь ограничена, это пыльный путь. Бездомная жизнь подобна бескрайним просторам. Не просто, проживая дома, вести святую жизнь, в идеальном совершенстве, всецело чистую, словно блестящий перламутр. Что если я, обрив волосы и бороду, и одев желтые одежды, оставлю домохозяйскую жизнь ради бездомной? 6. Вошел и пребывал в четвертой джхане, которая неприятно-неболезненно, характерна чистейшей осознанностью из-за невозмутимости. Когда мой ум был так сосредоточен, очищен, ярок, незамутнен, лишен изъянов, податлив, мягок, утвержден и наделен непоколебимостью, я направил его на познание окончания пятен, умственных загрязнений. Я распознал в соответствии с действительностью, то есть, это – страдание. Это – источник страдания. Это – прекращение страдания. Это – путь, ведущий к прекращению страдания. Это – загрязнение ума. Это – источник загрязнений. Это – прекращение загрязнений. Это – путь, ведущий к прекращению загрязнений. Когда я узнал и увидел так, мой ум освободился от пятна чувственного желания, освободился от пятна существования, освободился от пятна невежества. С освобождением пришло знание, он освобожден. Я напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет более возвращения в какое-либо состояние существования. 7. Из-за знания того, что это так, из-за видения того, что это так, друзья, в отношении этого тела с его сознаниями, в отношении всех внешних образов, сотворения я, сотворения моего, и скрытая склонность к самомнению были уничтожены во мне. 8. Монахи, сказав хорошо, можно восхититься и возрадоваться словам этого монаха. Сделав так, следует сказать ему, какое благо для нас, друг, какое великое благо для нас, друг, что у нас есть такой товарищ по святой жизни как достопочтенный, 8. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. 1. Это объекты восприятия, разделенные на четыре категории. Ощущаемые, мута, означает запахи, вкусы и прикосновения, опознаваемые, виньята, ретроспективно полученные данные, абстрактное мышление, воображение. 2. Согласно комментарию, все это означает жажду и воззрение. 3. Согласно комментарию, первая фраза означает отрицание самого элемента земли как я, а вторая, отрицание связанных с этим элементом материальных и ментальных факторов. Тот же метод применяется в отношении иных элементов. 4. Текст кажется перенасыщенным из-за упоминания форм, рупа, и вещей, познаваемых умом посредством сознания глаза, чекху винь и ненавинь и таббатхама. Комментарий предлагает две версии разрешения этого вопроса. 1. Первая позиция заключается в том, что формы относятся к видимым вещам, которые действительно входят в познание, тогда как вещи, познаваемые умом. Означают видимые вещи, которые прекращаются, будучи непознаваемыми. 2. Вторая позиция – то, что первое означает все формы без исключения, а второе – три ментальных совокупности, которые действуют вместе с сознанием глаза. 5. Согласно комментарию, сотворение я, аханкара – это самомнение, а сотворение моего, маманкара – это жажда. Все внешние признаки, не мета, это внешние объекты. 6. Весь путь раскрывается так же, как в МН 51. 7. Согласно комментарию, здесь намеренно опущены два других сверхъестественных знания из трех – видений и перерождений и знаний прошлых жизней, так как они являются мирскими способностями, а в сути речь идет о бараханстве, то есть сверхмирском знании. 8. Не безинтересно, что в сути задается пять вопросов, а не шесть, как указано в ее названии. 9. Канонический комментарий пытается по-разному истолковать это, разделяя один из уже имеющихся вопросов на два, например, отдельно по телу и уму в отношении себя и в отношении других, либо предполагая добавить в качестве шестого вопроса четыре вида пищи. 10. Однако эти варианты не особо убедительны, судя по всему, фрагмент сутты просто был утерян. 10. Саппуриса сутта, чистый человек. МН 113. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, я научу вас характеру чистого человека и характеру нечистого человека. Слушайте внимательно то, о чем я буду говорить. Да, учитель. Ответили монахи. Благословенный сказал следующий, семья. Монахи, и каков характер нечистого человека? Нечистый человек, который ушел в бездомную жизнь из знатной семьи, рассуждает так, я ушел в бездомную жизнь из знатной семьи. Но эти другие монахи ушли в бездомную жизнь не из знатных семей. Так он возвышает себя и принижает других из-за своей знатной семьи. Таков характер нечистого человека. Но чистый человек рассуждает так, не из-за чьей-либо знатной семьи состояние жажды, злобы, и заблуждений уничтожаются. Даже если человек ушел в бездомную жизнь не из знатной семьи, то все равно, если он вступил на путь, который соответствует Дхамме, вступил на правильный путь, и ведет себя в соответствии с Дхаммой, то его следует почитать за это, его следует восхвалять за это. Так, ставя на первое место практику, он не возвышает себя, не принижая других из-за своей знатной семьи. Это характер чистого человека. Кроме того, нечистый человек, который ушел в бездомную жизнь из великой семьи, из богатой семьи, из влиятельной семьи рассуждает так, я ушел в бездомную жизнь из влиятельной семьи. Но эти другие монахи ушли в бездомную жизнь не из влиятельных семей. Так он возвышает себя и принижает других из-за своей влиятельной семьи. Это также характер нечистого человека. Но чистый человек рассуждает так, не из-за чьей-либо влиятельной семьи состояние жажды, злобы, и заблуждений уничтожаются. Даже если человек ушёл в бездомную жизнь из влиятельной семьи, то всё равно, если он вступил на путь, который соответствует Дхамме, вступил на правильный путь, и ведёт себя в соответствии с Дхаммой, то его следует почитать за это, его следует восхвалять за это. Так, ставя на первое место практику, он не возвышает себя, не принижает других из-за своей влиятельной семьи. Это также характер чистого человека. Известность. Кроме того, нечистый человек, который известен и знаменит, рассуждает так, «Я известен и знаменит». Но эти другие монахи неизвестны и не имеют авторитета. Так он возвышает себя и принижает других из-за своей известности. Это также характер нечистого человека. Но чистый человек рассуждает так, не из-за чьей-либо известности состояние жажды, злобы, и заблуждений уничтожаются. Даже если человек неизвестен и незнаменит, то всё равно, если он вступил на путь, который соответствует Дхамме, вступил на правильный путь, и ведёт себя в соответствии с Дхаммой, то его следует почитать за это, его следует восхвалять за это. Так, ставя на первое место практику, он не возвышает себя, не принижает других из-за своей известности. Это также характер чистого человека. Обретение четырёх необходимостей. Кроме того, нечистый человек, который обретает одеяния, иду, жилища, необходимые для лечения вещи, рассуждает так, я обретаю иду, вещи. Но эти другие монахи не обретают. Так он возвышает себя и принижает других из-за обретения. Это также характер нечистого человека. Но чистый человек рассуждает так, не из-за обретений состояния жажды, злобы, и заблуждений уничтожены. Даже если человек не имеет обретений, то всё равно, если он вступил на путь, который соответствует Дхамме, вступил на правильный путь, и ведёт себя в соответствии с Дхаммой, то его следует почитать за это, его следует восхвалять за это. Так, ставя на первое место практику, он не возвышает себя, не принижает других изобретений. Это также характер чистого человека. Учёность и аскеза. Кроме того, нечистый человек, который учёный, который эксперт в Винае, который проповедник Дхаммы, который тот, кто живёт в лесу, который тот, кто носит обноски, который тот, кто ест, только, пищу, полученную схождение, за подаяниями, который тот, кто живёт, только, у подножья дерева, который тот, кто живёт на кладбище, который тот, кто живёт под открытым небом, который тот, кто постоянно сидит, который тот, кто использует любую постель, который тот, кто ест только один раз в день и рассуждает так, я ем только один раз в день. Но эти другие монахи не являются теми, кто ест только один раз в день, один. Так он возвышает себя и принижает других из-за того, что он тот, кто ест только один раз в день. Это также характер нечистого человека. Но чистый человек рассуждает так, не из-за того, что человек является тем, кто ест только один раз в день, состояния жажды, злобы, и заблуждений уничтожаются. Даже если человек не является тем, кто ест только один раз в день, то все равно, если он вступил на путь, который соответствует Дхамме, вступил на правильный путь, и ведет себя в соответствии с Дхаммой, то его следует почитать за это, его следует восхвалять за это. Так, ставя на первое место практику, он не возвышает себя, не принижает других из-за того, что является тем, кто ест только один раз в день. Это также характер чистого человека. Джханы. Кроме того, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, нечистый человек входит и пребывает в первой джхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Он рассуждает так, я обрел достижение первой джханы. Но эти другие монахи не обрели достижение первой джханы. Так он возвышает себя и принижает других из-за своего достижения первой джханы. Это также характер нечистого человека. Но чистый человек рассуждает так, несоотношение себя, даже с достижением первой джханы было провозглашено благословенным. Каким бы образом они не измышляли, действительность всегда иная. Так, ставя на первое место несоотношение, он не возвышает себя, не принижает других из-за своего достижения первой джханы. Это также характер чистого человека. Кроме того, с угасанием направления и удержания ума на объекте, нечистый человек входит и пребывает во второй джхане, третьей, четвертой, сфере безграничного пространства, сфере безграничного сознания, сфере отсутствия всего, сфере невосприятия, не невосприятия. Он рассуждает так, я обрел достижение сферы невосприятия, не невосприятия. Но эти другие монахи не обрели достижение сферы невосприятия, не невосприятия. Так он возвышает себя и принижает других из-за своего достижения сферы невосприятия, не невосприятия. Это также характер нечистого человека. Но чистый человек рассуждает так, несоотношение себя, даже с достижением сферы невосприятия, не невосприятие было провозглашено благословенным. Каким бы образом они не измышляли, действительность всегда иная. Так, ставя на первое место несоотношение, он не возвышает себя, не принижает других из-за своего достижения сферы невосприятия, не невосприятия. Это также характер чистого человека. Прекращение восприятия чувствования. Кроме того, с полным преодолением сферы невосприятия, не невосприятие чистый человек входит и пребывает в прекращении восприятия чувствования. Его пятна, умственных загрязнений, уничтожены его видением мудростью. Этот монах ничего не измышляет, он не измышляет в отношении чего-либо, он не измышляет каким бы то ни было образом. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. Один, эти девять аскетических практик подробно расписаны в Весудхимагге. Практика постоянного сидения подразумевает, что монах, практикующий такую аскезу, не принимает лежачей позы и даже спит, сидя. Два, комментарий поясняет, что речь идет о наличии и отсутствии жажды. Однако, скорее всего, речь идет о самомнении. Это философская загадка, каким бы образом они себя не измышляли, в действительности все всегда иначе содержится в СНП-588, СНП-757, УТ-3-10. Несмотря на то, что комментарий на Матчхима никак это не проясняет, комментарий на Удану, Ут-3-10, объясняет, что каким бы образом заурядные люди не измышляли какую-либо из пяти совокупностей, как я или как то, что принадлежит я измышляемая вещь на деле оказывается иной, не такой, какой ее себе представляли, то есть, она не является я или принадлежащей я. Она оказывается не я и не майон. Три, формулы медитативных достижений раскрываются по стандартной формуле, как, например, в МН-8. Сити-Табба-Сиви-Табба-Сутта, стоит взращивать и не стоит. МН-114. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайт-Хивроще-Джеты в монастыре Анатхай-Пиндике. Там он обратился к монахам так, «Монахи! Учитель!» Ответили они. Благословенный сказал следующий, «Монахи, я дам вам лекцию о том, что стоит взращивать и что не стоит взращивать. Слушайте внимательно то, о чем я буду говорить». Да, учитель ответили монахи. Благословенный сказал следующий, первое изложение. «Монахи, телесное поведение двояко, я говорю вам, то, которое стоит взращивать, и то, которое не стоит взращивать. Телесное поведение является либо тем, либо другим. Словесное поведение. Умственное поведение. Склонность ума. Обретение восприятия. Обретение воззрений. Обретение индивидуальности двояко, я говорю вам, то, которое стоит взращивать, и то, которое не стоит взращивать. Обретение индивидуальности является либо тем, либо другим». Когда так было сказано, достопочтенный Сарипутта сказал благословенному, «Учитель, вот как я понимаю подробные значения утверждения благословенного, которые он высказал кратко, не дав детального разъяснения, телесное поведение. Монахи, телесное поведение двояко. Так было сказано благословенным. И в отношении чего так было сказано? Учитель, телесное поведение, из-за которого неблагие состояния, ума, увеличиваются, а благие состояния уменьшаются в том, кто его взращивает, такое телесное поведение, не следует взращивать. Но ты телесное поведение, из-за которого неблагие состояния, ума, уменьшаются, а благие состояния увеличиваются, в том, кто его взращивает, такое телесное поведение следует взращивать. И какой вид телесного поведения побуждает неблагие состояния увеличиваться, а благие состояния уменьшаться, в том, кто его взращивает? Вот некий человек убивает живых существ. Он кровожадный убийца, предается насилию и побоям, беспощаден к живым существам. Он берет то, что не было дано. Он ворует ценности и имущества других в деревне или же в лесу. Он ведет себя неподобающе в чувственных удовольствиях. Он имеет половые связи с женщинами, которые находятся под защитой матери, отца, матери отца, брата, сестры или родственников, которые находятся под защитой закона, которые имеют супруга, или с теми, кто украшен гирляндой в знак помолвки. Такое телесное поведение побуждает неблагие состояния увеличиваться, а благие состояния уменьшаться, в том, кто его взращивает. И какой вид телесного поведения побуждает неблагие состояния уменьшаться, а благие состояния увеличиваться, в том, кто его взращивает. Вот человек, отбрасывая убийство живых существ, воздерживается от убийства живых существ. Он пребывает в сострадании ко всем живым существам, без дубины, без оружия, добросовестный, милосердный. Отбрасывая взятие того, что не дано, он воздерживается от взятия того, что ему не было дано. Он не ворует ценности и имущества других деревней или же в лесу. Отбрасывая неподобающее поведение и в чувственных удовольствиях, он воздерживается от неподобающего поведения в чувственных удовольствиях. Он не имеет половых связей с женщинами, которые находятся под защитой матери, отца, матери отца, брата, сестры или родственников, которые находятся под защитой закона, которые имеют супруга, или с теми, кто украшен гирляндой в знак помолвки. Вот каковы три вида телесного поведения, которые соответствуют Дхаме, праведного поведения. Такое телесное поведение побуждает не благие состояния уменьшаться, а благие состояния увеличиваться, в том, кто его взращивает. В отношении этого так было сказано благословенным, монахи, телесное поведение двояко, я говорю вам, то, которое стоит взращивать, и то, которое не стоит взращивать. Телесное поведение является либо тем, либо другим. Словесное поведение. Монахи, словесное поведение двояко. Так было сказано благословенным. И в отношении чего так было сказано? Учитель, словесное поведение, из-за которого неблагие состояния, ума, увеличиваются, а благие состояния уменьшаются в том, кто его взращивает, такое словесное поведение не следует взращивать. Но то словесное поведение, из-за которого неблагие состояния, ума, уменьшаются, а благие состояния увеличиваются, в том, кто его взращивает, такое словесное поведение, следует взращивать. И какой вид словесного поведения побуждает неблагие состояния увеличиваться, а благие состояния уменьшаться, в том, кто его взращивает? Вот некий человек говорит неправду. Если его вызывают в суд, на собрании, в присутствии родственников, в его гильдию, в присутствии царской семьи, и спрашивают как свидетеля, «Итак, почтенный, расскажи, что ты знаешь», и тогда он, не зная, говорит «Я знаю», или, зная, он говорит «Я не знаю», не видя, он говорит «Я вижу», или же, видя, он говорит «Я не вижу». Он сознательно говорит неправду ради собственной выгоды, ради выгоды другого, или же ради какой-нибудь мирской ерунды. Он говорит злонамеренно. То, что он слышал здесь, он рассказывает там, чтобы посеять рознь между этими людьми и теми. То, что он слышал там, он рассказывает здесь, чтобы посеять рознь между тамошними людьми и здешними. Так он вызывает разногласия среди тех, кто живет в согласии, создает расколы, наслаждается раздорами, радуется раздором, восторгается раздорами, говорит слова, что создают раздоры. Он говорит грубо. Он произносит такие слова, которые грубые, жесткие, ранящие других, оскорбительны для других, граничащие со злобой, не ведущие к сосредоточению. Он болтун. Он говорит в неподходящий момент, говорит ошибочно, говорит бесполезно и говорит противоположно и Дхаме и Винае в неподходящий момент он говорит слова, которые ничего не стоят, неразумны, чрезмерны, не несут пользы. Такое словесное поведение побуждает не благие состояния увеличиваться, а благие состояния уменьшаться, в том, кто его взращивает. И какой вид словесного поведения побуждает не благие состояния уменьшаться, а благие состояния увеличиваться, в том, кто его взращивает? Вот некий человек, отбрасывая лживую речь, воздерживается от лживой речи. Если его вызывают в суд, на собрании, в присутствии родственников, в его гильдию, в присутствии царской семьи, и спрашивают его как свидетеля, и так, почтенный, расскажи, что ты знаешь, и тогда он, не зная, говорит я не знаю, или, зная, он говорит я знаю, не видя, он говорит я не вижу, или же, видя, он говорит я вижу. Он не говорит сознательно неправды ради собственной выгоды, ради выгоды другого, или же ради какой-нибудь мирской ерунды. Отбрасывая злонамеренную речь, он воздерживается от злонамеренной речи. То, что он слышал здесь, он не рассказывает там, чтобы не посеять рознь между этими людьми и теми. То, что он слышал там, он не рассказывал здесь, чтобы не посеять рознь между тамошними людьми и здешними. Так он примеряет тех, кто поругался, любит согласие, радуется согласию, наслаждается согласием, говорит слова, которые способствуют согласию. Отбрасывая грубую речь, он воздерживается от грубой речи. Он говорит слова, которые мягкие, приятные уху, любящие, проникающие в сердце, вежливые, привлекательные и нравящиеся большинству людей. Отбрасывая болтовню, он воздерживается от болтовни. Он говорит в нужный момент, говорит действительные, полезные, говорит о Дхамме, а винае в должный момент он говорит ценные слова, разумные, лаконичные, полезные. Такое словесное поведение побуждает не благие состояния уменьшаться, а благие состояния увеличиваться, в том, кто его взращивает. В отношении этого было так сказано благословенным, монахе, словесное поведение двояко, я говорю вам, то, которое стоит взращивать, и то, которое не стоит взращивать. Словесное поведение является либо тем, либо другим. Умственное поведение монахи, умственное поведение двояко. Так было сказано благословенным. И в отношении чего так было сказано? Учитель, умственное поведение, из-за которого неблагие состояния, ума, увеличиваются, а благие состояния уменьшаются, в том, кто его взращивает, такое умственное поведение, не следует взращивать. Но то умственное поведение, из-за которого неблагие состояния ума уменьшаются, а благие состояния увеличиваются в том, кто его взращивает, такое умственное поведение следует взращивать. И какой вид умственного поведения побуждает неблагие состояния увеличиваться, а благие состояния уменьшаться в том, кто его взращивает? Вот некий человек алчен. Он жаждет ценностей и имущества других, ох, если бы только то, что принадлежит другим, было бы моим. Или у него недоброжелательные умезлобные устремления, пусть эти существа будут умерщвлены, убиты, умрут, будут уничтожены и истреблены. Такое умственное поведение побуждает не благие состояния увеличиваться, а благие состояния уменьшаться, в том, кто его взращивает. И какой вид умственного поведения побуждает не благие состояния уменьшаться, а благие состояния увеличиваться, в том, кто его взращивает? Вот некий человек не алчен. Он не жаждет ценностей и имущества других, ох, если бы только то, что принадлежит другим, было бы моим. У него ум без недоброжелательности и его устремления лишены злобы, пусть эти существа живут счастливо, будут свободны от вражды, угнетения, тревоги. Такое умственное поведение побуждает не благие состояния уменьшаться, а благие состояния увеличиваться, в том, кто его взращивает. В отношении этого было так сказано благословенным, монахе, умственное поведение двояко, я говорю вам, то, которое стоит взращивать, и то, которое не стоит взращивать. Умственное поведение является либо тем, либо другим. Склонность ума. Монахи, склонность ума двояко. Так было сказано благословенным. И в отношении чего так было сказано? Учитель, такая склонность ума, из-за которой неблагие состояния ума увеличиваются, а благие состояния уменьшаются, в том, кто ее взращивает, такую склонность ума не следует взращивать. Но та склонность ума, из-за которой неблагие состояния ума уменьшаются, а благие состояния увеличиваются в том, кто ее взращивает, такую склонность ума следует взращивать. И какой вид склонности ума побуждает неблагие состояния увеличиваться, а благие состояния уменьшаться в том, кто ее взращивает? Вот некий человек алчен и пребывает с умом, насыщенным алчностью. Он недоброжелателен и пребывает с умом, насыщенным недоброжелательностью. Он жесток и пребывает с умом, насыщенным жестокостью. Такая склонность ума побуждает неблагие состояния увеличиваться, а благие состояния уменьшаться, в том, кто ее взращивает. И какой вид склонности ума побуждает неблагие состояния уменьшаться, а благие состояния увеличиваться, в том, кто ее взращивает? Вот некий человек не алчен и пребывает с умом, отделенным от алчности. Он не имеет недоброжелательности и пребывает с умом, отделенным от недоброжелательности. Он нежесток и пребывает с умом, отделенным от жестокости. Такая склонность ума побуждает не благие состояния уменьшаться, а благие состояния увеличиваться, в том, кто ее взращивает. В отношении этого было так сказано благословенным, монахи, склонность ума двояка, я говорю вам, та, которую стоит взращивать, и та, которую не стоит взращивать. Склонность ума является либо тем, либо другим. Обретение восприятия. Монахи, обретение восприятия двояка. Так было сказано благословенным. И в отношении чего так было сказано? Учитель, обретение восприятия, из-за которого неблагие состояния ума увеличиваются, а благие состояния уменьшаются, в том, кто его взращивает, такое обретение восприятия не следует взращивать. Но то обретение восприятия, из-за которого неблагие состояния ума уменьшаются, а благие состояния увеличиваются, в том, кто его взращивает, такое обретение восприятия следует взращивать. И какой вид обретения восприятия побуждает неблагие состояния увеличиваться, а благие состояния уменьшаться, в том, кто его взращивает? Вот некий человек алчен и пребывает с восприятием, насыщенным алчностью. Он недоброжелателен и пребывает с восприятием, насыщенным недоброжелательностью. Он жесток и пребывает с восприятием, насыщенным жестокостью. Такое обретение восприятия побуждает не благие состояния увеличиваться, а благие состояния уменьшаться, в том, кто его взращивает. И какой вид обретения восприятия побуждает не благие состояния уменьшаться, а благие состояния увеличиваться, в том, кто его взращивает? Вот некий человек не алчен и пребывает с восприятием, отделенным от алчности. Он не имеет недоброжелательности и пребывает с восприятием, отделенным от недоброжелательности. Он не жесток и пребывает с восприятием, отделенным от жестокости. Такое обретение восприятия побуждает не благие состояния уменьшаться, а благие состояния увеличиваться, в том, кто его взращивает. В отношении этого так было сказано благословенным, монахи, обретение восприятия двояко, я говорю вам, то, которое стоит взращивать, и то, которое не стоит взращивать. Обретение восприятия является либо тем, либо другим. Обретение воззрений. Монахи, обретение воззрений двояко. Так было сказано благословенным. И в отношении чего так было сказано? Учитель, обретение воззрений, из-за которого неблагие состояния, ума, увеличиваются, а благие состояния уменьшаются, в том, кто его взращивает, такое обретение воззрений, не следует взращивать. Но то обретение воззрений, из-за которого неблагие состояния, ума, уменьшаются, а благие состояния увеличиваются, в том, кто его взращивает, такое обретение воззрений, следует взращивать. И какой вид обретения воззрений побуждает не благие состояния увеличиваться, а благие состояния уменьшаться, в том, кто его взращивает? Вот некий человек придерживается такого воззрения как это, нет ничего, что дано, нет ничего, что предложено, нет ничего, что пожертвовано. Нет плода или результата хороших или плохих поступков. Нет этого мира, нет следующего мира, нет отца, нет матери, нет спонтанно рождающихся существ. Нет жрецов и отшельников, которые посредством правильной жизни и правильной практики, истинно, провозглашали бы другим, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Такое обретение воззрений побуждает не благие состояния увеличиваться, а благие состояния уменьшаться, в том, кто его взращивает. И какой вид обретения воззрений побуждает не благие состояния уменьшаться, а благие состояния увеличиваться, в том, кто его взращивает? Вот некий человек придерживается такого воззрения как это, есть то, что дано, есть то, что предложено, есть то, что пожертвовано. Есть плод или результат хороших или плохих поступков. Есть этот мир, есть следующий мир, есть отец, есть мать, есть спонтанно рождающиеся существа. Есть жрецы и отшельники, которые посредством правильной жизни и правильной практики, истинно, провозглашают другим, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Такое обретение воззрений побуждает не благие состояния уменьшаться, а благие состояния увеличиваться, в том, кто его взращивает. В отношении этого было так сказано благословенным, монахи, обретение воззрений двояко, я говорю вам, то, которое стоит взращивать, и то, которое не стоит взращивать. Обретение воззрения является либо тем, либо другим. Обретение индивидуальности. Монахи, обретение индивидуальности, один, двояко. Так было сказано благословенным. И в отношении чего так было сказано? Учитель, обретение индивидуальности, из-за которого неблагие состояния ума увеличиваются, а благие состояния уменьшаются, в том, кто его взращивает, такое обретение индивидуальности не следует взращивать. Но то обретение индивидуальности, из-за которого неблагие состояния ума уменьшаются, а благие состояния увеличиваются, в том, кто его взращивает, такое обретение индивидуальности следует взращивать. И какой вид обретения индивидуальности побуждает неблагие состояния увеличиваться, а благие состояния уменьшаться, в том, кто его взращивает? Когда человек порождает обретение индивидуальности, которая подвержена болезненности, неблагие состояния увеличиваются, а благие состояния уменьшаются в нем, не позволяя ему достичь совершенства, 2. И какой вид обретения индивидуальности побуждает неблагие состояния уменьшаться, а благие состояния увеличиваться, в том, кто его взращивает? Когда человек порождает обретение индивидуальности, которые свободны от болезненности, неблагие состояния уменьшаются, а благие состояния увеличиваются в нем, позволяя ему достичь совершенства. В отношении этого было так сказано Благословенным, монахе, обретение индивидуальности двояко, я говорю вам, то, которое стоит взращивать, и то, которое не стоит взращивать. Обретение индивидуальности является либо тем, либо другим. Учитель, вот как я понимаю в подробностях значение утверждения Благословенного, которое он произнес вкратце, не дав детального разъяснения значения. Хорошо, хорошо, Сарипута. Хорошо, что ты так понимаешь в подробностях значения моего утверждения, которое я произнес вкратце, не дав детального разъяснения значения. Три, Сарипута, таковым следует считать подробные значения моего утверждения, которые я произнес вкратце. Второе изложение. Сарипута, формы, познаваемые глазом, я говорю тебе, двояки, те, которые следует взращивать, и те, которые не следует взращивать. 4. Звуки, познаваемые ухом. Запахи, познаваемые носом. Вкусы, познаваемые языком. Осязаемые вещи, познаваемые телом. Умственные объекты, познаваемые умом, я говорю тебе, двояки, те, которые следует взращивать, и те, которые не следует взращивать. Когда так было сказано, достопочтенный Сарипутта сказал благословенному, учитель, вот как я понимаю подробные значения утверждения благословенного, которое он высказал кратко, не дав детального разъяснения, Сарипутта, формы, познаваемые глазом, я говорю тебе, двояки. Так было сказано благословенным. И в отношении чего так было сказано? Учитель, такие формы, познаваемые глазом, из-за которых неблагие состояния, ума, увеличиваются, а благие состояния уменьшаются, в том, кто их взращивает, такие формы, не следует взращивать. Но те формы, из-за которых неблагие состояния, ума, уменьшаются, а благие состояния увеличиваются, в том, кто их взращивает, такие формы, следует взращивать. Поэтому в отношении этого так было сказано благословенным, сарепута, формы, познаваемые глазом, я говорю тебе, двояки, те, которые следует взращивать, и те, которые не следует взращивать. Звуки, познаваемые ухом. Запахи, познаваемые носом. Вкусы, познаваемые языком. Осязаемые вещи, познаваемые телом. Умственные объекты, познаваемые умом, я говорю тебе, двояки. Так было сказано благословенным. И в отношении чего так было сказано? Учитель, такие умственные объекты, познаваемые умом, из-за которых неблагие состояния, ума, увеличиваются, а благие состояния уменьшаются, в том, кто их взращивает, такие умственные объекты, не следует взращивать. Но те умственные объекты, из-за которых неблагие состояния, ума, уменьшаются, а благие состояния увеличиваются, в том, кто их взращивает, такие умственные объекты, следует взращивать. Поэтому в отношении этого так было сказано благословенным, Сарипута, умственные объекты, познаваемые умом, я говорю тебе, двояки, те, которые следует взращивать, и те, которые не следует взращивать. Хорошо, хорошо, Сарипута. Хорошо, что ты так понимаешь в подробностях значения моего утверждения, которые я произнес вкратце, не дав детального разъяснения значения. 5. Сарипута, таковым следует считать подробные значения моего утверждения, которые я произнес вкратце. Третье изложение. Сарипута, одеяния, я говорю тебе, двояки, те, которые следует взращивать, и те, которые не следует взращивать. Еда с подаянией. Жилища. Деревни. Города. Столицы. Округа. Люди, я говорю тебе, двояки, те, которые следует взращивать, и те, которые не следует взращивать. Когда так было сказано, достопочтенный Сарипутта сказал благословенному, «Учитель, вот как я понимаю подробные значения утверждения благословенного, которые он высказал кратко, не дав детального разъяснения, Сарипутта, о деянии. Люди, я говорю тебе, двояки». Так было сказано благословенным. И в отношении чего так было сказано? «Учитель, такие люди, из-за которых неблагие состояния, ума, увеличиваются, а благие состояния уменьшаются, в том, кто их взращивает, общение с такими людьми, не следует взращивать. Но те люди, из-за которых неблагие состояния, ума, уменьшаются, а благие состояния увеличиваются, в том, кто их взращивает, общение с такими людьми, следует взращивать». Поэтому в отношении этого так было сказано благословенным, люди, я говорю тебе, двояки, те, общения с, которыми следует взращивать, и те, общения с, которыми не следует взращивать. Хорошо, хорошо, Сарипута. Хорошо, что ты так понимаешь в подробностях значения моего утверждения, которое я произнес вкратце, не дав детального разъяснения значения. 6, Сарипута, таковым следует считать подробные значения моего утверждения, которые я произнес вкратце. Сарипутта, если бы вся знать понимала бы так подробные значения моего утверждения, которые я произнес вкратце, то это привело бы к их благополучию и счастью на долгое время. Если бы все брахманы, все торговцы, все рабочие понимали бы так. Если бы мир с его богами, марами, брахмами, с его поколением жрецов и отшельников, князей, простых, людей, понимал бы подробные значения моего утверждения, которые я произнес вкратце, то это привело бы к благополучию и счастью мира на долгое время. Так сказал Благословенный. Достопочтенный Сарипутта был доволен и восхитился словами Благословенного. 1. Аттапхавапатилапха. Речь идет о виде перерождения. 2. Апаринитхитапхавэ. Это выражение, видимо, встречается только в этой сути. Комментарий поясняет это так, есть четыре вида индивидуального существования, подверженного болезненности, сабибапчхаттапхава. Первое, это случай с заурядным человеком, который не может достичь совершенства существования в этой самой жизни. С момента перерождения его неблагие состояния увеличиваются, благие уменьшаются, и он порождает индивидуальность, сопровождаемую страданием. Точно так же со вступившим в поток, однажды возвращающимся, невозвращающимся. Даже невозвращающиеся все еще не отбросили жажды к существованию, и поэтому не достигли совершенства. Личности, только что упомянутые, которые обретают индивидуальные существования, свободные от болезненности, это те же самые четверо, в том случае, если, они вступают в последние существования, в котором обретут араханство. Даже заурядный человек в своем последнем существовании способен завершить существование, как, например, серийный убийца Ангулимала. Говорится, что их существование свободно от болезненности, и сказано, что они достигли совершенства. 3. Будда повторяет все сказанное с арепуттой целиком. 4. Комментарий поясняет, что речь идет не о формах как объектах, а о подходе к формам. Так, один человек может развивать жажду к некой форме, а другой может развивать бесстрастие к той же самой форме. 5. Будда повторяет все сказанное с арепуттой целиком. 6. Будда повторяет все сказанное с арепуттой целиком. Бхудхатук и сутта, многие виды элементов. МН 115. Содержание, элементы, сферы, зависимое возникновение, возможное и невозможное. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анадхайпиндике. Там он обратился к монахам так, монахи, учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, какие бы страхи ни возникали, все они возникают из-за глупца, они из-за мудрого человека. Какие бы проблемы ни возникали, все они возникают из-за глупца, они из-за мудрого человека. Какие бы беды ни возникали, все они возникают из-за глупца, они из-за мудрого человека. Подобно огню, начавшемуся в сарае, сделанном из тростника или трофы, который сжигает дотла даже дома с остроконечными крышами, со стенами, покрытыми штукатуркой изнутри и снаружи, защищенные от ветра, охраняемые дверными засовами и ставнями на окнах, то точно так же, монахи, какие бы страхи, проблемы, беды не возникали, все они возникают из-за глупца, а не из-за мудрого человека. Так глупец приносит страх, проблемы, беду, мудрый человек не приносит беды. Страха, проблем, беды не приходит от мудрого человека. Поэтому, монахи, вот как вы должны тренироваться, мы будем мудрыми людьми, мы будем теми, кто вопрошает. Когда так было сказано, достопочтенный Ананда спросил благословенного, каким образом, учитель, монах может быть назван мудрым человеком и вопрошающим. Когда, Ананда, монах умелый в элементах, умелый в сферах, умелый в зависимом возникновении, умелый в возможном и невозможном, то тогда он может быть назван мудрым человеком и вопрошающим. Но, учитель, каким образом монах может быть назван умелым в элементах? Ананда, есть эти 18 элементов, элемент глаза, элемент формы, элемент сознания глаза, элемент уха, элемент звука, элемент сознания уха, элемент носа, элемент запаха, элемент сознания носа, элемент языка, элемент вкуса, элемент сознания языка, элемент тела, элемент осязаемой вещи, элемент сознания тела, элемент ума, элемент умственного объекта, элемент сознания ума. Когда он знает и видит эти 18 элементов, монах может быть назван умелым в элементах. Но, учитель, может ли быть другой способ объяснению, когда монах может быть назван умелым в элементах? Может, ананда. Есть, ананда, эти шесть элементов, элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент воздуха, элемент пространства, элемент сознания. Когда он знает и видит эти шесть элементов, монах может быть назван умелым в элементах. Элемент удовольствия, элемент боли, элемент радости, элемент недовольства, элемент невозмутимости, элемент невежества, один. Элемент чувственного желания, элемент отречения, элемент недоброжелательности, элемент ненедоброжелательности, элемент жестокости, элемент нежестокости. Может, ананда. Есть ананда, эти три элемента – элемент сферы чувств, элемент сферы утонченной формы, элемент нематериального. Когда он знает и видит эти три элемента, монах может быть назван умелым в элементах. Может, ананда. Есть ананда, эти два элемента, обусловленный элемент, необусловленный элемент. Когда он знает и видит эти два элемента, монах может быть назван умелым в элементах. Но, учитель, каким образом монах может быть назван умелым в сферах? Ананда, есть эти шесть внутренних и внешних сфер – глаз и формы, ухо и звуки, нос и запахи, язык и вкусы, тело и осязаемые вещи, ум и умственные объекты. Когда он знает и видит эти шесть сфер, монах может быть назван умелым в сферах. Но, учитель, каким образом монах может быть назван умелым в зависимом возникновении? Ананда, монах знает так, когда есть это, то возникает то. С возникновением этого, возникает и то. Когда этого нет, то не возникает и того. С прекращением этого прекращается и то есть, с невежеством как условием, формирователи, возникают. С формирователями как условием, сознание, возникает. С сознанием как условием, ментальности и материя, возникает. С ментальностью и материи как условием, шесть сфер, возникают. С шестью сферами как условием, контакт, возникает. С контактом как условием, чувство, возникает. С чувством как условием, жажда, возникает. С жаждой как условием, цепляние, возникает. С цеплением как условием, существование, возникает. С существованием как условием, рождение, возникает. С рождением как условием, старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние возникают. Таково происхождение всей этой груды страданий. Но с безостаточным угасанием и прекращением невежества происходит прекращение формирователей. С прекращением формирователей, происходит, прекращение сознания. С прекращением сознания, происходит, прекращение ментальности и материи. С прекращением ментальности и материи, происходит, прекращение шести сфер. С прекращением шести сфер, происходит, прекращение контакта. С прекращением контакта, происходит, прекращение чувства. С прекращением чувства, происходит, прекращение жажды. С прекращением жажды, происходит, прекращение цепляния. С прекращением цепляния, происходит, прекращение существования. С прекращением существования, происходит, прекращение рождения. С прекращением рождения, старение и смерть, печаль, стенание, боль, горе и отчаяние прекращаются. Таково прекращение всей этой груды страданий. Вот каким образом, Ананда, монах может быть назван умелым в зависимом возникновении. Но, учитель, каким образом монах может быть назван умелым в возможном и невозможном? Вот, Ананда, монах понимает, невозможно, не может произойти так, чтобы человек, обладающий правильными воззрениями, мог бы считать какую-либо формацию постоянной, нет такой возможности, два. И он понимает, может быть так, что заурядный человек будет считать какую-либо формацию постоянной, есть такая возможность. Он понимает, невозможно, не может произойти так, чтобы человек, обладающий правильными воззрениями, мог бы считать какую-либо формацию приятной, нет такой возможности. И он понимает, может быть так, что заурядный человек будет считать какую-либо формацию приятной, есть такая возможность. Он понимает, невозможно, не может произойти так, чтобы человек, обладающий правильными воззрениями, мог бы считать какую-либо вещь, своим, я, нет такой возможности. И он понимает, может быть так, что заурядный человек будет считать какую-либо вещь, своим, я, есть такая возможность, 4. Он понимает, невозможно, не может произойти так, чтобы человек, обладающий правильными воззрениями, мог бы лишить жизни свою мать, нет такой возможности. И он понимает, может быть так, что заурядный человек мог бы лишить жизни свою мать, есть такая возможность. Он понимает, невозможно, не может произойти так, чтобы человек, обладающий правильными воззрениями, мог бы лишить жизни своего отца, нет такой возможности. И он понимает, может быть так, что заурядный человек мог бы лишить жизни своего отца, есть такая возможность. Он понимает, невозможно, не может произойти так, чтобы человек, обладающий правильными воззрениями, мог бы лишить жизни Араханта, нет такой возможности. И он понимает, может быть так, что заурядный человек мог бы лишить жизни Араханта, есть такая возможность. Он понимает, невозможно, не может произойти так, чтобы человек, обладающий правильными воззрениями, мог бы с умом, полным злобы, пролить кровь с Татхагаты, нет такой возможности. И он понимает, может быть так, что заурядный человек мог бы с умом, полным злобы, пролить кровь с Татхагаты, есть такая возможность. Он понимает, невозможно, не может произойти так, чтобы человек, обладающий правильными воззрениями, мог бы создать раскол в Санхе, нет такой возможности. И он понимает, может быть так, что заурядный человек мог бы создать раскол в Санхе, есть такая возможность. Он понимает, невозможно, не может произойти так, чтобы человек, обладающий правильными воззрениями, мог бы признать другого учителя, нет такой возможности. И он понимает, может быть так, что заурядный человек мог бы признать другого учителя, есть такая возможность, пять. Он понимает, невозможно, не может произойти так, чтобы два совершенных, полностью просветленных, могли бы возникнуть в одно время в одной мировой системе, нет такой возможности, 6. И он понимает, может быть так, что один совершенный, полностью просветленный мог бы возникнуть в одной мировой системе, есть такая возможность. Он понимает, невозможно, не может произойти так, чтобы два царя-миродержца могли бы возникнуть в одно время в одной мировой системе, нет такой возможности. И он понимает, может быть так, что один царь-миродержец мог бы возникнуть в одной мировой системе, есть такая возможность. Он понимает, невозможно, не может произойти так, чтобы женщина была бы совершенным, полностью просветленным, нет такой возможности. И он понимает, может быть так, что мужчина был бы совершенным, полностью просветленным, есть такая возможность. Он понимает, невозможно, не может произойти так, чтобы женщина была бы целем миродержцем, занимала бы положение царя богов, сапки, занимала бы положение мары, занимала бы положение Брахмы, нет такой возможности. И он понимает, может быть так, что мужчина был бы царем миродержцем, занимал бы положение царя богов, сакки, мары. Брахмы, есть такая возможность. Он понимает, невозможно, не может произойти так, чтобы желаемый, желанный, приятный результат был бы порожден из неблагого телесного поведения, неблагого словесного поведения, неблагого умственного поведения, нет такой возможности. И он понимает, может быть так, что нежелаемый, нежеланный, неприятный результат был бы порожден из неблагого телесного, словесного, умственного поведения, есть такая возможность. Он понимает, невозможно, не может произойти так, чтобы нежелаемый, нежеланный, неприятный результат был бы порожден из благого телесного поведения, благого словесного поведения, благого умственного поведения, нет такой возможности. И он понимает, может быть так, что желаемый, желанный, приятный результат был бы порожден из благого телесного, словесного, умственного поведения, есть такая возможность. Он понимает, невозможно, не может произойти так, чтобы человек, совершающий неблагое телесное, словесное, умственное поведение, из-за этого, по этой причине, с распадом тела, после смерти, переродился бы в счастливом уделе, даже в небесном мире, нет такой возможности, 7. И он понимает, может быть так, что человек, совершающий неблагое телесное, словесное, умственное поведение, из-за этого, по этой причине, с распадом тела, после смерти, переродился бы в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду, есть такая возможность. И он понимает, может быть так, что человек, совершающий благое телесное, словесное, умственное поведение, из-за этого, по этой причине, с распадом тела, после смерти, переродился бы в несчастливом уделе, в погибели, даже в аду, нет такой возможности. И он понимает, может быть так, что человек, совершающий благое телесное, словесное, умственное поведение, из-за этого, по этой причине, с распадом тела, после смерти, переродился бы в счастливом уделе, даже в небесном мире, есть такая возможность. Вот каким образом, Ананда, монах может быть назван умелым, возможным и невозможным. Когда так было сказано, Достопочтенный Ананда сказал благословенному, удивительно, учитель, поразительно. Каково название этой лекции по Дхамме? Ты можешь запомнить эту лекцию по Дхамме, Ананда, как многие виды элементов или как четыре цикла или как зеркало Дхаммы или как барабан бессмертного или как непревзойденная победа в битве. Так сказал благословенный. Достопочтенный Ананда был доволен и восхитился словами благословенного. 1. Невозмутимость – это либо телесное, либо умственное неприятное и неболезненное чувство. Комментарий поясняет, что элемент невежества упомянут здесь, так как он связан с элементом невозмутимости, смотри. МН 44, раздел скрытой склонности. 2. Речь идет о любом благородном ученике, вступившем в поток и так далее. 3. Комментарий поясняет, что благородный ученик ниже уровня Араханта все еще может воспринимать формации как приятные, но с умом, не имеющим неправильных воззрений. Однако, он не может принять, сформировать в себе, воззрение, что какая-либо формация является приятной, счастьем. Хотя такие восприятия мысли о приятности формации возникают в нем, он отмечает эти восприятия мысли как ошибочные. 4. Вещь – Дхамма. Этим словом заменено слово Сангхара предыдущего параграфа. Комментарий утверждает, что такая замена сделана для того, чтобы включить такие концепции как знак Касина и так далее, которые заурядный человек может начать считать своим «Я». Однако тот факт, что Нигбана описывается как неразрушающийся, а чута, или как счастье, сукха, а также может быть измышлено как «Я», смотри, МН1, то под используемым словом Сангхара можно понимать только обусловленные, тогда как под словом Дхамма можно понимать обусловленные и необусловленные, то есть и Нигбана в том числе. 5. Речь идет о признании кого-либо иного помимо Будды высочайшим духовным учителем. 6. Речь идет о том, что в одной мировой системе не может быть двух Будд вперед с момента зачатия Бадхисатты, будущего Будды, и до момента полного исчезновения учения Будды в мире. 7. Очень важна фраза из-за этого, по этой причине, потому что, как говорит Будда в МН136, человек, совершающий плохие дела, может переродиться в небесном мире из-за срабатывания другой, благой Каммы. Исигили сутта, глотающая провидцев. 7. МН116. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Раджагахе возле Исигили, глотающий провидцев. Там он обратился к монахам, монахи. 8. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, вы ведь видите эту гору Вибхару, не так ли? 9. Да, учитель. У этой горы Вибхар было другое имя, другое название. Монахи, вы ведь видите эту гору Пандава, не так ли? У этой горы Пандавы было другое имя, другое название. 10. Монахи, вы ведь видите эту гору Випхару, не так ли? У этой горы Випхару было другое имя, другое название. 11. Монахи, вы ведь видите эту гору Гитшхакуту, утес ястребов, не так ли? У этой горы Гитшхакуты, утеса ястребов, было другое имя, другое название. 12. Монахи, вы ведь видите эту гору Сигили, глотающую провидцев, не так ли? У этой горы Сигили, глотающей провидцев, было другое имя, другое название. в прежние времена пятьсот Пачека-Буд долгое время проживали на этой горе, глотающей провидцев. Было видно, как они входят в этот холм. Как только они вошли, их более не было видно. Люди, которые видели это, говорили, эта гора проглатывает этих провидцев, один. И так сталось, что возникло это название «глотающая провидцев». Монахи, я донесу вам имена Пачека-Буд, я расскажу вам об именах Пачека-Буд, я научу вас именам Пачека-Буд. Слушайте внимательно то, о чем я буду говорить. Да, учитель ответили монахи. Благословенный сказал следующий «Монахи, Пачека-Будда-Риттха долгое время проживал на этой горе Сигиля». Пачека-Будда-Упариттха Тагарасикхен, два Исасин, Судасана Пидасин, Ганхара Пиндола, Упасапха Нитха, Татха, Сутава Пхавитатта долгое время проживал на этой горе Сигиля. И далее он добавил, святые существа, что без желаний и страданий, и каждый из которых пробуждение сам смог достичь об именах всех этих величайших. Расскажу я о тех, кто ядовитую стрелу сумел достать. Ариттха, Упариттха, Тагарасикхен, Исасин, Судасана, Пидасин Просветленный, Ганхара Пиндола, а также Упасапха Нитха и Татха, Сутава Пхавитата. Сумбха, а также Субха, Митхула и Атхама, Ассумекха, Аникха и Судатха, Хингу и Хинга, великие, могучие Пачикабуды, что уничтожили к существованию проводник. Джали, Атхака, мудрецов вот так двух звали, затем Касала Просветленный, был, а также и Субаху, Упанеми и Неми, также был, и Сантачитта Правдивы, Праведны, Мудры и Безупречны. Кала, Упакала, Ваджита, Какиджита, Анга и Панга, Гутиджита вместе с ними, Пассин Корень Страданий, Обретение Поверг. Апараджита, Кто смог силу Мары одолеть? Саттхар Паваттар, Сарабханга, Ламахамса, Учингамая, Анасава Ясита, Иманамая, Бандхумант, Кто без гордыни, сияющим, Беспятен был Тадатхимута. Китумбарага, Ария, а также и Матанга, Ачута, Ачутагама, Блимака, также был, Сумангала, Дабила, Супатитхита, также, Асайха, Кхимабхирата, Сарата, вместе с ними. Дуранная Исанха, а также и Уджая, Исайха, тот мудрец с стремлением благородным. Двенадцать между ними, были, Нанды и Ананды, Упананды и Бхарадваджи с телом уж последним. Бодхи, а также величайший Маханама, и Бхарадваджи со светловолосой гривой, Тисса и Упатисса лишены существования, Упасидарин, Сидарин, свободные от жажды. Мангала просветленной страсти всякой был лишенным, Усабха сеть прорезал, корень, всяческих, страданий. Упанита достиг, непревзойденного, покоя, чистый и превосходный, названный так славно. Джета, Джаянта, и Падума и Упала, Падумутара, Ракхита, а также и Паббата, и славный Манадхатха, вместе с ними, Витарага, и просветленный Канха с умом освобожденным. Все эти и другие, великие, могучие Пачикабуды не идут к существованию. И чтите сих мудрейших, кто злые все превзойти смог, Ниббана окончательный достиг, вне всяких мер. 1. Аэмпаббата имейсигилати. Здесь на пале идет игра слов. Слово гили в сигиле, это диалектический вариант гири, холм. Но текст связывает его с глаголом гилати, проглатывать, глотать, а также с гала, глотка, пищевод. 2. Он упоминается в Ут-5-3, а также в СН-3-20. Махачаттарисака сутта, великие сорок. МН 117. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам так, «Монахи! Учитель!» Ответили они. Благословенный сказал следующий, «Монахи, я научу вас благородному правильному сосредоточению с его опорами и вспомогательными средствами. Слушайте внимательно то, о чем я буду говорить». Да, учитель ответили монахи. Благословенный сказал следующий, «И что такое, монахи, благородное правильное сосредоточение с его опорами и вспомогательными средствами, то есть, с правильными воззрениями, правильным устремлением, правильной речью, правильным действием, правильными средствами к жизни, правильным усилием, и правильной осознанностью? Единение ума, наделенное этими семью факторами называется благородным правильным сосредоточением с его опорами и вспомогательными средствами». Воззрение в этом отношении, монахи, правильное воззрение идет первым. И каким образом правильное воззрение идет первым? Человек понимает неправильное воззрение как неправильное воззрение, а правильное воззрение как правильное воззрение – это его правильное воззрение. И что такое неправильное воззрение? Нет ничего, что дано, нет ничего, что предложено, нет ничего, что пожертвовано. Нет плода или результата хороших или плохих поступков. Нет этого мира, нет следующего мира, нет отца, нет матери, нет спонтанно рождающихся существ. Нет жрецов и отшельников, которые посредством правильной жизни и правильной практики, истинно, провозглашали бы другим, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Это неправильное воззрение. И что такое правильное воззрение? Правильное воззрение, я говорю вам, двояко. Есть правильное воззрение с пятнами умственных загрязнений, которые участвуют в совершении заслуг, созревают в обретениях. И есть правильное воззрение, которое благородное, не запятненное, сверхмирское, фактор пути, один. И что такое, монахи, правильное воззрение с пятнами, которое участвует в совершении заслуг, созревает в обретениях? Есть то, что дано, есть то, что предложено, есть то, что пожертвовано. Есть плод или результат хороших или плохих поступков. Есть этот мир, есть следующий мир, есть отец, есть мать, есть спонтанно рождающиеся существа. Есть жрецы и отшельники, которые посредством правильной жизни и правильной практики, истинно, провозглашают другим, что познали и засвидетельствовали самостоятельно этот мир и следующий. Это правильное воззрение с пятнами, которое участвует в совершении, заслуг, созревает в обретениях. И что такое, монахи, правильное воззрение, которое благородное, незапятненное, сверхмирское, фактор пути? Мудрость, качество мудрости, сила мудрости, исследование и состояние как фактор просветления, правильное воззрение как фактор пути в том, чаем благороден, чаем незапятненным, кто обладает благородным путем и развивает благородный путь. Это правильное воззрение, которое благородное, незапятненное, сверхмирское, фактор пути. Человек прикладывает усилия, чтобы отбросить неправильное воззрение и войти в правильное воззрение. Это его правильное усилие. Он осознанно отбрасывает неправильное воззрение и осознанно входит и пребывает в правильном воззрении. Это его правильная осознанность. Так эти три состояния вертятся и кружатся вокруг правильного воззрения, то есть, правильное воззрение, правильное усилие и правильная осознанность. Устремление. В этом отношении, монахи, правильное воззрение идет первым. И каким образом правильное воззрение идет первым? Человек понимает неправильное устремление как неправильное устремление, а правильное устремление как правильное устремление – это его правильное воззрение. И что такое, монахи, неправильное устремление? Устремление, основанное на чувственном желании, устремление, основанное на недоброжелательности, устремление, основанное на жестокости – это неправильное устремление. И что такое правильное устремление? правильное устремление, я говорю вам, двояко. Есть правильное устремление с пятнами, которое участвует в совершении, заслуг, созревает в обретениях, и есть правильное устремление, которое благородное, незапятненное, сверхмирское, фактор пути. И что такое, монахи, правильное устремление с пятнами? Устремление, основанное на отречении, устремление, основанное на ненедоброжелательности, устремление, основанное на нежестокости, два. Это правильное устремление с пятнами, которое участвует в совершении, заслуг, созревает в обретениях. И что такое, монахи, правильное устремление, которое благородное, незапятненное, сверхмирское, фактор пути, мышление, мысль, устремление, умственная поглощенность, умственная неподвижность, направление ума, словесная формация в том, чей ум благороден, чей ум незапятнен, кто обладает благородным путем и развивает благородный путь. Это правильное устремление, которое благородное, незапятненное, сверхмирское, фактор пути. Человек прикладывает усилия, чтобы отбросить неправильное устремление и войти в правильное устремление. Это его правильное усилие. Он осознанно отбрасывает неправильное устремление и осознанно входит и пребывает в правильном устремлении. Это его правильная осознанность. Так эти три состояния вертятся и кружатся вокруг правильного устремления, то есть, правильное воззрение, правильное усилие, и правильная осознанность. Речь. В этом отношении, монахи, правильное воззрение идет первым. И каким образом правильное воззрение идет первым? Человек понимает неправильную речь как неправильную речь, а правильную речь как правильную речь, это его правильное воззрение. И что такое, монахи, неправильная речь? Лживая речь, злонамеренная речь, грубая речь, пустословие. Это неправильная речь. И что такое, монахи, правильная речь? Правильная речь, я говорю вам, двояко. Есть правильная речь с пятнами, которая участвует в совершении заслуг, созревает в обретении них. Есть правильная речь, которая благородная, незапятненная, сверхмирская, фактор пути. И что такое, монахи, правильная речь с пятнами? Воздержание от лживой речи, воздержание от злонамеленной речи, воздержание от грубой речи, воздержание от пустословия. Это правильная речь с пятнами. которая участвует в совершении, заслуг, созревает в обретениях. И что такое, монахи, правильная речь, которая благородная, незапятненная, сверхмирская, фактор пути? Это воздержание четырех видов неблагого словесного поведения, воздержание, сдерживание, отказ от них в том, чаем благороден, чаем незапятненным, кто обладает благородным путем и развивает благородный путь. Это правильная речь, которая благородная, незапятненная, сверхмирская, фактор пути. Человек прикладывает усилия, чтобы отбросить неправильную речь и войти в правильную речь. Это его правильные усилия. Он осознанно отбрасывает неправильную речь и осознанно входит и пребывает в правильной речи. Это его правильная осознанность. Так эти три состояния вертятся и кружатся вокруг правильной речи, то есть правильное воззрение, правильное усилие, и правильная осознанность. Действие. В этом отношении, монахи, правильное воззрение идет первым. И каким образом правильное воззрение идет первым? Человек понимает неправильное действие как неправильное действие, а правильное действие как правильное действие, это его правильное воззрение. И что такое, монахи, неправильное действие? Убийство живых существ, взятие того, что не дано, неблагое поведение и в чувственных удовольствиях. Это неправильное действие. И что такое, монахи, правильное действие? Правильное действие, я говорю вам, двояко. Есть правильные действия с пятнами, которые участвуют в совершении, заслуг, созревают в обретениях, есть правильные действия, которые благородные, незапятнанные, сверхмирское, фактор пути. И что такое, монахи, правильные действия с пятнами? Воздержание от убийства живых существ, воздержание от взятия того, что не дано, воздержание от неблагого поведения в чувственных удовольствиях. Это правильные действия с пятнами, которые участвуют в нем, совершение, заслуг, созревает в обретениях. И что такое, монахи, правильное действие, которое благородное, незапятненное, сверхмирское, фактор пути? Это воздержание от трех видов неблагого телесного поведения, воздержание, сдерживание, отказ от них в том, чаем благороден, чаем незапятненным, кто обладает благородным путем и развивает благородный путь. Это правильное действие, которое благородное, незапятненное, сверхмирское, фактор пути. Человек прикладывает усилия, чтобы отбросить неправильные действия и войти в правильные действия. Это его правильные усилия. Он осознанно отбрасывает неправильные действия и осознанно входит и пребывает в правильном действии. Это его правильная осознанность. Так эти три состояния вертятся и кружатся вокруг правильного действия, то есть, правильное воззрение, правильные усилия, и правильная осознанность. Средство к жизни. В этом отношении, монахи, правильное воззрение идет первым. И каким образом правильное воззрение идет первым? Человек понимает неправильное средство к жизни как неправильное средство к жизни, а правильное средство к жизни как правильное средство к жизни – это его правильное воззрение. И что такое, монахи, неправильное средство к жизни? Интриги, болтовня, намеки, преуменьшение, стремление к обретениям с помощью обретений – 3. Это неправильное средство к жизни. И что такое, монахи, правильное средство к жизни? Правильное средство к жизни. Я говорю вам, двояки. Есть правильные средства к жизни с пятнами, которые участвуют в совершении, заслуг, созревают в обретении них, и есть правильные средства к жизни, которые благородные, незапятненные, сверхмирские, фактор пути. И что такое, монахи, правильное средство к жизни с пятнами? Вот, монахи, ученик благородных отбрасывает неправильное средство к жизни и добывает себе на жизнь правильными средствами к жизни. Это правильные средства к жизни с пятнами, которые участвуют в совершении, заслуг, созревают в обретениях. И что такое, монахи, правильное средство к жизни, которое благородные, незапятненные, сверхмирские, факты пути? Это воздержание от неправильных средств к жизни, воздержание, сдерживание, отказ от них в том, чаем благороден, чаем незапятнен, кто обладает благородным путем и развивает благородный путь. Это правильные средства к жизни, которые благородные, незапятненные, сверхмирские, фактор пути. Человек прикладывает усилия, чтобы отбросить неправильное средство к жизни и войти в правильное средство к жизни. Это его правильные усилия. Он осознанно отбрасывает неправильное средство к жизни и осознанно входит и пребывает в правильных средствах к жизни. Это его правильная осознанность. Так эти три состояния вертятся и кружатся вокруг правильных средств к жизни, то есть, правильное воззрение, правильное усилие, и правильная осознанность. Великий 40. В этом отношении, монахи, правильное воззрение идет первым. И каким образом правильное воззрение идет первым? У кого есть правильное воззрение, у того возникает правильное устремление. У кого есть правильное устремление, у того возникает правильная речь. У кого есть правильная речь, у того возникает правильное действие. У кого есть правильное действие, у того возникают правильные средства к жизни. У кого есть правильные средства к жизни, у того возникает правильные усилия. У кого есть правильные усилия, у того возникает правильная осознанность. У кого есть правильная осознанность, у того возникает правильное сосредоточение. У кого есть правильное сосредоточение, у того возникает правильное знание. У кого есть правильное знание, у того возникает правильное освобождение. Так, монахи, путь ученика, находящегося в процессе высшей тренировки, обладает восьми факторами. Арахант обладает десятью факторами. В этом отношении, монахи, правильное воззрение идет первым. И каким образом правильное воззрение идет первым? У кого есть правильное воззрение, у того неправильное воззрение устранено, а также и многочисленные плохие, неблагие состояния, которые возникают, имея своим условием неправильное воззрение, также устранены, а многочисленные благие состояния, которые возникают, имея своим условием правильное воззрение, приходят к совершенствованию посредством развития. У кого есть правильные устремления, у кого есть правильная речь, у кого есть правильные действия, у кого есть правильные средства к жизни, у кого есть правильные усилия, у кого есть правильная осознанность, у кого есть правильные сосредоточения, у кого есть правильные знания, у кого есть правильные освобождения, у того неправильное освобождение устранено, а также многочисленные плохие, неблагие состояния, которые возникают, имея своим условием неправильное освобождение, также устранены, а многочисленные благесостояния, которые возникают, имея своим условием правильное освобождение, приходят к совершенствованию посредством развития. Так, монахи, есть 20 факторов на стороне благого и 20 факторов на стороне неблагого. 4. Эта лекция под Хамена, тему, великих срока была приведена в движение, ее, не может остановить какой-либо отшельник или жрец или божество или Мара или Брахма или кто бы то ни было в мире. Монахи, если какой-либо отшельник или жрец думает, что эту лекцию под Хамена, тему, великих срока следует осудить и отвергнуть, то тогда есть 10 разумных выводов из его утверждений, которые дают уместный повод для его критики здесь и сейчас. Если этот почтенный стал бы осуждать правильное воззрение, то он стал бы чтить и восхвалять тех жрецов и отшельников, которые обладают неправильными воззрениями. Если этот почтенный стал бы осуждать правильное устремление. Если этот почтенный стал бы осуждать правильное освобождение, то он стал бы чтить и восхвалять тех жрецов и отшельников, которые обладают неправильным освобождением. Итак, если какой-либо отшельник или жрец думает, что эту лекцию подхамена, тему, великих сорока следует осудить и отвергнуть, то тогда есть эти десять разумных выводов из его утверждений, которые дают уместный повод для его критики здесь и сейчас. Монахи, даже те двое учителей из Акалы, Васса и Пханья, которые придерживались доктрины беспричинности, доктрины неделания, доктрины нигилизма, не помыслили бы о том, что эту лекцию подхамена, тему, великих сорока следует осудить и отвергнуть. И почему? Из-за боязни обвинения, нападок, опровержения. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. Один, примечание переводчика С.В., достопочтенный аналая в своей работе «Зем и хакатрисы косато ин зе лайтыфит сперлэл стрэсинг зе бигиненсы фабхит хормик сот» отмечает, что в дошедших до наших дней буддийских текстах разных школ сохранилось три аналога этой субты. Сутта сохранилась целиком в тибетском каноне, как текст школы «Мула сорвасти воды», цитируемый в Абхид Хармакаши, в китайском каноне, как текст школы «Сорвасти воды», а также частично сохранилась на санскритских фрагментах, школа неизвестна. Во всех этих аналогах нет разделения фактора правильного воззрения на мирской и сверхмирской, как это делается в палийской сути, но говорится только об одном единственном правильном воззрении, которое в палийской версии обозначено как воззрение с пятнами. Нет также и разделения всех остальных факторов на мирские и сверхмирские. С учетом этого факта, а также и того, что в палийской сути содержатся термины, присущие более поздней Абхидхаме, и не встречающиеся ни в одной другой палийской сути, можно сделать вывод, что палийская версия является наиболее поздней из этих всех версий и была переработана в рамках абхидхамической мысли, как, очевидно, и МН-111. 2. Это стандартное определение и факторы правильного устремления в благородном восьмеричном пути, например, смотри МН-141. Примечание переводчика СВ, только в этой сути сказано, что эти три вида устремления являются запятнанными. Во всех других сути канона нет такого утверждения. Аналогично и со всеми остальными факторами пути, которые приводятся ниже по тексту. 3. Речь идет о неумелых способах, которыми монахи добывают себе еду, жилище и так далее. 4. Откуда и происходит название сутты. Анапанасати сутта – осознанность к дыханию. МН-118. Содержание, несравненное поле заслуг. Осознанность к дыханию. Созерцание тела. Созерцание чувств. Созерцание ума. Созерцание феноменов. Реализация семи факторов просветления. Реализация истинного знания и освобождения. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Саваттхе в восточном парке во дворце Матери Мигар вместе со многими хорошо известными старшими учениками, достопочтенным Сарипуттой, достопочтенным Махамагалланой, достопочтенным Махакасапой, достопочтенным Махакачиной, достопочтенным Махакоттхитой, достопочтенным Махакаппиной, достопочтенным Махачундой, достопочтенным Ануруттхой, достопочтенным Реваттой, достопочтенным Анандой и другими хорошо известными старшими учениками. И в то время старшие монахи обучали и наставляли молодых монахов. Некоторые старшие монахи обучали и наставляли 10 молодых монахов, некоторые старшие монахи обучали и наставляли 20 молодых монахов, 30-40 молодых монахов. И молодые монахи, получив обучение и наставление от старших монахов, достигли последовательных этапов в высшем развлечении. И в то время, на пятнадцатый день, в Упасадху, в полнолунную ночь церемонии Павараны, Благословенный сидел под открытым небом в окружении Сангхи монахов. И затем, обозрев молчаливую Сангху монахов, он обратился к ним так, «Монахи, я доволен этими успехами. Мой ум доволен этими успехами. Так приложите же еще больше усилий к достижению того, что еще не достигнуто, к выполнению того, что еще не выполнено, к осуществлению того, что еще не реализовано. Я буду ждать здесь в Саваттхи до полнолуния в день Камуды четвертого месяца. И монахи в округе Саваттхи, услышали, «Благословенный будет ждать здесь в Саваттхи до полнолуния в день Камуды четвертого месяца». И монахи из округов направились в Саваттхи, чтобы повидать Благословенного. А старшие монахи еще более упорно обучали и наставляли молодых монахов. Некоторые старшие монахи обучали и наставляли десять молодых монахов, двадцать, тридцать, сорок молодых монахов. И молодые монахи, получив обучение и наставление от старших монахов, достигли последовательных этапа в высшем развлечении. И в то время, на пятнадцатый день, в Упасадху, в полнолуние в день Камудя четвертого месяца, Благословенный сидел под открытым небом в окружении сангхи монахов. И затем, обозрев молчаливую сангху монахов, он обратился к ним так, «Монахи, это собрание свободно от трескотни и болтовни. Оно состоит из чистейшей сердцевины. Такова эта сангха монахов, таково это собрание. Таково собрание тех, кто достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительных приветствий, несравненное поле заслуг для мира, таково это сангха монахов, таково это собрание. Таково это собрание, что малый дар, подаренный ему, становится великим, а великий, дар, становится еще большим. Таково это сангха монахов, таково это собрание. Такое собрание редко можно увидеть в мире, таково это сангха монахов, таково это собрание. Увидеть такое собрание не стоит того, чтобы отправиться в путешествие длиной во много лик с походным мешком, такова эта сангха монахов, таково это собрание. В этой сангхе монахов есть монахи, которые араханты, чьи пятна, умственных загрязнений, уничтожены, которые прожили святую жизнь, сделали то, что следовало сделать, сбросили тяжкий груз, достигли своей цели, уничтожили оковы существования, полностью освободились посредством окончательного знания. Таковы монахи в этой сангхе монахов. В этой сангхе монахов есть монахи, которые, с уничтожением пяти нижних оков, после смерти, спонтанно возникнут, в мирах чистых обителей, и там обретут окончательную нигбану, не возвращаясь обратно из того мира, в этот мир. Таковы монахи в этой сангхе монахов. В этой сангхе монахов есть монахи, которые, с уничтожением трех нижних оков и с ослаблением жажды, злобы, и заблуждения, являются однажды возвращающимися, которые вернутся в этот мир лишь еще один раз и положат конец страданиям. Таковы монахи в этой сангхе монахов. В этой сангхе монахов есть монахи, которые, с уничтожением трех нижних оков являются вступившими в поток, неспособные, никогда более, упасть в нижние миры, гарантированно направляющиеся к просветлению. Таковы монахи в этой сангхе монахов. В этой сангхе монахов есть монахи, которые пребывают, посвящая себя развитию четырех основ осознанности. Таковы монахи в этой сангхе монахов. В этой сангхе монахов есть монахи, которые пребывают, посвящая себя развитию четырех правильных стараний, четырех основ сверхъестественной силы, пяти качеств, пяти сил, семи факторов просветления благородного восьмеричного пути. Таковы монахи в этой сангхи монахов. В этой сангхи монахов есть монахи, которые пребывают, посвящая себя развитию доброжелательности, сострадания, сорадования, невозмутимости, медитации на непривлекательности, восприятия непостоянства. Таковы монахи в этой сангхе монахов. В этой сангхе монахов есть монахи, которые пребывают, посвящая себя развитию осознанности к дыханию. Монахи, когда осознанность к дыханию развита и возвращена, она приносит великий плод и благо. Когда осознанность к дыханию развита и возвращена, она исполняет четыре основы осознанности. Когда четыре основы осознанности развиты и возвращены, они исполняют семь факторов просветления. Когда семь факторов просветления развиты и возвращены, они исполняют истинные знания о освобождении. И как, монахи, осознанность к дыханию развивается и взращивается так, что это приносит великий плод и благо? Вот монах, уйдя в лес, к подножию дерева, или в пустое жилище, садится. Скрестив ноги, выпрямив тело, он устанавливает осознанность впереди. Будучи постоянно осознанным, он вдыхает. Будучи постоянно осознанным, он выдыхает. Один, делая долгий вдох, он знает, я делаю долгий вдох, или делая долгий выдох, он знает, я делаю долгий выдох. Два, делая короткий вдох, он знает, я делаю короткий вдох, или делая короткий выдох, он знает, я делаю короткий выдох. Три, он тренируется так, ощущая все тело, я буду вдыхать, он тренируется так, ощущая все тело, я буду выдыхать. Четыре, он тренируется так, успокаивая телесную формацию, я буду вдыхать, он тренируется так, успокаивая телесную формацию, я буду выдыхать. 5. Он тренируется так, ощущая восторг, я буду выдыхать. Он тренируется так, ощущая восторг, я буду выдыхать. 6. Он тренируется так, ощущая удовольствие, я буду выдыхать. Он тренируется так, ощущая удовольствие, я буду выдыхать. 7. Он тренируется так, ощущая умственную формацию, я буду выдыхать. Он тренируется так, ощущая умственную формацию, я буду выдыхать. 8. Он тренируется так, успокаивая умственную формацию, я буду выдыхать. 9. Он тренируется так, ощущая ум, я буду выдыхать. 10. Он тренируется так, развая ум, я буду выдыхать. 12. Он тренируется так, освобождая ум, я буду выдыхать. Тринадцать, он тренируется так, созерцая непостоянство, я буду выдыхать, он тренируется так, созерцая непостоянство, я буду выдыхать. Четырнадцать, он тренируется так, созерцая угасание, я буду выдыхать, он тренируется так, созерцая угасание, я буду выдыхать. Пятнадцать, он тренируется так, созерцая прекращение, я буду выдыхать, он тренируется так, созерцая прекращение, я буду выдыхать. 16. Он тренируется так, созерцая оставление, я буду выдыхать. Он тренируется так, созерцая оставление, я буду выдыхать. Вот так, когда осознанность к дыханию развита и взращена, это приносит великий плод и благо. И как, монахи, осознанность к дыханию, будучи развитой и взращенной, исполняя четыре основы осознанности? Каждый раз, монахи, когда монах 1. Делая долгий вдох, знает, я делаю долгий вдох, или, делая долгий выдох, знает, я делаю долгий выдох. 2. Делая короткий вдох, знает, я делаю короткий вдох, или, делая короткий выдох, знает, я делаю короткий выдох. 3. Когда он тренируется так, ощущая все тело, я буду выдыхать, тренируется так, ощущая все тело, я буду выдыхать. 4. Тренируется так, успокаивая телесную формацию, я буду выдыхать, тренируется так, успокаивая телесную формацию, я буду выдыхать. То в этом случае монах пребывает в созерцании тела как тела, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив волчность и уныние по отношению к миру. Я называю это определенным телом среди тел, монахи, то есть, вдох и выдох. Вот почему в этом случае монах пребывает в созерцании тела как тела, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив волчность и уныние по отношению к миру. 5. Тренируется так, ощущая восторг, я буду вдыхать, тренируется так, ощущая восторг, я буду выдыхать. 6. Тренируется так, ощущая счастье, я буду вдыхать, тренируется так, ощущая счастье, я буду выдыхать. 7. Тренируется так, ощущая умственную формацию, я буду вдыхать, тренируется так, ощущая умственную формацию, я буду выдыхать. 8. Тренируется так, успокаивая умственную формацию, я буду выдыхать, тренируется так, успокаивая умственную формацию, я буду выдыхать. То в этом случае монах пребывает в созерцании чувств как чувств, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив волчность и уныние по отношению к миру. Я называю это определенным чувством среди чувств, монахи, то есть, пристальное внимание к вдоху и выдоху. Вот почему в этом случае монах пребывает в созерцании чувств как чувств, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив волчность и уныние по отношению к миру. 9. Тренируется так, ощущая ум, я буду выдыхать, тренируется так, ощущая ум, я буду выдыхать. 10. Тренируется так, радуя ум, я буду вдыхать, тренируется так, радуя ум, я буду выдыхать. 11. Тренируется так, сосредоточивая ум, я буду выдыхать. 12. Тренируется так, освобождая ум, я буду выдыхать. То в этом случае монах пребывает в созерцании ума как ума, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив волчность и уныние по отношению к миру. Я не говорю о том, что есть развитие и сосредоточение осознанности к дыханию того, кто забывчив, кто небдителен. Вот почему в этом случае монах пребывает в созерцании ума как ума, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив волчность и уныние по отношению к миру. Созерцание умственных объектов. Тринадцать, тренируется так, созерцая непостоянство, я буду вдыхать, тренируется так, созерцая непостоянство, я буду выдыхать. Четырнадцать, тренируется так, созерцая угасание, я буду выдыхать, тренируется так, созерцая угасание, я буду выдыхать. Пятнадцать, тренируется так, созерцая прекращение, я буду выдыхать, тренируется так, созерцая прекращение, я буду выдыхать. Шестнадцать, тренируется так, созерцая оставление, я буду выдыхать, тренируется так, созерцая оставление, я буду выдыхать. То в этом случае монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив алчность и уныние по отношению к миру. Увидев мудрость и отбрасывание алчности и уныния, монах является тем, кто пристально смотрит с невозмутимостью. Вот почему в этом случае монах пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов, будучи старательным, бдительным, осознанным, устранив алчность и уныние по отношению к миру. Монахи, вот как осознанность к дыханию, будучи развитой и взращенной, исполняют четыре основы осознанности. И как, монахи, четыре основы осознанности, будучи развитыми и взращенными, исполняют семь факторов просветления? 1. Каждый раз, монахи, когда монах пребывает в созерцании тела как тела, будучи старательным, бдительным, осознанным, устраняя алчность и уныние в отношении мира, в этом случае незамутненная осознанность утверждается в монахе. Каждый раз, когда незамутненная осознанность утвердилась в монахе, в этом случае в нем возникает фактор просветления осознанности. Он развивает его, и благодаря развитию он приходит к исполнению в нем. 2. Пребывая столь осознанным, он изучает и исследует свое умственное состояние мудростью, приступает к его полному изучению. Каждый раз, когда монах, пребывая столь осознанным, изучает и исследует свое умственное состояние мудростью, приступает к его полному изучению, в этом случае в нем возникает фактор просветления исследований состояний. Он развивает его, и благодаря развитию он приходит к исполнению в нем. 3. В том, кто изучает и исследует свое умственное состояние мудростью, приступает к его полному изучению, зарождается неослабевающее усердие. Каждый раз, когда монах изучает и исследует свое умственное состояние мудростью, приступает к его полному изучению, и, в нем, зарождается неослабевающее усердие, в этом случае в нем возникает фактор просветления усердия. Он развивает его, и благодаря развитию он приходит к исполнению в нем. 4. В том, кто зародил усердие, возникает неплодский восторг. Каждый раз, когда неплодский восторг возникает в зародившем усердии монахе, в этом случае в нем возникает фактор просветления восторг. Он развивает его, и благодаря развитию он приходит к исполнению в нем. 5. У того, чей ум пропитан восторгом, тело становится безмятежным, и ум становится безмятежным. Каждый раз, когда тело и ум стали безмятежными у монаха, чей ум пропитан восторгом, в этом случае в нем возникает фактор просветления и безмятежность. Он развивает его, и благодаря развитию он приходит к исполнению в нем. 6. У того, чье тело безмятежное и кто ощущает счастье, ум становится сосредоточенным. Каждый раз, когда ум становится сосредоточенным у монаха, чье тело безмятежное и кто счастлив, в этом случае в нем возникает фактор просветления и сосредоточения. Он развивает его, и благодаря развитию он приходит к исполнению в нем. 7. Он пристально, с невозмутимостью, рассматривает такой сосредоточенный ум. Каждый раз, монахи, когда монах пристально, с невозмутимостью, рассматривает такой сосредоточенный ум, в этом случае в нем возникает фактор просветления невозмутимость. Он развивает его, и благодаря развитию он приходит к исполнению в нем. Каждый раз, монахи, когда монах пребывает в созерцании чувств как чувств, ума как ума, умственных объектов как умственных объектов, будучи старательным, бдительным, осознанным, устраняя алчность и уныние в отношении мира, то в этом случае незамутненная осознанность утверждается в этом монахе. Каждый раз, когда незамутненная осознанность утвердилась в монахе, в этом случае в нем возникает фактор просветления осознанность, фактор просветления исследований состояний, фактор просветления усердий, фактор просветления восторг, фактор просветления безмятежность, фактор просветления сосредоточений, фактор просветления невозмутимость. Он развивает его, и благодаря развитию он приходит к исполнению в нем. Вот так, монахи, четыре основы осознанности, будучи развитыми и взращенными, исполняют семь факторов просветления. И как, монахи, семь факторов просветления, будучи развитыми и возвращенными, исполняют истинные знания и освобождения? Вот, монахи, монах развивает осознанность как фактор просветления, который основан на отречении, бесстрастии, прекращении, созревающее выставлении. Он развивает исследование состояний, усердие, восторг, безмятежность, сосредоточение, невозмутимость как фактор просветления, который основан на отречении, бесстрастии, прекращении, созревающее выставлении. Вот как, монахи, эти семь факторов просветления, будучи развитыми и взращенными, исполняют истинные знания о освобождении. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. Кайгатасати сутта – осознанность к телу. МН 119. Содержание – осознанность к дыханию. Четыре позы. Бдительность. Части тела. Элементы. Кладбищенские созерцания. Четыре джханы. Развитие осознанности к телу. Польза от развития осознанности к телу. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Савайтхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. И в то время группа монахов сидела в зале для собраний, где они собрались вместе после принятия пищи, вернувшись с хождения за подаяниями. И тогда следующая беседа случилась между ними. Удивительно, друзья, поразительно то, как было сказано благословенным, который знает и видит, совершенным и полностью просветленным, о том, что осознанность к телу, будучи развитой и взращенной, приносит великий плод и благо. Но эта их беседа была прервана, так как благословенный вечером вышел из медитации и отправился в зал для собраний, где сел на подготовленное сидение. И там он обратился к монахам. Ради какой беседы вы сидите сейчас здесь, монахи, в чем состояла незавершенная вами беседа? Учитель, мы сидели в зале для собраний, где собрались вместе после принятия пищи, вернувшись с хождения за подаяниями. И тогда следующая беседа случилась между нами. Удивительно, друзья, поразительно то, как было сказано благословенным, который знает и видит, совершенным и полностью просветленным, о том, что осознанность к телу, будучи развитой и взращенной, приносит великий плод и благо. Вот в чем состояла наша беседа, которая была прервана, когда благословенный прибыл. И как, монахи, осознанность к телу развита и взращена, что это приносит великий плод и благо? Вот монах, уйдя в лес, к подножию дерева, или в пустую хижину, садится. Скрестив ноги, держа тело прямым, установив осознанность впереди, он, будучи постоянно осознанным, вдыхает, будучи осознанным, выдыхает. Делая долгий вдох, он понимает, я делаю долгий вдох, или, делая долгий выдох, он понимает, я делаю долгий выдох. Делая короткий вдох, он понимает, я делаю короткий вдох, или, делая короткий выдох, он понимает, я делаю короткий выдох. Он тренируется так, ощущая все тело, я буду вдыхать, он тренируется так, ощущая все тело, я буду выдыхать. Он тренируется так, успокаивая телесную формацию, я буду вдыхать, он тренируется так, успокаивая телесную формацию, я буду выдыхать. По мере того, как он пребывает так, будучи прилежным, старательным, решительным, его воспоминания и устремления, связанные с домохозяйской жизнью, отбрасываются. С их отбрасыванием его ум становится внутренне утвержденным, успокоенным, приведенным к единству, сосредоточенным. Вот каким образом монах развивает осознанность к телу. Далее, монахи, когда он идет, монах понимает, я иду. Когда стоит, он понимает, я стою. Когда сидит, он понимает, я сижу. Когда лежит, он понимает, я лежу. Или же он понимает соответствующее, когда его тело, определенным образом, расположено. По мере того, как он пребывает так, будучи прилежным, старательным, решительным, его воспоминания и устремления, связанные с домохозяйской жизнью, отбрасываются. И таким образом тоже монах развивает осознанность к телу. Далее, монахи, монах является тем, кто действует с бдительностью, когда идет вперед и возвращается, кто действует с бдительностью, когда смотрит вперед и по сторонам, кто действует с бдительностью, когда сгибает и разгибает свои члены тела, кто действует с бдительностью, когда несет свое одеяние, верхнее одеяние и чашу, кто действует с бдительностью, когда ест, пьет, потребляет пищу, пробует на вкус, кто действует с бдительностью, когда испражняется и мочится, кто действует с бдительностью, когда идет, стоит, сидит, засыпает, просыпается, разговаривает и молчит. Далее, монахи, монах пересматривает это самое тело снизу вверх, С подошв ступней и сверху вниз с кончиков волос, головы, обернутой кожей, полной разнообразных нечистот, в этом самом теле есть волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы, кожа, плоть, сухожилия, кости, костный мозг, почки, сердце, печень, диафрагма, селезенка, легкие, толстые кишки, тонкие кишки, содержимое желудка, фекалии, желчь, мокрота, гной, кровь, пот, жир, слезы, кожное масло, слюна, слизь, Суставная жидкость, моча. Это как если был бы открыт и с обеих сторон мешок, полный разных видов зерна, горного риса, бурого риса, бобов, гороха, проса, белого риса, и человек с хорошим зрением открыл бы его и пересматривал так, вот горный рис, вот бурый рис, вот бобы, вот горох, вот проса, вот белый рис, то точно так же монах пересматривает это самое тело снизу вверх, жидкость, моча. Далее, монахи, монах пересматривает это самое тело, как бы оно ни было размещено, в каком бы положении ни находилось, посредством элементов так, в этом теле есть элемент земли, элемент воды, элемент огня, элемент воздуха. Далее, монахи, как если бы он увидел труп, брошенный на кладбище день, два, три тому назад, мертвый, раздувшийся, бледный, истекающий. Далее, монахи, 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 мон и кровью, стянуты сухожилиями, скелет без плоти, измазанный кровью, стянуты сухожилиями, скелет без плоти, стянуты сухожилиями, разъединенные кости, разбросанные повсюду, там кость руки, там кость ноги, там берцовая кость, там бедренная кость, там тазовая кость, там позвоночник, там ребра, там грудная кость, там плечевая кость, там челюсть, там зуб, там череп, так и монах сравнивает с ним это самое тело так, это тело имеет ту же природу, оно будет таким же, оно не избежит этой участи. Далее, как если бы он увидел труп, брошенный на кладбище, с побелевшими костями цвета морской раковины, кости, собранные в кучу, кости, которым больше года, сгнившая и стершаяся в пыль, так и монах сравнивает с ним это самое тело так, это тело имеет ту же природу, оно будет таким же, оно не избежит этой участи. Первое от Джхана. Далее, монахи, отбросив эти пять помех, изъянов ума, которые ослабляют мудрость, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой Джхане, которая сопровождается направлением и удержанием, ума на объекте медитации, с восторгом и удовольствием, которые возникли из-за этой отстраненности. Он делает восторг и удовольствие, что возникли из-за этой отстраненности, промачивающими, пропитывающими, заполняющими, распространяющимися по этому телу, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана восторгом и удовольствием, что возникли из-за этой отстраненности. Подобно тому, как умелый банщик или ученик банщика насыпал бы банный порошок в железный таз и, постепенно опрыскивая его водой, замешивал бы его, пока влага не пропитала бы этот его ком банного порошка, не промочила его внутри и снаружи, но, все же, сам этот ком не сочился бы от воды, то точно так же монах делает восторг и удовольствие, что возникли из-за этой отстраненности, промачивающими, пропитывающими, заполняющими, распространяющимися по этому телу, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана восторгом и удовольствием, что возникли из-за этой отстраненности. Вторая джхана. Далее, монахи, с угасанием направления и удержания, ума на объекте, монах входит и пребывает во второй джхане, в которой наличествуют внутренние уверенности и единения ума, в которой нет направления и удержания, но есть восторг и удовольствие, которые возникли посредством сосредоточения. Он делает восторг и удовольствие, что возникли посредством сосредоточения, промачивающими, пропитывающими, заполняющими, распространяющимися по этому телу, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана восторгом и удовольствием, что возникли посредством сосредоточения. Подобно озеру, чьи воды били бы ключами на дне, не имеющим притока с востока, запада, севера или юга, озеро не пополнялось бы время от времени проливным дождем. И тогда прохладные источники, бьющие, на дне, озеро, сделали бы так, что прохладная вода промачивала, пропитывала, заполняла, распространялась бы в озере, так что не было бы ни единой части во всем озере, которая не была бы пропитана прохладной водой. Точно так же монах делает восторг и удовольствием, что возникли посредством сосредоточения, промачивающими, пропитывающими, заполняющими, распространяющимися по этому телу, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана восторгом и удовольствием, что возникли посредством сосредоточения. Третья джхана. Далее, монахи, с угасанием восторга монах пребывает в невозмутимости осознанным, бдительным, все еще ощущая приятное телом. Он входит и пребывает в третьей джхане, о которой благородные объявляют, он осознан, имеет невозмутимость, имеет приятное пребывание. Он делает удовольствие, отделенное от восторга, промачивающим, пропитывающим, заполняющим, распространяющимся по этому телу, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана удовольствием, отделенным от восторга. Подобно тому, как в озере с голубыми или с красными или с белыми лотосами, некоторые лотосы, которые родились и выросли в воде, расцветают, будучи погруженными в воду, так и не взойдя над поверхностью воды, а прохладные воды промачивают, пропитывают, заполняют, распространяются от их кончиков до их корней, то точно так же, монах делает удовольствие, отделенное от восторга, промачивающим, пропитывающим, заполняющим, распространяющимся по этому телу, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана удовольствием, отделенным от восторга. Четвертое джхана. Далее, составлением удовольствия и боли, равно как и с предыдущим угасанием радости и недовольства, один, монах входит и пребывает в четвертой джхане, которая неприятна и неболезненна, характерна чистотой осознанности из-за невозмутимости. Он сидит, пропитывая это тело чистым ярким умом, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана чистым и ярким умом. Подобно сидящему человеку, укрытому с ног до головы белой тканью так, что не было бы ни одной части его тела, не покрытой белой тканью, то точно так же, монах сидит, пропитывая это тело чистым ярким умом, так что во всем его теле нет ни единой части, которая не была бы пропитана чистым и ярким умом. По мере того, как он пребывает так, будучи прилежным, старательным, решительным, его воспоминания и устремления, связанные с домохозяйской жизнью, отбрасываются. С их отбрасыванием его ум становится внутренне утвержденным, успокоенным, приведенным к единству, сосредоточенным. И таким образом тоже монах развивает осознанность к телу. Монахи, тот, кто развил и взрастил осознанность к телу, вобрал в себя все те благие состояния, которые относятся к истинному знанию. Точно так же как тот, кто расширил свой ум на Великий океан, вобрал в него все те потоки, которые впадают в Великий океан, то точно так же, тот, кто развил и взрастил осознанность к телу, вобрал в себя все те благие состояния, которые относятся к истинному знанию. Монахи, когда кто-либо не развил и не взрастил осознанность к телу, то Мара находит возможность опора в нем. Представьте, как если бы человек бросил тяжелый каменный шар на кучу мокрой глины. Как вы думаете, монахи, нашел бы этот тяжелый каменный шар вхождение в эту кучу мокрой глины? Да, учитель. Точно так же, монахи, когда кто-либо не развил и не взрастил осознанность к телу, то Мара находит возможность опора в нем. Представьте сухой, высохший кусок древесины, и пришел бы человек с верхней палкой для розжига, думая, «Я зажгу огонь, я произведу тепло». Как вы думаете, монахи, смог бы человек зажечь огонь и произвести тепло трением верхней палки в сухом, высохшем куске древесины? Точно так же, монахи, когда кто-либо не развил и не взрастил осознанности к телу, то Мара находит в нем возможность опору. Представьте, как если бы выставили полый, пустой кувшин для воды, и пришел бы человек с запасом воды. Как вы думаете, монахи, мог бы человек налить воду в кувшин? Монахи, когда кто-либо развил и взрастил осознанность к телу, Мара не находит возможности опоры в нем. Представьте, как если бы человек бросил легкий комок ниток в дверную панель, сделанную полностью из древесной сердцевины. Как вы думаете, монахи, мог бы этот легкий комок ниток найти вхождение через эту дверную панель, сделанную полностью из древесной сердцевины? Нет, учитель. Точно так же, монахи, когда кто-либо развил и взрастил осознанность к телу, Мара не находит возможности и опоры в нем. Представьте мокрый и полный сок и кусок древесины, и пришел бы человек с верхней палкой для розжига, думая, «Я зажгу огонь, я произведу тепло». Как вы думаете, монахи, смог бы человек зажечь огонь и произвести тепло трением верхней палки в мокром и полном сок и куске древесины? Представьте, как если бы выставили кувшин для воды, полный до самых краев, так что вороны смогли бы отпить из него, и пришел бы человек с запасом воды. Как вы думаете, монахи? Мог бы человек налить воду в кувшин? Монахи, когда кто-либо развил и взрастил осознанность к телу, то тогда, когда он склоняет свой ум к реализации любого состояния, которое может быть реализовано прямым знанием, он достигает возможности засвидетельствовать в этом любой аспект, ведь есть для этого подходящие основания. Представьте кувшин для воды, полный воды до самых краев, так что вороны смогли бы отпить из него. Если бы сильный человек наклонил бы его в какую-либо сторону, пролилась бы вода? Точно так же, когда кто-либо развил, есть для этого подходящие основания. Представьте квадратный пруд на ровной поверхности земли, окруженный дамбой, полный воды до самых краев, так что вороны смогли бы отпить из него. Если бы сильный человек ослабил дамбу, пролилась бы вода? Точно так же, когда кто-либо развил, есть для этого подходящие основания. Представьте колестницу на ровной поверхности земли на пересечении дорог, запряженную чистокровными скакунами, ожидающую погонщика, с лежащим в готовности острым прудом для подгонки, так чтобы умелый колесничий тренер приручаемых лошадей, мог бы взобраться на нее, взять поводию в свою левую руку, а острый пруд для подгонки в правую руку, выехать и вернуться назад по любой дороге, по которой бы он пожелал. Точно так же, монахи, когда кто-либо развил, есть для этого подходящие основания. Монахи, когда осознанность к телу постоянно практиковалась, развивалась, взращивалась, использовалась в качестве средства передвижения, использовалась в качестве основания, была утверждена, укреплена, хорошо предпринята, то можно ожидать этих десяти благ. Каких десяти? Практикующий становится покорителем неудовлетворенности и наслаждения, и неудовлетворенность не покоряет его. Он пребывает, одолевая неудовлетворенность каждый раз, как она возникает. Практикующий становится покорителем страха и ужаса, и страх и ужас не покоряют его. Он пребывает, одолевая страх и ужас каждый раз, как они возникают. Практикующий, терпит холод, жару, голод и жажду, контакт с мухами, комарами, солнцем, ветром и ползучими тварями. Он терпит грубые и неприветливые слова и возникшее телесное чувство, болезненные, раздирающие, острые, пронзающие, неприятные, мучительные, угрожающие жизни. Практикующий, обретает по желанию, без сложностей и проблем, четыре джханы, которые составляют высший ум и обеспечивают приятное пребывание здесь и сейчас. Практикующий, обладевает различными видами сверхъестественных сил, слышит за счет элемента божественного уха, знает умы других, вспоминает многочисленные прошлые жизни, божественным глазом, очищенным и превосходящим человеческий, видит смерть и перерождение существ, два, за счет уничтожения пятен, умственных загрязнений, здесь и сейчас входит и пребывает в незапятненном освобождении ума. Освобождение мудростью, зная и проявляя эти состояния для себя самостоятельно посредством прямого знания. Монахи, когда осознанность к телу постоянно практиковалась, развивалась, взращивалась, использовалась в качестве средства передвижения, использовалась в качестве основания, была утверждена, укреплена, хорошо предпринята, то можно ожидать этих десяти благ. Так сказал благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами благословенного. Один, примечание переводчика СВ, удовольствий, о котором говорится в формуле джханы, это приятное телесное чувство, ощущаемое во всем теле, смотри. СН 48-36. Распространено мнение, что в четырех джханах нет телесных ощущений, а тело, упоминаемое в формулах джхан, это тело ума. Однако это очевидная ошибка, так как качество удовольствия, переживаемое в джхане, объясняется именно как телесные, а не умственные ощущения. Пять каналов чувств полностью отключаются только при достижении первой бесформенной сферы, безграничное пространство, смотри. МН 43. Тем не менее, согласно СН 48-40 приятное умственное чувство, радость, также наличествует в первых трех джханах наравне с приятным телесным чувством, удовольствием, хотя и не упоминается в формулах первых трех джхан. Оно исчезает только при достижении четвертой джханы, как, впрочем, и приятное телесное чувство, о чем в формуле четвертой джханы сказано прямо. 2. Раскрывается как в МН 6. Сангхар-папати сутта, перерождение посредством стремления. МН 120. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Савайтхе в роще джеты в монастыре Анатхайпиндике. Там он обратился к монахам так, монахи. Учитель. Ответили они. Благословенный сказал следующий, монахи, я научу вас перерождению в соответствии с чьим-либо стремлением. Слушайте внимательно, я буду говорить. Да, учитель. Ответили монахи. Благословенный сказал следующий, мир людей. Монахи, вот монах обладает верой, нравственностью, ученостью, щедростью, мудростью. И он размышляет так, о, как бы я хотел, чтобы после смерти, после распада тела, я бы переродился среди зажиточной знати. И он утверждает свой ум на этом, настраивается на это, развивает это, стремление. Такое его стремление и пребывание, будучи так развитым и взращенным, ведет к его перерождению там. Таков, монахи, путь, способ, который ведет к его перерождению там, один. Далее, монахи, вот монах обладает верой, мудростью. И он размышляет так, о, как бы я хотел, чтобы после смерти, после распада тела, я бы переродился среди зажиточных брахманов, зажиточных домохозяев. И он утверждает свой ум на этом, настраивается на это, развивает это, стремление. Такое его стремление и пребывание, будучи так развитым и взращенным, ведет к его перерождению там. Таков, монахи, путь, способ, который ведет к его перерождению там. Божества мира чувств. Далее, монахи, вот монах обладает верой, мудростью. И он слышит, что божества, мира, четырех великих царей живут долго, красивы, наслаждаются великим счастьем. И он размышляет так, о, как бы я хотел, чтобы после смерти, после распада тела, я бы переродился среди дывов, мира, четырех великих царей. И он утверждает свой ум на этом. Таков, монахи, путь, способ, который ведет к его перерождению там. Далее, монахи, вот монах развит в вере, мудрости. И он слышит, что божества тридцати трех, божества ямы, божества туситы, божества, наслаждающиеся творениями, божества, имеющие власть над творениями других, живут долго, красивы, наслаждаются великим счастьем. И он размышляет так, о, как бы я хотел, чтобы после смерти, после распада тела, я бы переродился среди дывов, имеющих власть над творениями других. И он утверждает свой ум на этом. Таков, монахи, путь, способ, который ведет к его перерождению там. Мир Брахм. Далее, монахи, вот монах обладает верой, мудростью. И он слышит, что Брахма тысячи миров живет долго, красив, наслаждается великим счастьем. Брахма тысячи миров прибывает, настроившись на распространение своего ума на систему тысячи миров, и он прибывает, настроившись на распространение ума на существ, родившихся там, два. Подобно тому, как если бы человек с хорошим зрением взял бы в руку плод Миробалана и рассматривал бы его, то точно так же Брахма тысячи миров прибывает, настроившись на распространение своего ума на систему тысячи миров, и он прибывает, настроившись на распространение ума на существ, родившихся там. И монах размышляет так, о, как бы я хотел, чтобы после смерти, после распада тела, я бы переродился среди Брахм тысячи миров. И он утверждает свой ум на этом. Таков, монахи, путь, способ, который ведет к его перерождению там, три. Далее, монахи, вот монах обладает верой, мудростью. И он слышит, что Брахма двух тысяч миров, Брахма трех тысяч миров, Брахма четырех тысяч миров, Брахма пяти тысяч миров живет долго, красив, наслаждается великим счастьем. Брахма пяти тысяч миров прибывает, настроившись на распространение своего ума на систему пяти тысяч миров, и он прибывает, настроившись на распространение ума на существ, родившихся там. Подобно тому, как если бы человек с хорошим зрением взял бы в руку пять плодов миробала и рассматривал бы их, то точно так же Брахма пяти тысяч миров прибывает, настроившись на распространение своего ума на систему пяти тысяч миров, и он прибывает, настроившись на распространение ума на существ, родившихся там. И монах размышляет так, о, как бы я хотел, чтобы после смерти, после распада тела, я бы переродился среди Брахм пяти тысяч миров. И он утверждает свой ум на этом. Таков, монахи, путь, способ, который ведет к его перерождению там. Далее, монахи, вот монах обладает верой, мудростью. И он слышит, что Брахма десяти тысяч миров живет долго, красив, наслаждается великим счастьем. Брахма десяти тысяч миров пребывает, настроившись на распространение, своего ума, на систему десяти тысяч миров, и он пребывает, настроившись на распространение, ума на, существ, родившихся там. Подобно тому, как Берилл, драгоценный камень чистой воды, с восемью гранями, тщательно обработанный, лежащий на красной парче, сиял бы, светился, и излучался, то точно так же Брахма десяти тысяч миров пребывает, настроившись на распространение, своего ума, на систему десяти тысяч миров, и он пребывает, настроившись на распространение, у мона, существ, родившихся там. И монах размышляет так, «О, как бы я хотел, чтобы после смерти, после распада тела, я бы переродился среди Брахм десяти тысяч миров». И он утверждает свой ум на этом. Таков, монахи, путь, способ, который ведёт к его перерождению там. Далее, монахи, вот монах обладает верой, мудростью. И он слышит, что Брахма ста тысяч миров живёт долго, красив, наслаждается великим счастьем. Брахма ста тысяч миров прибывает, настроившись на распространение, своего ума, на систему ста тысяч миров, и он прибывает, настроившись на распространение, ума на, существ, родившихся там. Подобно тому, как украшение из чистейшего золота, что было умело отлито с помощью тигля умелым золотых дел мастером, лежащее на красной парче, сияло бы, светилось, и излучалось, то точно так же Брахма ста тысяч миров прибывает, настроившись на распространение, своего ума, на систему ста тысяч миров, и он пребывает, настроившись на распространение, ума на, существ, родившихся там. И монах размышляет так, о, как бы я хотел, чтобы после смерти, после распада тела, я бы переродился среди Брахам ста тысяч миров. И он утверждает свой ум на этом. Таков, монахи, путь, способ, который ведет к его перерождению там. Остальные умеры форм. Далее, монахи, вот монах обладает верой, мудростью. И он слышит, что божества лучезарного сияния, божества ограниченного сияния, божества безграничного сияния, божества великолепия, божества ограниченного великолепия, божества безграничного великолепия, божества сверкающего великолепия, божества великого плода, божества вихи, божества этапы, божества судасы, божества судасся, божества аконитхи живут долго, красивы, наслаждаются великим счастьем. И он размышляет так, о, как бы я хотел, чтобы после смерти, после распада тела, я бы переродился среди божеств Аканитхи. И он утверждает свой ум на этом. Таков, монахи, путь, способ, который ведет к его перерождению там. Бесформенные миры. Далее, монахи, вот монах обладает верой, мудростью. И он слышит, что божества сферы безграничного пространства, божества сферы безграничного сознания, божества сферы отсутствия всего, божества сферы невосприятия, не невосприятия живут долго, долго вечны, наслаждаются великим счастьем. И он размышляет так, о, как бы я хотел, чтобы после смерти, после распада тела, я бы переродился среди божеств сферы невосприятия, не невосприятия. И он утверждает свой ум на этом, настраивается на это, развивает это, стремление. Такое его стремление и пребывание, будучи так развитым и взращенным, ведет к его перерождению там. Таков, монахи, путь, способ, который ведет к его перерождению там. Ниббана. Далее, монах обладает верой, нравственностью, ученостью, щедростью, мудростью. И он размышляет так, о, как бы я хотел, здесь и сейчас, реализовав это для себя посредством прямого знания, с уничтожением пятен, загрязнений ума, войти и пребывать в незапятненном освобождении ума и освобождении мудростью. И, здесь и сейчас реализовав это для себя посредством прямого знания, с уничтожением пятен, загрязнений ума, он входит и пребывает в незапятненном освобождении ума и освобождении мудростью. Монахи, такой монах нигде более не перерождается. Так сказал Благословенный. Монахи были довольны и восхитились словами Благословенного. Один, комментарий поясняет, что под способом подразумеваются эти пять качеств, так как тот, у кого нет этих пяти качеств, но есть только лишь намерение переродиться там, не сможет осуществить своего пожелания. Два, Пхаритва, распространять, проникать, пропитывать, наполнять. Комментарий говорит здесь о пяти видах распространения Пхарана и это. 1. Распространение сознания, знания и умов существ одна тысяча миров. 2. Распространение тотальности Кассина, то есть распространение образа медитации на одна тысяча мировых систем. 3. Распространение Божественного глаза, то есть сверхъестественного видения одна тысяча мировых систем. 4. Распространение света, то есть сияния на 1000 мировых систем, 5 – распространение тела, то есть ауру тела Брахмы, на 1000 мировых систем, 3 – согласно комментарию, хотя об этом и не упоминается в сути, тем не менее, начиная с мира Брахмы, помимо этих качеств, требуются и дополнительные. Например, для достижения мира Брахмы требуются развитые сосредоточения ума на уровне первой джханы. Для достижения мировды во флучезарного сияния требуется достижение второй джханы. Для достижения миров дэвов сверкающего великолепия требуется достижение третьей джханы. Для дэвов великого плода нужна четвертая джхана. Для дэвов чистых обителей требуется достижение третьей степени пробуждения, анагаменства. Для достижения бесформенных миров требуется достичь соответствующих арупаджхан. Для достижения араханства требуется полностью развитый благородный восьмеричный путь с последующим прозрением в непостоянство, безличностность, страдательность всех феноменов. Чуласуньята сутта, малая лекция о пустотности. МН 121. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в Саваттхе в Восточном парке во дворце Матери Мегары. И тогда, вечером, достопочтенный Ананда вышел из медитации, отправился к Благословенному, поклонился ему, сел рядом, и сказал Благословенному, учитель, однажды Благословенный проживал в стране Сакьев, где был город Сакьев под названием Нагарака. Там, учитель, вот что я услышал и выучил из уст самого Благословенного, Ананда, я часто пребываю в пустотности. Правильно ли я это услышал, учитель, правильно ли я это выучил, правильно ли был внимателен к этому, правильно ли запомнил это? Вне сомнений, Ананда, ты услышал это правильно, запомнил это правильно. Как прежде, Ананда, так и сейчас я часто пребываю в пустотности. Ананда, подобно тому, как этот дворец матери Амегары пустот слонов, рогатого скота, коней и кобыл, пустот золота и серебра, пустот собраний мужчин и женщин, и здесь наличествует только эта непустотность, то есть единственность, зависящая от сангхи монахов, то точно так же, монах, не обращая внимания на восприятие деревни, не обращая внимания на восприятие людей, обращает внимание на единственность, зависящую от восприятия леса. Его ум входит в это восприятие леса и обретает уверенность, устойчивость, решительность. Он понимает так, любые возмущения, которые могли бы зависеть от восприятия деревни, не присутствуют здесь. Любые возмущения, которые могли бы зависеть от восприятия людей, не присутствуют здесь. Здесь наличит только вот такое-то количество возмущения, то есть, единственность, зависящая от восприятия леса. Он понимает, это поле восприятия пусто от восприятия деревни. Это поле восприятия пусто от восприятия людей. Здесь наличествует только эта непустотность, то есть, единственность, зависящая от восприятия леса. Так он считает это пустым от того, чего здесь нет, а что касается того, что остается, он понимает, что это наличествует, это наличествует. Ананда – это его подлинные, неискаженные, чистое погружение в пустотность. Далее, Ананда – монах, не обращая внимания на восприятие людей, не обращая внимания на восприятие леса, обращает внимание на единственность, зависящую от восприятия земли. Его ум входит в это восприятие земли и обретает уверенность, устойчивость, решительность. Подобно тому, как шкура быка становится свободной от складок, когда ее целиком растянули с помощью сотни колышков, то точно так же монах, не обращая внимания на восприятие людей, не обращая внимания на восприятие леса, обращает внимание на единственность, зависящую от восприятия земли. Его ум входит в это восприятие земли и обретает уверенность, устойчивость, решительность. Он понимает так, любые возмущения, которые могли бы зависеть от восприятия людей, не присутствуют здесь. Здесь наличествует только вот такое-то количество возмущения, то есть, единственность, зависящая от восприятия земли. Он понимает, это поле восприятия пусто от восприятия людей. Это поле восприятия пусто от восприятия леса. Здесь наличествует только эта непустотность, то есть, единственность, зависящая от восприятия земли. Так он считает это пустым от того, чего здесь нет, а что касается того, что остается, он понимает, что это наличествует, это наличествует. Ананда – это также его подлинные, неисхаженные, чистое погружение в пустотность. Бесформенные сферы. Далее, Ананда, монах, не обращая внимания на восприятие леса, не обращая внимания на восприятие земли, обращает внимание на единственность, зависящую от восприятия сферы безграничного пространства, один. Его ум входит в это восприятие сферы безграничного пространства и обретает уверенность, устойчивость, решительность. Он понимает так, любые возмущения, которые могли бы зависеть от восприятия леса, не присутствуют здесь. Любые возмущения, которые могли бы зависеть от восприятия земли, не присутствуют здесь. Здесь наличествует только вот такое-то количество возмущения, то есть, единственность, зависящая от восприятия сферы безграничного пространства. Он понимает, это поле восприятия пусто от восприятия леса. Это поле восприятия пусто от восприятия земли. Здесь наличествует только эта непустотность, то есть, единственность, зависящая от восприятия сферы безграничного пространства. Так он считает это пустым от того, чего здесь нет, а что касается того, что остается, он понимает, что это наличествует, это наличествует. Ананда – это также его подлинные, неискаженные, чистое погружение в пустотность. Далее, Ананда, монах, не обращая внимания на восприятие Земли, не обращая внимания на восприятие сферы безграничного пространства, обращает внимание на единственность, зависящую от восприятия сферы безграничного сознания. Его ум входит в это восприятие сферы безграничного сознания, обретает уверенность, устойчивость, решительность. Он понимает так, любые возмущения, которые могли бы зависеть от восприятия Земли, не присутствуют здесь. Здесь. Любые возмущения, которые могли бы зависеть от восприятия сферы безграничного пространства, не присутствуют здесь. Здесь наличествует только вот такое-то количество возмущения, то есть, единственность, зависящая от восприятия сферы безграничного сознания. Он понимает, это поле восприятия пусто от восприятия Земли. Это поле восприятия пусто от восприятия сферы безграничного пространства. Здесь наличествует только эта непустотность, то есть, единственность, зависящее от восприятия сферы безграничного сознания. Так он считает это пустым от того, чего здесь нет, а что касается того, что остается, он понимает, что это наличествует, это наличествует. Ананда – это также его подлинные, неискаженные, чистое погружение в пустотность. Далее, Ананда – монах, не обращая внимания на восприятие сферы безграничного пространства, не обращая внимания на восприятие сферы безграничного сознания, обращает внимание на единственность, зависящую от восприятия сферы отсутствия всего. Его ум входит в это восприятие сферы отсутствия всего и обретает уверенность, устойчивость, решительность. Он понимает так, любые возмущения, которые могли бы зависеть от восприятия сферы безграничного пространства, не присутствуют здесь. Любые возмущения, которые могли бы зависеть от восприятия сферы безграничного сознания, не присутствуют здесь. Здесь наличествует только вот такое-то количество возмущения, то есть, единственность, зависящая от восприятия сферы отсутствия всего. Он понимает, это поле восприятия пусто от восприятия сферы безграничного пространства. Это поле восприятия пусто от восприятия сферы безграничного сознания. Здесь наличествует только эта непустотность, то есть, единственность, зависящая от восприятия сферы отсутствия всего. Так он считает это пустым от того, чего здесь нет, а что касается того, что остаётся, он понимает, что это наличествует, это наличествует. Ананда, это также его подлинные, неискажённые, чистое погружение в пустотность. Далее, Ананда, монах, не обращая внимания на восприятие сферы безграничного сознания, не обращая внимания на восприятие сферы отсутствия всего, обращает внимание на единственность, зависящую от восприятия сферы невосприятия, не невосприятия. Его ум входит в это восприятие сферы невосприятия, не невосприятия и обретает уверенность, устойчивость, решительность. Он понимает так, любые возмущения, которые могли бы зависеть от восприятия сферы безграничного сознания, не присутствуют здесь. Любые возмущения, которые могли бы зависеть от восприятия сферы отсутствия всего, не присутствуют здесь. Здесь наличествует только вот такое-то количество возмущения, то есть, единственность, зависящая от восприятия сферы невосприятия, не невосприятия. Он понимает, это поле восприятие пусто от восприятия сферы безграничного сознания. Это поле восприятия пусто от восприятия сферы отсутствия всего. Здесь наличествует только эта непустотность, то есть, единственность, зависящая от восприятия сферы невосприятия, не невосприятия. Так он считает это пустым от того, чего здесь нет, а что касается того, что остается, он понимает, что это наличествует, это наличествует. Ананда – это также его подлинные, неискаженные, чистое погружение в пустотность. Беспредметное сосредоточение ума. Далее, Ананда, монах, не обращая внимания на восприятие сферы отсутствия всего, не обращая внимания на восприятие сферы невосприятия, не невосприятия, обращает внимание на единственность, зависящую от беспредметного сосредоточения ума. Два. Его ум входит в это беспредметное сосредоточение ума и обретает уверенность, устойчивость, решительность. Он понимает так, любые возмущения, которые могли бы зависеть от восприятия сферы отсутствия всего, не присутствуют здесь. Любые возмущения, которые могли бы зависеть от восприятия сферы невосприятия, не невосприятия, не присутствуют здесь. Здесь наличествует только вот такое-то количество возмущения, то есть, то, что связано с шестью сферами чувств, которые зависят от этого тела и обусловлены жизнью. Он понимает, это поле восприятия пусто от восприятия сферы отсутствия всего. Это поле восприятия пусто от восприятия сферы невосприятия, не невосприятие. Здесь наличествует только эта непустотность, то есть, то, что связано с шестью сферами, чувств, которые зависят от этого тела и обусловлены жизнью. Так он считает это пустым от того, чего здесь нет, а что касается того, что остается, он понимает, что это наличествует, это наличествует. Ананда, это также его подлинные, неискаженные, чистое погружение в пустотность. Далее, Ананда, монах, не обращая внимания на восприятие сферы отсутствия всего, не обращая внимания на восприятие сферы невосприятия, не невосприятия, обращает внимание на единственность, зависящую от беспредметного сосредоточения ума. Его ум входит в это беспредметное сосредоточение ума и обретает уверенность, устойчивость, решительность. Он понимает так, это беспредметное сосредоточение ума обусловлено и порождено волевым намерением. Но все обусловленное и порожденное волевым намерением является непостоянным, подвержено прекращению, 3. Когда он знает так, когда он видит так, его ум освобожден от пятна чувственного желания, от пятна существования, от пятна невежества. Когда он освобожден, приходит знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Он понимает так, любые возмущения, зависящие от пятна чувственного желания, которые могли бы быть, не присутствуют здесь. Любые возмущения, зависящие от пятна существования, которые могли бы быть, не присутствуют здесь. Любые возмущения, зависящие от пятна невежества, которые могли бы быть, не присутствуют здесь. Здесь наличствует только вот такое-то количество возмущения, то есть, то, что связано с шестью сферами чувств, которые зависят от этого тела и обусловлены жизнью. Он понимает так, это поле восприятия пусто от пятна чувственного желания. Это поле восприятия пусто от пятна существования. Это поле восприятия пусто от пятна невежества. Здесь наличествует только эта непустотность, то есть, то, что связано с шестью сферами, чувств, которые зависят от этого тела и обусловлены жизнью. Так он считает это пустым от того, чего здесь нет, а что касается того, что остается, он понимает, что это наличествует, это наличествует. Ананда, это также его подлинное, не искаженные, чистое погружение в пустотность, высшие и непревзойденные, 4. Ананда, какие бы жрецы и отшельники в прошлом не входили и не пребывали бы в чистой, высшей, непревзойденной пустотности, все они входили и пребывали в этой самой чистой, высшей, непревзойденной пустотности. Какие бы жрецы и отшельники в будущем, какие бы жрецы и отшельники в настоящем не входили и не пребывали бы в чистой, высшей, непревзойденной пустотности, все они входят и пребывают в этой самой чистой, высшей, непревзойденной пустотности. Поэтому, Ананда, вот как вы должны тренироваться, мы будем входить и пребывать в чистой, высшей, непревзойденной пустотности. Так сказал Благословенный. Достопочтенный Ананда был доволен и восхитился словами Благословенного. Один, примечание переводчика СВ, может показаться, будто вначале монах просто смотрит на деревню, людей, лес и землю, а потом вдруг сразу входит в пятое медитативное достижение, сфера безграничного пространства. На мой взгляд, такое понимание ошибочно, так как, судя по всему, уже с самого начала Будда говорит о глубоком медитативном видении, то есть монах, войдя в глубокую медитацию, Джхана, видит не глазами, а внутренним взором ума окружающей его области, деревню, людей, лес и так далее, видит формы, которые преодолеваются при достижении бесконечного пространства. Во-первых, это подтверждается фрагментом ВМН-127, где описывается практика Джханы. Вот монах пребывает настроенным на область размером с подножья одного дерева, распространяя, в этой области ум, как возвышенный. Это называется возвышенным освобождением ума. Вот монах пребывает настроенным на область размером с подножья двух деревьев или трех деревьев, распространяя, в этой области ум, как возвышенный. Это также называется возвышенным освобождением ума. Вот монах пребывает настроенным на область размером с одну деревню, распространяя, в этой области ум, как возвышенный. Подобное распространение ума приписывается также и Брахамам в МН-120, а в ряде сутт утверждается, что мир Брахам соответствует уровню первой джханы, например, Ан-7-44. Во-вторых, в стандартной формуле сферы безграничного пространства говорится, не обращающая внимания на восприятие множественности, воспринимая, пространство безгранично, некий монах входит и пребывает в сфере безграничного пространства. Под восприятием множественности как раз и подразумеваются внутренние медитативные восприятия вещей окружающего мира, деревьев, лесов, строений, существ, и так далее, а под восприятием единения подразумевается достижение бесформенных сфер, смотри. МН-137. В-третьих, нигде в суттах не сказано, что сферы безграничного пространства можно достичь, минуя предыдущие четыре джханы, но наоборот, везде объясняется, что это медитативное достижение достигается равномерно и последовательно, начиная с первой джханы, например, Ан-9-31-33. Это означает, что и в этой сути должна быть соблюдена эта последовательность, и, значит, восприятие леса и так далее должны относиться к внутреннему джхановому видению. В-четвертых, упоминается настройка ума на исключительный элемент Земли после отбрасывания более грубых восприятий. Очевидно, речь идет о настройке на тотальность Земли, косина, что подтверждается также и метафорой с растянутой бычей шкурой в других суттах канона практика настройки ума на тотальности связана именно с джхановым сосредоточением, а также они, тотальности, упоминаются как стадии сфер медитативного преодоления. 2. Комментарий объясняет, что это сосредоточение, направленное на прозрение. Оно называется беспредметным, потому что здесь отсутствуют образы постоянства и так далее. 3. Смотри. МН-52. Комментарий называет это контрпрозрением, потерепассано, то есть, применением принципов прозрения к самому акту сознания, который выполняет функцию прозрения. На основании этого он достигает араханства. 4. Эти два слова, высшие и непревзойденные, обозначают плод араханства. Махасунья-то сутта, Большая лекция о пустотности. МН-122. Так я слышал. Однажды Благословенный проживал в стране Сакьи в Капилаваттву в парке Нингродхи. И тогда, утром, Благословенный оделся, взял свою чашу и одеяние, и отправился к Капилаваттву за подаяниями. Походив по Капилаваттву за подаяниями, вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи он отправился в жилище Калакхемаки из клана Сакьев, чтобы провести там остаток дня. И в то время в жилище Калакхемаки из клана Сакьев было приготовлено множество мест для отдыха. Когда Благословенный увидел это, он подумал, в жилище Калакхемаки из клана Сакьев приготовлено множество мест для отдыха. Неужели здесь проживает много монахов? И в то время Достопочтенный Ананда вместе со многими монахами был занят приготовлением одеяний в жилище кхаты из клана Сакьев. И тогда, вечером, Благословенный вышел из затворничества и отправился в жилище кхаты из клана Сакьев. Там он сел на подготовленное сидение и спросил Достопочтенного Ананду, Ананда, в жилище калакхемаки из клана Сакьев приготовлено множество мест для отдыха. Много ли монахов проживает там, один? Учитель, в жилище калакхемаки из клана Сакьев приготовлено множество мест для отдыха. Там проживает много монахов. Сейчас время для изготовления нами одеяний, учитель. Ананда, монах не сияет, когда он наслаждается компанией, находит наслаждение в компании, предается наслаждению компании, когда он наслаждается обществом, находит наслаждение в обществе, радуется обществу. Воистину, Ананда, не может быть такого, чтобы монах, который наслаждается компанией, радуется обществу, обретет по желанию, без сложности и проблем, блаженство отречения, блаженство затворничества, блаженство покоя, блаженство просветления. Но можно ожидать, что когда монах проживает в уединении, отдельно от общества, он обретет по желанию, блаженство просветления. Воистину, Ананда, не может быть такого, чтобы монах, который наслаждается компанией, радуется обществу, когда-либо войдет и будет пребывать либо в освобождении ума, которое временно и восхитительное, либо в освобождении ума, которое постоянное и непоколебимое, 2. Но можно ожидать, что когда монах проживает в уединении, будет пребывать либо в освобождении ума, которое временно и восхитительное, либо в освобождении ума, которое постоянное и непоколебимое. Ананда, я не вижу ни одной формы, из-за изменения и перемены которой не возникала бы печаль, стенание, боль, уныние и отчаяние в том, кто жаждет ее и находит в ней наслаждение. беспредметное сосредоточение ума. Однако, Ананда, есть следующее пребывание, открытое Тадхагатой, войти и пребывать внутренне в пустотности, не уделяя внимания всем объектам, 3. Если, когда Тадхагата пребывает так, его посещают монахи или монахини, миряне или мирянки, цари или царские министры, учители других учений или их ученики, то тогда, с умом, склоняющимся к уединению, стремящимся и тянущимся к уединению, замкнутым, наслаждающимся отречением, а также всецело избавившимся от всех вещей, что являются основанием для пятен, он неизменно беседует с ними так, чтобы побыстрее отделаться от них. Поэтому, Ананда, если монах пожелает, пусть я войду и буду пребывать внутренне в пустотности, то ему следует внутренне утвердить свой ум, успокоить его, подвести к единению, сосредоточить его. И как он внутренне утверждает свой ум, успокаивает его, подводит к единению, сосредоточивает его? Вот, Ананда, будучи отстраненным от чувственных удовольствий, отстраненным от неблагих состояний, ума, монах входит и пребывает в первой джхане, второй, третьей, четвертой, четыре, вот как монах утверждает свой ум, успокаивает его, подводит к единению, сосредоточивает его. Затем он внутренне уделяет внимание пустотности, пять. Когда он внутренне уделяет внимание пустотности, его ум не входит в пустотность внутренней или же не обретает уверенности, устойчивости, решимости. Когда это так, он понимает, когда я уделяю внимание пустотности, мой ум не входит в пустотность внутренней или же не обретает уверенности, устойчивости, решимости. Подобным образом он полностью осознает это. Он внешне уделяет внимание пустотности. Он внутренне и внешне уделяет внимании пустотности. Он уделяет внимания непоколебимости, 6. Когда он уделяет внимания непоколебимости, его ум не входит в непоколебимость или же не обретает уверенности, устойчивости, решимости. Когда это так, он понимает, когда я уделяю внимания непоколебимости, мой ум не входит в непоколебимость или же не обретает уверенности, устойчивости, решимости. Подобным образом он полностью осознает это. Тогда этому монаху следует внутренне утвердить свою ум, успокоить его, подвести к единению, сосредоточить его на этом же самом объекте сосредоточения, что и прежде, 7. Затем он внутренне уделяет внимание пустотности. Когда он внутренне уделяет внимание пустотности, его ум входит в пустотность внутренней или же обретает уверенность, устойчивость, решимость. Когда это так, он понимает, когда я уделяю внимание пустотности, мой ум входит в пустотность внутренней или же обретает уверенность, устойчивость, решимость. Подобным образом он полностью осознает это. Он внешне уделяет внимание пустотности. Он внутренне и внешне уделяет внимание пустотности. Он уделяет внимание непоколебимости. Когда он уделяет внимание непоколебимости, его ум входит в непоколебимость или же обретает уверенность, устойчивость, решимость. Когда это так, он понимает, когда я уделяю внимание непоколебимости, мой ум входит в непоколебимость или же обретает уверенность, устойчивость, решимость. Подобным образом он полностью осознает это. Четыре позы. Когда монах пребывает так, то если его ум склоняется к ходьбе, он ходит, думая, когда я хожу так, порочные неблагие состояния и алчности уныния не одолевают меня. Подобным образом он полностью осознает это. Когда монах пребывает так, то если его ум склоняется к стоянию, сиденью, лежанию, он ложится, думая, когда я лежу так, порочные неблагие состояния и алчности уныния не одолевают меня. Подобным образом он полностью осознает это. Разговоры. Когда монах пребывает так, то если его ум склоняется к ходьбе, он ходит, думая, разговоры, которые низкие, вульгарные, грубые, постыдные, неполезные, которые не ведут к разочарованию, бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, нигбани, то есть, разговоры о царях, о ворах, о министрах, об армиях, об опасностях, о сражениях, о еде, о питье, об одежде, о постелях, о гирляндах, о благовониях, о родственниках, о средствах передвижения, о деревнях, о поселениях, о городах, о странах, о женщинах, о героях, об улицах, о колодцах, об усопших, о всяких мелочах, о происхождении мира, о возникновении моря, о том, являются ли вещи такими или иными, в такие разговоры я не буду пускаться. Подобным образом он полностью осознает это. Но он намеревается, так, разговоры, которые связаны с остиранием, загрязнений, которые способствуют освобождению ума, которые ведут к полному разочарованию, бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, нигбании, то есть, разговоры о малом количестве желаний, о довольствовании, тем, что есть, об уединении, об отчужденности от общества, о зарождении усердия, о нравственности, о сосредоточении, о мудрости, об освобождении, о знании и видении освобождения, в такие разговоры я буду пускаться. Подобным образом он полностью осознает это. Мысли когда монах пребывает так, то если его ум склоняется к мышлению, он намеревается, так, мысли, которые низкие, вульгарные, грубые, постыдные, неполезные, которые не ведут к разочарованию, бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, нигбании, то есть, мысли, основанные, на чувственном желании, недоброжелательности, жестокости, такие мысли я не буду обдумывать. Подобным образом он полностью осознает это. Но он намеревается, так, мысли, которые благородны и освобождающи, которые ведут того, кто практикует в соответствии с ними к полному уничтожению страданий, то есть, мысли об отречении, о ней недоброжелательности, о ней жестокости, такие мысли я буду обдумывать. Подобным образом он полностью осознает это. Пять нити чувственного удовольствия. Ананда, есть эти пять нити чувственного удовольствия. Какие пять формы, познаваемые глазом, звуки, запахи, вкусы, осязаемые вещи, познаваемые телом, желанные, желаемые, приятные, привлекательные, связанные с чувственным желанием, вызывающие страсть? Таковы пять нитей чувственного удовольствия. Монаху следует постоянно пересматривать свой собственный ум так, возникает ли когда-либо во мне какое-либо умственное возбуждение, связанное с той или иной сферой среди этих пяти нитей чувственного удовольствия? Если, пересматривая свой ум, монах понимает, во мне возникает, то он понимает, желание и страсть к пяти нитям чувственного удовольствия не отброшены во мне. Подобным образом он полностью осознает это. Таково ее происхождение, таково ее исчезновение, таково чувство, таково восприятие. Таково информации, таково сознание, таково его происхождение, таково его исчезновение. Когда он пребывает в созерцании происхождения и исчезновения в этих пяти совокупностях, подверженных цеплянию, то самомнение я есть, основывающееся на этих пяти совокупностях, подверженных цеплянию, отбрасывается в нем. Когда это так, то монах понимает, самомнение я есть, основывающееся на этих пяти совокупностях, подверженных цеплянию, отброшены во мне. Подобным образом он полностью осознает это. Эти состояния всецело благие и имеют благое своим исходом. Они благородные, сверхмерские, недоступные для злого, мары. Как ты думаешь, Ананда? Какое благо видит ученик, что он ищет компании учителя, даже если его прогоняют? Учитель, наши учения укоренены в благословенном, направляемы благословенным, находит пристанище в благословенном. Было бы хорошо, если бы благословенный, сам, прояснил значение этих слов. Услышав это из его уст, монахи запомнят это. Ананда, монаху не следует искать компании учителя ради лекций, стров, изложений. И почему? Долгое время, Ананда, вы заучивали учения, запоминали их, повторяли вслух, по памяти, исследовали их умом, проникали в них воззрением. Но что касается таких разговоров, которые связаны со стиранием, загрязнений, которые способствуют освобождению ума, которые ведут к полному разочарованию, бесстрастию, прекращению, покою, прямому знанию, просветлению, нигбани, то есть, разговору о малом количестве желаний, о довольствовании, тем, что есть, об уединении, об очужденности от общества, о зарождении усердия, о нравственности, о сосредоточении, о мудрости, об освобождении, о знании и видении освобождения. Ради таких разговоров ученику следует искать компании учителя, даже если его прогоняют. Поскольку это так, Ананда, может наступить погибель учителя, может наступить погибель ученика, может наступить погибель того, кто живет святой жизнью. 8. Погибель. И каким образом наступает погибель учителя? Вот некий учитель затворяется в уединенном обиталище, в лесу, у подножья дерева, на горе, в узкой горной долине, в пещере на склоне холма, на кладбище, в лесной роще, на открытом пространстве, у стога соломы. По мере того, как он проживает там затворенным, брахманы и домохозяева из города или сельской местности навещают его, и в итоге он сбивается с пути, переполняется желанием, поддается жажде, возвращается к роскоши. Говорится, что этот учитель погиб погибелью учителя. Его сразили порочные неблагие состояния, которые загрязняют, ведут к новому существованию, создают проблемы, созревают в страдании, ведут к будущему рождению, старению и смерти. Вот как происходит погибель учителя. И как происходит погибель ученика? Ученик этого учителя, подражая затворничеству учителя, затворяется в уединенном обиталище, в лесу, у стога соломы. По мере того, как он проживает там затворенным, брахманы и домохозяева из города или сельской местности навещают его, и в итоге он сбивается с пути, погиб погиблию ученика. Вот как происходит погибель ученика. И каким образом наступает погибель того, кто живет святой жизнью? Вот в мире возникает Татхагата, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Он затворяется в уединенном обиталище, в лесу, у подножья дерева, на горе, в узкой горной долине, в пещере на склоне холма, на кладбище, в лесной роще, на открытом пространстве, у стога соломы. По мере того, как он проживает там затворенным, брахманы и домохозяева из города или сельской местности навещают его, но он не сбивается с пути, не переполняется желанием, не поддается жажде, не возвращается к роскоши. Но ученик этого учителя, подражая затворничеству учителя, затворяется в уединенном обиталище, в лесу, у стога соломы. По мере того, как он проживает там затворенным, брахманы и домохозяева из города или сельской местности навещают его, и в итоге он сбивается с пути, возвращается к роскоши. Говорится, что этот, живущий святой жизнью, погиб погибелью того, кто живет святой жизнью. Его сразили порочные неблагие состояния, которые загрязняют, ведут к новому существованию, создают проблемы, созревают в страдании, ведут к будущему рождению, старению и смерти. Вот как происходит погибель того, кто живет святой жизнью. И в этом отношении, Ананда, погибель того, кто живет святой жизнью, имеет более болезненный результат, более горький результат, чем погибель учителя или погибель ученика, и даже ведет в ад. 9. Отношение к Будде Поэтому, Ананда, ведите себя с дружелюбием по отношению ко мне, а не с враждебностью. Это приведет к вашему благополучию и счастью на долгое время. И каким образом ученики ведут себя с враждебностью по отношению к учителю, а не с дружелюбием? Вот, Ананда, сострадательный и желающий благополучия, учитель в сострадании обучает дхаме учеников, это ради вашего благополучия, это ради вашего счастья. Его ученики не желают слушать, или склонять ухо, или направлять свои умы на познание. Они отклоняются и отворачиваются от учения учителя. Вот как ученики ведут себя с враждебностью по отношению к учителю, а не с дружелюбием. И каким образом ученики ведут себя с дружелюбием по отношению к учителю, а не с враждебностью? Вот, Ананда, сострадательный и желающий благополучия, учитель в сострадании обучает дхаме учеников, это ради вашего благополучия, это ради вашего счастья. Его ученики желают слушать и склоняют ухо, направляют свои умы на познание. Они не отклоняются и не отворачиваются от учения учителя. Вот как ученики ведут себя с дружелюбием по отношению к Учителю, а не с враждебностью. Поэтому, Ананда, ведите себя с дружелюбием по отношению ко мне, а не с враждебностью. Это приведет к вашему благополучию и счастью на долгое время. Я не стану обращаться с вами как Гончар обращается с грубой сырой глиной. Неоднократно сдерживая вас, я буду говорить с вами, Ананда. Неоднократно наставляя вас, я буду говорить с вами, Ананда. Прочное сердцевина выдержит, испытание, 10. Так сказал Благословенный. Достопочтенный Ананда был доволен и восхитился словами Благословенного. 1. Комментарий объясняет, что Будда задал риторический вопрос, так как Будды могут познать прямым знанием все, что они желают познать. 2. Под первым понимаются медитативные достижения – джханы, а под вторым – пути, плоды, неббана. 3. Смотри также и о СН 49. 4. Формулы джхан раскрываются стандартно как в МН 8. 5. Комментарий поясняет, что когда речь идет о внутренней пустотности, то говорится о его собственных пяти совокупностях. Внешняя пустотность – это та, что относится к совокупностям других – существ. 6. Комментарий поясняет, что речь идет о медитативных бесформенных достижениях. Примечание переводчика СВ, ВМН 106 под непоколебимостями подразумеваются три медитативных достижения, четвертый – джхана, сфера безграничного пространства, сфера безграничного сознания. 7. Комментарий объясняет, что под этим объектом понимается та самая джхана, на основании которой он осуществлял практику прозрения в безличносность своих или чужих совокупностей. Если, когда он вышел из джханы, его ум не входит в пустотность посредством медитации прозрения, и если он не может достичь непоколебимого медитативного достижения, то ему следует вернуться в эту же джхану, которую он развивал. 8. Комментарий поясняет, Будда произнес этот фрагмент, чтобы показать опасность в уединенном проживании того, кто не исполняет истинной цели уединенного проживания, а под учителем понимается другой учитель, вне учения Будды. 9. Комментарий сравнивает погибель учителя и ученика, не буддистов, с падением со сла, так как они отпадают только от мирских достижений, а падение ученика-буддиста с падением со спины слона, так как он отпадает от сверхмирского. Примечание переводчика СВ, однако комментарий не проясняет, почему такое падение способно привести к рождению в аду. Вероятно, такое возможно только в том случае, если монах начинает вести распутную порочную жизнь, прикрываясь монашеским статусом в случае с не буддийским монахом подобный проступок, видимо, не приводит к совсем уж плачевным камеческим последствиям, в отличие от буддийского монаха, который является представителем высочайшего среди прочих духовного пути. Комментарий перефразирует «После того, как я дам вам совет однажды, я не буду молчать. Я буду советовать и инструктировать вас, постоянно давая советы». Подобно гончару, который проверяет обожженные горшки, откладывает треснувшие, надломанные, с изъяном, и сохраняет только те, которые прошли проверку, то точно так же я буду вам советовать и инструктировать вас, постоянно проверяя вас. Те среди вас, кто, внутренние, прочны, достигнув путей и плодов, выдержат испытания. Ачхарилы Абхута сутта, удивительные и поразительные. МН 123. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Савайтхе в роще Джеты в монастыре Анатхайпиндике. И в то время группа монахов сидела в зале для собраний, где они собрались вместе после принятия пищи, вернувшись с хождения за подаяниями. И тогда следующая беседа случилась между ними, удивительно, друзья, поразительно, как силен и могущественен Татхагата. Ведь он способен узнать о Буддах прошлого, которые достигли окончательной неббаны, срезали разрастание, разбили цикл, завершили круговерть, преодолели все страдания, что рождение этих благословенных было таким-то, их звали так-то, они были из таких-то кланов, их нравственность была такой-то, их состояние, сосредоточение, было таким-то, их мудрость была такой-то, их пребывание в медитативных достижениях, было таким-то, их освобождение было таким-то, один. Когда так было сказано, достопочтенный Ананда сказал монахам, друзья, Татхагаты удивительны и обладают удивительными качествами. Татхагаты поразительны и обладают поразительными качествами. Но эта их беседа была прервана, так как благословенный вечером вышел из медитации и отправился в зал для собраний, где сел на подготовленное сидение, и там он обратился к монахам, ради какой беседы вы сидите сейчас здесь, монахи в чем состояла незавершенная вами беседа? Учитель, мы сидели в зале для собраний, где собрались вместе после принятия пищи, вернувшись с хождения за подаяниями. И тогда следующая беседа случилась между нами, удивительно, друзья, поразительно, освобождение было таким-то. Когда так было сказано, учитель, достопочтенный Ананда сказал нам, друзья, Татхагаты удивительны и обладают удивительными качествами. Татхагаты поразительны и обладают поразительными качествами. Вот в чем состояла наша беседа, которая была прервана, когда благословенный прибыл. Тогда благословенный обратился к достопочтенному Ананде, поскольку это так, Ананда, разъясни более подробно удивительные и поразительные качества Татхагаты. Учитель, я слышал, заучил из уст самого благословенного следующий, осознанным и бдительным, Ананда, Бодхисатта возник в небесном мире туситы. То, что Бодхисатта возник в небесном мире туситы осознанным и бдительным, это я помню как удивительное и поразительное качество благословенного. Я слышал, заучил из уст самого благословенного следующий, осознанным и бдительным Бодхисатта оставался в небесном мире туситы. Это я также помню как удивительное и поразительное качество благословенного. Я слышал, заучил из уст самого благословенного следующий, весь свой срок жизни Бодхисатта оставался в небесном мире туситы. Это я также помню как удивительное и поразительное качество благословенного. Я слышал заучил из уст самого благословенного следующий, будучи осознанным и бдительным, Бодхисатта скончался в небесном мире туситы и не зашел в утробу своей матери. Это я также помню как удивительное и поразительное качество благословенного. Я слышал заучил из уст самого благословенного следующий, когда Бодхисатта скончался в небесном мире туситы и не зашел в утробу своей матери, то великий безмерный свет, превосходящий сияние божеств, возник в мире с его богами, с его марами, с его брахмами, в этом поколении с его жрецами и отшельниками, князьями, простыми, людьми. И даже в тех бездонных промежутках пустоты, темноты, кромешной тьмы, что находится, между мирами, докуда не достает свет луны и солнца, таких великих и могущественных, там тоже возник великий безмерный свет, превосходящий сияние божеств. И существа, переродившиеся там, воспринимают друг друга благодаря этому свету, воистину, почтенные, есть и другие существа, переродившиеся здесь. И вся эта система десяти тысяч миров сотряслась, затрепетала, содрогнулась, и в ней также возник великий безмерный свет, превосходящий сияние божеств. Это я также помню как удивительное и поразительное качество благословенного. Я слышал и заучил из уст самого благословенного следующий, когда Бодхисатта не зашел в утробу своей матери, четыре молодых божества пришли с четырех сторон света, чтобы защитить его, так чтобы ни люди, ни нечеловеческие существа, никто бы то ни было в мире не навредил бы Бодхисатте или его матери. Это я также помню как удивительное и поразительное качество благословенного. Я слышал и заучил из уст самого благословенного следующий, когда Бодхисатта не зашел в утробу своей матери, она интуитивно становится нравственной, воздерживаясь от убийства живых существ, от взятия того, что не дано, от неблагого поведения в чувственных удовольствиях, от лжи, от вина, спиртного, от урманивающих веществ, что являются основой для беспечности. Это я также помню как удивительное и поразительное качество благословенного. Я слышал и заучил из уст самого благословенного следующий, когда Бодхисатта не зашел в утробу своей матери, в ней не возникали чувственные мысли по отношению к мужчинам, она была недоступна любому мужчине с пахотливым умом. Это я также помню как удивительное и поразительное качество благословенного. Я слышал и заучил из уст самого благословенного следующий, когда Бодхисатта не зашел в утробу своей матери, она обретала пять нити чувственного удовольствия, и будучи наделенной ими, она услаждала себя ими. Это я также помню как удивительное и поразительное качество благословенного. Я слышал и заучил из уст самого благословенного следующий, когда Бодхисатта не зашел в утробу своей матери, в ней не возникало какой-либо болезненности. Она пребывала в блаженстве и была свободна от телесного утомления. Она видела Бодхисатту в своей утробе со всеми частями его тела, немевшими, изъянов, в качествах. Представь Берилу, красивый драгоценный камень чистейшей воды, с восемью гранями, тщательно обработанный, чистый и прозрачный, обладающий всеми прекрасными качествами. И в него была бы продета голубая, желтая, красная, белая, или коричневая нить. Тогда человек с хорошим зрением, взяв его в руку, мог бы рассмотреть его так, вот этот Берилу, красивый драгоценный камень чистейшей воды, с восемью гранями, тщательно обработанный, чистый и прозрачный, обладающий всеми прекрасными качествами. А вот в него продета голубая, желтая, красная, белая, или коричневая нить. Точно так же, когда Бодхисатта не зашел в утробу своей матери, со всеми частями его тела, немевшими, изъянов, в качествах, два. Это я также помню как удивительное и поразительное качество Благословенного. Я слышал и звучал из уст самого Благословенного следующий, через семь дней после рождения Бодхисатты его мать умерла и переродилась в небесном мире Туситы. Это я также помню как удивительное и поразительное качество Благословенного. Я слышал и звучал из уст самого Благословенного следующий, другие женщины рожают, выносив ребенка в утробе в течение девяти или десяти месяцев, но с матерью Бодхисатты не так. Мать Бодхисатты рожает его, выносив его в утробе в течение ровно десяти месяцев. Это я также помню как удивительное и поразительное качество благословенного. Я слышал заучил из уст самого благословенного следующий, другие женщины рожают сидя или лежа, но с матерью Бодхисатты не так. Мать Бодхисатты рожает его стоя. Это я также помню как удивительное и поразительное качество благословенного. Я слышал заучил из уст самого благословенного следующий, когда Бодхисатта вышел из утробы своей матери, то вначале божества принимают его, а затем человеческие существа. Это я также помню как удивительное и поразительное качество благословенного. Я слышал заучил из уст самого благословенного следующий, когда Бодхисатта вышел из утробы своей матери, он не касается земли. Четыре молодых божества принимают его и подносят его матери, говоря, возродуйся, царица, сын величайшего могущества родился у тебя, три. Это я также помню как удивительное и поразительное качество благословенного. Я слышал заучил из уст самого благословенного следующий, когда Бодхисатта вышел из утробы своей матери, он вышел незапятненным, незапачканным водами, слизью, кровью или какими-либо нечистотами, он чист незапятнен. Если драгоценный камень положить на косинскую ткань, то камень не загрязняет ткань, а ткань не загрязняет камень. Почему? Из-за чистоты обоих. Точно так же, когда Бодхисатта вышел из утробы, чист и незапятнен. Это я также помню как удивительное и поразительное качество Благословенного. Я слышал и заучил из уст самого Благословенного следующий, когда Бодхисатта вышел из утробы своей матери, две струи воды хлещут с небес, одна холодная, а другая горячая, чтобы искупать Бодхисатту и его мать. Это я также помню как удивительное и поразительное качество Благословенного. Я слышал и заучил из уст самого Благословенного следующий, когда Бодхисатта родился, он прочно встал ногами на землю. Затем он сделал семь шагов на север с белым брулдахином, который держали над ним, окинул взором каждую сторону света и произнес эти слова в Жакостада «Я высочайший в мире! Я наилучший в мире! Я непревзойденный, в мире! Это мое последнее рождение! Для меня не будет более нового существования!» Это я также помню как удивительное и поразительное качество Благословенного. Я слышал и заучил из уст самого Благословенного следующий, когда Бодхисатта вышел из утробы своей матери, то великий безмерный свет, превосходящий сияние божеств, возник в мире с его богами, четыре, система десяти тысяч миров сотряслась, затрепетала, содрогнулась, и в ней также возник великий безмерный свет, превосходящий сияние божеств. То, что когда Бодхисатта вышел из утробы своей матери, то великий безмерный свет, превосходящий сияние божеств, возник. Это я также помню как удивительное и поразительное качество Благословенного. В этом отношении, Ананда, запомни это также как удивительное и поразительное качество Тадхагаты, Ананда, Тадхагата знает чувства по мере того как они возникают, по мере того как они наличествуют, по мере того как они исчезают, Он, знает восприятие по мере того, как они возникают, по мере того, как они наличествуют, по мере того, как они исчезают. Он, знает мысли по мере того, как они возникают, по мере того, как они наличествуют, по мере того, как они исчезают. Ананда, запомни это так же как удивительное и поразительное качество Татхагаты. Учитель, поскольку благословенный знает чувства по мере того, как они возникают, то это я так же запомню как удивительное и поразительное качество благословенного. Так сказал достопочтенный Ананда. Учитель одобрил. Монахи были довольны и восхитились словами достопочтенного Ананды. 1. Речь идет о лекции Будды в ДН-14. 2. Примечание переводчика СВ, не безинтересно, что речь идет о сверхспособности видеть внутреннюю материю тела и сознание, связанное с материей тела, смотри. МН-77. 3. Примечание переводчика СВ, не безинтересно, что нигде в других суттах канона божествания взаимодействуют подобным образом и с физическим миром людей, и более того. являются невидимыми для человеческого глаза. Это же касается пункта ниже со струями воды, которые, согласно легенде, изливали с небес боги. 4. Так же, как и выше по тексту. Бакула сутта, Бакула. МН-124. Так я слышал. Однажды достопочтенный Бакула проживал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. И тогда Джелла Кассапа, бывший приятель достопочтенного Бакула в мирской жизни, отправился к достопочтенному Бакуле и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и спросил достопочтенного Бакулу, Друг Бакула, как давно ты ушел в бездомную жизнь? 80 лет как я ушел в бездомную жизнь, друг. Друг Бакула, за эти 80 лет сколько раз ты совершал половое сношение? Друг Кассапа, тебе не следует задавать мне такой вопрос. Тебе следует задавать вот какой вопрос, друг Бакула, за эти 80 лет сколько раз восприятия, основанные на, чувственном желании, возникали в тебе? Друг Бакула, за эти 80 лет сколько раз восприятия, основанные на, чувственном желании, возникали в тебе? Друг Кассапа, за эти 80 лет с того момента как я ушел в бездомную жизнь, я не припоминаю, чтобы какие-либо восприятия, основанные на, чувственном желании, когда-либо возникали бы во мне. То, что достопочтенный Бакула не припоминает, чтобы какие-либо восприятия, основанные на, чувственном желании, когда-либо возникали бы в нем за эти 80 лет с того момента, как он ушел в бездомную жизнь, мы помним как удивительное и поразительное качество достопочтенного Бакулы, один. Друг, за эти 80 лет, я не припоминаю, чтобы какие-либо восприятия, основанные на, недоброжелательности, когда-либо возникали бы во мне. То, что достопочтенный Баккула не припоминает. Мы также помним как удивительное и поразительное качество достопочтенного Баккулы. Друг, за эти 80 лет, я не припоминаю, чтобы какие-либо восприятия, основанные на жестокости, когда-либо возникали бы во мне. Друг, за эти 80 лет, я не припоминаю, чтобы какие-либо мысли, основанные на чувственном желании, недоброжелательности, жестокости, когда-либо возникали бы во мне. Друг, за эти 80 лет, я не припоминаю, чтобы когда-либо принял одеяние от домохозяина, носил одеяние, принятое от домохозяина, резал одеяние резцом, шил одеяние иголкой, красил одеяние тканью, шил одеяние во время катхины, когда-либо трудился над изготовлением одеяния для своих товарищей по святой жизни. Друг, за эти 80 лет, я не припоминаю, чтобы я когда-либо принимал приглашение на обед, чтобы когда-либо у меня возникала мысль, о, пусть кто-нибудь пригласит меня на обед. Чтобы когда-либо я сидел в доме, мирянина, чтобы когда-либо я ел в доме, мирянина. Друг, за эти 80 лет, я не припоминаю, чтобы когда-либо ухватывал образы или черты женщины, когда-либо учил женщину Дхамме, даже, всего лишь, строфов четыре строки, когда-либо подходил к жилищам монахинь, Когда-либо учил Дхамми монахиню, когда-либо учил Дхамми послушницу, когда-либо учил Дхамми самонере. Друг, за эти восемьдесят лет, я не припоминаю, чтобы когда-либо давал младшее посвящение, давал высшее посвящение, давал проживание в зависимости, имел в качестве прислужника самонеру. Друг, за эти восемьдесят лет, я не припоминаю, чтобы когда-либо мылся в банном доме, когда-либо мылся с банным порошком, когда-либо участвовал в разминании членов тела моих товарищей по святой жизни, чтобы болезнь возникала во мне на более долгий промежуток времени, чем за который можно подоить корову, чтобы носил лекарства, даже всего лишь размером с плод Миробаллана, чтобы когда-либо использовал подушечку, чтобы когда-либо подготавливал постель, чтобы начинал проводить сезон дождей в Хижине в деревне. Друг, семь дней с того момента как я ушел в бездомную жизнь, я ел иду с подаянией, полученную в округе, как должник. На восьмой день возникло окончательное знание, 3. То, что семь дней достопочтенный Бакула. Мы также помним как удивительное и поразительное качество достопочтенного Бакулы. И тогда Ачела Кассапа сказал, я хотел бы получить младшее посвящение и в этой Дхаме Винае, я хотел бы получить высшее посвящение. И Ачела Кассапа получил младшее посвящение и в этой Дхаме Винае и получил высшее посвящение, 4. И вскоре, пребывая в уединении прилежным, старательным, решительным, достопочтенный Кассапа, реализовав это для себя посредством прямого знания, здесь и сейчас вошел и пребывал в высочайшей цели святой жизни, ради которой представители клана праведно оставляют жизнь домохозяина и ведут жизнь бездомную. Он напрямую познал, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет более возвращения в какое-либо состояние существования. И достопочтенный Касапа стал одним из арахантов. И потом, уже после этого случая, достопочтенный Баккула взял ключ и ходил от жилища к жилищу, говоря, выходите, достопочтенные. Выходите, достопочтенные. Сегодня я обрету окончательную Ниббану. То, что достопочтенный Баккула взял ключ и ходил. Мы также помним, как удивительное и поразительное качество достопочтенного Баккулы. И тогда, сидя посреди санхи-монахов, достопочтенный Баккула достиг окончательной Ниббаны. То, что сидя посреди санхи-монахов, достопочтенный Баккула достиг окончательной Ниббаны, мы также помним, как удивительное и поразительное качество достопочтенного Баккулы, 6. 1. Комментарий поясняет, что этот фрагмент-ответ, а также аналогичный ниже, были добавлены старцами, составителями Дхаммы. 2. Этот фрагмент, а также следующий, описывает аскетические практики достопочтенного Бакулы, связанные с одеянием. 3. Примечание переводчика СВ, то есть он достиг араханства через семь дней и как стал монахом. 4. Комментарий поясняет, что не сам достопочтенный Бакула лично дал ему посвящение, но собрал сангху монахов для этого. 5. Комментарий поясняет, что достопочтенный Бакула не хотел утруждать монахов заботами о его теле, поэтому он вошел в медитацию на элементе огня и сжег тело дотла, в результате чего остались только телесные реликвии, сарира. 6. Комментарий поясняет, что сутта была продекламирована на втором буддийском соборе, который был созван примерно через сто лет после смерти Будды. Дантапхуми сутта, уровень прирученного. МН 125. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем святилище. В то время Самонера Очаравата проживал в лесной хижине. И тогда принц Джейсена, по мере того как ходил и бродил, тут и там, ради того, чтобы размяться, подошел к Самонере Очаравати и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал Самонере Очаравати, мастер от Гевессена, я слышал, что монах, который пребывает прилежным, старательным, решительным, может достичь единения ума. Один. Так оно, принц, так оно. Монах, который пребывает прилежным, старательным, решительным, может достичь единения ума. Было бы хорошо, если бы мастер от Гевессена научил бы меня Дхамме так, как он услышал и освоил ее. Принц, я не могу тебя научить Дхамме так, как я услышал и освоил ее. Ведь если бы я стал учить тебя Дхамми так, как услышал и освоил ее, то ты бы не понял значения моих слов, и это было бы утомительно и хлопотно для меня. Пусть мастер Агевессона научит меня Дхамми так, как он услышал и освоил ее. Быть может, я смогу понять значение его слов. Принц, я научу тебя Дхамми так, как я услышал и освоил ее. Если сможешь понять значение моих слов, будет хорошо. Но если не сможешь понять значение, то оставь это и не задавай мне об этом дальнейших вопросов. Пусть мастер Агевессона научит меня Дхамме так, как он услышал и освоил ее. Если я смогу понять значение его слов, будет хорошо. Если я не смогу понять значение, то я оставлю это и не буду задавать ему об этом дальнейшие вопросы». И тогда сама Нера очаровата научил принца Джейсену Дхамме, как он услышал и освоил ее. После того, как он закончил говорить, принц Джейсен отметил, этого не может быть, мастер Агивесена, не может статься, чтобы монах, который пребывает прилежным, старательным, решительным, смог бы достичь единения ума. И затем, объявив сама Нере очаровате, что это невозможно и что этого не может произойти, принц Джейсена поднялся со своего сиденья и ушел. Вскоре после того, как принц Джейсена ушел, сама Нера очаровата отправился к благословенному. Поклонившись благословенному, он сел рядом и рассказал благословенному обо всей своей беседе с принцем Джейсеной. Когда он закончил, благословенный сказал ему, Агивесена, разве возможно, чтобы принц Джейсена, проживающий среди чувственных удовольствий, наслаждающийся чувственными удовольствиями, пожираемый мыслями о чувственных удовольствиях, поглощаемый взбудораженностью чувственных удовольствий, склонный к поиску чувственных удовольствий, мог бы знать, видеть или реализовать то, что должно быть познано через отречение, а чувственных удовольствий, увидено через отречение, достигнуто через отречение, реализовано через отречение. Это невозможно. Представь, Агивесена, как если бы два приручаемых слона, две, лошади, или, два, быка были бы хорошо приручены и обучены, а также два приручаемых слона, лошади, или быка были бы не приручены и не обучены. Как ты думаешь, Агивесона, могли бы два приручаемых слона, лошади, или быка, хорошо прирученных и обученных, обрести поведение прирученных, могли бы они достичь уровня прирученных? Да, учитель. И могли бы два приручаемых слона, лошади, или быка, неприрученных и необученных, обрести поведение прирученных, могли бы они достичь уровня прирученных, как те два слона, лошади, или быка? Нет, учитель. Точно так же, Аггевесена, не может быть такого, чтобы принц Джейсена, проживающий среди чувственных удовольствий, мог бы знать, видеть, или реализовать то, что должно быть познано через отречение, реализовано через отречение. Представь, Аггевесена, высокую гору неподалеку от деревни или города, и двое друзей вышли бы из деревни или города и рука об руку подошли бы к горе. Подойдя к ней, один из друзей остался бы внизу у подножья горы, а другой взобрался бы на вершину. И тогда друг, который остался внизу у подножья горы, сказал бы другу, стоящему на вершине, ну что же, друг, что ты видишь, стоя на вершине горы? Тот бы ответил, стоя на вершине горы, друг, я вижу чудесные парки, чудесные рощи, чудесные поляны, чудесные пруды. И тогда первый из друзей сказал бы, этого не может быть, друг, не может статься, чтобы стоя на вершине горы ты мог бы видеть чудесные парки, чудесные рощи, чудесные поляны, чудесные пруды. И тогда второй из друзей спустился бы к подножью горы, взял бы своего друга за руку, помог бы ему взобраться на вершину горы. Дав ему немного времени, чтобы отдышаться, он бы спросил, «Ну что, друг, стоя на вершине горы, что ты видишь?» Его друг ответил бы, «Стоя на вершине горы, друг, я вижу чудесные парки, чудесные рощи, чудесные поляны, чудесные пруды». И тогда другой сказал бы, «Друг, чуть ранее мы слышали, что ты говорил, этого не может быть, друг, не может статься, чтобы стоя на вершине горы ты мог бы видеть чудесные парки, чудесные рощи, чудесные поляны, чудесные пруды. Но теперь мы слышим от тебя, стоя на вершине горы, друг, я вижу чудесные парки, чудесные рощи, чудесные поляны, чудесные пруды». И тогда первый из друзей ответил бы, поскольку мне препятствовала эта высокая гора, друг, я не видел того, что можно увидеть. Точно так же, Аггевесена, принц Джейсена загроможден, прегражден, заблокирован, закрыт еще большей грудой, нежели это, грудой невежества. Поэтому не может быть такого, чтобы принц Джейсена, проживающий среди чувственных удовольствий, мог бы знать, видеть, или реализовать то, что должно быть познано через отречение, реализовано через отречение. Аггевесена, если бы эти две метафоры пришли бы к тебе, во время разговора, с принцем Джейсеной, то он бы тут же обрел доверие к тебе, стал бы уверенным, проявил бы к тебе свое доверие. Учитель, как эти две метафоры могли прийти ко мне, во время разговора, с принцем Джейсеной, как они приходят к благословенному, ведь они спонтанные и никогда прежде не слышанные? Пример со слоном. Аггевесена, представь, как помазанный на царствовании знатный царь обратился бы к своему слоновьему лесничему, дорогой слоновий лесничий. Взбирайся на царского слона, отправляйся в слоновий лес, и когда увидишь лесного слона, привяжи его к шее царского слона. Отвечая, да, ваше величество, слоновий лесничий взбирается на царского слона, отправляется в слоновий лес, и когда видит лесного слона, то привязывает его за шею к царскому слону. Царский слон выводит его на открытую местность. Вот каким образом этот лесной слон выходит на открытую местность, ведь лесной слон цепляется за слоновий лес. Затем слоновий лесничий сообщает помазанному на царствовании знатному царю, ваше величество, лесной слон вышел на открытую местность. Царь обращается к своему слоновьему укротителю, ну же, дорогой слоновий укротитель, укроти лесного слона. Подави его лесные повадки, подави его лесные воспоминания и устремления, подави его беспокойство, утомление, взбудораженность из-за оставления леса. Сделай так, чтобы он наслаждался городом, насадя ему привычки, которые приятны людям. Ответив, да, ваше величество, слоновий укротитель вбил бы в землю большой столб и привязал бы к нему за шею лесного слона, чтобы подавить его лесные повадки, насадить ему привычки, которые приятны людям. И затем слоновий укротитель обратился бы к слону словами, которые мягкие, приятные уху, милые, проникающие в сердце, вежливые, желанные многими, приятные многим. Когда к лесному слону обращаются такими словами, он слушает, склоняет ухо, направляет свой ум на познание. Затем слоновий укротитель награждает его травяным кормом и водой. Когда лесной слон принимает травяной корм и воду для него, слоновий укротитель знает, теперь царский слон будет жить. И затем слоновий укротитель тренирует его долей так, бери, положи. Когда царский слон слушается приказов своего укротителя брать и класть, исполняет его указания, тогда слоновий укротитель тренирует его долей так, иди вперед, иди назад. Когда царский слон слушается приказов своего укротителя идти вперед и идти назад, исполняет его указания, тогда слоновий укротитель тренирует его долей так, вставай, садись. Когда царский слон слушается приказов своего укротителя вставать и садиться, исполняет его указания, тогда слоновий укротитель обучает его долей заданию, которое называется непоколебимость. Он привязывает к его хоботу огромную доску. Человек с пикой в руке садится ему на шею. Люди с пиками в руках окружают его со всех сторон. А слоновий укротитель сам встает перед ним и держит пику с длинным древком. Когда слона обучают заданию непоколебимости, он не двигает своими передними или задними ногами. Он не двигает ни передней, ни задней частью. Он не двигает своей головой, ушами, бивнями, хвостом, хоботом. Царский слон способен выдержать удары копий, удар мечей, удары стрел, удары других существ, грохочущие звуки барабанов, литавр, горнов, там-тамов. Избавившись от всех изъянов и дефектов, смыв все недостатки, он достоин царя, находится на царской службе, считается одним из факторов царя. Буддийский путь практики. Точно так же, Аггивессана, в мире возникает Татхагата, совершенный, полностью просветленный, совершенный в знании и поведении, высочайший, знаток миров, непревзойденный вожак тех, кто должен обуздать себя, учитель богов и людей, просветленный, благословенный. Реализовав для себя прямым знанием, он раскрывает, другим, этот мир с его богами, марами, брахмами, это поколение с его жрецами и отшельниками, князьями и людьми. Он обучает Тхаме, превосходное в начале, превосходное в середине, и превосходное в конце в правильных фразах значение. Он раскрывает в совершенстве целую и чистую святую жизнь. Обретение веры. Домохозяин или сын домохозяина, рожденный в том или ином клане, слышит Тхамму. Услышав Тхамму, он обретает веру в Татхагату. Обладая этой верой, он рассуждает так, домохозяйская жизнь перенасыщенная и пыльная. Бездомная жизнь подобна бескрайним просторам. Не просто, проживая дома, вести святую жизнь в идеальном совершенстве, всецело чистую, словно блестящий перламутр. Что если я, обрив волосы и бороду, и надев желтые одежды, оставлю домохозяйскую жизнь ради жизни бездомной? Так, через некоторое время, оставив все свое богатство, большое или малое, оставив круг своих родных, большой или малый, обрив волосы и бороду, он надевает желтые одежды и оставляет домохозяйскую жизнь ради жизни бездомной. Вот каким образом ученик благородных выходит на открытую местность. Ведь божество и люди цепляются к пяти нитям чувственных удовольствий. Нравственность. Затем Татхагата тренирует его далее, ну же, монах, будь нравственным, сдерживая себя сдерживанием по Тимокхе, будучи, совершенным в поведении и средствах, видя боязнь в мельчайшей оплошности, тренируйся, предпринимая правила тренировки. Охрана дверей и чувств. Когда, Агивесана, ученик благородных, стал, нравственным, и видит боязнь в мельчайшей оплошности, тренируется, предпринимая правила тренировки, то тогда Татхагата обучает его далее, Ну же, монах, охраняй двери своих органов чувств. Видя форму глазом, не цепляйся за ее черты и детали. Поскольку, если ты оставишь качество глаза неохраняемым, плохие неблагие состояния алчности и уныния могут наводнить тебя, практикуя сдержанность в отношении этого, охраняя качество глаза, предпринимая сдерживание качества глаза. Услышав ухом звук. Унюхав носом запах. Различив языком вкус. Ощутив тактильные ощущения телом. Познав умственный объект умом, не цепляйся за его черты и детали. Поскольку, если ты оставишь качество ума неохраняемым, плохие неблагие состояния алчности и уныния могут наводнить тебя, практикуя сдержанность в отношении этого, охраняя качество ума, предпринимая сдерживание качества ума. Умеренность в виде. Когда Аггевесена, ученик благородных, умело охраняет двери своих органов чувств, то тогда Татхагата обучает его далее. Ну же, монах, будь умерен в виде. Мудро осмыслив, употребляя пищу, собранную с подаяний, не ради развлечений, не ради упоения, не ради физической красоты и привлекательности, а просто для содержания и поддержания этого тела, чтобы устранить дискомфорт, тем самым, поддержать видение святой жизни, осознавая, так я устраню старые чувства, голода, и не создам новых чувств, от переедания. Я буду здоровым, не буду, этим, порицаем, буду пребывать и утешение, бодрствование. Когда Аггевесена, ученик благородных, стал умеренным в виде, то тогда Татхагата обучает его далее. Ну же, монах, предавайся бодрствованию. Днем во время хождения вперед и назад очищай свой ум от тех состояний, что создают препятствия в первую стражу ночи во время хождения вперед и назад, а также во время сиденья. Очищай свой ум от тех состояний, что создают препятствия в срединную стражу ночи ложись на правый бок в позе льва, положив одну ступню на другую, осознанным и бдительным, предварительно сделав в уме отметку, когда следует вставать. После подъема, в третью стражу ночи, по мере хождения вперед и назад, а также во время сидения, очищай свой ум от тех состояний, что создают препятствия. Осознанность и бдительность. Когда Аггевесана, ученик благородных предан бодрствованию, то тогда Татхагата обучает его далее, но уже, монах, обладая осознанностью и бдительностью. Действуй с бдительностью, когда идешь вперед и возвращаешься, когда смотришь вперед и смотришь в сторону, когда сгибаешь и разгибаешь свои члены тела, когда несешь изежду и верхние одеяния, свою чашу, когда ешь, пьешь, жуешь, пробуешь на вкус, когда мочишься и испражняешься, когда идешь, стоишь, сидишь, засыпаешь, просыпаешься, разговариваешь и молчишь. Затворничество. Когда Аггевесана, ученик благородных, стал обладать достаточной осознанностью и бдительностью, то тогда Татхагата обучает его далее, ну же, монах, затворись в уединенном обиталище, в лесу, у подножья дерева, на горе, в узкой горной долине, в пещере на склоне холма, на кладбище, в лесной роще, на открытом пространстве, у стога соломы. Он затворяется в уединенном обиталище. Вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи он садится со скрещенными ногами, выпрямив тело и установив осознанность впереди. Оставив жажду к миру, он пребывает с осознанным умом, лишённым жажды. Он очищает свой ум от жажды. Оставив недоброжелательность и злость, он пребывает с осознанным умом, лишённым недоброжелательности, желающий блага всем живым существам. Он очищает свой ум от недоброжелательности и злости. Оставив лень и апатию, он пребывает с осознанным умом, лишённым лень и апатии, осознанный, бдительный, воспринимая свет. Он очищает свой ум от лени и апатии. Оставив неугомонность и сожаление, он пребывает без взволнованности с внутренне умиротворенным умом. Он очищает свой ум от неугомонности и сожаления. Отбросив сомнений, он пребывает, выйдя за пределы сомнения, не имея ни ясности в отношении благих, умственных, качеств. Он очищает свой ум от сомнения. Основы осознанности отбросив эти пять помех, изъянов ума, которые ослабляют мудрость, Он пребывает в созерцании тела как тела, старательным, бдительным, осознанным, устранив алчность и уныние в отношении мира. Он пребывает в созерцании чувств как чувств. Он пребывает в созерцании ума как ума. Он пребывает в созерцании умственных объектов как умственных объектов, старательным, бдительным, осознанным, устранив алчность и уныние в отношении мира. 3. Подобно тому, Аггевесона, как слоновий укротитель вбивает в землю большой столб и привязывает к нему за шею лесного слона, чтобы подавить его лесные повадки, насадить ему привычки, которые приятны людям, то точно так же эти четыре основы осознанности являются привязками ума ученика благородных, чтобы подавить его привычки, основанные на домохозяйской жизни, чтобы подавить его воспоминания и устремления, основанные на домохозяйской жизни, чтобы подавить его беспокойство, утомление, – взбудораженность, основанной на домохозяйской жизни, так чтобы он смог достичь истинного пути и реализовать небану. Далее Тадхагата обучает его Далее, ну же, монах, пребывай в созерцании тела как тела, но не обдумывай мыслей, основанных на чувственном желании. Пребывай в созерцании чувств как чувств, ума как ума, умственных объектов как умственных объектов, но не обдумывай мыслей, основанных на чувственном желании. Джханы и прямые знания С угасанием направления и удержания ума на объекте, он входит и пребывает во второй джхане, третьей, четвертой, четыре, когда его ум стал таким сосредоточенным, очищенным, ярким, безупречным, избавленным от загрязнений, гибким, податливым, устойчивым и непоколебимым, он направляет его к познанию воспоминаний собственных прошлых жизней, к познанию смерти и перерождения существ, к знанию уничтожения пятен, умственных загрязнений, пять. Он напрямую познает в соответствии с действительностью, это, страданий. Это, источник страдания. Это, прекращение страдания. Это, путь, ведущий к прекращению страдания. Это, загрязнение, ума. Это, источник пятен, загрязнений. Это, прекращение пятен. Это, путь, ведущий к прекращению пятен. Когда он знает и видит так, его ум освобождается от пятна чувственного желания, от пятна существования, от пятна невежества. Когда он освободился, пришло знание, он освобожден. Он понимает, рождение уничтожено, святая жизнь прожита, сделано то, что следовало сделать, не будет боли и возвращения в какое-либо состояние существования. Этот монах способен вытерпеть холод и жару, голод и жажду, контакты с мухами, комарами, с солнцем, ветром и ползучими тварями, грубые и неприветливые слова и возникшие телесные ощущения, болезненные, раздирающие, острые, пронзающие, неприятные, мучительные, угрожающие жизни. Избавившись от всякой жажды, злобы, заблуждения, смывшей недостатки, он достоин даров, достоин гостеприимства, достоин подношений, достоин почтительного приветствия, непревзойденное поле заслуг для мира. Если, Аггевессона, царский слон умирает в старости неукращённым и неприрученным, то он считается старым слоном, который умер неукращённой смертью. Если царский слон умирает в среднем возрасте неукращённым и неприрученным, то он считается слоном среднего возраста, который умер неукращённой смертью. Если царский слон умирает в молодом возрасте неукращённым и неприрученным, то он считается молодым слоном, который умер неукращённой смертью. Точно так же, Аггевессона, если старший монах умирает с неуничтоженными пятнами, умственных загрязнений, то он считается старшим монахом, который умер неукращённой смертью. Если монах среднего срока в монашестве. Если недавно получивший посвящение монаха умирает с неуничтоженными пятнами, умственных загрязнений, то он считается только что получившим посвящение монахом, который умер неукращённой смертью. Если, Аггевесона, царский слон умирает в старости хорошо укращённым и приручённым, то он считается старым слоном, который умер укращённой смертью. Если царский слон умирает в среднем возрасте, если царский слон умирает в молодом возрасте хорошо укращённым и приручённым, то он считается молодым слоном, который умер укращённой смертью. Точно так же, Аггевесона, если старший монах, если монах среднего срока в монашестве, если недавно получивший посвящение монаха умирает с уничтоженными пятнами, умственных загрязнений, то он считается только что получившим посвящение монахом, который умер укращённой смертью. Так сказал благословенный. Самонера очаровата был доволен и восхитился словами благословенного. 1. Примечания переводчика СВ, подъединением ума поднимаются уровни глубокого медитативного сосредоточения, джханы. 2. Примечания переводчика СВ, судя по всему, Самонера более подробно рассказала ему о состоянии джханы, но принц не поверил, что такое состояние существует вообще. 3. Не безинтересно, что здесь вместо четырех джхан, как, например, в МН-107, иду четыре основы осознанности. 4. Формулы джхан раскрываются как в МН-8. Не безинтересно, что здесь не упомянута первая джхана. Однако в китайской версии этой сутты она есть. 5. Фрагмент раскрывается так же как в МН-51. Тхумиджа сутта, Тхумиджа. МН-126. Так я слышал. Однажды благословенный проживал в Раджагахе в бамбуковой роще в Беличьем свертилище. И тогда, утром, достопочтенный Пхумиджа оделся, взял чашу и одеяние, и отправился в дом принца Джисены, где сел на подготовленное сидение. Тогда принц Джисена подошел к достопочтенному Пхумиджу и обменялся с ним вежливыми приветствиями. После обмена вежливыми приветствиями и любезностями он сел рядом и сказал достопочтенному Пхумиджи, Мастер Пхумиджи, есть жрецы и отшельники, которые делают такие утверждения, придерживаются таких воззрений как это, если пожелать, чего-либо, и вести святую жизнь, то этим не добыть какого-либо плода, этого пожелания. Если не пожелать и вести святую жизнь, то все равно этим не добыть какого-либо плода. Если пожелать и не пожелать и вести святую жизнь, то все равно этим не добыть какого-либо плода. Если не пожелать и не пожелать и вести святую жизнь, то все равно этим не добыть какого-либо плода. Что говорит на этот счет учитель достопочтенного Пхумиджи, что он заявляет? Я не слышал и не заучивал этого из уст самого благословенного, принца. Но, возможно, благословенный мог бы сказать так, если пожелать и вести святую жизнь не мудро, то этим не добыть какого-либо плода, этого пожелания. Если не пожелать и вести святую жизнь мудро, то все равно этим не добыть какого-либо плода. Если пожелать и не пожелать и вести святую жизнь мудро, то все равно этим не добыть какого-либо плода. Если не пожелать и не пожелать и вести святую жизнь мудро, то все равно этим не добыть какого-либо плода. Но если пожелать и вести святую жизнь мудро, не пожелать и не пожелать и вести святую жизнь мудро, то все равно этим можно добыть плод. Я не слышал и не заучивал этого из уст самого благословенного, принца. Но возможно, Благословенный ответил бы так, как я сказал. Если учитель мастера Пхумиджа говорит так, если он заявляет так, то вне сомнений, похоже, что учитель достопочтенного Пхумиджа стоит выше всех заурядных жрецов и отшельников. И затем принц Джейсена обслужил достопочтенного Пхумиджу, отсыпав молочный рис из своей собственной тарелки. И затем, когда достопочтенный Пхумиджа после принятия пищи вернулся со своего хождения за подаяниями, он отправился к Благословенному. Поклонившись ему, он сел рядом и рассказал Благословенному о том, что случилось, добавив, учитель, я надеюсь, что когда мне задали такой вопрос и когда я ответил так, то я сказал так, как это было сказано Благословенным, и не сказал того, что было бы противоположным действительности. Я надеюсь, что объяснил в соответствии с Дхаммой, так что мое утверждение не влечет за собой уместной почвы для критики. Неправильный путь. Вне сомнений, Пхумиджи, когда тебе задали такой вопрос, ты сказал так, как это было сказано мной, не влечет за собой уместной почвы для критики. Если какие-либо жрецы и отшельники имеют неправильное воззрение, неправильное устремление, неправильную речь, неправильные действия, неправильное средство к жизни, неправильные усилия, неправильную осознанность, неправильные сосредоточения, то если они желают чего-либо и ведут святую жизнь, они не могут добыть какого-либо плода, не желают, не не желают, они не могут добыть какого-либо плода. И почему? Потому что этот, неправильный путь, не является надлежащим методом для добычи плода, их пожелания. Представь, как если бы человеку было бы нужно масло, он бы искал масло, скитался в поисках масла, и он набрал бы в бочонок гальки, опрыскал всю ее водой, и стал выжимать. Если бы он пожелал, получить масло, и поступил бы так, то он не смог бы добыть какого-либо масла, не пожелал, не не пожелал, и поступил бы так, то он все равно не смог бы добыть какого-либо масла. И почему? Потому что этот, неправильный способ, не является надлежащим методом для добычи масла. Точно так же, если какие-либо жрецы и отшельники имеют неправильное воззрение, этот, неправильный путь, не является надлежащим методом для добычи плода, их пожелания. Представь, как если бы человеку было бы нужно молоко, он бы искал молоко, скитался в поисках молока, и стал бы дергать только что родившую корову за рог. Если бы он пожелал, не пожелал, не не пожелал, и поступил бы так, то он все равно не смог бы добыть какого-либо молока. И почему? Потому что этот, неправильный способ, не является надлежащим методом для добычи молока. Точно так же, если какие-либо жрецы и отшельники имеют неправильное воззрение, этот, неправильный путь, не является надлежащим методом для добычи плода, их пожелания. Представь, как если бы человеку было бы нужно твердое масло, он бы искал твердое масло, скитался в поисках твердого масла, и налил бы воду в маслобойку и стал бы взбивать ее палкой для взбивания. Если бы он пожелал, не пожелал, не не пожелал, и поступил бы так, то он все равно не смог бы добыть какого-либо твердого масла. И почему? Потому что этот, неправильный способ, не является надлежащим методом для добычи твердого масла. Точно так же, если какие-либо жрецы и отшельники имеют неправильное воззрение, этот, неправильный путь, не является надлежащим методом для добычи плода, их пожелания. Представь, как если бы человеку был бы нужен огонь, он бы искал огонь, скитался в поисках огня, и взял бы верхнюю палку для розжига и тер бы ее в мокром, влажном куске древесины. Если бы он пожелал, не пожелал, не не пожелал, и поступил бы так, то он все равно не смог бы добыть какого-либо огня. И почему? Потому что этот, неправильный способ, не является надлежащим методом для добычи огня. Точно так же, если какие-либо жрецы и отшельники имеют неправильное воззрение, этот, неправильный путь, не является надлежащим методом для добычи плода, их пожелания. Правильный путь, если какие-либо жрецы и отшельники имеют правильное воззрение, правильное устремление, правильную речь, правильное действие, правильное средство к жизни, правильное усилие, правильную осознанность, правильное сосредоточение, то если они желают, чего-либо, и ведут святую жизнь, они могут добыть плод, не желают, не не желают, они все равно могут добыть плод. И почему? Потому что этот, правильный путь, является надлежащим методом для добычи плода, их пожелания. Представь, как если бы человеку было бы нужно масло, он бы искал масло, скитался в поисках масла, и он набрал бы в бочонок кунжутной муки, опрыскал всю ее водой, и стал выжимать. Если бы он пожелал получить масло, и поступил бы так, то он смог бы добыть масло, не пожелал, не не пожелал, и поступил бы так, то он все равно смог бы добыть масло. И почему? Потому что этот правильный способ является надлежащим методом для добычи масла. Точно так же, если какие-либо жрецы и отшельники имеют правильное воззрение, этот правильный путь является надлежащим методом для добычи плода, их пожелания. Представь, как если бы человеку было бы нужно молоко, он бы искал молоко, скитался в поисках молока, и стал бы дергать только что родившую корову за вымя. Если бы он пожелал, не пожелал, не не пожелал, и поступил бы так, то он все равно смог бы добыть молоко. И почему? Потому что этот правильный способ является надлежащим методом для добычи молока. Точно так же, если какие-либо жрецы и отшельники имеют правильное воззрение, этот правильный путь является надлежащим методом для добычи плода, их пожелания. Представь, как если бы человеку было бы нужно твердое масло, он бы искал твердое масло, скитался в поисках твердого масла, и налил бы сливки в маслобойку и стал бы взбивать их палкой для взбивания. Если бы он пожелал, не пожелал, не не пожелал, и поступил бы так, то он все равно смог бы добыть твердое масло. И почему? Потому что этот правильный способ является надлежащим методом для добычи твердого масла. Точно так же, если какие-либо жрецы и отшельники имеют правильное воззрение, этот правильный путь является надлежащим методом для добычи плода, их пожелания. Представь, как если бы человеку был бы нужен огонь, он бы искал огонь, скитался в поисках огня, и взял бы верхнюю палку для розжига и тер бы ее в сухом, высохшем куске древесины. Если бы он пожелал, не пожелал, не не пожелал, и поступил бы так, то он все равно смог бы добыть огонь. И почему? Потому что этот правильный способ является надлежащим методом для добычи огня. Точно так же, если какие-либо жрецы и отшельники имеют правильное воззрение, этот правильный путь является надлежащим методом для добычи плода, их пожелания. Тхумиджи, если бы эти четыре метафоры пришли бы к тебе во время разговора с принцем Джейсеной, то он бы тут же обрел доверие к тебе, стал бы уверенным, проявил бы тебе свое доверие. «Учитель, как эти четыре метафоры могли прийти ко мне, во время разговора, с принцем Джейсеной, как они приходят к благословенному, ведь они спонтанные и никогда прежде не слышанные?» Так сказал благословенный. Достопочтенный Пхумиджи был доволен и восхитился словами благословенного. Анурудха сутта, Анурудха. МН-127. Содержание, Чхана и Брахмавихары. Дэвы мира сияния. Так я слышал. Однажды благословенный пребывал в Саваттхе в роще Джеты в монастыре Анатхай Пиндике. И тогда плотник Панчиканга обратился к некоему человеку, ну же, почтенный, поиди к достопочтенному Анурудхе, поклонясь ему в ноги от моего имени и скажи, достопочтенный, плотник Панчиканга кланяется, вам, в ноги и просит, достопочтенный, пусть достопочтенный Анурудха с тремя другими, монахами, примет приглашение на завтрашний обед от плотника Панчиканги. И пусть достопочтенный Анурудха прибудет точно в срок, поскольку плотник Панчиканга очень занят, у него много работы, которую нужно сделать для царя. Да, господин ответил-то человек и отправился к достопочтенному Анурудхе. По прибытии, поклонившись ему, он сел рядом и передал послание. Достопочтенный Анурудха молча согласился. И когда ночь уже подходила к концу и наступило утро, достопочтенный Анурудха, одевшись, взял свою чашу и верхние одеяния, и отправился в дом плотника Панчиканги, где сел на подготовленное сидение. И тогда плотник Панчиканга собственноручно обслужил достопочтенного Анурудха различными видами превосходной еды. Затем, когда достопочтенный Анурудха поел и убрал чашу в сторону, плотник Панчиканга выбрал более низкое сидение, сел рядом, и обратился к достопочтенному Анурудхе. Виктхе, достопочтенный, старшие монахи приходили ко мне и говорили, домохозяин, развивай безмерное освобождение ума. А некоторые старцы говорили, домохозяин, развивай возвышенное освобождение ума. Достопочтенный, безмерное освобождение ума и возвышенное освобождение ума. Эти состояния отличаются в сути и в названии или же суть одинаково, но только названия разные, один. Объясни так, как видишь это сам, домохозяин. А после тебе это прояснят. Достопочтенный, я думаю так, безмерное освобождение ума и возвышенное освобождение ума, эти состояния одинаковы в своей сути, но только названия отличаются. Домохозяин, безмерное освобождение ума и возвышенное освобождение ума, эти состояния отличаются и в сути и в названии. И вот как следует понимать то, что эти состояния отличаются и в сути и в названии. Что такое, домохозяин, безмерное освобождение ума? Вот монах пребывает, наполняя первую сторону света умом, насыщенным доброжелательностью, состраданием, сорадованием, невозмутимостью, равно как и вторую сторону, третью сторону, и четвертую сторону. Так, вверху, внизу, вокруг и всюду, как ко всем, так и к самому себе, он наполняет весь мир умом, наполненным невозмутимостью, обильным, возвышенным, безмерным, не имеющим враждебности и недоброжелательности. Это называется безмерным освобождением ума. И что такое, домохозяин, возвышенное освобождение ума? Вот монах пребывает настроенным на область размером с подножия одного дерева, распространяя, в этой области ум, как возвышенный. Это называется возвышенным освобождением ума. Вот монах пребывает настроенным на область размером с подножия двух деревьев или трех деревьев, распространяя, в этой области ум, как возвышенный. Это также называется возвышенным освобождением ума. Вот монах пребывает настроенным на область размером с одну деревню, распространяя, в этой области ум, как возвышенный, пребывает настроенным на область размером с две или три деревни, пребывает настроенным на область размером с одно большое царство, пребывает настроенным на область размером с два или три больших царства, пребывает настроенным на область размером с землю, ограниченной океаном, распространяя, в этой области ум, как возвышенный. Это также называется возвышенным освобождением ума. Вот каким образом, домохозяин, можно понять, как эти состояния отличаются и в сути и в названии. Домохозяин, есть четыре вида возникновения существ, три. Какие четыре? Вот некий человек пребывает настроенным на некую область и распространяет на нее ограниченное сияние ума. После распада тела, после смерти, он перерождается среди божеств ограниченного сияния. Вот некий человек пребывает настроенным на некую область и распространяет на нее безграничное сияние ума. После распада тела, после смерти, он перерождается среди божеств безграничного сияния. Вот некий человек пребывает настроенным на некую область и распространяет на нее замутненное сияние ума. После распада тела, после смерти, он перерождается среди божеств замутненным сиянием. Вот некий человек пребывает настроенным, на некую область, и распространяет, на нее, чистое сияние, ума. После распада тела, после смерти, он перерождается среди божеств с чистым сиянием. 4. Таковы четыре вида возникновения существ. Бывает так, домохозяин, что эти божества собираются в одном месте. Когда они собрались в одном месте, можно увидеть разницу в их цвете, но не разницу в их сиянии. 5. Подобно тому, как если бы человек внес бы в дом несколько масляных ламп, то можно было бы увидеть разницу горения ламп, но не разницу в их свечении, то точно так же бывает так, что эти божества собираются в одном месте. Когда они собрались в одном месте, можно увидеть разницу в их цвете, но не разницу в их сиянии. Бывает так, домохозяин, что эти божества исчезают из того места. Когда они исчезли, то можно увидеть разницу в их цвете и разницу в их сиянии. Подобно тому, как если бы человек вынес те несколько масляных ламп из дома, и можно было бы увидеть и разницу в горении ламп, и разницу в их сиянии, то точно так же, когда эти божества исчезают из того места, то можно увидеть разницу в их цвете и разницу в их сиянии. И такие мысли не приходят к этим божествам, это наша жизнь, постоянно, вечно, бессмертно, но все же, где бы эти божества не поселялись, там они восторгаются. Подобно тому, как когда мухи летят вслед за коромыслом или за корзиной, мысли не приходят к ним, это наша жизнь, постоянно, вечно, бессмертно, но все же там, где эти мухи садятся, там они восторгаются, то точно так же такие мысли не приходят к этим божествам, но все же где бы эти божества не поселялись, там они восторгаются. Когда так было сказано, достопочтенный Абхия Качана обратился к достопочтенному Анурутхе, «Прекрасно, достопочтенный Анурутха, но все же, я хотел бы еще кое о чем спросить. Все эти лучезарные, дэвы, это божества ограниченного сияния, или же некоторые из них, божества безграничного сияния?» В зависимости от фактора, определяющего перерождение, друг Качана, некоторые, из них, являются божествами ограниченного сияния, а некоторые, божествами безграничного сияния. Достопочтенная Анурутха, в чем условие и причина, почему среди тех, кто переродился в одном и том же классе божеств, некоторые из них, божества ограниченного сияния, а другие, божества безграничного сияния? Что касается этого, друг Качана, я задам тебе встречный вопрос. Отвечая так, как посчитаешь нужным. Как ты думаешь, друг Качана? Когда один монах пребывает настроенным на область размером с подножья одного дерева, распространяя, в этой области ум, как возвышенный, а другой монах пребывает настроенным на область размером с подножья двух или трех деревьев, распространяя, в этой области ум, как возвышенный, то какой тип умственного развития более возвышенный? Второй – достопочтенный. Как ты думаешь, друг Качана? Когда один монах пребывает настроенным на область размером с подножья двух или трех деревьев, распространяя, в этой области ум, как возвышенный, а другой монах пребывает настроенным на область размером с одну деревню, размером с одну деревню и размером с две-три деревни, размером с две-три деревни и размером с одно большое Царство, размером с одно Большое Царство и размером с два-три Больших Царства, размером с два-три Больших Царства и размером с Землю, ограниченное Океаном, распространяя, в этой области ум, как возвышенный, то какой тип умственного развития более возвышенный. Вот в этом условии, в этом причина, друг Качана, почему среди тех, кто переродился в одном и том же классе Божеств, некоторые из них являются Божествами ограниченного сияния, а другие – Божествами безграничного сияния. Прекрасно, достопочтенная Нурутха, но все же, я хотел бы еще кое о чем спросить. Все эти лучезарные, дэвы, это божества замутненного сияния, или же некоторые из них, божества чистого сияния? В зависимости от фактора, определяющего при рождении, друг Качана, некоторые, из них, являются божествами замутненного сияния, а некоторые, божествами чистого сияния. Достопочтенная Нурутха, в чем условие и причина, почему среди тех, кто переродился в одном и том же классе божеств, некоторые из них, божества замутненного сияния, а другие, божества чистого сияния? Что касается этого, друг Качана, я приведу пример, поскольку мудрый человек понимает на примере значений сказанного. Представь, как если бы лампа горела за счет грязного масла и грязного фитиля. Из-за загрязненности масла и фитиля она бы горела тускло. Точно так же, бывает так, когда монах пребывает настроенным на некую область, и распространяет, на эту область, замутненное сияние, ума. Его телесная нервность не полностью исчезла, его лениапатии не полностью устранены, его неугомонности и сожаления не полностью отброшены. Из-за этого он медитирует, скажем так, тускло. После распада тела, после смерти, он перерождается среди божеств замутненного сияния. Представь, как если бы лампа горела за счет чистого масла и чистого фитиля. Из-за чистоты масла и фитиля она не горела бы тускло. Точно так же, бывает так, когда монах пребывает настроенным, на некую область, и распространяет, на эту область, чистое сияние, ума. Его телесная нервность полностью исчезла, его лениапатия полностью устранены, его неугомонности и сожалений полностью отброшены. Из-за этого он медитирует, скажем так, ярко. После распада тела, после смерти, он перерождается среди божеств чистого сияния. В этом условии причина, почему среди тех, кто переродился в одном и том же классе божеств. Некоторые из них – божества замутнённого сияния, а другие – божества чистого сияния. Когда так было сказано, достопочтенный Абхия Качана обратился к достопочтенному Анурутхе, «Прекрасно, достопочтенный Анурутха!» Достопочтенный Анурутха не говорит, «Так я слышал или так оно должно быть». Вместо этого достопочтенный Анурутха говорит, «Эти божества таковы, а те божества таковы». Достопочтенный, мысль приходит ко мне, что Достопочтенный Анурутфа вне всяких сомнений прежде общался с этими божествами, разговаривал с ними, вел с ними беседы. Что же, друг Качана, ты, конечно же, груб и дерзок в своих словах, но, тем не менее, я отвечу тебе. Долгое время я общался с этими божествами, разговаривал с ними, вел с ними беседы. Когда так было сказано, Достопочтенный Абхия Качана обратился к плотнику Панчиканги, благо для тебя, домохозяин, великое благо для тебя, что ты отбросил свое состояние и сомнения и получил возможность услышать эту беседу о Дхамме. 1. Вмн 43. Как здесь, безмерное освобождение ума объясняется как четыре брахмавихары. Поскольку в формуле каждой брахмавихары содержится слово возвышенное, то Панчиканга ошибочно предположил, что эти два освобождения одинаковы в сути. 2. Комментарии поясняют это как расширение немитты, образа, ума, в состоянии джханы, на данной области наполнения этой области джхановым сознанием. 3. Комментарий. Это учение дается, чтобы показать виды перерождения, которые проистекают в результате достижения возвышенного освобождения, ума. Примечание переводчика СВ, речь идет о рождении существа во втором мире Руполоки, среди дэвов лучезарного сияния. Этот уровень соответствует второй джхане. 4. Согласно комментарию, нет отдельных миров дэвов замутненного сияния и чистого сияния, но таковые божества являются подклассами тех божеств, что пребывают в мирах ограниченного и безграничного сияния. Перерождение среди божеств ограниченного сияния определяется достижением второй джханы с ограниченной по размеру немитты. Перерождение среди божеств безграничного сияния определяется достижением второй джханы с безграничной по размеру немитты. Если сияние божеств замутненные, то это означает, что практикующий не идеально утвердил сень и очень хорошо освоил вторую джхану, не очистил её до идеального состояния от умственных помех. Если сияние чистое, то это означает, что практикующий полностью освоил Чхану и полностью очистил её от помех. Упакилиса сутта, изъяны. МН 128. Содержание, ссора монахов из Касамбе. Помехи сосредоточению. Нюансы развития божественного глаза и сосредоточения. Так я слышал. Однажды Благословенный пребывал в Касамбе в парке к Хаситы. И в то время монахи из Касамбе начали ссориться и ругаться, погрязли в пререканиях, ранее друг друга остриями своих языков. И тогда один монах отправился к Благословенному и, поклонившись ему, встал рядом и сказал, Учитель, монахи из Касамбе начали ссориться и ругаться, погрязли в пререканиях, ранее друг друга остриями своих языков. Было бы хорошо, Учитель, если бы Благословенный из сострадания отправился бы к этим монахам. Благословенный молча согласился. И тогда Благословенный отправился к этим монахам и сказал им, «Довольно, монахи, пусть не будет боли и ссор, брань, пререканий, или споров». И когда так было сказано, один из монахов сказал благословенному, «Постойте, учитель! Пусть достопочтенный, повелитель Дхаммы, живет в успокоении, посвятив себя приятному пребыванию здесь и сейчас. А мы будем ответственны за эти ссоры, брань, пререкания, и споры». И во второй раз, и в третий раз благословенный сказал, «Довольно, монахи, пусть не будет боли и ссор, бране, пререканий или споров. И в третий раз тот монах ответил благословенному, постойте, учитель. Пусть достопочтенный, повелитель Дхаммы, живет в успокоении, посвятив себя приятному пребыванию здесь и сейчас. А мы будем ответственны за эти ссоры, брань, пререкания и споры. И затем, как наступило утро, благословенный оделся, взял свою чашу и верхние одеяния, и вошел в Касамбе собирать подаяния. После хождения по Касамбе, вернувшись с хождения за подаяниями, после принятия пищи, он привел свое жилище в порядок, взял свою чашу и верхние одеяния, стоя произнес эти строфы, и разом голоса в толпе кричат, никто не думает, что он дурак, и хотя Сангху ждет раскол, никто не думает, что виноват. Забыто вдумчивая речь, интересуют лишь слова, раскрыв свой рот, они кричат, и для чего, хоть кто бы знал. Он оскорбил меня, ударил, он победил меня, ограбил в том, кто лелеет эту мысль, злость не отступит никогда. Ведь злобу в этом самом мире не может злоба погасить, но гасится она не злобой, порядок сей не отменить. И те другие не поймут, что сдерживать должны себя. Но мудрецы осознают, и тает всякая вражда. И костоломы и убийцы и воры, что коров крадут, и все, кто грабит королевство, ведь действуют же сообща. А вы не можете, как так? Если найдешь достойного ты друга, товарища, кто ценит добродетель, то отойдут угрозы и опасность, осознанным, довольным будешь с ним. Но если не найдешь такого, то точно царь оставил кто завоевание, иди, как слон в лесу, один. Идти уж лучше в одиночку, чем вместе с кучей дураков, иди, плохое все отбросив, с невозмутимостью лесных слонов. И затем, стоя произнеся эти строфы, благословенный отправился в деревню Балакаланакара. В то время достопочтенный Бхагу проживал в деревне Балакаланакара. Когда достопочтенный Бхагу заприметил благословенного издали, он подготовил, для него, сиденье и выставил воду для мытья ног. Благословенный сел на подготовленное сиденье и вымыл ноги. Достопочтенный Бхагу поклонился благословенному и сел рядом. И тогда благословенный сказал ему, «Монах, я надеюсь, у тебя все в порядке, надеюсь, ты живешь спокойно, надеюсь, что у тебя нет проблем с собиранием еды с подаянией. У меня все в порядке, благословенный, я живу спокойно, у меня нет проблем с собиранием еды с подаянией». Тогда благословенный наставлял, призывал, воодушевлял, и радовал достопочтенного Бхагу беседами от хами, после чего встал со своего сиденья и отправился в восточную бамбуковую рощу. И в то время в восточной бамбуковой роще проживали достопочтенные Нурутха, достопочтенный Нандия, и достопочтенный Кимбила. Лесничий увидел благословенного издали и сказал ему, «Не входи в этот парк, отшельник. Здесь трое представителей клана ищут своего блага. Не беспокой их». И достопочтенный Нурутха, услышав, как лесничий разговаривает с благословенным, сказал ему, «Друг лесничий, не выдворяй благословенного. Это наш учитель, благословенный, пришел». И затем достопочтенный Нурутха обратился к достопочтенному Нандии и достопочтенному Кимбили, «Выходите, достопочтенные, выходите». Наш учитель, благословенный, пришел. И тогда все трое вышли встречать благословенного. Один взял чашу и верхнее одеяние, другой приготовил сиденье, третий, выставил воду для мытья ног. Благословенный сел на подготовленное сиденье и вымыл ноги. Затем эти трое достопочтенных поклонились благословенному и сели рядом. Благословенный сказал им, «Я надеюсь, Нурутха, у вас все в порядке, надеюсь, вы живете спокойно, надеюсь, что у вас нет проблем с собиранием еды с подаянией. У нас все в порядке, благословенный, мы живем спокойно, у нас нет проблем с собиранием еды с подаянией. Я надеюсь, Нурутха, что вы живете в согласии, во взаимопонимании, не спорите, живете подобно, смешанному с водой молоку, смотрите друг на друга добрым взором». Конечно же, учитель, мы живем в согласии, во взаимопонимании, не спорим, живем, подобно, смешанному с водой молоку, смотрим друг на друга добрым взором. Но, Нурутха, как именно вы так живете? Учитель, в этом отношении я думаю следующим образом, какое благо, какое великое благо для меня, что я живу с такими друзьями по святой жизни. Я поддерживаю телесные поступки, словесные поступки, умственные поступки, основанные на, доброжелательности по отношению к этим достопочтенным как в частном порядке, так и прилюдно. Я размышляю так, почему бы мне не отложить то, что хочется сделать мне, и не сделать того, что хотят сделать эти достопочтенные? И тогда я откладываю то, что хочу сделать сам, и делаю то, что хотят сделать эти достопочтенные. Мы различны в телах, учитель, но одинаковы в умах. Достопочтенный Нандей и достопочтенный Кимбила сказали то же самое, добавив, вот как, учитель, мы живем в согласии, во взаимопонимании, не спорим, живем подобно смешанному с водой молоку, смотрим друг на друга добрым взором. Хорошо, Анурудха, хорошо. Я надеюсь, что вы пребываете прилежными, старательными, решительными. Конечно же, учитель, мы пребываем прилежными, старательными, решительными. Но, Анурудха, как именно вы так пребываете? Учитель, в этом отношении, происходит так, тот из нас, кто первым возвращается из деревни с едой с подаяний, готовит сиденья, выставляет воду для питья и мытья, подготавливает и, ставит на место мусорное ведро. Тот из нас, кто последним возвращается, ест любую оставленную еду, если пожелает. Если же не ест, то выбрасывает ее туда, где нет зелени, или сливает воду туда, где нет никакой жизни. Он убирает сиденья и воду для питья и мытья. Он моет и затем убирает мусорное ведро, подметает трапезную. Если кто-либо замечает, что горшки с водой для питья, с водой, для мытья, с водой, для уборной почти или полностью пусты, он позаботится об этом. Если они слишком тяжелы для него, он жестом руки позовет кого-нибудь, и, вместе сложив руки, они несут их, но из-за этого мы не пускаемся в разговор. Но каждые пять дней мы садимся вместе и всю ночь обсуждаем Дхамму. Вот как мы пребываем прилежными, старательными, решительными. Хорошо, Анурудха, хорошо. Но по мере того, как вы пребываете столь прилежными, старательными, решительными, достигли ли вы каких-либо сверхчеловеческих состояний, исключительности в знании и видении, достойной благородных, приятного пребывания? Учитель, по мере того, как мы пребываем столь прилежными, старательными, решительными, мы воспринимаем и свет, и видение и форм, один. Но вскоре свет, видение и форм исчезают, и мы не обнаружили, почему так происходит. Один, вам нужно обнаружить причину, два, этого, анурутха. До моего просветления, пока я все еще был непросветленным бодхисаттой, я тоже воспринимал свет, и видение форм. Но вскоре свет, видение и форм исчезали. Я подумал, в чем причина и условия, что свет, видение и форм исчезли. Тогда я подумал, сомнение возникло во мне, и из-за сомнения мое сосредоточение ослабло. Когда мое сосредоточение ослабло, свет, видение и форм исчезли. Мне нужно действовать так, чтобы сомнение более не возникло во мне вновь. Два, по мере того, анурутха, как я пребывал прилежным, старательным, решительным, я воспринимал свет, видение и форм. Но вскоре свет, видение и форм исчезли. Я подумал, в чем причина и условия, что свет, видение и форм исчезли. Тогда я подумал, невнимательность возникла во мне, и из-за невнимательности мое сосредоточение ослабло. Когда мое сосредоточение ослабло, свет видений и формы исчезли. Мне нужно действовать так, чтобы ни сомнений, ни невнимательность боли не возникали во мне вновь. 3. По мере того, Анурудха, как я пребывал прилежным, старательным, решительным, я воспринимал свет видений и форм. Но вскоре свет видений и формы исчезали. Я подумал, в чем причина и условия, что свет видений и формы исчезли. Тогда я подумал, лень и апатия возникли во мне, и за лень и апатия мое сосредоточение ослабло. Когда мое сосредоточение ослабло, свет видений и формы исчезли. Мне нужно действовать так, чтобы ни сомнений, ни невнимательность, ни лень и апатия боли не возникали во мне вновь. 4. По мере того, Анурудха, как я пребывал прилежным, старательным, решительным, я воспринимал свет видений и форм. Но вскоре свет видений и формы исчезали. Я подумал, в чем причина и условия, что свет видений и формы исчезли. Тогда я подумал, страх возник во мне, и из-за страха мое сосредоточение ослабло. Когда мое сосредоточение ослабло, свет видений и формы исчезли. Представь, как если бы на путешественника с двух сторон напали бы убийцы. По этой причине страх возник бы в нем. Точно так же, страх возник во мне, и из-за страха мое сосредоточение ослабло. Когда мое сосредоточение ослабло, свет видений и формы исчезли. Тогда я подумал, мне нужно действовать так, чтобы ни сомнений, ни невнимательность, ни лень и апатия, ни страх боли не возникали во мне вновь. 5. По мере того, Анурутха, как я пребывал прилежным, старательным, решительным, я воспринимал свет видений и форм. Но вскоре свет видений и форм исчезали. Я подумал, в чем причина и условия, что свет видений и форм исчезли. Тогда я подумал, эйфория возникла во мне, и из-за эйфории мое сосредоточение ослабло. Когда мое сосредоточение ослабло, свет видений и форм исчезли. Представь, как если бы человек искал «секретный» вход к спрятанным сокровищам, но обнаружил сразу пять «секретных» входов к спрятанным сокровищам, и по этой причине эйфория возникла бы в нём. Точно так же, эйфория возникла во мне, и за эйфорией моё сосредоточение ослабло. Когда моё сосредоточение ослабло, свет видений и формы исчезли. Тогда я подумал, мне нужно действовать так, чтобы ни сомнений, ни невнимательность, ни лень и апатия, ни страх, ни эйфорию боли не возникали во мне вновь. 6. По мере того, Анарутха, как я пребывал прилежным, старательным, решительным, я воспринимал свет видений и форм. Но вскоре свет видений и формы исчезали. Я подумал, в чём причина и условия, что свет видений и формы исчезли. Тогда я подумал, инертность возникла во мне, и из-за инертности моё сосредоточение ослабло. Когда моё сосредоточение ослабло, свет видений и формы исчезли. Мне нужно действовать так, чтобы ни сомнений, ни невнимательность, ни лень и апатия, ни страх, ни эйфория, ни нервность боли не возникали во мне вновь. 7. По мере того, Анурутха, как я пребывал прилежным, старательным, решительным, я воспринимал свет видений и форм. Но вскоре свет видений и форм исчезали. Я подумал, в чем причина и условия, что свет видений и форм исчезли? Тогда я подумал, чрезмерное усердие возникло во мне, и из-за чрезмерного усердия мое сосредоточение ослабло. Когда мое сосредоточение ослабло, свет видений и форм исчезли. Представь, Как если бы человек слишком крепко схватил бы перепелку обеими руками. Она бы тут же умерла. Точно так же, чрезмерное усердие возникло во мне, и из-за чрезмерного усердия мое сосредоточение ослабло. Когда мое сосредоточение ослабло, свет видений и формы исчезли. Я понял, мне нужно действовать так, чтобы ни сомнений, ни невнимательность, ни лень и апатия, ни страх, ни эйфория, ни нертность, ни чрезмерное усердие и боли не возникали во мне вновь. 8. По мере того, Анурутха, как я пребывал прилежным, старательным, решительным, я воспринимал свет видений и форм. Но вскоре свет видений и формы исчезали. Я подумал, в чем причина и условия, что свет видений и формы исчезли. Тогда я подумал, слишком слабое усердие возникло во мне, и из-за слишком слабого усердия мое сосредоточение ослабло. Когда мое сосредоточение ослабло, свет видений и формы исчезли. Представь, как если бы человек слишком слабо схватил бы перепелку. Она бы выпорхнула из его рук. Точно так же, слишком слабое усердие возникло во мне, и из-за слишком слабого усердия мое сосредоточение ослабло. Когда мое сосредоточение ослабло, свет видений и формы исчезли. Я понял, мне нужно действовать так, чтобы ни сомнений, ни невнимательность, ни лень и апатия, ни страх, ни эйфория, ни нервность, ни чрезмерное усердие, ни слишком слабое усердие и боли не возникали во мне вновь. 9. По мере того, Анурудха, как я пребывал прилежным, старательным, решительным, я воспринимал свет видений и форм. Но вскоре свет видений и формы исчезли. Я подумал, в чем причина и условия, что свет видений и формы исчезли. Тогда я подумал, сильное истремление возникло во мне, и из-за сильного стремления мое сосредоточение ослабло. Когда мое сосредоточение ослабло, свет видений и формы исчезли. Мне нужно действовать так, чтобы ни сомнений, ни невнимательность, ни лень и апатия, ни страх, ни эйфория, ни нервность, ни чрезмерное усердие, ни слишком слабое усердие, ни сильные стремления и боли не возникали во мне вновь. Десять, по мере того, Анурудха, как я пребывал прилежным, старательным, решительным, я воспринимал свет видений и форм. Но вскоре свет видений и форм исчезали. Я подумал, в чем причина и условия, что свет видений и форм исчезли. Тогда я подумал, восприятие множественности возникло во мне. Три, из-за восприятия множественности мое сосредоточение ослабло. Когда мое сосредоточение ослабло, свет видений и форм исчезли. Мне нужно действовать так, чтобы ни сомнений, ни невнимательность, ни лень и апатия, ни страх, ни эйфория, ни нервность, ни чрезмерное усердие, ни слишком слабое усердие, ни сильные стремления, ни восприятие множественности боли не возникали во мне вновь. Одиннадцать, по мере того, Анурудха, как я пребывал прилежным, старательным, решительным, я воспринимал свет видений и форм. Но вскоре свет видений и форм исчезли. Я подумал, в чем причина и условия, что свет видений и форм исчезли. Тогда я подумал, чрезмерная медитация на формах возникла во мне. Четыре, из-за чрезмерной медитации на формах мое сосредоточение ослабло. Когда мое сосредоточение ослабло, свет видений и форм исчезли. Мне нужно действовать так, чтобы ни сомнений, ни невнимательность, Ни лень и апатия, ни страх, ни эйфория, ни бездействие, ни чрезмерное усердие, ни слишком слабое усердие, ни сильное истремление, ни восприятие множественности, ни чрезмерная медитация на формах боли не возникали во мне вновь. Когда, Анурудха, я понял, что сомнение – это изъян ума, пять, я отбросил сомнение – этот, изъян ума. Когда я понял, что невнимательность, лень и апатия, страх, эйфория, инертность, чрезмерное усердие, слишком слабое усердие, сильное истремление, восприятие множественности, чрезмерная медитация на формах – это изъян ума. Я отбросил чрезмерную медитацию на формах, этот, изъян ума. По мере того, Анурудха, как я пребывал прилежным, старательным, решительным, я воспринимал свет, но не видел форм, я видел формы, но не воспринимал свет, даже в течение целой ночи, или целого дня, или целого дня и ночи. Я подумал, в чем причины и условия этого? Тогда я подумал, когда я не уделяю внимания образу форм, но уделяю внимания образу света, тогда я воспринимаю свет, но не вижу форм. Когда я не уделяю внимания образу света, но уделяю внимания образу форм, тогда я вижу формы, но не воспринимаю свет, даже в течение целой ночи, или целого дня, или целого дня и ночи. По мере того, Анурудха, как я пребывал прилежным, старательным, решительным, я воспринимал ограниченный свет и видел ограниченные формы, я воспринимал безграничный свет и видел безграничные формы, даже в течение целой ночи, или целого дня, или целого дня и ночи. Я подумал, в чем причина и условия этого? Тогда я подумал, когда мое сосредоточение ограничено, мое видение ограничено. С ограниченным видением я воспринимаю ограниченный свет и ограниченные формы. Но когда мое сосредоточение безгранично, мое видение и безгранично. С безграничным видением я воспринимаю безграничный свет и вижу безграничные формы, даже в течение целой ночи, или целого дня, или целого дня и ночи. Когда, Анурудха, я понял, что сомнение – это изъян ума, и когда я отбросил сомнение, этот – изъян ума, и когда я отбросил невнимательность, отбросил лень и апатию, страх, эйфорию, инертность, чрезмерное усердие, слишком слабое усердие, сильное стремление, восприятие множественности, чрезмерную медитацию на формах, этот – изъян ума, то тогда я подумал, я отбросил эти изъян ума. Теперь буду развивать сосредоточение тремя способами. 6. И тогда, Анурудха, я развивал сосредоточение с направлением ума, на объект медитации, и с удержанием ума, на объекте медитации. Я развивал сосредоточение без направления, но только с одним удержанием. Я развивал сосредоточение без направления и без удержания. Я развивал сосредоточение с восторгом. Я развивал сосредоточение без восторга. Я развивал сосредоточение, сопровождаемое удовольствием. Я развивал сосредоточение, сопровождаемое невозмутимостью. 7. Когда, Анурутха, я развил сосредоточение с направлением и удержанием. Когда я развил сосредоточение, сопровождаемое невозмутимостью, знания и видения возникли во мне, непоколебимо мое освобождение. Это мое последнее рождение. Не будет больше нового существования. Так сказал Благословенный. Достопочтенный Анурутха был доволен и восхитился словами Благословенного. Один, с этого момента сутта отличается от схожей МН-31. Согласно комментарию, свет, Абхаса, означает предварительный свет. Под комментарий поясняет, что это свет, возникающий в момент доступа к джхане. Также под комментарий добавляет, что тот, кто достигает четвертой джханы, развивает косину света для того, чтобы получить сверхспособность божественного глаза. Видение и форм, Дасса над Хрупаном, означает видение и форм божественным глазом. Будда позже объявила Нур-Утфу как самого выдающегося ученика в плане развития сверхспособности божественного глаза. Примечание переводчика СВ, смотри. Ан-8-64, где Будда говорит о том, что видение и форм означает видение божеств. Два, не митампатевиджитабам. Дословно, вам нужно проникнуть в этот знак. Три, согласно комментарию, этот фрагмент можно перефразировать так, когда я направлял внимание на единственный вид форм, то во мне возникало сильное стремление. Тогда я подумал, буду направлять внимание на разные виды форм, иногда я направлял внимание на небесный мир, а иногда на человеческий мир. По мере того, как я направлял внимание на разные виды форм, восприятие множественности возникло во мне. Комментарий поясняет, когда восприятие множественности возникло, я подумал, что буду направлять внимание на один вид форм, либо приятный, либо неприятный. По мере того, как я так делал, чрезмерная медитация на формах возникла во мне. 5. Читаса у Пакилеса. Этот же термин используется в МН-7, но здесь он означает тизьяны в развитии сосредоточения. 6. Три способа, должно быть, означают три вида сосредоточения, изложенных в ниже следующих параграфах сутты. Подобное разделение есть и в ДН-33. Первый вид сосредоточения – это первая джхана. Третий вид – вторая, третья, четвертая. Второй вид не умещается в стандартную схему четырех джхан, однако он объясняется как вторая джхана в пятеричной схеме джхана Пхидхаммы. Этот второй вид достигается теми, кто не может одновременно отбросить направление удержания ума, но устраняет их последовательно. Примечание переводчика СВ, не безинтересно, что способность видеть свет и формы развивалась Буддой до развитием второй и третьей джханы, хотя обычно говорится о том, что сверхспособность от божественного глаза, как любые другие сверхспособности, можно развивать, основывая только на четвертой джхане. Семь, согласно комментарию, сосредоточение с восторгом – это первая и вторая джханы. Без восторга – третья и четвертая джханы. С удовольствием, сата – три первых джханы. С непоколебимостью – четвертая джхана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok